Ребят, только что был стоп-старт Я извиняюсь очень сильно Почему? Потому что Потому что Запись шла А чтобы выложить на ютуб по новой Нужно как бы стоп-старт было сделать Вот, все нормально Хотел я только сказать, ребят У меня вакансия появилась на моем канале Мне нужно сварить кофе Кто займется А то я мертвый какой-то Вот Все нормально, ребятки Стоп-старт делаем Ты только через месяц приедешь Здорово, Акирыч С тобой мы не кофе будем варить И все это знают, как говорится Про упыря Как бот говорит Так, поджег Одного рабочего Мой лайф на муве зашел Просто циклоны слит И давай наказывай Кончай этого Кончай его Сортов Шата этих, блин Корейцев всех Выбивай их Вон 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 С турнира Ладно Что-то я разошелся сегодня Как Ну Уже комментирую Так, как будто уже 12 часов комментировал Что же будет через 12 тогда, ребята Семь вайперов Пошло Грейтер спайру Сорт уфо, ребят Вот Короче, если я В прямом эфире подохну Как корейцы Там, которые Жестили Тренились Там что-то долго То тогда Не допустите Больше Никаких Марафонов На гудгейме Или Уничтожьте его Короче Это Это я вам Завещаю Ладно Ладно Шучу Я вообще Какую-то хню Несу Короче Куда я там Собрался Все нормально Немного Немного 11 вайперов 11 вайперов Ну вообще криво притягивал какой-то момент с ортов там да не все походу стартов старт стоп старт сделали после падения короче 3-3 рейндж либератором у тирана будет ли он на воздух грейды делать думаю что должен начинать уже как бы здесь уже 1-1 у сортов сделан на воздух где шпиль то вообще а даже два шпиля нужно продолжать делать воздушные грейды есть брудь лорд до в три штучки погодите да да три штучки кстати есть еще проводите воздушное 4 викинга всего здесь что так ну противовоздушную оборону противовоздушной обороны будут заниматься так чёрт чарлик спулит погодите секундочку так все ребят я здесь там она просто пришла чарлик это знает и скулит поэтому клайф идет контратаку не знаю чем кончится предыдущий налом но для брудов он кончается плохо отступающих викинги с нулем ровно атаки зеленка по викингам пошла сплитится лайф танки уема танки циклона ведь чем сортов отбиваться собирается еще не понимаю ему нечем отбиваться вообще зеленку надо кидать наверное не знаю тортовку ядра атакуют зеленка на воздух пошла зеленка по земле ядра без прикрытия роучи выглядит очень слабо но лимита сортов а больше чем и лайва хочу ваше внимание обратить но нужно зеленка на танки сейчас зеленку нужна где она вот она зеленка пошла но ее мало одной ядра роучи приходит новые танки раскладываются сзади еще танки поперли либераторы пришли эту базу придется отдать казалось сортов и 200 сейчас 150 он вот-вот-вот отобьется вот реально накрой зеленкой вот эти танки все он бы просто снес бы это все но зеленка была одна всего короче это вот хрень какая-то когда надо блин притянуть юнитов хотя нет это ублая так было когда надо было зеленку он притягивал когда нужно было притягивать он зеленку ставил так сортов идет вперед что у него по базам у него вот здесь добыча здесь и все больше короче печальная экономика у сортов надо восстанавливать вот эти две базы иначе беда да это вообще в принципе беда потери давайте глянем потери это кстати близкие очень так есть гелики шатают надо поймать этих гелика все равно есть линги забегает между прочим на базу дальнюю почему сортов вообще забегает эти стоит орбиталка вообще ничем не прикрыто здесь орбиталка нихрена не шатает ничем он нидус на мэн сделал бы блин я не знаю хотя нидус тяжело сделать там прикрытия много везде со всех сторон есть пво жесткая 160 минус вайперы короче это минус сортов потерял ключевых юнитов сейчас куда ну тема что за ошибки детские 160 боевого лимита тирана 160 боевого что у него вообще и дать посмотрим 10 либератов 6 танков 10 викингов 17 хелватов 15 геликов короче всего понемногу и в говно что называется охапка дров и блок готов короче это ребят 2-0 ну был шанс у сортова против мета сыграть нормально сортов даже грейды не доделал до конца как там у него дела с этим в пвп товарищем надеюсь и без гастов обошлось как вы видите ну сортов конечно не тот игрок на которого я рассчитываю что он корейцев будет убивать здесь есть другие игроки но тоже непонятно как они там сыграют не помните эти игроки не знают как они едут и мягкие женщины не знают как они они будут... а могут не addicted вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Старкрафта будет очень много. Заходите все на стрим, кто на Твиче, врубайте ггплеер в отдельных вкладках, чтобы у меня, человека, часы шли. Всем за это громадное спасибо. Так, прем, а Керыч попозже с кошелька Гудгейма сейчас нельзя премию покупать, поэтому... Чуть попозже, так как там время определенное занимает. В паузе, напомни, между играми мне... ТСМ готов! ТСМ готов! Так, погнали! Так. 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 Какой-то... Три барака Рипера от Элайва. Видел ли сорт Ов? Нет, он ничего не видел. А вот Рипер пролетел, ну, тут буквально на секунду, короче, овер, дал Вижн. То есть стартов мука не понять, что происходит Так, группа... Погодите А, сегодня, кстати, смотрите Группа у разновой все стартует Так, спасибо, ребят За поддержку, но против Абвера не надо Почему? Потому что задача попасть в топ-3 А там не Абвер поджимает, а те, кто дальше Эти два говноканала, короче Ну, я думаю, что... Я думаю, что... Как бы можно удержаться в ноль примерно к концу месяца Но это надо, чтобы 1100, короче, денег, наверное, через плеер влилось Просто не меньше, как бы Так что нереально будет практически, я думаю Ну и нужен большой онлайн желательность Надо стримить по максимуму На неделе будут турниры, помимо ComStory Еще Starline в этом месяце мы проведем плей-оффы, конечно То есть тут будет что постримить Но посмотрим, что дальше будет Раньше предупреждалось, что заканчивается Сейчас, видимо, не запишут... Ну, я хрен знает, я за премами не слежу Вот, но сейчас зато можно сразу на 10 подписаться И 10 месяцев смотреть просто подряд Что, кстати, давным-давно еще люди меня просили Чтоб можно личный прем там на год было подписывать Там и т.д. Вот сейчас пилили Правда, как бы нету одного на большое количество времени А есть как бы много по одному Продолжение следует... Хватит такой хрень писать Опа, всех дропают наглухо Кто на HomeStory находится Вместе с Zerg'ом Кто на HomeStory находится Так, завязывай тут. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Ну что, ребят, только наши плееры здесь остались, плюс корейский. Доигрывается, в общем, ты игра здесь. Пошел выход. Ну, кстати, этот выход, может, вообще для сортова последним, кстати, я вам так скажу. Поэтому указать, что тут, в общем-то, будет. Далее. Кстати, сортов сейчас третью ТЦ-шку на изичах отменит. Что-то всё взрывается здесь жёстко. Заходит линги в тыл. Ну, кстати, принимает сортов этот выход и очень жёстко его принимает. По боевому лимиту 56-35 на 20 он в плюсе. Ну, по рабам отставание есть. Ну, с другой стороны, рабочих он 10 закажет, сейчас нагонит. Вот. Вот. И по грейдам всё нормально. Лэйр пошёл. Короче, у сортова, в принципе, неплохая ситуация сейчас складывается. Мринч, ты, я смотрю, опасный какой-то пассажир. Вот. Завязывай ты уже. Завязывай ты уже. Так, ну, с 516 никуда не пошёл сортов сейчас. Ну, рабов зато 167-51. Вот. Привет на Твиче. Всем нет, это первый вообще матч, который мы сегодня стримим на данном турнире. Вот. Вот. Кто на Твиче сидит, ребят, открывайте гг-плеер в низком качестве. И на эскадывать и, естественно, тоже. Вот. Что бы рейтинг пёр мне там просто, просто рекой, короче. Смотрите, как повезло криптумору. Ха-ха-ха. Я, говорит, я, говорит, невидимый. Ну, скан мимо прошёл, в итоге он здесь, и это криптумор не простой, а который вперёд ещё двигаться может. Так. Чё-то шатает лайф по всем направлениям сортов сейчас. Ну, сортову прикрыто дальнее направление. 2-2 раньше, чем у Тирана. Здесь уже, правда, четвёртая СС-щика сейчас на лоу-граунд полетит. Блин, шатает очень жёстко Тирана сейчас. Почему качество в низком? Ну, если кто-то на Твиче смотрит, чтобы одновременно и Гудгейм, и Твич был открыт. Для конкурса полезно этого странного. Мидас 87. Ну, не распустил тот, кто всегда их распускает. На самом деле никто их и не распускал-то особо. Вот. Просто тут в другом суть была. Так, медивак бы сбить надо было бы. Королева МИ пытается это сделать, сортов не успевает. Ёма. Роуч приходит, фокусите медивак, дружок. Сортов не фокусит он ни хрена. Короче, улетает медивак с двумя мариками, а два марика на 2-2 грейдах. Хотя нет, пока один-один. Они могут наразваливать нормально. Здесь выход в ультрале с кеверн идет, медивак падает. На самом деле у сортов опять же очень-очень прям неплохая ситуация в этой игре, но предыдущих тоже были неплохие ситуации, но он почему-то не мог довести до победы, нифига. Так, здесь планетарка, но ее так просто не выбить лингами будет. Надо бейлингами выбивать. А бейлинг-неста вообще нету, да? Да, это стиль без бейлинг-неста. Так, линги забегают. Короче, планетарка еще не готова. Давай сгрызай ее, ломай ее нахер. Тортов говорит, сейчас ломаю. И че убежал-то? Догрызь бы мне. Хотя нет, здесь столько ДПС было, что, наверное, даже не до грэви-то. Короче, в итоге слитых никуда 40 собак где-то примерно. Че, как там НИП, ребята, с дрога? Оповещайте меня о проходящих матчах. Одновременно буду признателен. Солу или Рок? Солу, конечно. Возможно, и 3-0. Хотя Рок в ЗВЗ умеет играть, но что-то Солу как-то гораздо увереннее отыграл. Так, здесь линг и ЦСП пытались подгрызть. Не получилось. Короче, есть ультрала, есть 3-3 в продакшне, а там рейндж-либератором пошел. Вот сейчас зергу. Зергу, посмотрите, на этой карте пятую базу вообще тяжело поставить просто за тридевать земель. Нужно ставить точку с четырех баз. Чтобы ставить точку, не надо нахер два спайра. Нужно один построить, заказать штук восемь корабторов, вот этим миксом с ультралами идти убивать просто и все. Адреналин лингом не сделал, ё-моё, сортов. Ну что за зырги мы адреналин не делают. Два-два скоро будет. Короче, тащим. Ну что же, может за комбо ищить получается. Так, здесь минус Либератор. Так, здесь минус Либератор. в центре движня идет Несколько мариков подрезал сейчас сортов 60-193, вот эту игру надо брать 4 гаста уже пошло, по 4 медилака строят, между прочим Сортов у Грейтер Спайр делается Здесь ультрал рубит мариков Тут два танка сверху прикрывают Нужно завести ультрала в тыл, конечно Здесь еще Либератор прилетает Почему королевы не прикрывают, я не знаю Так, ультрал номер один подходит Королевы подходят Все, ультрал начинает выпиливать здесь все Сортов отбивается Ну как-то пока Сортов все силы в оборону вкладывает Там просто Либератор эмасится в нереальных количествах И как с ними быть, я хз Есть ли караптеры? 9 есть, нужно брудов пилить и идти наказывать уже А для брудов лимита тупо нету Короче Либератор прилетел Просто растебал все В это время дроп на ХГ сюда обшел А Сортов и забегание смешное здесь Которое ни к чему не приведет просто Гасты на 3-3 тут выпиливают рингов Так, галк минка делает Повезло, Гасту 5 хп осталось всего Здесь Сортов вроде как отбивается Ну и кстати, лимит под брудлордов освободился, ребят Вот они строятся в центре Нужно жать, нужно лететь вперед и убивать нахер Потому что как только будут викинги у тирана Все будет бесполезно Хотя с 15 гастами я тоже уже не знаю как биться Брудов пока 6 штук Все, чтобы 15 гастов контрить Надо штук 10 брудлорду Чтобы брудлинги спамились просто в нереальных количествах Если брудлингов не будет просто десятками ползти То ничего не получится Будет снайпера, брудов выбивать Для чего нужны брудлинги Во-первых, чтобы вижен давать против гастов Во-вторых Во-вторых, они их будут кусать и снайпершоты сбивать Нахрен ультралов так отдавать тоже я не понимаю Сортов не понять где контролят 8 брудов Есть караптеров много добавляется Крипа здесь немного правда Что же, лайф вперед решил пойти Здесь такой микс у тирана, которым можно и развалить То есть тут реально от контроля будет сейчас все зависеть Сканит и лайф все видит Если лайф первым нападет, он гастами просто расковыряет все Короче, сортов королев своих отдал без понтового просто Ну что это такое И боится драться То есть самым сильным миксом боится драться Ну а что бояться-то, ё-моё Что-то делать-то Короче, наламывается лайф Тут видно, что сортов что-то Боязливый какой-то Ну все, кидайте по минкам Уверсира подведи Не знаю Все, выбивай Брудлинги есть Брудлинги все видят здесь Брудлингами на вперед Ти гастов выбивает Все, караптеры поломились Все, инфестры кидают Микосу и все Побил, Микос попадает Здесь инфестры сбоку отходят Выбиваются снайпер-шоты Сортов залетает наземными войсками Бруды ломают Продолжают Караптеры падают Караптеры уже не осталось практически Остаются только брудлорды 58 лингов Заказу надо гастов покусить Которые снайперят Покуси гастов Покуси сортов Отличная работа Но запаса ресурсов нету И только бруды остались А здесь либераторы Что с ними делать Караптер первый здесь есть Грудов не сплитит Сортов И хату потерял Новая есть Новая есть Дали, да Хотя с другой стороны У тирана ресурсов Не много осталось Но у него запас гигантский Нип слил Красавец Дрога вообще То есть Дрога будет биться С победителем А Нип с проигравшим Если проиграет сортов Походу Нип домой поедет Успешно сегодня Дорога Ты не можешь Если проah 91-165 Вроде Сортов здесь отбился Но это минус Сортов И Лайф его разбирает, ребят Сортов старался биться Но у него ничего не получилось Здесь еще база занята в итоге новая В общем-то не хватило Сортов Мое мнение, что он сюда допустил юнитов Это был его провалом Нужно было драться сразу на Ксилнаге Улучшение завершено Так 180-183 Ребят Пишет ГГ-сортов Ну я не обманул там товарища с фонстори Да, тут 3-0 заходит Как игру отдал? Он там был момент, когда Сортов выигрывал, что ли Что-то я не заметил Он по лимиту вел По лимиту вел Ну в итоге не довел до конца Так Хм-хм-ххм-хм-хм-хмхм caught Продолжение следует... 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 И вот, наверное, один из немногих протасов, которым было интересно смотреть, то есть не протасов, ну, по крайней мере, финал какого-то Dreamhack, а, Blizzard Cup, точнее, Kesp Cup, когда он там в финале зажигал, вообще так круто было, то есть, PvP, то есть, мне совершенно такой чуждый матчап, но очень круто. Ну, PvP, он, конечно, таза божил, но вот он, ему с PvP повезло, конечно, тогда, что именно матчап этот был, да, что... Ну, он там и другие, конечно, играл, но PvP у него явно какой-то вообще имбовый на тот момент был. Ну, он, кстати, и вел, то есть, когда до того, как не приехал и там всех раскатал, все, знаешь, такие, там, играли в PvP, все это масс архоны, все это говно, короче, как он приехал, дестабилизировал всех, все сразу, короче, начали обратно в дестабилизаторов играть корейцам. Да, показал силу, это очень круто, то есть, когда не кореец показывает корейцам, как играть. Да, ну, надо вперед идти, StarCraft на месте не стоит. Да. Так, что-то открыл я тут стрим, ничего там не происходит, ребят, вы видите там особо движухи нет пока, видимо, все спят еще там. На кого ставишь в этом матче? На Илайва? Ну, думаю, да, дрога, ну, хотя, посмотрим, что там дрога. Сможет, как бы, ну... Просто Илайв какой-то такой вот кореец, он вроде как топовый, сильный, но при этом у него иногда такие игры случаются, знаешь, что как будто бы он, то есть, играет психованные стратегии, типа как на морозе с одной базы, там, и пошел вуллин, вуллин, такой вообще продолжительный. Причем это иногда смотришь, и это работает, то есть, когда он приходит там с первым дропом, ничего не убивает, но потом второй волной приходит и в хлам просто разваливается. Ну, это прикольно. Не, ну, Илайва в последнее время вот стримливаете всякие СГЛы, там, и Лайфен Капа, там, корейцы постоянно играют, и я заметил, что сейчас вот Тираны, там, Кина, Лайф, Рьянг, то есть, они как бы всякие Мараут, они вообще слабее сейчас. То есть, реально, Лайф, он как бы, они, они почти все как Бьян играют, только, ну, вот у них нету какого-то Бьяновского вот этого роботизма абсолютного, как бы. Ну, прямо иногда и ТВТ там с ним на уровне отыгрывают, ну, и матчапы все, то есть, они реально как-то поднялись в уровне все. Круто, круто. Хотя при этом мы, кстати, без команд же сейчас большинство. Ну, да, получается, что так. Так, Илюх, спасибо за ссылку, это шоу-матч по Брудвару, который сегодня был, что ли, я так понимаю, запись. Можно будет постримить его днем как-нибудь. Скинь у него ВКонтакте, пожалуйста, чтобы не пропал, просто я потом-то, может, постримлю. Так, ладно, стрим закрываясь, ну, там показывают почему-то небо, хотя написано Дрога Лайф на главном стриме, да-дам. Ну, и, кстати, сегодня, обратите внимание все, что группы эти стартуют не одновременно все у нас получаются, как бы. То есть, сначала Б и Д у нас стартанули, причем Б раньше, как бы, то есть, в Д только сейчас первый матч будет, я так понимаю, здесь уже второй, а потом две других. То есть, походу, все недолго мы будем сидеть здесь, как вчера. А до скольки ты вчера сидел? До двух? До трех? Вчера, до четырех. Казалось, что раньше все кончится, но по итогу, ну, просто до четырех в итоге засел. Да, прикольно. А я как раз тоже, когда посмотрел, получается, Home Story Cup, потом решил немного поиграть, и как-то так затянулось. Димага потом проснулся, начали с ним играть, вот так помарафонили с ним до утра вообще. Ага. Ух. Как тебе эта карта вообще для ТВП, на твой взгляд? У кого есть преимущество для кого-то более удобное? Слушай, ну, для ТВП, мне кажется, нормально. Более-менее. Ну, вот здесь золото, конечно, Тирану как-то попроще, мне кажется, брать. Поджимать можно золото со стороны вот так. В целом-то, ну, на самом деле, я хз. Разве что Прокси какие-нибудь может быть и жмать. Так, ровная более-менее карта, мне кажется, вот эта. Вот насчет Прокси, потому что корейцы же очень любят, и... Готов ли к этому попить Дрога, потому что здесь у него, кстати, едет лунки, ранняя разведка. Причем, кстати, едет интересное место, такие, сразу проверяет. Ну да, поехал Дрога, проверяет Прокси. Прокси нету здесь никакого. Да, я у Лайва Газ первый, получается, был. Да, да. Вообще, если он, кстати, стандартно будет играть через Reaper в экспанту, возможно, гелионы какие-то увидим, потому что карта большая здесь, далеко ехать. А корейцы тоже, как бы, иногда такой... Точнее, бывает, используют. Потому что, ну, то есть, можно спокойно заехать и похарасить, и при этом еще и разведать, и не каждый Протас к этому будет готов, потому что это такой редкий билдордер, но он вот именно для этой карты хорошо подходит, потому что это именно за расстояние. Ну да, здесь длинная такая карта получается. Да, и после этого еще здесь есть такая халява, как быстрый третий командный центр, потому что, опять же, вот, то, что гелионы приезжают быстро, а Протас потом идет в контратаку, а у Терна уже готовы либо танки, либо там мародеры, но обычно с танками уже отбивается, и у Протаса начинаются проблемы именно в экономике. То есть у Терна есть третий командный центр, а Протас это наказать никак не может. Ну, это такой вариант. Ладно, сейчас посмотрим, как будет вообще. Ну да, причем на золото тиранам явно полетит, как бы, а Протасу будет тяжеловато. Да. Привет всем ребят, кто недавно подошел. Мы тут с Пашей братком сегодня комментируем. Отпишите, как звук, нормальный все. Ну, вроде жалоб нету, значит, нормально все, скорее всего. Вот. Ну и первая группа, второй матч у нас получается. Две Венеров одновременно запустили, как и вчера. Вот. Ну, а дальше все подряд будет. Один за другим. Прилетает Рипер, Рипер видит Мазеркор. Ну, есть Адептик, да, вот Гелики пошли так, один Гелика вообще строго. Да, он что-то как один Гелик. Решил Мариков, то есть, видимо, будет какой-то все равно дроп вместе с Минкой, скорее всего. Ну да. Ну, наверное, два Гелика заезд плюс Марик и Минка одна дроп, там, типа, шесть Мариков, Минка плюс два Гелика. Хотя, не смотри, вообще лава пошла. Сразу же ты Клаб. А это просто разведывательный Гелион. Ну, вообще, Лайф получается, конечно, он как кореец. Корейцы, видимо, не так часто любят халявить. И, тем более, он играет против Европейца, с которым, я думаю, в макро у него есть преимущество. Ну, по крайней мере, Лайф так думает. То есть, он будет играть, наверное, более сейфово. Играет через Минку, да, то есть, такой один Гелион. И Гелион, кстати, уже едет, на пофиг, пытается проехать. И Минка, а зачем он-то лаву так рано строил? Он еще может Баншу сейчас перелетать будет, заказывать какую-нибудь, что ли? Вот если Баншу, это вообще будет очень необычно. Такой интересный момент. Ну, кстати, я сейчас увидел, что есть Роба. Так что, я думаю, Баншу, наверное, если он и хотел, как вариант, да, уже, наверное, когда отменить. Гелин, кстати, заехал на Турал. Не доели он. Здесь еще сожгет рабочего. Лоу. Подожжем, не скликали, по адепту стреляли. Ну, ладно. Да, третьего не давил, почему-то и Рипер здесь одного на Мэй не убил. Ну, вот, казалось бы, всегда, вот я говорю, ну, мелочь, да, но приехал Корейс. Вот не могло не сгореть этих двух рабочих, как бы, они сгорели в итоге. То есть, Гиллион окупился просто и все. И летит еще дроп сразу на Мэй. У дрока так ставят пилона, что за минеральной линией на Мэйне он не защищен. И вот сейчас он как раз кистает пилон, понимает про это, но дроп-то уже залетает. И Лайф про это знал. Он это видел, рипером. Залетает дроп, да, да, и Лайф все именно осознанно это делает, что самое интересное. Вообще, пилон достроится. Он сейчас под сталкером, минус сталкером, минус рабочий. Короче, Лайф тут расковырялся. Поздний оверчардж, причит дрога вообще тут. Неудачно, неудачно. Здесь вот мелочи. Да, и приехал Гиллион, вжел два рабочих, полетел, дроп убил, шесть. Тут все покаталось. В итоге дрога уже отстает серьезно. Парабамп, всем параметрам вообще. Здесь все. А здесь машина работает, все места меняется. Грейды там пошли, стимпак, щиты. Скоро медеваки начнут строиться. При этом разводы как бы продолжаются. Здесь сейчас еще с либераторами собирается. С либератором на натурал. И как раз видишь, что и здесь нет пилона. То есть, как и лайф шатает. Да, с либератором это вообще же. Ничего ее сталкеры, как терпят жестко. 5,66. Давайте потеря посмотрим. Ну да, потеря как бы 900 на 1100-тиран тоже теряет. Но 9 пробок погибло. Это самый важный момент здесь. С другой стороны, у Дрога есть золото. Ему надо сразу побольше на золото перевести, чтобы хоть как-то восполнить свои вот эти провалы. Он не спешит много рабочих прям на золото переводить. Хотя, с другой стороны, когда так шатают, и страшно-то перевести, что сейчас прилетят. Прилетят. Хотя, так Дрога, конечно, сейчас уже примерно представляет картину в игре, что пролетел Апсома, увидел, что пока в ближайшее время... Ох, уже все. Больше Апсома не увидит. Следующий выход. Илайв заметил. Ну вот, все, Дрога, цеху третью самое главное увидел, в принципе. А Илайв еще делает выход. Офигеть. Как раз под стимпак. Дрога, кстати, рискует, что две фаржи сразу поставил. То есть до гейтов. Сейчас мозги и ты, адепты. Ну да, ну получается, у Илайва вообще что-то, смотри, там, стим, щиты, плюс один, все одновременно. В одно время, да. Просто сейчас под золото подходим, ему и не надо в лоб ставать танком золото, простреливать, и все, стоять получается. Да, Дрога попробуй еще отбейся от этого, потому что здесь, конечно, тем более контроль. Хотя Дрога вот пытается заранее встретить, но... Он не видит, а вот сейчас заметил Лайв. Да, 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 да. Ох, блин, как агрессивный. Очень-очень агрессивный, блед, минус сталкер, ну там пару мариков друга забрал. Ну, ему, да, ему надо время тянуть, чтобы золото хоть как-то окупалось, и гиты открывались, самое главное. Ох, еще минус сталкер один, не той дорогой пошел он. Да, и вообще шикарно позиция, конечно, для Лайва. Неудобно бы их просто атаковать. Непонятно, чем он будет выбивать, у него пока Глеб... Хотя Глеба вроде доделали сейчас, но армии нет вообще. Да, Глеба есть, 1-1 есть, но адептов мало очень, да, вот сейчас только гиты открылись, как бы получается, что... Ну-то 2-2, сейчас Дрога не заказать ресурсов нет, понапрягал, золото Лайв пришел, отошел, у него-то все там стабильно добывается, как бы прирост подходит. Прикрепление идет, да. Ой, еще Дрога тут как-то... Глебский прям проход в этот влезает. Да, ходит туда, адепты вперед, ну тут сталкеры получились. Ну, сейчас минки, 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 2 минки. Телефанки, ё-моё, еще сталкер так подлинкли, что и адептам с флэшем прилетело, в общем-то... Дрога тут пытается, конечно, убить все, но в итоге Дрога сам здесь все потерял. Хотя Лайв что-то улетел, 164-112, кажется, вроде, да, отбивается, а по лимиту вообще катастрофа полная. Да. А, еще и минки 2 на Мэникс, которые каким-то образом вообще мало юнитов убили, очень. 3 и 1, где Обсервер? Обсервера нет, сейчас минки за КДш, где Обс-то вообще? Ой-ой-ой, сейчас без с собой. Очень больно, сейчас минки сделаю. Да. 5 рабочих, ах, что вторая не стрельного, ну и так, 48, 61, по РАБАМу, 81, 131, но тут очевидно, что это 1-0, как бы уже, ну, вопрос времени, когда. Да, как-то в другу вообще не задавалась игра. Так, красавица, конечно, что шатает, вот этот медивак, да, там залетел, какие-то минки, я даже не заметил, когда их высадил. Я вообще-то уже не, ну, а лайф игрю, я скуку смотрел, сейчас, вот, из всех китайских капра, лайф сильный, тираны, там, на кинг, как бы, да, еще. Агроматно отконтроливает Марика подальше. Здесь, кстати, хватает. Ну, да, вроде, пока здесь друга держат. Вот прилетает, лебератор, ой-ой, какая позиция жесткая, лебератора начнут сейчас стрелять, а дефт телепортирует, да, но. Дроу горешил, что ему достаточно здесь юнитов, но ему недостаточно ГГ. Да, дропы, разводы, хорош, хорош. Причем планомерно, такой план сразу, и разведка рипером увидел, где пилоны стоят, сразу прилетел, потом увидел дропом, что на натурале тоже пилоны, за минералами нет, разложился либератором, то есть еще и дропом помогал, блин, прикольно, такие темы, они такие, вроде, мелкие, но в сумме дают такие большие плюсы. Ну, да. Это и есть такое дело. Сибиряк-22 активировал премиум на ваш канал. Так, надо заходить, короче, надо, захожу. Что, думаешь, будет 3-0? Ну, что-то по первой игре как-то, ну, не видно, что в Дрога, там, вот, прям, просто, Дрога такой игрок, вот, есть там, кто там, я не знаю, какие-нибудь чезануть с одной базы, там, вот, любит, как бы, вот, можно было Пылаева, да, пробрить, вот, Стрэндж, например, на GoFoSK недавно Лайв 2.0 просто набрил. Понятно, что там, что там, пинг, как бы, или что-то еще, ну, там одну игру, вот, стандартную, два пилона под рамп, и Proxy Stargate Oracle прилетает, как бы, и минусы Лайв, а здесь, как бы, Дрога пытается играть, ну, типа, на равных, макроф, такое, Лайв его просто разносит. Ну, хотя, может быть, если ошибочек поменьше будет. Да, ну, хотя карта здесь, конечно, такая агрессивная, то есть, может быть, Дрога как раз-таки воспользуется. Хотя, если он здесь сыграет в макро и от обороны, это, конечно, будет удивительно. Ну, да, ну, станция, да, Сан, тут и Лайв сам может на базовую какую-нибудь, но он все делает, Лайв, причем прикол, я видел от него все, как бы, он и циклонами поджимы эти делает, и любые билды, фактически, то есть, он и в ПДВЗ и Мех, и Биллу, все, играет. Да, под таких фиг подстроишься. Так, еще у меня на Twitch, а, на земле кредит, а, вижу. Причем здесь, кстати, очень популярный билд, этот, через Старгейт, когда у Тимпеста, как-то. Да, да, вот, это и есть такое тут, ну, прикольно Харстон, с кем, кстати, Салаевым же Харстон, да, вчера, первый день Салаевым Харстон играл, и выиграл таким билдом его здесь, то есть, там, 4Т, 4-5Т, ну, хотя даже 5 у него и не было, по-моему. Как бы, Тимпеста, потом по земле прикрыл это все, там, Адепты, Глефы, Штармы, там. Ага, хорошая тема, блин, так лог не подстроится. Кстати, какой-то быстрый, чем Пилон поставил друга, мне кажется, вот, то есть, он не заказывал рабочих нон-стопом, специально скипнул первого раба, ну, точнее, второго, и здесь, видимо, собирается как-то пушить, может быть, или боится риперов. Хороший вопрос. Тут быстрый газ. Неужели, вправду, будет, представляешь, агрессия на агрессию, и там, и там. Смотри, куда КСМ-ка едет у Элайва, что-то тут, походу, прокси-факта перелет, что ли, или что-то такое? Да, очень похоже, кстати, знает. И два газа на игре, Элайв может и такое сыграть, иди просто, все. Так, ребят, всем привет, везде на Твиче, на всех каналах, открывайте ГГ-плеер, чтобы зрителей больше было смотреть. Сегодня день долгий будет. Ну, а завтра плей-офф получается. Так, есть хоть одна группа, где... А, да, одна группа есть, где три корейца, но она одна. Это как раз группа Смерти? И группа С, там, где скидывай Пейшн Фьюфермау, и Фермалу не очень повезло, но в бою его посмотреть можно будет. С другой стороны, вот интересно просто, где корейцев не столько много. Вылетит ли кто-нибудь, как бы, на этой стадии. Так, Элайв 1.0, да. Элайв сразу ставит бункер от Фотона Аверчарджа. Здесь защищается. Но при этом, да, факта, и похоже, Старпорт там тоже будет ставить. Как-то она полетела. Ходит здесь Урсадон рядом. А в первом бы Старкрафте заблочил бы он, если бы там стоял, потому что он не отходил автоматом никуда. Да-да-да, какого-нибудь такие темы. Да, вообще жесткая агрессия, но при этом, кстати, друга готовится и друга... Нет, не поехал, все проверить профси. Плюс два гейтенов, на мейниках, прям печаль тут еще. Блин, аминка закопается. Аминка вообще в легкую закопается, десипилона нет, тем более. Ой-ой-ой, какая печать, с добычей будет сбита. Пробку одну нужно ответить. Ну, короче, дрога решил, что не будет, сводить две в итоге, минус. Ну, это вот ошибки такие, видишь, ну, то есть надо сделать просто, нужно сделать, но дрога не делает. Сейчас обсервер быстро будет готов и выбьет эту минку. Ну, здесь Либератор сейчас прилетит, а против Либератора что-то, блинка нету, как бы, то есть только Сталтер здесь получается. Без прикрытия. А дома что, а дома, а, бункер, реактор. И ЦЦ-шку собирается ставить. При этом, кстати, дрога спрятал. Телон еще такой, внизу карты, на половине. Здесь закапывается минка, но дрога... Блин, куда, зачем? Я-то, я думаю, сейчас еще выстрелят по ним. Ну, так нормально, дрога отбился. Да, он потерял, конечно, две пробки, но при этом термин здесь не... Так, сейчас прилетит Либератор, кстати, отвлекает минку, получается, илает внимание от своего Либератора. Надо возвращаться другу назад, почему-то не летит, илайф... А, он двумя сразу хочет перекрыть, кстати. Смотри-ка, и здесь адепты, блин, вот и... Корейца еще и везет, то есть КСМ-ка проехала, так что спалила все, короче. То адепты могли бы здесь пошатать неплохо, но в итоге и адепты здесь ничего особо не пошатают. Походу, что там... Ну, там бункер есть, правда. Либертор, смотри, он дождался, получается, когда другу уходит с того керамия в атаку и раскладывается на мейне. Офигеть. И другу сейчас придется выбор, возвращаться или делать товар. Но он делает товар. Так, здесь адепты летают, шатают. Марику, кстати... В принципе, рамп-то можно и пошатать сейчас. Ну, блин, долго будет Дрога ее пробивать, адепты здесь вливаются на муве, получается. А Либератора выбивает Дрога Елели. Ну, да, вычета в это время не было все это время. Есть один иммортал у Дрога. Все, если иммортал можно попытаться зайти 37-40, по лимите можно, можно попытаться напрягать. Но с КСМ-ками-то тут нет огневой мощи от КСМ-ов у Дрога. Побольше адептов надо, для кофе такого. Оно, видишь, не дает. Либераторы заставляют сталкеров на Мэйни-Варфер. Ну да, Лайф прогоняет. Ну, как-то пока вроде у Дрога еще есть какие-то шансы. 9 КСМ-ок убил он сейчас. Так, Пилон. Пилон живой в тылу. Это хорошо. Либератор все еще шатает, пытается летать. Летает. Минус Либератор. При этом, кстати, по земле сейчас будет сложно Дрога пройти, потому что там уже домашний Либератор. Вернулся тот красный первый. Да, его вычинят сейчас. Смотри, а реактор даст бивать. Боже, кейлайф не отменяет, ничего не отменяет. Короче, сейчас кейлайф, кстати, подзатерпел. Либератор, если выбить, вообще неплохо будет. Выбивается. Все, надо продолжать, кстати, Дрога. Почему он не берет? Сейчас я не понимаю. С мэйн это юнитов. Вообще, призма, кстати, будет. Смотри, как готово. Тут интересный расклад такой получается. Кейлайф наошибался. Тут наошибался. СМ-ки опять пытаются выйти вниз. Но это тут непросто будет заблочить. Ну, так и Дрога 6, она же пробьет так вообще. 41, 33, да, Дрога очень круто. Шатач, с КСН-ки падают гигантское количество. Призма прилетает. А на призму-то уже и подконтролить. Может, три сталкера плюс товар пошел. Бункер бы сбить, конечно, не мешало бы этому. А призму, что контроль не наблюдаю. Но можно лифтом перевести сбоку здесь, например. Дрога решил, что надо зайти, черт побери. И подмариков прямо и затерпи здесь. Короче, переоценили. Что-то мы Дрога, ребята. Хотя продолжает он шатать. И призму и контролит. Но мог бы он сразу, на самом деле, уже так начинать контролить. 41, 26. Да, похоже, что это 1-1, ребят. Здесь либератор влочит мейн Дрога, но... Добыча там немножечко идет, а у тирана вообще добычи нету сейчас. Призма это халявный блинг получается для всех. И с таким контролем по-любому хватит юниту Дрога. Гегег, срывай. Молодец, молодец, Дрога. Доказал агрессию. Ну, хоть интрига будет, а то были бы СМ3-0, то как-то неинтересно. Потому что я смотрел, там в предыдущей стадии что-то дофига 3-0 было. Ну да, хоть как-то в Дрога бьется. Не, ну Дрога смотрел... Пейшнса пробрил, Ниба пробрил, то есть ПВП на уровне. И к чему другие, значит, матча бы тоже подтянул. Видимо, плюс мораль получил после Близкона. Не должен был туда ехать, а в итоге... Ну так в целом там более-менее грамотно не поступал. То есть то, что прочитал, что там all-in. Поставил пилон такой тоже, который отвлекал очень сильно. Ну и самое главное, что Минки там отбил. То, что только на первой Минки 2 раба потерял. А так в целом вроде все у него было отлично. И при этом Илайв, кстати, делал вот all-in такой с одной базой. Собирался ставить командный центр после того, как all-in не удался. То есть в макро. А если бы не было пилона, я думаю, он бы поставил именно там командный центр. И попытался бы играть в такое продолжительное макро. Ну да. Он как бы как обычно, как говорится, нагл. Да, нагл с ней не занимает. А ты голосование перед матчами проводишь? Там типа кто победит там или... Бывает, да. Ну что-то сейчас забываю. Буду встал уже за три дня. Ну да. За ней желтые сидят как бы там. Если ребят что напоминайте модерам, кто у кого есть права, пусть голосовалочки пилят. Ну что, у нас здесь карта Мороз. Очень многое зависит от респов. Какая будет вообще, какой стиль игры. Хотя Илайв может из одной базы сыграть. О, кросс-респы. Тут, конечно, получается обоим игрокам технологичными юнитами будет тяжело пушить. Но опять же, здесь всякие гелионы. Хотя Илайв может быть как раз-таки в халяву сыграет. В быстрый командный центр. Потому что я смотрел Бьян здесь периодически последние игры. Вот, наверное, одна из немногих карт, где я ставит быстрый командный центр. Хотя и от Илайва что-то такое не помню. Но вообще, кросс-респы они больше располагают для протеза, на мой взгляд. То есть для макроигры. Илайв, кстати, начинает через агрессию. Такой быстрый газ. Так что либо рипер, либо марики факта. Здесь, конечно, очень многое зависит от того, что будет ли он вообще делать разведку. Потому что если вслепую, то это, конечно, немного опасно. Но при этом больше экономики. Лучше будет биллдордеры. В первой игре он играл через рипера, не помнишь? Вроде бы через рипера. На апофеосисе, да-да-да. Да-да, он также газ первый играл. Так что, наверное, скорее всего здесь то же самое. Ну и Лайф, и Минки любят дробовать такие всякие темы. Сейчас вообще как бы тираны смотрят, ну, ТВП постоянно вот играют, так и тяжело. То есть как-то раньше вот играли, там, рипер бараки, там, или просто ЦС-щики бараки, там, билл. Сейчас вообще как бы чаще гораздо тираны просто, ну, именно с какой-то Минки там что-то такое вначале, а потом уже в билл переходит. Короче, то, что меня бесит, если я сам играю. Ну, это работает, да, почему нет сейчас? То есть сейчас рабочих много сразу, то есть можно сразу в газ вот это выйти, ну, лететь, дропаться, там, как бы. Причем, то есть на данном уровне игры, собственно говоря, получается, что так, ну, все поняли, что, ну, ничего не сделать этим нельзя. То есть может, конечно, не убить рабов, но все это будет напрягать, просто там он будет вообще-то по билду подстраиваться, кататься, там, ну, и так далее. Да, пошла факта. Ну, кстати, интересно, он сыграл не через репера, а сразу через Марик. Марик реактор, ну, получается, что, да, вот он с разведкой играет, то есть пораньше факта, видимо, да, видимо, переход, какую-то Минку дропы, побыстрее бил, может быть, Либератор тоже какой-то пораньше будет, чтобы на вторую куда-нибудь прилететь базу, там. Карта хорошая, да, здесь Либератор много мест, и можно разложиться. Но при этом сейчас, кстати, Мауршебкор, ох, пролетел Мауршебкор, поэтому КСМК проезжает. Конечно, здесь ничего не увидел, а сейчас особо. Ну да, потому что ничего и нету, пока что, вот, сейчас рогу пошло. Да, и опять Минка, опять Минка. Может быть, и Лайф решил такой, ну ладно, в первой игре зашло, почему сейчас не зайдет? А, кстати, ну, КСМК увидела, что, типа, два пилона стоят грамотно, то есть нет какой-то полябы, потому что иногда бывает здесь протест составят, вот если на мейн протест посмотреть, где, знаешь, рипер может запрыгнуть, там, типа, перекрываются от рипера. И приезжаешь, смотришь, ага, с одной стороны можно спокойно прилететь, высадиться и напрягать. Но здесь Дрога не халявит. Ну да, в большинстве, ну, Фарабаму Дрога все замечательно, как бы, сейчас, вот, посмотрим, что Минки, просто, вот, у меня, что, вот, я не знаю, понятно, на самом высшем уровне по-другому, но я даже смотрю, когда корейские матчи. Залетает Медивак на скорости, ты даже какой бы супер, как бы, реактивный не был, ты, ну, там просто идеально должен стоять у верчажа, чтобы вот эти Минки принимать пилонами, да, то есть, как бы, просто на ранней стадии тяжело перекрыть все направления. Да, пилонских хватает. А особенно, если с двух сторон сразу залетает, это как Ютермал, вот, любят билд, у него такой есть, то есть, он дропает сначала 7 Мариков, а потом второй Медивак 3 Минки берет, то есть, на мейне Мариками разводят и пытаются Минки дропнуть. То есть, с одной стороны, надо сконтролить против Мариков, которые лечатся, а там, ну, тиран засажет, высаживает, и еще при этом все, нужно ведь у верчажам-то нужно не просто его выставить, а именно Минку, ну, в нее кликнуть, чтобы она выбила. Причем, если ты будешь коряво кликать, а не сразу, как бы, то она успеет закопаться, на нее надо 3 выстрела, получается, как бы, сделать. Вот так. Я, кстати, как раз, извините, что перебиваю, про 3 Минки как раз сказал, и сейчас вот, элайф, я собираюсь такой похожий билд делать. Да, 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 вот именно такой. Я не знаю, кто его первым придумал, там, может быть, как бы, и сейчас, очень часто корейцы и европейцы доберутся. Да, куверчаж попернут. Если ликвидировать угрозу первого дропа пораньше, то и второй будет гораздо больше, на самом деле, отбивать. Ну, вот, ну, так, по поле-то этого, ну, сейчас вот проблема у процесса, что у него теперь 3 локации, и все 3, соответственно, будет, ну, понятное дело, что там сейчас, самое основное, это Мейн и Нонтурал, но вот, все равно тяжело, тяжело расплитить везде. Ну, да, здесь как-то дрога тоже стоит непонятно, здесь адепт заранее заметит, то есть, да, вот, конечно, вот эти все дропы контрятся виженом заранее, чтобы подстроиться можно было бы. Вот, нормально, Лайф отогнат, улетает. Вот мне, что самое вот интересное, прикол, вот даже, да, сейчас и Лайф реально ничего практически, да, своими дропами не сделал. Но если посмотреть по рамам и по лимиту, как бы, то есть, пираны за это время при вот этих билдах, и имея абсолютно, как бы, дома, как бы, безопасность полную, то есть, что просто никуда не придет, ничего не сделают, они не успевают нагнать, как бы, просто. Вот, в этом и суть билдов. Ох, дроп на натурал, он друг реагирует, но минки, правда, все равно. Мерчажи пошли, так, одна минка успела вкапаться, емая, сесть, вот это вот, блин, все было хорошо, пока вот это не случилось, туфта, короче, 6 пробок минус. Да, одна минка. Так, действительно, достает с этого выступа, да. Да, достает, достает. Медивак. Ну, в итоге у Дрога еще, на самом деле, хорошая даже ситуация, 6 рабов потерять от всего этого Хараса, это хороший расклад для Протса, на самом деле, на таком уровне игры, как бы, для, ну, с тираном. Если, конечно, Дрога их не потерял, у него вообще замечательно все было, ну, ЦЦ-шка-то у Лаева только строится, пока она достроится, пока орбиталка, пока рабочие начнут строиться. У Дрога уже третий нетус, правда, вот, похвалил Дрога, а пробки у него ни хрена не строились, вот, сейчас только заказал. Вот, нужно, как бы, Протсу такими моментами затищия пользоваться идеально, то есть максимальный буст экономики, как бы, и, вот, стараться оборону выстроить и уже делать такую армию, которая в лоб будет играть. Я не знаю, почему Протс, по-моему, то, как против Бьяна Шоутайм на ВЦС сыграл, по-моему, очень неплохо работает. То есть, вот, сейчас идет Био, почему не играть через пару колоссов, как бы, ну, даже необязательно их, там, много делать, чтобы вначале просто вот это все хождение, как бы, тирановское законтрить. Ух, Минка на третий. Да, Минка три пробки выбила, Дрога пытался с местами поменять, но Минка уже взяла фокус на юнитов уходящих, поэтому она в линию, там, рабочих забрала. В это время, кстати, еще на мэне был залет Либератора, грамотно Дрога среагировала, там, убил, потом на верчажем, Либератор даже ни разу не выстрелил. Смотрите-ка, у Дрога Глефа есть уже, у Дрога Блин, то есть, Дрога тут как-то хочет агрессивно сыграть, причем, пока нет Либераторов, это может и прокатить, в принципе, много. Да, такая грозная армия идет, там, конечно, Контр, да, такой, залетает, но поможет ли, отлечет ли он вообще Протаса? Блин, ну, как бы, с какой-то, да, дроп-то тут восемь марика, все, но на стиме такие дропы могут просто игру решить. Сейчас если не среагируют, там, нет, реагируют Дрога, Блин, вот, Мазеркор минус, сталкеры, блин, марики, просто громят, надо контролить еще против дроп, вот чем, блин, просто залетел, экономики не убил, но просто гигантский, плюс этот дроп вышел, то есть, на халяву 4 сталкера Тиран забрал и улетел, Мазеркор еще, но Дрога в это время Адепт 4 на мейн приводит, плюс Довар, еще, хорош, Дрога, вот это уже, конечно, в поле, но нужно Адептов тоже не сливать, вам, всем. Так, здесь Адепт 4 закрывается, кстати, можно Био разобрать, здесь одни марики, по-моему, в этом Био-то, так, здесь Дрога, 5, шатает, Либератора вывел одного, кстати. Что-то нападает очень хорошо. Такое, Дрога с разных сторон, ну, нужно Либераторов как-то разобрать. Блин, не получается, жесть. Получается, у Дрога 100, там, у нас по 11, лимит. Время еще Дрог шатает. Призма живая, Призма живая, но в это время, да, дроп мейн просто один, тут один сраный Дрог, короче, и все, и ничего не сделаем. Больше пара нет, и печаль. Так, 98, 108, здесь рабочим пытается Лайк. Ну, Дрога запутался, но я вижу, что тут просто, ну, очень тяжело против вот этих Либераторов. Тут как шахматная какая-то, я не знаю, не шахматная доска, а тут какой-то лабиринт, где проваливается пол под Дрогой, я не знаю. Потому что есть места безопасности, а есть места, где Либератор разваливает. Да, это песец, конечно, Дрога уже. Ну, да, то есть абсолютно равная игра была, абсолютно нормальный пуш, но в итоге просто провал для Дрога, то есть он в хлам сливает, и вот если бы не этот дроп с четырьмя мариками, все было по-другому вообще. Да. Фактически этот Дрог сделал больше, чем адепты Дрогой там на мейни у Тирана. Да, в Соми так и есть. Все, все благодаря контролю Лайва. Милайф уже, похоже, так идет совсем нагло. Прям медеваком летел. Да. Он же добивать намеревается. Тут по боевому лимиту, да, катастрофа, конечно, это ведь нечего просто выбивать. Не, ну Дрога молодец, на самом деле, пуш-то в тему он как бы делал, получается, только чуть-чуть не хватило. Да, он совсем очень близко был. Вот при этом всем, знаешь, у меня вот постоянно смотрю, как бы у меня возникает постоянный вопрос. Вот просто идет так в пуш, у него одна призма, да, как бы это постоянно происходит. И он призма летит на мейн. То есть почему, ну, то есть может какую-то пробку брать, пилон хотя бы для медленного варпа скроет снизу, как бы. То есть ты же идешь в пуш, и у тебя нет до варпа. То есть если призма на мейне потеряна, то это провал, или вот так вот адепты ничего не сделали. А если бы они были снизу, мне кажется, просто он, ну, в лоб бы мог пробить. Такого еще нет. Да, это какая-то странная такая. Ведь есть прикол, все тут добивает Элайф Дрога. Просто ты зашел бы, вот, например, вот с этого направления, да, как бы, где четвертая цеха сейчас строится, Дрога, просто пустил иллюзии адептами, там, две иллюзии на третью в центр, две иллюзии на вторую. Элайф и так бы, ну, пришлось ему разбегаться юнитами, а Дрога была бы возможность для контроля против стационарных этих либераторов, например. А Протесы пытаются, ну, разнутость. Ладно, если две призмы, понятно. Очень часто я замечаю, а последняя, что Протесы отдаются вот на таком моментике. И все, и Пушит разу проваливается, ну, захлебывается. Так, да, короче, ребят, не получилось Дрога запушить. Один медивак, один медивак. Да, один медивак, но дроп бьется на равных, просто прилетает один дроп Тирана, но когда марики на стиме, и они не получают никакого сопротивления на мэнью Протса, а там не было никакого сопротивления, фатонок, ничего там не было, как бы ни уверчажей, ни юнитов, они разваливают все в хлам вообще. Да, ДПС высокий в этом плане, опасные, опасные. Но главная Дрога просто пытается постоянно играть в макро, то есть он же и в первой игре в макро играл, и во второй игре он тоже, как вроде, пытался в макро играть, но только просто уже как ответка кулыну. Как ответка кулыну пошла. То есть он пытается с Элаевом именно играть в макро. То есть не хочет ничего чизить, ничего такого. Ну хотя сейчас, может быть, конечно, карта вот в Храмвальдах дуэльная, может быть, мы увидим, конечно, какой-то прокси. Ну потому что в макро все-таки есть близкий уровень, но чуть-чуть не хватает Дрога. То есть Элаев как-то вот, блин, с этими дропами, там туда-сюда, так пошатает, пошатает и получает преимущество. Если не получает сразу, то получит позже с этих дропов. Ну да. Не, ну получается тут, конечно, Дрога, если в Пуш не пошел бы, ну вряд ли, как бы там наш... Ну, ХЗ в Пуш-то тоже, в принципе, он как бы пошел вовремя. Хорош, да, да. То есть Пуш-то вообще был очень-очень хорош. То есть если вот не было этого медивака, то, я думаю, у Дрога было бы проще разменяться, потому что там же этот дроп первый раз, когда пролетел, отвлек. То есть Дрога задержался, просто стоял. То есть не мог нормально атаковать. И потом еще тоже, когда понимал, что у него там теряются и рабочие, и так далее. Ну да, как-то вещь тут, знаешь, что подвело, получается. По билду был Глев и до Блинка. Вот. Было бы там в стуке 4 сталкера на Блинке дома. И уже дроп этот, как бы, ну, нивелиру, он бы был небольшой. То есть там не надо контролить, как там просто подблинкиваешься, сбиваешь медивак, что просто, ну, моряки не летали, как бы пофиг, что там сталкеров этих потеряешь, как бы. А так получается, этот медивак, он просто летал, и его, ну, нечем сбить было абсолютно, Дрога. 2-1, ребят, пользуя Лайва. Четвертая игра, Храм во льдах. Опять Газ первый у Лайва. Поехали. Дрога у нас, ну, Дрога стандартная. И, да, как бы дома. Лайв не будет играть через Прокси. То есть, может быть, конечно, он сыграет с одной базы. Карта такая хорошая для этого. Хотя, опять же, тоже и через Рипера, и через Марика, но всегда через Быстрый Газ. А вот дальше идут разные продолжения. Ну, да, ну, кстати, на этой карте же любят поджимать тирана, всякие такие темы делать, выходы под второй Нексус. И если Дрога будет играть вот так вот через Робо, как он играл, без блинка раннего, то Лайв может прийти просто и... Если раз тоже. Да, да, да. Лайв частенько это делал тоже, я видел от него на турнирах всяких. То есть, он тут тоже, да, как бы, может, Дрога и прав. То есть, если бы Лайв как-то делал, там, с цехи постоянные какие-то, он же все делает абсолютно с ним. С ним как-то нужно... Хрен предгадает. Да, то есть, с ним нужно как-то вывести хотя бы в среднюю стадию, где можно подкушать, там, что-то сделать. Я не знаю, потому что, если на какой-то улын делать, то это получается совсем на рандом, на абсолютный. Так, выходит Марик, Лайв. Так, Дрога его не спалил, он там на рамке был, я так думаю. Поэтому пробочка здесь остается. Ну, опять Фактори, соответственно, похожий билд. Да, Марик, реактор, факт, да, такой же билд. Прячься, прячься в рабочий Лайв. На базе. И, кстати, такое место необычное здесь. Попробуй еще найди его. Ну да, кстати. Завел такой по стену. Сейчас Мазеркор прямо через него, правда, летит. А, нет, смотрите, переконтролил. Хватит вижу на Мазеркора. Неа. Прямо вот уголок. А вот, вон, все вышло. Рабочий, милый, милый. Ну, все, спалил рабочий. Не получилось. Ниндзя. Ну и Роба пошло. Хотя же давно я не видел, на самом деле, поджима какого-то двухбазового с танками здесь. Но вот здесь лаба, кстати, на факте-то строится. Да-да-да, похоже, все идет к этому. Привет всем, пацаны, кто тогда пришел, на всех плеерах, на всех каналах у Паши там твое. Привет тоже. Сегодня в Home Story третий день, уже вылетели игроки, которые слабее, получается, были. Ну, кто-то, может, и посильнее, но вылетел уже, не повезло. Но, ну, уже уровень очень жесткий здесь игры, и четыре группы, как и в предыдущие дни сегодня, отыграет. Дрога, кстати, болеет, что там Теклап на факте пролетел адептом. Да, и здесь танчик, кстати, поджим, самый обычный поджим идет с танком. Да, танк, мареки, циклон, сейчас либератор после медивака, и для Дрога это проблема серьезная. Но Дрога, кстати, понял, Дрога понял, поэтому он неспроста здесь иммортал строит, на самом деле. Ну, тут надо бы, наверное, второго сразу подряд строить. Кстати, как вопрос, где этот пуш встречать? Может, как бы здесь пилон на этой рампе делать, как бы, не знаю. В общем, можно задержать, то есть, подтянуть время. Ну, здесь, как варианты, то есть, еще тоже есть, как заказывают. Вот сейчас Дрога заказывает, конечно, абсанс, то есть, можно попытаться с призмой, то есть, контролить, знаешь, там, типа, идти как-то за спину, там, тянуть время. То есть, либо вот высаживаться. Стоять сжиматься здесь, это самое хреновое, что можно сделать. О, отгоняет, нормально сейчас Дрога. Да, отгонял Дрога, но вот если бы он танк на этот, на засидже подловил, ватанчик, то это вообще бы идеальным раскладом. Да. И Морку хорошо, кстати, атакует здесь, Мазеркор, куда ты повел? Ёма, там энергии соточкой была даже больше. Взял, слил Мазеркор. Третий, нету заказа. Ну, кстати, смотри, Паш, Дрога просто абсолютно уверен, что Лайф прекратит пуш. То есть, Дрога играет с головой, он понимает, что Лайф это робот, как бы, обстоятельства вошли не так, и всё, Лайф отошёл. Ну, блин, а Лайф... Сейчас главное от Хараса отбиться от всего. Мазеркор готов. Блин, вот если бы он Мазеркор не потерял, что по верча же все эти были, так вообще замечательно было. Сейчас вот Либератор, они ждёт Дрога на второй, например. Так, Сталкеры вперёд идут, Марика надо минуснуть. С Марика минусуют, здесь Сталкеры к второй подошли, вот Либератор прилетел, и Сталкеры не вовремя подходят, успеют Дрога убить. Успеют, но два Сталкера точно будут потеряны. Но это лучше, чем Рабочих потерять на этой стадии получается. Ну, так нормально, кстати, ситуация, да. Да, Лимита больше, срабов больше. Если сейчас Дрога дальше не затерпит, не затерпит как-то жёстко, то у него всё вообще в порядке здесь. Ну, и, кстати, Рогу Бэй пошёл, смотрите-ка, с Твайлайт. То есть это Колосса Блинг получается, и Колосса Блинг хорошо работает. Залетает. Мазеркор. Так, а где Мазеркор? Мазеркор около мейна, кстати, летает. Летит Мазеркор, нормально пошёл оверчаж. Дрога причём делает грамотно фокусит, да, медивак. На медивак надо фокусить Дрога. Ну, как же Мизь идёт, ему 5 хп полетел, нужно сталкерами принимать, стараться успеет Дрога зайти туда дальше. Кстати, сталкер хорошо туда вышел на перехват, и это минус медивак. Хорош, Дрога, красавец. Вообще, ну, хорошо Дрога играет, нравится мне, как в этой игре он играет. Да, чётко. Особенно мне понравилось то, что Дрога, как только вот он подрался в центре, он сразу третий нек сюда залепил, потому что он понял, что всё, Лайф уже как бы, ну, то есть он кореец, он не будет как бы урубать быка, как, ну, горят глаза, как европейцы там, лезть до конца, короче. То есть он отойдёт и попытается перевести в маг, ну, кстати, Лайф, ну, чё, у него всё нормально, тоже ещё пока. Принюс, и теперь барака, вообще такой агрессивен очень. Опять, кстати, Глеб и первый минут, не знаю, в этой ситуации, мне кажется, может быть и Блинк был уж первым было бы сделать, хотя, с другой стороны, Блинк бы не успел доделаться, а Глеб вот успею доделаться к этому выходу. Так, адепт на третий. Да, адепт на третий пришёл. Телефортнуться успеет адептика отсюда, но рядом циклон, приходит АЛАЙФ, Дрога видит, Дрога видит, ё-моё, тут Дрога реально просто такая группа, что он... Ну, две минки, вот опять же, вроде как, если б не эти минки, а клик просто, а с минками уже и тяжело. Ох, минки, минки, минки! Зав, ну, только сталкеров, они выбивают, но Дрога ходит, вот... Без апсервера армия ходит, а где апсерверы его все? А у него вообще нет апсерверов, ни одного, сейчас. Нормально. Так, здесь ИЛАЙФ, циклонами, разводят адепты, адепты тупо идут сзади, как бы... На трёх хп уходит циклон, не успевает, Дрога там... Так, у верчаж, что на мэне колосс есть, на мэне хорошо, но пилон очень быстро падает. У верчаж больше нет, так, пробок, Дрога был вынужден брать, пробок сразу много, погибает, реально, у верчаж ещё один забил, ну, кстати, дроп нормально отбил, но в это время дропа второй. Ну, там Дрога реагирует, совершенно нормально. Так, минку выбил, 16 пробок минус, полиамиду печаль, вот, вот... Вот это бесит, конечно, очень сильно, когда так происходит меня, хочется сразу выйти и убить, как бы, но... Можно просто тупо отдаться и, как бы, ну, нужно выходить так, чтобы эти дропы не прилетели, а ведь у Тирана тут вообще ничего нету, у него третья... Ну, как, ничего, то есть Био и ЦЦ-шечка третья, у Дрога просто сверх тяжёлый микс, там, три Мортла, два колосса сейчас. Ресурсов у него чё-то, посмотри-ка, сколько ресурсов, дохрена просто, Дрога... А, Дрога пошёл вперёд, вот, три Гейта, сейчас призма будет. Дрог на третью базу процесса, две минки. Так, две минки полетают, но ты лайф. Ну, хорошо, здесь Дрога успел сплетануться. Ну, не знаю, 1600, там, минерал в какой-то момент было, что мешало подстроить, я не знаю, этих-то, батоночек-то пару, не знаю, Дрога. Заходит Дрога, здесь, как раз, три мула первых полетели. Блинка у Дрога нет, но Либерат, так, Либератора хорошо раскладывается, надо мимо обходить, нужно призму подводить, вот она сзади висит, чё Дрога? Призму-то за контроль, Дрога, что ты делаешь? Призму не законтраливает, она где-то сбоку висит вообще. Да, варпа нет, Либератор прям наглую раскладывается, вот, если б Дрога сейчас провёл чуть раньше варп сюда, он бы стащил бы этот бой. Но, в итоге, лайф его просто зажал в угол, Либераторами ничего не поделать. Дрога ещё пытается выйти из Либератора, но это катастрофа, здесь дробщик ответный, этот похоже на 3-1, да, ГГВП. Ну вот, это, это получается что, это получается нехватка мультитаска просто, то есть, дома там чё-то элементарная оборона, пришёл в атаку, зашёл, призму не видит своё рядом, то есть, был бы Доварк сразу сейчас у Дрога, я думаю, что он иди бы сбривал бы просто. Вармя была очень хорошая. Ну да, блинка, конечно, немножечко не хватало тоже ему, но блинка это уже так, второстепенный момент здесь на самом деле. Ну Дрога же ещё не вылетел, правильно? Или уже всё? Нет, Дрога Венерал же был, как бы, Дрога Улдисайдер попадёт сейчас. Это у нас, получается, Лайв с первого места выходит. Прикольно. Ну ладно, первый кореец, но жалко, конечно, что здесь НИП будет воевать в Птих Дрога, а он ему как раз проиграл, так что НИП может и не пройти. Я не знаю, мне почему-то как-то больше нравится, как играет НИП, и, соответственно, я бы хотел больше увидеть его там матчапу в ПВТ, ПВЗ, ПВП. Ну ладно, может быть, мы ещё увидим, кстати, ПВП в Десайдер матче, НИП против Птих Дрога. Ну да, сейчас ждём НИП получается с СОРТОФом, да, ПВЗ. На кого ставишь? Проверка для НИПа. Я думаю, СОРТОФ пробреет почему-то НИПа. Серьёзно? Ну, вроде же, просто СОРТОФ, он, конечно, сильный, европейцы очень сильные, но НИП-то, как бы, получается, всё-таки на турнирах мирового уровня выступает постоянно, вроде тренируется, там, в Корее, там, с Бьяном, там, в такой тусовке. Ну, так-то, да, но что-то с ПВЗ подводит. Ну, хотя, может быть, и нет, посмотрим. Просто с СОРТОФ, проблема в том, что он тоже, вот, он, как бы, очень стандартный такой, вот, именно строит, строит, как бы, и, да, механика хорошая, но вот, как бы, неожиданного какого-то действия такого, или сгрызали эти, там, ну, не любят делать, то есть, в принципе, для НИПа это хорошо. Они, кстати, во что больше любят играть? То есть, в авиацию или в землю? Или вообще всё, что угодно? НИПа, ну, он, как бы, стандарт, то есть, он, он адептов постоянно делает, то есть, у него такие, там, сталкеры-адепты с N3 Архона, тема, то есть, и даже против мутки, как бы, он Фениксов, вот, мутка его напрягала, с мутки его вообще 3-0 в первый день развалило, очень хлам, то есть, свитч-мутку, всё, него ничего не сделать, как бы, вот. А, получается, как бы, и в Армаду он играл, тоже как-то было дело, то есть, если ему дать, конечно, выйти, там, вести, там, с воздухом, то, конечно, убить тяжело будет, он это любит тоже. Ну, это, кстати, печальная нотка для НИБы проиграть и Снуту, и Птидрога. Это, конечно, очень сильные игроки, но всё-таки Птидрога, получается, не топовый мировой уровень. А, при этом, вот, НИБ, пару месяцев назад, можно было сказать, что он, ну, один из лучших в мире протосов. Ну, да. Да, он же. Если сдуется, это, конечно, будет очень печально, потому что так-то прикольно играет, интересно. Так, что-то лайф на стриме делает, надо чуть-чуть краем глаза глянуть. Чуть-чуть там авар даже по-английски говорит. Что-то там авар даже по-английски говорит. Четко разговаривает? Я не хочу КТ-плеера. Адоль-плеера, всё-таки. Что с Ютермалом? Конечно, он же, получается, в ЕГЭ был, как он, ну, довольно-таки долгий срок. Я был в Луус, в Турнамане. Да? Да. Так, я в Кэрмал. Окей. Короче, Лайф говорит, что не хочет с игроками из КТ-команды встречаться, а остальные нормально все. Хорошо, спасибо большое, ребята. Есть вопросы для Лайфа? Нет, просто приветствую. Лайф, очень хорошие игры, очень густо. Спасибо. Турмал. Одно. Гейм 1, и я выбираю Теоси. Ты хочешь очень легко. Но ты думаешь, это хороший мап для Террена? Нет. Нет? Окей. А Теоси здесь. Спасибо за Барс, вижу на Киви 50. Как, а еще тут происходят, тут что-то не то. Я сделаю Липо и Сорч, так что-то не то. О, окей. Хорошо, спасибо. Я надеюсь, что мы увидимся в следующем году. Пойдем, и楽しь ваш садимый день. Спасибо. Спасибо за нашу жизнь. Хорошо, ребята, это будет все. Ну и Лайф, молодец, молодец. Да. Сортов НИП, да, говорит, следующий. Давай, какой счет? Сортов НИП? Ты говоришь, да. Ты говоришь, что Сортов победит, вот с каким счетом. Такие, значит, вангу построим. Сейчас подумаем. Я думаю, что, короче, 3-1 где-то так. Либо 3-0, либо 3-1. Ну так как, да? Тоже, думаю, 3-1, скорее всего, но только победит НИП. Может, кто-то за него парит. Если НИП рубит мужика, как бы, и не будет делать то, что он любит делать, выходить, то я думаю, что он должен тащить. Но если он будет играть в том же ключе, в котором последнее время играл, то тут либо 3-0 вообще в пользу Сортов, либо 3-1. Сортов очень неплохо, как бы, отыгрывал. Он ману 3-0 просто убрал, там, как бы. Хорош. Ну, кстати, да, группа-то такая была непростая. Вот Сортов. Диму Слим, манна, салар. Ну да. Хотя, конечно, не самое сложное, но все-таки. Так, что-то уже там хост какой-то есть. Оп. Да, он, смотри-ка, уже тут все сидят. Хорош, хорош. Быстро, быстро. Кстати, Серег, ты не знаешь, почему вот в ПВЗ многие протасы, ну, не часто используют дестабилизаторов в этом матчапе? То есть, ну, если имею в виду, Зерк играет в землю, там, Рауч, Гидра, их неудобно контролить или они не так эффективны? Слушай, сложно сказать, как бы, не, их используют. То есть, дестабилизаторы против Люры, без дестабилизаторов землей вообще, как бы, там невозможно биться практически. Столько там у тебя не 200 уже с грейдами, там и Морталов достаточно, и позиция, как бы, ну, там, даже если у тебя достаточно позицию криво занял, там тебя убили. Вот, а против другого, в принципе, можно без них всех, ну, биться. То есть, важнее, как бы, шторм получается на многих стадиях. Потому что сейчас же любят, сейчас просто, наверное, вышло, как бы, из, ну, то есть, популярно снизилось, почему в основном стали играть, как бы, вот эти, Раучи, Реваджеры, Линго Беллинги, да, поначалу, потом уже переход во что-то там. А против них, как бы, там, по Линго Беллингам не попасть очень тяжело. Ну, плюс надо и филды еще ставить всякие. Запарившись, в общем, контролить. Вот, ну, и, как бы, шторм, получается, он на всех стадиях полезен. И в самом лейте, и вот на такой, когда, то есть, бежит это все, можно на Лингов кинуть, там, Лингов много убить, и, там, Беллинги не докатываются. То есть, особенно, если с филдами успевать, получается, что вот так. Ну, некоторые есть рукасты, что они там и дестабилизаторов несколько добавляют, но, вот, я не знаю, там, ну, очень тяжело, чтобы филды кинуть, и шторм кинуть, и дестабилизаторами там еще пульнуть. То есть, как бы, гвардианы все эти включить, все включить, там, ну, то есть, тяжелова такая вот. Ну, тут будет меняться, сейчас посмотрим, что в патче будет. Кстати, да, что думаешь на счет патча? Ты в него вообще играл, там, смотрел этот? Не, ну, мы, я турниры стримил, да, там, рестримил, какие-то турниры, сам-то не играл, пока чуть-чуть не понимаю, я там, все-все, все, что видел, там, на корейские, там, эти строили, тираны строили циклонов, как бы, против зергов и техномов, и все игры 0-3 сливали, короче, по итогу. Вот, тут я единственное, что видел, как бы, ну, вот, а так, не понятно ничего. Ну, так-то там, конечно, изменения интересны, потому что, то есть, и циклонов усиливают, и при этом механика становится сильнее в плане урона. Поэтому, возможно, как раз-таки, больше, чаще начнут тираны играть механику, чем био. Не, ну, для механики, по идее, и делается, да, там, хп танком больше всего, там, больше, как бы, ну, да, да, циклоном хп тоже. То есть, такие, ну, хотя, там, все равно, есть, конечно, еще слабость, ну, с другой стороны, если было бы все идеально, только бы механику и катали. Ну, да, а батлкрузером что-нибудь меняли там вообще еще? Там, кстати, сделали очень крутые изменения батлам, то есть, у них убрали энергию и сделали... кулдаун на Ямато и на телепорт, независимо друг от друга. То есть, можно подлететь, выстрелить Ямато, там, повоевать и телепортнуться. То есть, вообще, хорошее. Ну, это реально вообще крутая тема, реально крутая тема, ну, получается, грейд-то нужен на Ямато, там, все равно, да? Да, да, на Ямато нужен, на энергию, как бы, пропал. Если без грейда, это было слишком, наверное, да, вот. Ну, тогда, получается, пролетаешь, как-то поразменивался и полетел обратно чиниться. И так, цикл, там, как раз, какие-то 72 или 73 секунды идет кулдаун. И вот, почти через всю карту, то есть, вот, вернулся, починился, полетел. И так, можно постоянно нон-стопом, если не терять, летать, что-то харасить, убивать. Ну, да. Так, голосовалка, короче, сейчас запилю голосовалку. Все, голосуйте, кто победит, пацаны. Я за красивую игру, как обычно. Наших нету. Вот. За две тоже проголосую. Да, короче, ребят, что-то печаль, в общем, со вчерашнего дня в Home Story, получается, за какой-то там сраной музыки на YouTube будет не залить записи, короче. Просто печаль, я не знаю, надо пореже ристрим рубать, короче, этот. Вот. Ну, придется мне тогда как-то поставить, видимо, записи на ggplayer, записать, уж выложить на ggplayer, хотя, чтобы месяцок она повисела, я не знаю, к другому никак. А там длинная запись у тебя? Там на две, там 7 часов где-то, 2 по 7. А, блин, там, которые, да, больше 3-х или 4-х часов уже все, редактором YouTube нельзя убрать вроде бы музыку. Так-то просто, если короткие, там, через внутренний редактор можно убирать вот эти отрезки, из-за которых забанен. То есть, ну, а все остальное видео, тогда нормально воспроизводится со звуком. Такая прикольная тема. Но почему-то на большие файлы не распространяется. Понял, короче. Печаль, что, будем тогда заливать. Не знаю, все, просто была, была все дни музыка, как бы, первый день нормально, все, как бы, ну, вообще без проблем. Там один, одним файлом вообще, там, 12 или 13 часов записи, как бы, вот, а здесь, получается, что-то, ну, что-то там не понравилось, как бы, системе этой. А там же пишет, да, ты, ну, из-за чего, из-за какой песни или тебе не написали? Потому что, я не знаю, я вот, мне Андрюху аспиранты писал, надо было узнать, короче. А, окей. Я просто на, ну, на ГГ канал заливаю, то есть, я не смотрел. Вчера пошел спать, поставил все это на заливку. Так. Так, ну, что нам по голосованию, кто побеждает? НИП, конечно, я должен побеждать. Как бы, на твоем стриме, чтобы победил не Протас. Ну, да, но тут все равно за НИПа все, как бы, 36 НИП, 26 сортов, 23 за красивую, упырить 16, как обычно, стабильно, примерно. Хорош, хорош. Ну вот, раз чат проголосовал за ним, значит, не победи. То есть, все, мы ему придадим сил, энергии. Там, тем более, плай, наверное, еще может быть в чате. Тоже будет поддерживать. Ну, пока какая-то небольшая пауза. Так, Серег, я тогда на 5 минут пока отойду. Давай, 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 Паша, я тоже потом, нужно будет это отлучиться ненадолго. Ребят, сейчас Паша отойдет, но я здесь, в общем, ждем начала сортов против НИПа у нас будет сейчас биться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Зерга, походу, ждали. Зовите всех сюда, кто на Твиче тусуется. Ребят, всем, кто тусуется где-то там, не на GG Player, открывайте во вкладках отдельных GG Player в низком качестве, чтобы рейтинг шел. Мне за это всем громадное спасибо. Ну, и ждем продолжения. УАВИ 2013 активировал премиум на ваш канал. Так, поехала игра, ребят, всех приветствую. Помните про то, чтобы поддерживать на наши каналы, естественно. Подписывайтесь на премиум, отключайте от блоки по возможности, ну и по реквизитам писания, а лучше через плеер в этом месяце намного пилите. Подписывайтесь на наш канал. Фух, погнали, ребят, следующая игра. Сорт-Оф против Ниба. Следующий матч, точнее, игра получается. Игра-то первая у нас здесь. Карта Храм в Альдах. Сорт-Оф появляется слева сверху, Ниб справа снизу, Ниб синий. Сорт-Оф красный. Расом, наверное, не нужно представлять, кто есть кто. Вот, естественно, Ниблетик. Американский наш Проц и Сорт-Оф Зерк из Швецы. Сорт-Оф достаточно игрок уже олскульный. Еще в Волон играл. Еще, я помню, я с ним много очень играл. Раньше он тоже был так же силен, как сейчас. Но был период, когда Сорт-Оф забивал на Старкрафт. И потом он вернулся в Лотвию. Не знаю, зачем он забивал. Мне кажется, если бы он этого не делал, он бы был сейчас, наверное, сильнее намного бы еще. В общем, разведывает Ниб, видит, что делает Сорт-Оф. Сорт-Оф стандартная 17-я хата Газпул. Третий пока нет. У Ниба это видит. У Ниба Гейт Газнексус Кибернет. Все стандартно тоже. Пилон на лоу-граунде здесь. Сейчас начнется... продакшн какой-то. Естественно, адепт сначала строится. Редко кто делает сталкера первым. Хотя я любил раньше делать все, тут и оверов первых можно сбивать. Например, потому что некоторые из эрги сейчас обнаглели очень сильно. То есть по дефолту делается всегда адепт. Они в наглую летят просто смотреть, что происходит. И их очень удивляет, как выходит сталкер. У некоторых даже таких прибамбливало. Низколько оверлордов. Первый оверлорд погиб, потом второй летит. Такой посмотреть. А кто там его убил-то? Да нет, я помню, что первым... Понятно, у меня-то не сильные игроки. Особенно, когда только начинал поигрывать. Строишь сталкера, и там начинают. Типа ты нуб, ты строишь сталкера первым. Типа того что-нибудь. Ну, на самом деле, адепт просто он для разведки намного эффективен. И против лингов эффективнее, чем сталкер получается. Поэтому все в него играют. Частенько сталкера вторым добавляют. С другой стороны, если вот как с орд-офф овером лететь, сталкером бы ты не сбил бы его. То есть в принципе, тут просто как бы уровень зерга. Хорош, хорош. Через твила, через роба. У нас играет Кротас, нифига себе. Нет строгие-та. Ну что, через строгие-та, через адептов третью локацию. О, в Даркшайн. Ну да. Архончики? Я слышал, что это популярная тема сейчас. Ну, архончики, это стандарт сейчас практически. Четыре гейта. То есть, как бы, даже вот сейчас тортов все видят. Просто они сливаются. А, дарки вархонов, да. Идет Харас Призм. Эвердос говорит, что типа лингов не строят, если сталкера первым делает зерги. Ну, на самом деле, тут спорный момент. Надо просматривать, как бы. Ну, получается, да, адепта нет, как бы, безопасно. Но можно и сталкерам вперед пойти. С какой-то стороны, да, там. Ну, больше халяви, да. Такие, такие, как Снуд, зерги, которые просто макро дичайшие имеют. Они всегда лазейку найдут. У Сортова тоже все в порядке в этом, на самом деле. Сортов собирается делать дроп. Так, Глефы. А, Глефы не делал. Ну, все правильно. То есть, как бы, это просто Харас. Бывает, что еще вместе с Глефами и шатают адептами одновременно. Вот. Сортов спейтит. Дроп овера. Куда он? Где он, кстати, дроп-то? А вот он, да. 8 лингов, контур-дроп. На Мексите, это интересная тема. Просто обычно концентрироваться на агрессии. И, как бы, не всегда он там отбивает все это дело. Залетает овер, кстати. Прямо к рабам овер залетает. Ним шатает. Сейчас королеву уже одну забрал. Ним жестко шатает. Вот призму подвел под... Ой-ой-ой-ой. Вообще жесть. Вот, пожалуйста, один дроп. И все, призму уже сразу косяки контроля начинаются. То есть, это важно. Ну, контур-врывы какие-то делать. Старкрафте сейчас, в современном, это вообще ключевой момент. Корейцы всем на этом и тащат. Просто... Как пример игра дрога, да? Вот так, когда, ну... Просто вроде пуш хороший, прилетел дроп, там... Даже не полный. Пять мареков. Стимпак все. И... Не готов дрога. ГГ. Ну, Нип, кстати говоря, был относительно готов. То есть, рабочих он много не потерял. Три пробки всего. Где-то уже аркона проплетел. В этом дропе успел аркона слить. Да, успел аркона слить. Одного, к сожалению, не потерял. Ну, тут сортов жив-здоров пока. Ну, и, кстати, у Ниба столько же рабочих. То есть, как бы... Для Зерга тут хорошего-то ничего не нету в этом плане. То есть, ему надо как-то развиваться. А как тут развиваться? Ну, что сейчас нам? Сейчас бейлинги на мэйн. Так. Планируют. Да, здесь два бейлинга, вижу, заморфлено уже. Плюс четыре линга есть. Такие бейлинги могут нормально шатать. Арконы прилетают на мэйн. На мэйн минус королева, минус рабочие. Карту, кстати, не геймкартовскую создали, походу. Поэтому работа в потере не показывается. Так, на третью дроп 4 пробки минус. На второй овер без дропа висит. Но архоны на мэйн, конечно... Блин, архоны просто унижают. Реально, просто... С ними ничего не сделать, тоф-тофу. Без роучи, потому что встретил, а архоны вообще, ну... Линги рабочие для них, это жесть, как бы. С одной стороны, как-то в первом Старкрафте архоны с Зергом поприкольнее. Потому что там ультралы другие, да, как бы. И архоны там немножко другие, у них сплэш другой. Но здесь у них бонус есть демэдж, как бы, по био-юнитам. А они, если такие ситуации, когда харасить надо, они просто разваливают. Да, жесть. Ну, еще родного архона теряет. Да, потому что призма под споркой демжена получала. Ох, да, 6 хп. Так, ну королеву наказал все-таки. Блин, жесть какая. Просто потери 2700 на 1680 юнитов. Все при чем вот это вот архоны два вот этих. 65 лингов, 10 дронов и 3 королевы минус. То есть, естественно, это выгодно Протсу. Просто нереально. Ну, Парабан такая вроде более-менее равная ситуация. Это для кого более выгодно? Для Протса или для Зерка? Ну, для Протса, конечно. Получается, что, конечно, это не как в первом Старкрафте, но все-таки Зерку-то надо запас какой-то обычно иметь. Но, с другой стороны, Протса вот такие у них стилища, что Грейт у Протса стабильно, как бы, позже, чем у Зерга, например. Попасть какой-нибудь тоже. То есть, Зерка не делает армор сейчас, в принципе. И у Зерга там Бейлинги и Линги. Главное, чтобы Протс не намазился так, что его больше было там с Архонами не задавил. Поэтому, ну, Зерга, когда выходит ближе к 200, он стабильно воюет неплохо, как бы, если там суперфилдов каких-то нету. То есть, стандартная игра. Линга, Бейлинга, Реведжеры. Реведжеры просто для того, чтобы филды хотя бы сбивать. Ну, и там в армию пофайрболить можно. И выход, я вижу, что Брудов, походу, идет у Сорт-Топа, потому что, ну, Шпилль одновременно с Хайвом практически. Дроп на третью Протсу. Так, пошли три Бейлинга, да. Три Бейлинга плюс Линги на третью. Но если бы не Фатонка, было бы вообще жесть. Потому что Линги тогда вот тут столько пробок красных, которых бы по укусу Линги грызли, было бы больше потеряно. Ну, вот, пожалуйста, вот один дроп Бейнов, и сразу по рабочим-то все на свои места становится. По стопу Архонов идет с Морхоновами. Это страшная армия в Протсу. Ну да, 78-72. Бейлингов у Сорт-Топа как-то он не вовремя, вот, не успевает под Морхонов. Сейчас четвертую Хату на халяву приедет ему, судя по всему. А Ниб, потому что он не успел наморфить просто Ревозера повремя и Бейлингов. Ну, вот Бейлинги под Морфлю, сейчас надо бой принимать, пока еще Хата, кстати, даже живая. Ну, Архоны танкуют, блин, ну, без сплита. Вот я что замечал часто, Ниб не любит сплетить Архонов. Да, они, конечно, жирные нереально, но Бейны, они нормально в них порываются вместе. Вот как сейчас, смотри, просто Архонов попадало. Жесть, да, взорвались. Так, фаерболы по призме, до варфа не будет, но что-то все равно остается Ниба, здесь много юнитов, и юнит это самые такие толстые Морхолы Архончики. Так, Бейлинги построились, Хату в Вала в итоге. Тут Ридс на 90. Но Сорт-Топ не упустит этих юнитов, он, судя по всему, не упустит их. Вот так, да, он нормально более-менее здесь подрался, получается, несмотря на потерянную Хату. Хотя вот пришли зилки, и сейчас Королевы могут добегаться. А в контратаку сейчас с Ортовки может пойти сразу грохнуть, типа четвертую Нибу, или типа не побьет? Ну, у него, смотри, у него юниты, просто себе вот у него был заказ лингов побольше, тогда может быть. Просто прикол в чем, тут на Крипе-то он получше будет размениваться, плюс у него в Шпиль идет выход. А, все, по-моему, да. Сейчас здесь Довар, получается, там, Уверчаж какую-нибудь выставил туда, ну, отвел, там, Архончиков сплетанул, и, как бы, Беллинги развалились. На Крипе есть Вижен, да, как бы, как армия стоит, и ему получается, что, ну, попроще ворваться, всегда попроще драться. А на... вне Крипы, там, на обороне Упроца, где у него стационарная еще какая-то, да, там есть оборона, получается, то всегда уже, ну, либо уже с уверенностью идет, что, как бы, преимущество, либо на рандом просто на какой-то... Ну, я думаю, в первую очередь, Тортов не хочет, что... потому что у него сейчас бруды он понимает, будут, как бы, а... А, у него уже два ТМС-то поперло. Ну, кстати, погоди-ка, НИП... А, он видел, он видел, как Хайф и Шпиль заказывал Тортов, пусть он... Он, в итоге, понял, что здесь бруды будут. Немного агрессивничает. То есть, специально пугает, чтобы строил армию. Ну, как бы, разводит Тортов, он... У него Крип рядом, то есть, он понимает, что он, если что, убежит по Крипу. Так-то, без Крип, наверное, он, ну, не это, не лез бы вперед. Просто из Протс тоже скопит, а тоже хорошего ничего не будет. Время Беллинги на третий час просто покатится. Ну, похоже, НИП заметил. НИП заметил, а Сортов стоит на месте просто, это фейл. Так, обходит вокруг, ну, здесь верчажа-то есть. НИП не дурачок, Сортов, что-то потом наглел. Ну, два пилона вывел на халяву, хотя бы. 180-148, да, Сортов у дофига здесь. Блин, армия опасная очень. Получается, видишь, как бы, филдами это, ну, очень тяжко законтрить, да, вот это все дело. Штармия, чтоб жирная была, тут, как бы, архоны их давят, и ресурсов много. И чисто УЗР, как только милишных два грейда. И этого достаточно вполне. Вот, пэринги заходят, жесткие, короче, на лом от Сортов. Причем, смотри-ка, он понял, что есть Темпесты в какой-то момент. Он не стал тупо брудок строить, он просто по воздуху пробревает все караптерами. Офигеть. Ну, это называется, как бы, Майн Геймс. Подстроился Сортов вот здесь, под НИП вот эту тему. Вбивается варп, это 1-0. Да, жестко. Красавчик Сортов, так пользовался моментом. Да, хорошо, подрался, как бы, правильно. Я даже не заметил, когда он увидел Темпестов, видимо, в предыдущих наломах. И он просто не стал строить брудов, что было верным решением, получается. У него там еще Оверлорд просто с таргетами висел, то есть как раз во время заказа. Да, у него 5 Темпестов он какой-то, полетел так наград. Полетел шатать дальнюю базу Сортов. Сортов в этом времени никто отменит точно. А чем не вы собираетесь дома-то отбиваться? Тоже вопрос. Если Сортов, то же видишь, что 4 Архона, но у него очень много юнитов, Вайрболы по ним пошли по всем. Ведь Архон и Лимбев просто, конечно, развалили план, но... Так, кстати, смотри-ка, тут еще у них, посмотри, если эту базу выбит он, то здесь еще лимит такой, что боевой, что у них еще может попытаться их тащить. Ну, Сортов, Караптерами летит шатать Темпестов. Надо Мазеркор сразу пытаться сбить, а не Темпестов походу делать. Да, пропустит Аттон. Мазеркор улетает, я не понимаю, Нип сейчас 5 Темпестов потеряет. Это очень плохой размен на эту хату просто терять 5 Темпестов. Ну, 5 может и не погибнет, но Мазеркор погиб, 2 уже Темпесты слит, а 3 тоже вот этот будет уничтожен. Да, жесть, теперь же, конечно, сложно. А это ключевой юнит, и теперь Сортов, естественно, понимает, что можно ведь и брудов подморфить сейчас некоторое количество. Нип выдвигается вперед, Зилки, Архонов 5 штук, Иммортал 1. Какая опасная армия здесь, но Бэйлинги здесь разберутся, скорее всего, Зилки в куче, Нип все вместе куда-то там попер. Да, Нип давит, конечно. Кстати, смотрите, тут Архоны живут. Нип идет, перелетел. Темпест 1, да, прилетел, но Караптер выстыкаешь, забреет. Но все-таки Сортов за счет прироста отобьется, у Нипа нет экономики, чтобы прирост нормальный здесь сделать. Хотя 40 на 65 и... Так, пока они бьют, нет, все, Архоны падают, темпцы падают. Без Архонов здесь, ну, тяжело. Если бы штук 5 здесь было бы, может быть, да, там они бы собаку убривали бы нормально. Я уже в наглую Грудлорда Морт. Нажимает преимущество, что Сайя. Ну, игра была, что тут, можно сказать, игра равная была, но в какой-то момент Сортов переломил ситуацию и действовал грамотно. Вот это на лом, да, получается. А Нип играет без штормов, что меня удивляет. Тоже почему-то, ну, не знаю. Сейчас все корейцы крутые, ну, большинство протусов, как бы, они стали стараться играть через шторм. Потому что вот этот микс реально Линго, Роучи, Реводжера, Беллинги, он очень жестко, он очень жесткий против вот этого замеса, то есть протусовства. Там нельзя идеально расплититься, как юнитами. Всегда Беллинги дэмэдж наносит. А штормом, если ты хоть не всех сбреешь, но ты на подходе можешь значительную часть убить их. Особенно, если Крип не контролить. На Крипе тяжелее, без Крип это вообще хорошо, там, Беллинга. Штормами контролить. Гэгэй пишет, Нип 1. Есть еще, конечно, стиль, я не знаю, может, ты видел, как, ну, Стрэндж играет. Он Масс Колосса с Масс Сентрями играет, как бы. И Снута частенько стоп-током проблевает этой темой. Но он один реально единственный так играет, ну, и поэтому тяжело за рогом построиться. Ну, я думаю, что, как бы, в будущем ключ будут находить к этому стилю тоже, как бы. Стрэндж молодец, и свой стиль такой уникальный, это очень круто. Да, у Стрэнджа много всех их пишет, просто, как его. Получается, что на первый курс он пошел учился, как бы ему тяжело сейчас с тренировками совмещать очень все это дело. Но он старается трениться тоже. Так, ну, ладно, все, не проиграл первую игру, больше, как бы, хватит. Прыгай в игру. Так, сейчас. Фирер, братку привет от фанатов. Передаю. Спасибо. Вы им не приветы передавайте, ребят. Вы заходите, как бы, на канал Пашина, а с Пашиного на мой. Тогда у всех онлайн повысится просто. Это будет лучше, как его, на самом деле, намного. Ну, и поддерживайте, конечно, канал, естественно. Да, ребят, всем привет. Так, кто смотрит. И с Твича, ребят, ггплеер открывается тоже. Хотя, походу, ну, на конкурсе на этом уже в топ-3 не попасть будет, но пободаться надо, короче. Ну, да, там, чуваки все какие-то, а будет, а будет. Там просто, да, прирост большой, если бы еще поменьше дней оставалось, еще раз до конца месяца слишком много, как бы, времени. Вот. Так, ну, что, оба игрока готовы? Галактический процесс. Здесь вроде бы линги-беллинги такой популярный стиль, или тоже реводжеры вместе с лингами? Ну, на галактическом какие особенности есть? Там вот Solar придумал вот эту тему, насколько я помню. Тут есть всяких много вариантов сгрызали, эти с передропами, ранними лингами, там вот просто масса, как бы... Ну, вот, когда раньше стенку ставили, там, дальнюю, как бы, вот, ее грызли постоянно. Там игры по 3-4 минуты были. Вот. С королевами передроп. Ну, в общем, всякие забегания вот такие. То есть тут либо зерги сверхагрессивно действуют, либо... Ну, либо стандартно здесь достаточно все, как бы, ну... Ну, прото стабильно здесь 3 базы занимает, как бы, тоже и начинается там какая-то вот беготня это. НИП вообще через Таргейт любит играть в ПВЗ или чисто только землю? Бывает, играет, он через... Ну, я замечал, что он... НИП... Вот он... Он сейчас что, он через Адептов играл сейчас или нет? Да, через Адептов. А, он Даркейт играл. Сейчас увидим. Помешает поставить хату? Да, да. Помешать хату поставить. Ну, разведка после пилона только, ей можно, в принципе, законтрить эту хатку. Вот. Нормально помешал. Неплохо, неплохо. Ну, вот как раз-таки, мне кажется, при таких темах хорошо в Таргейт играть, когда далеко третья хата от мейна находится. Тяжелее соединять королев, там, рип. Такие вроде мелочи, а все равно приятно. Ну, да. А там двойди такси типа, что он сразу. От НИБА. Так, ребят, прошу прощения. Слышно тут было все. Я забыл про скайп совсем. Вот это то, что у себя-то микрофон выключил. Попросил маму кофе сделать. Вот. А там, кстати, в хоткейх же тоже можно, знаешь, в скайпе поставить на те же самые хоткей, что ли, в этом. А, типа, забинтись. Да. А у меня микрофон не забинтись, у меня только сцена забинтжена вопсика. Ага. Надо будет потом заморочиться. Через адаптов? Вторая игра, ну ладно, первая игра полуадепта. Да, но тут получается у нас какой билдс? Это еще одна вариация билда, да, то есть это два гейта Нексус как бы адепты. То есть есть гейт, газ, Нексус, кибернеточка. Один гейт, там один адепт, выход три гейта Глефа, фуш. Есть вот как он играл в выход в Дарков, есть Дарков вместе с Глефами, короче, там просто, ну, миллион всяких вариантов. А есть вот два гейта просто первых, и выход Нексус, и потом уже Твайлайт и Глефа, либо Старгейт как бы. Вот, но суть в том, что Зерк, который халявит жестко, там вот этими двумя адептами, двумя лингов, можно прийти как бы и лингов поубивать, там и информацию получить, и если Зерк косичнет, то там двумя адептами запрыгиваешь и рабочих поманшотить можно, хорошее количество очень такое. Волга, сейчас на менеджер адепта разберутся. Да, тут только дронов, ой, только лингов получается, ним здесь попробревал. Одна, а нет, два дрона, а, пришли два еще дополнительно хадепт. Смотри, утро обучих выбил. Шатание, шатание. Шатает неплохо, нет, но в итоге у лингов есть мух, и это минус адепт. А на мене, а на мене адепт уже уничтожен, получается, что у нас 5 рабочих 7 лингов на 4 адепта, но это не очень хороший размен для пропса. Рабочие покатались у Зерга, там и спорку не успел отменить сортов, но она, в принципе, пригодится на будущее ему. Вот, ну вот, 4 адепта это дороже по ресурсу, но рабочих все равно выгоднее, конечно, чем на ресурсы нельзя смотреть, уже много раз я это объяснял, как бы, всегда. Рабочих вначале выгодно убивать, но все-таки четырьмя адептами надо побольше. Но, с другой стороны, у них рабов больше сейчас, и некуда эти строят. И опять твилайт, то вы теперь уже напрямую у Глефа. То есть будет продолжать, получается, разводить. Да, сейчас будет просто доварка, где-то там с 7-8 адептами не пойдет вперед. А сортов как раз через линга Беллингов для этого, для этой карты удобной. То есть разводить, опять же, дропы, да, там. Кстати, побежали линги, похоже, это дроп наверху боя. Ну, тут либо передроп, либо камни, ну, нет, передроп, судя к тому, куда они бегут. Вот, линга, погодите, это Беллингбаст от сортов получается. Не Беллингбаст, то есть он адептов будет принимать контр передроп, и, возможно, контр, то есть вот сейчас он поймает, и сразу, возможно, в пуш пойдет, как бы, небо ловить, не знаю. Хотя, с другой стороны, вот эти 8 адептов и сортов вообще бейнов нет сейчас, а адепты лингов, ну, очень жестко, конечно, на этой стадии. Без бейнов. Особенно, если они сейчас танут за газ, вот что, позиция такая будет, что их не окружить. Да, они становятся так именно сейчас. Телепортироваться не стал на мейн, отменяет в это время. Что в это время? Дропчик на мейн заходит от сортов. Да, ты сейчас залет... Нет, на мейне не залетаю. Ну, а третий там видит уже ник, что много бейнов, получается, он просто блочит третью. Так, Линги на мейне погрызли, оверчаж, и улетают. О, как он с дронами пошел. Да, ты с дронами, да, что-то здесь ошибается насчет дронов. 12 в итоге уничтожено. Ну, адептов сливает, в принципе. Не знаю, зачем он дронов повел сейчас, по-моему, там они только мешали. Правда, вроде нормальная ситуация, но вот эти дропы, дропы, дропы. Еще же пэринги, потом, скорее всего, полетят. Так, next tool, привет. Можно, но только без анонса особого. Так. Сурнов собирается вообще шатать. Дроп на третью, дроп на натурал планируется. Тут еще собирается вроде бы камни прогрызать рядом с третьей. Ниба, хотя Ниб сам разрушает эти камни. Да, Ниб с антреами еще зачем, камни проблевает. Сейчас Ниб удивится, как с антре камни-то быстро бьют. Мог удивиться. Так, дроп на мейн. Пробочка минус. Здесь, да, сейчас, сейчас бэйна, два бэйна, три линга будет дропаться. Пэйлона есть у Ниба, здесь оверчажа есть у него. Так, здесь овер наконец-то Ниб сбивает. Как-то лимита на 20 больше, рабочих больше, всего больше. У Ниба тяжело ему будет отдать игру, бэйлинги летят, да, Ниб вообще не видит. Бэйлинги дропают раз-два, а линги чё, и линги дрызут. Ну, шесть пробок минус. Минус овер этот будет. В любом случае никуда не денется. Ну, парабам более-менее ровно. Второй куготь, как бы, у Ниба чархи, я не знаю, ну... С каким-то сплитом более-менее нормальным, мне бы тяжело уже будет отдать, как бы. Хотя здесь четвертая хата, они в сам четвертой нету строить. То есть, не собирается лезть никуда. Да, у них внизу готовится призма к залету. То есть, видимо, ждет атаки зарга. Парабам вообще равна ситуация. О, конечно, небольшое преимущество. О, вы уходите по ха темпларов. Никуда. Может быть, в этой игре ему удастся нормально сражаться против зерга. То есть, победить с помощью пси-шторма. Кстати, полетела призма на третью базу к зергу. Здесь грамотно стоит спорта, но она не собьет портвитву. Все дропы зилотов. Суртов в это время разводит. Здесь пытается вынуждать камни. Мне приятно. Кстати, второй когут сейчас выбил. Извини, что перебил тебя. Второй когут сейчас выбил. Суртов. Четко. Четко, Ниб вообще. По красоте. И сам при этом Орхон и Морталы. Хай темплары. Вообще. Крутой лимит. Только брутлорды. Наверное, до ультрава. Хорошо это могут законтрить. Сейчас эти вот у Нибы так стоит пилон, который справа. Он может и не заметить даже это. Что камни сгрызут. Там хп сменьшается, но сами кинтова не видят. Поэтому у него здесь только Мавершип Корр. Но Мавершип Корр только два хат на вершаже. Ну да. Сейчас линги могут. Кстати, вот еще у него такой есть черта. Он вообще как бы он стационарной обороны вообще не любитель. То есть если только в самый лейт вообще там выйдет все, он там поставит пару потонок. И зачастую его-то за это наказывают. Кстати, вот Ниб не пошел никуда пушить. Ситуация-то по лимиту уже как бы для сортопа вообще нормальный его экономик и золото он ставит и крип здесь рядом с Нибом. То есть все вообще замечательно у него. Единственное, что опять брудук-брук это идет, а у Ниба уже темписты намечаются. У Ниба, кстати, в этот раз шторм зато есть. Пытался бейлингами заехать на натурал, но не посреагировал. Там закрыл гиритом проход. Поэтому бейлинги просто стоять ждут с лучшего времени. Хотя нет, полетел пилоны или нет? Нет, что-то катается просто бейлингами. Дроп на мэне и ничего там зилы-то. Очень много зилы-то, но призму сбил сейчас софт-софт и по аерболами плюс лингами хорошо как отошел. По аерболами четко попал, очень молодец. Контроль хороший. Но это называется как тысячу минералов лишним слить, я обычно так это называю в рот. Фастронг поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает Серж, уже на втором обвер береги кабину. Осталось только подождать Мэдисона у подъезда и сказать, что так нехорошо. Бейлинги все катаются и сейчас закатятся. Ух, хороший шторм. Ни один бейлинг толком не закатился. Да. Здесь уже темп не, ну здесь как-то у него слишком много лимита. Непонятно как-то сортов лезет сейчас. Вроде как нет предпосылок чтобы он прямо ломиться сюда. Да, лучше с королевами. Знаете, то есть и лимит это там мало было. Ну хотя этот сортов наотдавался уже до этого как-то получает. Ну Неп здесь четко сыграл и все пробревает. Вроде как здесь Неп уже не отдаст эту игру. Потери ой, потери 12 на 1000 на 5 примерно это жесть вообще какая-то сортов наотдавался какие-то муталиски пошли 11 штук но это уже какие-то муталиски там флитбекон там при необходимости Неп и фениксов может запилить что-нибудь легко. Так вот темпс уже влезли слишком далеко пайтед нормально потихоньку реведжер там бейлинги пытаются армию просто поймать. Так ну Неп смотри он как бы видит что воздух нечем контрить он с землей пока вообще вперед не шел вот Бэйна заходит у все штормовиков все не дошли штормы есть темпс держатся они жирные муткой быстро выбить просто не может физически кто на 160 сейчас еще один товар компейницы заказывают магия чатика решает пока конечно еще не на 100% но вот вот раз здесь Нип как-то сыграл так более надежно что ли то есть как раз хайт имплара там не торопился с темпестами грамотно грамотно потихоньку так пошел онлайн правит так секунду ну вообще дропа неплохо работает у сортов а то есть там заходили пару раз по крайней мере на натурал ну вот это основной выход конечно когда сходим пларами с архонами там с имморталами чисто маслинги немного реводжеров это сложно принимать по крайней раз сортов вообще так толком не получилось сархонами сархонами ссылку как вот этот когда лег это втащил какой-то был там явил и ты там и дима там вообще там состав такой короче был вай тратом на него в 41 финале про брил там все дела короче я сам даже забыл когда это было но это было давненько уже уже рахматой годах не хотят и кстати видел новость что вай трат собирается стримить дгмл спешил тактикс это хорошо конечно все еще было снг хотя бы какая-нибудь хоть одна бы команда появилась где вот самые наши топовые игроки мы могли бы поддержку получить хотя бы хотя план собор да как бы и спокойно тренингся там я не знаю минимальную зп такого нету блин печально очень конечно ну а чё делать мне кажется это больше от игроков даже зависит то есть знаешь когда есть результаты то и команда там спонсора придут может быть да сейчас же лично личная там такое спонсорство присутствует да 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 такие ну вот по идее как бы тут у нас непонятно как от этого нет результатов или нет результатов поэтому этого не замкнутый круг просто просто какой-то момент нет ну вход вход убил как-то все это дело там на ну не стали наши тащить так все как воли тащили и потом эти свар хосты с этих пол звуками на три часа как вот о чем там чего всех матча похода серия как ну почти во всех а мама на фаркейк знаменитую сессию играт и с половиной часа просто их опять там чем-то короче офигеет и просто ползет 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 это представляю и зрителям скучно и комментаторам скучно до игрока видов у тоже как вы не особо кайф такой играть. Не, а фаеркейк, он кайф был ему. Его даже очень сильно бомбило, когда порезали, но его и так бомбило всегда, конечно. Да, 3,5 часа. Сильно, сильно. Хорошо, что их сейчас новых вроде бафают, но вроде бы не так сильно. То есть и начнут тоже такое использовать 3,5 часа. Не, ну сейчас-то они совсем уже другие, вручную там и по-другому действуют. То есть на самом деле это пусть все юниты используются, хоть иногда как бы. Такое вот как-то, не знаю, как-то ты просто к тому, что что-то заностальгировал, что какой-то переломный момент в ход все произошел, что как-то ну, команд не стало как бы практически. Игроки там как-то так тащить не стали, не знаю. Да, игроки разбродить, пожалуйста. Ну, кстати, вот вообще просто насчет ностальгии, ты же помнишь, как вы с альвером играли 2 на 2? Ну да. У них и не думали замытили вдвоем 2 на 2? Ну, в StarCraft, я не знаю, конечно, как камеры вообще в StarCraft. Ну, слушай, не, ну мы как бы Леха там за любую движуху, по идее, как бы, ну, можно будет. Я думал об этом постоянно, что-то до хрена турниров всех этих как-то, ну, 2 на 2 прикольно, на самом деле, поиграть, так иногда можно, ну, тем более платформа, так как Гудгейма позволяет, можно турнирчики пилить иногда всякие. Да, там. А, кстати, не знаешь, челлендж можно пилить? Ну, например, там какой-то челлендж посолняешь, типа, ну, как шоу-матч какой-то пилить. Слушай, ну, не знаю, как бы, вот, создать события надо просто какую-то левую сетку, которая к делу отношения иметь не будет. И, да, я думаю, почему нет такого? Ну, я в нюансах не разбирался, но мы раньше делали, как бы, шоу-матчи, там, почему нет? Ну, просто, просто как возможность, чтобы люди через вот это все дело, как бы, поддерживали, да? Угу. Надо будет почитать, посмотреть на заправку. У нас тоже, как бы, просто на старом сайте, ну, точно так делали. Сейчас я, как бы, всех нюансов не знаю, вот, ну, я думаю, что здесь заморочиться можно сделать. Вот, ну, стоп, по игре маленечко давай. Тогда тут, что у нас тут получается? Stargate в застройке. Stargate плюс 2-5, ну, вот и тут. Кстати, вот, реально третья игра, и не подыграет Stargate. Хотя в этот раз 0-2 не проигрывает, но... Может, у него просто план такой, две игры так, одну так, две игры так, одну так. Ну, вполне возможно, что так и есть, либо под карту совпадает. Так, адепты на третью, пробка, то есть, Nexus будет Oracle. Так, тут еще можно же в Острова сыграть, да? То есть, в Ормаду как раз. Хорошая карта. Буэйк спрашивает, мнение насчет Грейда бункера тиранов, его никто не делает, никогда стоит изменить. Вообще-ээээ... Ну, Дэд, сидит там, Дэвид Кинг чешет репу, чтобы сделать точно. Грейд на бункер, походу. Старкрафт убили. Вот. Ну, не убили, а там. Безайд, а не тащит. Да-да-да-да. Нашли причину. Вот. Походу, да не, просто много всего, что и без этого не применяется. Реально, ну, других юнитов даже. Понятно, что Грейд на бункеры, как бы, ну, его редко видим мы, например. Но, не часто увидишься там рейндж туреткам, Грейд на здании, хотя это сверх полезно, я считаю, Грейда для тиранов. Вот, когда он в мех играет, например, там, или что-то, ну, там, два армора здания, там, и туретки 8 рейнджа, ни хрена себе. Попробуй подлети. В поздней стаде, ну, вот эти апгрейды, они довольно-таки часто используются. То есть, если доходят, там, прям. А вот на вместимость что-то я как-то вообще... Ну, как-то бункеры просто они, ну, что тут? На поздней стадии, получается... Ну, то есть, у тирана на поздней стадии что? У него там 200 лимит, там всякие гасты-либераторы, масс-грейды. И если он с зергами, там, например, играет, даже с процами, он просто планетарки на основных направлениях ставит. Получается, бункеры, они, как бы, не используются, в принципе. Они только поначалу что-то там используются. Тем более, что, извините, перебил в первом Старкрафте, например, там, ну, тяжело было все законтролить бункеры, поэтому там и решали, как бы, ну, там, да. А здесь все, армия одной кнопкой контролится, стимпак всем одновременно, жмешь и в бункерах там тоже прожать можно, то есть, тут, как бы, проще в этом плане. Да, показатель скилла даже был, когда, если берут Лингена какой-то экспант, а там стоит бункер, вытащить Мариков, про стимпачить, загрузить. Ну, да, да, то есть, получается, или там, ну, Лерой наломал, у тебя там три бункера, все стимпачнул, залез, и они там расковыряли, и все, по-моему, вообще. Вообще жесть. Грейд на бункере нужно делать в самом бункере, ну, кстати, как вариант тоже, почему нет? Просто, ну, реально, как бы, ну, кстати, да, вот, если смотреть, тут прикольно, да, там, допустим, видишь, тебя Тосс пушит или что-то, Беллинг баст, и ты прям сам бункер грейдишь, но его с какой-то стадии надо придумать тоже. Слушай, хрена тут два оракула таких, по одному хп оба, оба, то есть, ладно бы, Владимец с одним хп ушел, а у Ниба два с одним хп просто выходит. Красава. Тут как-то пассивно пока четвертый некст идет, но Ниб зашатал своими оракулами сортов, хотя вроде восемь рабов убил, там, не дико много, но сортов отстает от Ниба, то есть. Сейчас, я думаю, от Ниба мы можем и там, ну, вот, Скайтоса, так называемого, увидеть, арматку, какой-нибудь переход небольшой, я думаю, что он вперед лезть не будет особо вот на этой карте, не раз видели, как он там и Мазершипа делает, и там Темпстов, и все-все-все. Тут, кстати, сейчас спали вообще оракулами дроп Ниб, ну, и то ли не обратил внимание, или просто потому что развернулся, но опять сортов собирается шатать, а замечает оракул дроп еще раз. Ну да, тут сортов как-то, я не знаю, тут сортов стандартную делать Линго Роуч, Реведжера, Беллинги, а у Ниба-то уже все готово к этому билду, получается, у него и Шторм там, и Армия жесткая, он никуда, наверное, я думаю, лезть не будет особо здесь. Единственное, пока вот предпосылок, что воздух он именно будет действительно свитч делать, не видно никаких, но я думаю, что будет не по-любому, это логическое продолжение, в принципе, вот такого билда, особенно которым, ну, ты стоишь, как бы, и особо никуда не идешь, а не будто и не надо здесь идти никуда, что там Зерк тоже что-то у себя делает. Все, 10 минут не нападаем, развиваемся, делим карту. Ну да. Оракула есть, у сортов тоже его захарасили, куда ему лезть, так его тоже, по идее. Тем более, карта такая, что, ну, через низ вот этот узкий проход не наломишься, надо через центр, а пока туда крип притащить пока что, королевами помочь нельзя, то есть вот это, в этой карте, да, такая есть особенность, в принципе, что в ТВЗ, что в ПВЗ, как бы, предрасположенность к тому, чтобы поделить, ну, ее есть такая. Вот, ну. Ну, зачастую не так происходит. Так, что тут у него гиппи плюс? Есть шпиль, коголь доделывается. Пятую хатку сортов берет. Так, хайф шпиль, хайф шпиль, стандарт получается. А вот, вот, темпи, вот, флитбикон плюс два стандартуса, вот, пошел уже свитч понемножечку. Ну, сначала, вот, я помню, какие-то, с кем там игры, не помню, были, может даже, может быть, даже и на КСПА, КАПЕ, я не помню, с кем-то корейцем не поиграл. Ну, то он именно сейчас темпистов будет добавлять, потом он просто, ну, если, конечно, зерк жестко не отдастся, он не будет лезть, он просто к этим темпистам карреров, там, или грелок добавит, и Мазершик, как бы, игрыды просто на воздух будет делать понемножку. Так, хороший, да, Бэйн, он, ну, без лингов, правда, ну, задача их взорвать пилон и в минеральную линию попасть, но, с ним сплитит рабов очень неплохо. Ну, с двумя когтями Бэйлинг за удар проб взрывает, получается, и 19-то проб, ловушки. Опа, да, сразистной ловушки здесь работали, я пропустил момент этот, ну, тут здесь Сизер Гунин ломится, здесь шторм, здесь всего дофига. Дробь на четвертую еще сейчас, но не реагирует. Да, дробь на четвертую, не среагировал. А, шорфов, не среагировал особо, один только Бэйлинг, и все, брокнется. Хочет, хочет шорфов лингов своих прикрыть. Прикрыл, смотрите-ка. Ну, я говорю, никуда не спешит у него, то есть экономика хорошая, везде здесь оборона, темписты строятся по три штучки. Главное в лоб сейчас не отдаться, они, я думаю, так думают, и все, как бы, высидеть свое. Так, Бэйлинги опять на натурал побежали. Да, причем много. Странно, что сортов не берет с собой хотя бы штук шесть лингов. Бэйлинг. Так, пошел. Ой-ой-ой, какой шторм красавский зашел сейчас. Вообще, просто идеально законтрил. Ну, тут 11 пробок, наверное, на четвертый погибло, судя по всему, я видел, они катались. Дробщик был. Ну, и сортов должен был сейчас спалить уже темпистов. По идее, он там пробегал рядом с ними. Все, вошел не вперед. Архона танкует, день Бэйнов прямо на морфе не принимает. В это время натурал врывается, с зилотами сверху. Да, они через проход узкий побежали с садовой. Да, по тропинке, да, побежали. Нормально, так, пришли и расковыряли. Уже 9 дронов, можно райдкликнуть и в хату было бы, но пока этого не делать. В центре отогнал сортов, и вперед не лезет на клип. Так, зерк на бэрлингах. Другой больше, чем на профах теряет. Тут палка о двух концах. Почему? Потому что если игра выйдет в самый лейт, абсолютный как бы лейт, то тогда получается, что зерк терял газ, который во втором Старкрафте конечен. И это ему не в плюс. Если зерк будет дожимать и как бы Протса дожмет, то получается это могло быть и в плюс. Почему? Потому что он потенциал экономики его немножечко снижал, отвлекал Протса, как бы не давало ему развиться. Но тут уже самый лейт, посмотрите, что тут у Ниба просто вообще. Оракулы, Темп, Стархуны, чистая армада. Идет вперед Сортоп, Сортоп не хочет мазершипов, Сортоп не хочет еще кареров сюда, никаких. Он просто идет бэнами. Здесь, ой, как стадисные ловушки работают, прикольно. Я не понимаю, Сортоп идет-то идет, но у него ноль юнитов, которые бьют по воздуху, как бы. Вот три королевы пришло. Что он хочет против 6-ти темп, что здесь делать, мне просто непонятно вообще. Нибиди просто отбивается по потерям. 16-700 на 7к просто, и у Сортопа все очень плохо. Ну, Сортоп как-то хотел массой задавить, хотя сейчас вот у Линги что-то там бегут, но нет. У нас же уже не получается столько характеров, бруслордов. Ну да. Ну, кстати, посмотрю, у Нибы так неплохо в Фатонке стоять, на периметре баз. У Нибы вообще Фатонка в этом плане. То есть, у Нибы либо он не строит Фатона, как вот в играх Као Усат, либо у него вообще вот Као Вармаду играет. Нечто среднего я вообще у него не видел. У него либо так, либо по-другому. Вообще вот... Я смотрю, как Ниб играет на такой стадии. То есть, он реально как бы крут на такой стадии. Даже как... Вот, пошел Мазершип, вот, я уже говорил, что подобные игры видел уже от Нибы. То есть, если бы он с кем-нибудь Дарком с тем же вышел там вот в такую стадию, я думаю, ну... Конечно, он действовал, может, более эффективнее Сортофа, но тяжело с Нибом вот так, поэтому с Нибом, ну... Многие зерги стараются просто убить каким-то пушем и все. Войска Роя атакованы. Похоже, Сортофа как раз-таки решил задавить просто. Мясо разы кидать. Но время все равно работает на Нибы. А у нас острова-то вообще будет забирать? Или... Типа, на Ниб пофиг? Кстати, большое забегание бежит Линго. Он, Турал, похоже. Убегает на третью. Здесь армия Кашпроста рядом, и девчонки не могут сделать. Небрамотно отбивается. Ну да. Ну, Сортоф сейчас вот на самом деле он шатает-шатает, но очень часто я, как бы, задаюсь вопросом, зачем, как бы, так... Значит, бесцельная получается шатать для того, чтобы шатать просто. А чем, ну, чем точку-то ставить, как бы? Ну, шатаешь ты. Одиннадцатью караптерами вот этими, что ли, без грейдов? С нулем вообще, то есть воздухом вообще. То есть тут ноль армора, ноль атаки на воздух, у Ниба вторые валя, и третья атака воздушная. Как это убивать-то все вот это, в итоге, в перспективе, тусик? Бьешь что-то никак. Ну, по крайней мере, Сортоф деморит. То есть Сортоф на этом шатане просто ресурсов тратит, как бы, больше, чем убивает даже. А при каком условии может это работать, когда ты больше ресурсов тратишь? Когда у тебя жирнее экономика, там, и ты приростом каким-то давишь. А здесь такая стадия уже все вышла, что это вообще невозможно, в принципе, то есть... Поэтому смысла терять больше ресурсов на шатане тут и нет-то никакого. Ну, пускай они вперед пойдут, вопрос тоже, конечно, хороший. Мазершип где? Мазершип здесь сбоку висит. Опять забегание? Опять идеальный шторм просто. 24, 24 у Стурмовика убитых юнитов. Они еще прямо у второго-то Старкрафта, да? Такая физика, они прессуются, эти юниты, все прям идеально, как бы. Так, ух ты. 67 пробоксортов в этой игре зашатал. Так, конечно. Так, если не стало плохо, слышно. Раз, раз, раз. Чалик, флайер, очень. Фигня какая-то непонятная. Ниб пробрил крип, я не знаю, Нибу уже можно идти вперед, на самом деле. То есть, прикол, смотри, в чем еще. У него архоны, всякие грейды, как бы. То есть, у него максимально грейдные, практически, архоны. Ну, да. На воздух, там, а поля есть, и пошел армор, три атаки, как бы. И третьи поля, то есть, когда архоны станут 3-3, то есть, архоном вот этот грейд на армор, просто, вот, он, как бы. Не нужен. Ну, и то, что, конечно, нужно, если там, вдруг, там, пес его будет кусать, когда у него 10 кп будет 3-3, то есть, понятно, он может это решать, но это маловероятно. Так-то у него 350 кп, это поля, и когда на них 3 грейда, и 3 атаки, получается, он полностью, практически, грейженый. Ну, а на флот, тоже, тут, как бы, поля есть, атака есть 3. Получается, вообще, идеальный лимит уже. Ну, да, сейчас это уже, это уже такой, идеальный, практически, лимит. То есть, и против земли, что-то там есть, как бы, и против чали. НИП, кстати, выходит, занимает дел на АГУ здесь, расстреливает постоянно. Караптеров, кстати, много тоже, 32 штуки вроде. При этом, в тём, прикол ещё в чём, то есть, угрозца есть, с БО лимит, зергута, чтобы, ну, разменяться надо и запас, как бы, то есть, он, понятно, с одного лимита очень тяжело поверить, и муравов надо много держать, угрозца и БО больше выходит. Пошёл замес, грелки на разогреве, зелёнку, получается, кинуть только в темпистов, в сортовку. И, в итоге, грелки без зелёнки, даже не спличные, громят просто в клам караптеров, просто в клам. Ну, короче, это 2-1 в пользу НИБа, очевидно, ну, вот, кстати, вот, просто вот задаюсь вопросом сейчас. Стортов сидит, НИБ сам вперёд вроде не лезет, да? У него, видишь, в белях 2-1 делается. Сделай ты 3-3, потом так подерёшься, блядь. У НИБа-то тут уже всё грейженое максимум. Нет, он лезет зачем-то именно вот сейчас, как бы, вперёд. То есть, качай, качай, спокойно, чтобы вообще на экономику не отвлекаться. Стараешься занять все базы, там, выкачать все ресурсы, там, чтобы у тебя запас просто был, и потом просто идеально подраться в одном замесе, да заказаться, как бы. А то так тебе, во-первых, у тебя грейдов нету, получается, никаких узергов практически. Во-вторых, нужно отвлекаться, вдруг там забегание ресурсы, вот эти, там, собьют, у тебя кончится, да, там, прирост ресурсов. И всё это реально отвлекает от замеса, от основного. Ну, кстати, НИБ молодец, и Мэй тут фотоночками обнёс, то есть, что НИДУСом тяжело кем-то пролететь туда. В этой реально сильно, я, да, не жалею, как ты и сказал, что масс-масс фотонки, и ловушки ещё тоже, там, и хайтинг-кларов оставляют. Ну, да, ну, статисные ловушки, это вообще великолепно, вот в потере, открою, просто приколю, то есть, 18-36, двукратное преимущество, причём, двукратное уже, там, 18 тысяч, то есть, 18 тысяч, это больше, чем одна база целая, как бы уже получается. Так, пошёл, пошёл замес, да, ещё, темписты опять танкуют, грелки сзади, разогрев, штормы по караторам, ё-моё, как тут всё вообще просто, куда-то кто-то влезет-то вообще? Потеря просто, 46, 20, 139 на 758, там было у Ниба потеряно 100 с чем-то, сейчас он даже десятки унитов, по-моему, в этой битве не потерял, идёт дожимать. А потом скажут, что просто Ниба, да, маза-шип хочет подрезать сортов, нет, ну, тут Ниба уже решил закончить-то всё, вот, у меня потери открыты просто сейчас, вот, Ниба не растут, у сортова чё-то уже на тысячи три прибавились после у него Ниба, сейчас, потому что моих, правда, погибнет. 50, 120, 140, гг, пишут сортов, ну, вот это вот, это то, как я хотел бы, чтобы, если бы я играл, зергов разваливать всех, например, вот это, ну, вот я смотрю, ну, просто, знаешь, как бы, душа радуется просто, вот, у кого-то пригорает, вот, ну, тут, конечно, от сортова просто немерено косяков было, но хочется отметить, что даже если бы сортов там дождался 3-3 везде, всё, ему бы всё крайне сложно было драться с таким лимитом Ниба, но пытаться караптерами в лоб убить, это вот эту вот, вот эту тему, это самое, мне кажется, просто, ну, что хуже всего работает, особенно коагрейды ещё хуже. Последние деньки темпистов с таким ранжом, с таким ранжом темписты по воздуху и останутся, а вот по земле ему берут раньше. Так, я сейчас на минуточку, Паш, выключу микрофон. Ну, темпистов же, кстати, ещё это, там меняют, то есть ещё думает Дэвид Ким, потому что сначала он там сделал какой-то 6 вроде бы рейндж по земле был, но какой-то совсем маленький, потом изменили, и в последнее время говорят про 8, то есть уже сейчас 8 рейндж, но при этом есть обилка, которую можно было кастовать с рейнджа 13. Ну, вот в последнем фидбэке уже говорят про рейндж 10, что-то такая тенденция идёт, что может придёт обратно к 15, всякое может быть. Ну, потому что и так же сделали лимит, но это, в общем, Дэвид Ким, конечно, непонятно, как он там разберётся, то есть всё может вообще поменяться кардинально. Лимит начинает со стенки внизу, идея сразу до разведки после пилона, соответственно, скорее всего, будет мешать поставить вторую хату. Сортов не играет в быстрый пул. Едет ставить хэтчери, но здесь как раз таки проезжает пробка, но, ох, пробка не успевает совсем чуть-чуть, ох, да, и хата встала. Ну, это, конечно, не критично, но... Я, конечно, думаю, у них бы всё рассчитано, то есть он знал примерно, когда ставится хата. Хотя зимок и сортов специально, просто где-то рабочего не заказать, чтобы пораньше поставить хэтчери. Тоже такой хитрый план. Оба игрока играют в экспанда, не поставят Nexus. При этом ещё, кстати, мешает пробкой, то есть стаскивает минералы, как бы встаёт, как будто бы в очередь, чтобы на самых ближних минералах, которые у хэтчери, они съезжали. То есть это, конечно, мелочь, но вообще, если постоянно это делать, то... Хотя, я думаю, игрокам это потом всё, привыкаешь и пофиг уже. Не будет застраиваться, похоже, с тремя большими зданиями здесь на второй рампе. Встал пробкой контролировать третью локацию, видит, что здесь пока ничего не строится. На мейне ставят уже с левой части мейна пилон от возможных дропов. Может быть, кстати, поставить какое-то технологичное здание. Пока заказывается новая гейта адепта, новых гейтов не заказано. Узрга пока поставил столько немного линков, заказана скорость, снимается один рабочий разгар. Газа, Узрга. И... Какую технологию выберет НИП? Старгейт, Твилайт, Робо. Так, всё, я здесь. Смотрите, локацию ставят сортов. Здесь начинают уничтожить камни, которые у него на рампе, разрушаемые. Всё, я здесь, Паш, если что. Ну вот, прошло вращение, что отвлёкся. Так, у нас НИП 2.1 получается, да? Да, да. Саш, Круль, магия чатика решает, понимаешь, всё? Ну, чатик вообще решают. Чатик — это волшебное место, блин. Играет через Твилайт. Ну, НИП похоже, вправду. 2.1 у него, 2.1, то есть постоянно. То есть, 2 через Твилайт, потом через Старгейт, Харасит. Так, ну, это похоже, да, этот, Архон, Ахарас будет у нас. Я вижу, где это, да, да, где есть плюс и... Да. Так, ну, будет ли... Читик, погоди-ка. А, да, всё, да, 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 всё правильно. Ну, видимо, у него, слушай, у него под карту, походу, уйдёт. Всё, вот на этой карте он всегда, вот я сколько игр смотрел, он всегда именно через Архона Харасит отыграет. Так, вебка. Сейчас дам вебку, погодите. НИП, кстати, похарасил немного младшим хором. То есть, он натуральный Узерк убил одного дрона, телепортировался обратно здесь вот этот. Узерк прекрасно видит стратегию Протаса, видит Дарк Шрайн. И у него при этом опять собирается с ортов играть, линга Берлинги. Да, да, но тут не знаю как-то вот. Я сколько смотрел, без Роучи, без Роучи и Реводеров, вот этот Хара Хара с Архонами заходит намного лучше со стороны Протаса. Ну, это очевидно почему, как уж. Лингов они лучше убивают, как бы королевы там, с Роучи пожирнее, там они сразу плюнули по Архону, разок уже не хочется, я им там что-то делать. Плюс его фиг убьёшь. Тут, кстати, контр-дропы бэйнов попёрли. То есть они друг друга будут дропать? Или линга, нет, даже линга просто не получается. То есть вообще почти одновременно залетают. Друг к другу на мейн, ну на натурал и на мейн, ладно. И, кстати, вот на этой, по-моему, карте, и не только на этой, вот Нид Снуту 0-3 слил, и Снут Свич Муту делал. С Нид как раз слился, у него много было Архонов, но Снут его отводил, вот. Я сразу вспомнил, и, да. Так, что-то тут у нас призма сбита, да, была? Королевы сбили двумя Архонами. Королевы сбивают призму с двумя Архонами. От Зерга-то Харас тоже не удался. Но Зерг потерял 8 собак, а Фродс потерял призму с двумя Архонами, как бы. Естественно, это не очень-то Фродсу. Вот. А самое главное, что Зерг может спокойно там СД сейчас сжимать и делать, что хочет вообще. Лейер там делает, потеря овера. Вот, не договорил. Я сразу вспомнил, не знаю, ты видел или нет, как на Старлайне, и вообще, в принципе, Коу, например, играет против Мутки. Он делает там пару призм, и просто у него Архоны, ну, вот в этих призмах, как, я не знаю, как уаньки-встаньки какие-то, оттуда залазят-вылазят, как бы, и они, ну, прикольный контроль получается. То есть призма может лететь вперед, и ты в нее постоянно передропываешь, и скорость как бы юнита становится большая очень, как бы. Да, прикольно. И против Мута Стэккер вообще замечательно работает. Я ни от кого такого не видел. Вот в чем Коу, это обычно без мума призма делает. А если как бы найти еще ресурс, чтобы мум сделать, то есть, по-моему, это для Мутки вообще как бы контрабу, и просто жесткая. То есть там просто нужно быть внимательным, чтобы не фокусили. Ака еще Зеркальфолк. Так, да, пошел дропчик Бейлингов опять. Ну, тут, кстати, Мазеркор есть, не правда, не реагирует. На третью, да, и на Натурал. На третью здесь на Натурале проблемы. Мазеркор не успел выставить уверчажа. Поздно, короче. Ну, 12 пробок уже слито. Опять Архоны здесь прилетают. Ну, то есть, когда Мута собирается что-то фокусить, она всегда в стэке, я не говорил. Как раз вот Архоны, они, да, просто жах-жах и все. И как-то сказка о потерянной мутке в Ходсе, когда Блайд Шоу Тайм проиграл, то улетело, а там два Архона злых стояли. Я думаю, мы это просто, знаешь, просто посмотрят, ну, когда увидят. Да, да, просто пока что, как бы, ну, пока что не пользуются, просто я что-то стал замечать. Сейчас как-то реже уже, ну, то есть начали с таргетами, именно муту контрить как-то проще землей, а если ты землей и вот этой темы используешь, еще так вообще может неплохо получаться, как бы. Прикольная находка. Такой микро-момент. Так, ну, в целом сейчас пока вроде бы ситуация более-менее... Хотя у зерга, блин, что-то дофига рабочих. 83 на 65. Ну, да, Слушай, ну, вот потеря первой призмы очень сильно сказалась на этой игре просто, и в итоге, ну, даже вторая призма, она как жестко напрягает. В итоге это очень сильно решает. Суртоф, в принципе, нормально живет, у него 4 базы на 3, у него уже хайфы. Единственное, что у Суртофа как-то нет вариаций его идти, то есть он всегда именно бруды, и все. Просто стримы Коу не смотрят, это небо шоу таймы. Ну да, Слушай, тут... Просто Коу как бы как Прива с Блайем не продает этот билд, как бы. Солору, как они хотели плеткими застройку продать, и Солор потом еще и как-то делал эту застройку, что я удивился. Но когда я услышал продать билд, я подумал просто, как это, емано? Вот это кто-то бизнесмен просто, а я, походу, лох какой-то, короче, ваучер. Вот, или кто-то там еще, я не знаю. Корея могла бы вообще, походу, так, да, блин? Чисто... Продавать. Плюс 20% ВВП Кореи сразу, как начали билды впуливать просто всем. Ну ладно, шутки шутками, ребят, но бывает. Сотов разводит вообще. Троп опять не утрал. Опять, да, затянул. Ну, в этот раз НИП среагировал. Минус овер, два оверчажа. Сотов пытается зайти. Хорошо, адепта сбил. Пришел сотов, повзрывал зелков бейлингами и еще больше не сделал в итоге. Что-то вообще-то отлично получается, да. А, хотя уже вообще-то Гритспар делает. Так, там Грейтер Спайр, но у НИБа-то уже 300 гейта с темпестами. Как-то тайминг темпестов у НИБа, да, как-то, заметьте, он вообще, ну, просто... Ему даже, вот если он так будет играть, как бы, по земле, чтобы его не убивали, ему и не надо и разведывать. Ты просто стабильно так делай, как бы, и... реально под брудов подходит все крыло, получается. Против сортов и так вообще работает замечательно, который, ну, только брудами, в общем-то, в эти, получается, действует. Да, тут идет развод. Сотов в пятую пытается базу занять. Здесь Бэйн из Ксилнаги будут заходить, но тут рабочих-то, ё-моё, тут реально, вот, Бэйнлинги дороже, по-моему, чем рабочие эти все. Так, припоят сортов. Файер Була на темпеста попадает, но темпест выжил. Пятнадцать пробок минус на дальний четвертый. Так, тут пятый у сортов готов. Рабочих восемьдесят шесть. Ну, тут, кстати, рабов достаточно новых подстраивать не надо. Видимо, надо с мейна, со второй туда отвести часть, чтобы, как бы, сплетануть и туда вычет. Ух, прилетели. Пять корабр, да, на четвертую пользуются этим кастом. И все, разогрелись. Они, короче, минус нет. Ну, это тоже странный какой-то скилл, конечно, у корабра. Напридумывал Дэвид Ким. Пользуется им, как бы. Он эффективный, он очень эффективный. Он эффективный, да. Это еще Птера, например, можно отчинивать. А у против Азергов с этим проблемой. Ого, пошло, занял, пошел. Пошел замес. Ну, как-то армия Азергов тут гораздо слабее Протсовской смотрится. Хорошие файерболы, да, такие. Минус один темп второго задамажил, вот. Ну, здесь есть плетки. Так, давит НИП. Лимит боевой одинаковочек. Сзади Беллинги стоят в Сорт-Оф. Почему-то он их в бой не пускает. Сейчас мы только сейчас пошли. Но тут плит нормальный у юнитов. Они все жирные. Беллинги не заходят. Ну, Караптеры призму сбивают. Сзади еще Беллинги приходят. Кажется, медленно, но верно. Сорт-Оф все-таки отбился. Здесь и Караптеры тут откуда-то налетели. Которые, видимо, тут Нексус зеленкой своей поливали. Сзади вернулись. Ну, и Сорт-Оф отбивается. Похоже на то, что здесь 2-2 очень скоро в этой встрече будет. Потому что экономика у Сорт-Офа 5 хат. Газа достаточно вполне. Минералов приток сколько? 3-400 сейчас примерно. У Ниба меньше. А у Ниба нет. Состок восстановился 4-й. Так, Сорт-Оф куда? По армии печаль совсем. Да, чуть по армии. Ну, хотя смотри, боевой лимит одинаковый почти. Нету ничего почти, да? Ну, сделки пришли. Беллинги в рабочий пытаются доехать. Сорт-Оф саглялся. Ну, 7 пробок убрал. На дальний газ базе начал добывать сейчас. На Сорт-Офу надо 9 часов занимать. Сейчас камни со второй пробить. Видимо, как бы крип стараться здесь заново распространить. Королевы погибли. Это очень важно у зергов. То есть, я сам когда рандомом играю, так поначалу, да, там есть пару королев. Крипт умор и поставил. Род не забываешь, крипчик тянешь. А потом выбили и все, короче, забыл. А самые крутые зерги, это очень важный момент. Они постоянно, как бы, ну, стараются крип восстановить себя. Постоянная борьба идет. Тебе выбивают, ты его восстанавливаешь. Туда-сюда, туда-сюда так. Ну да, так и происходит, получается. Особенно с нутка в его стиле, особенно с тираном. Королев штук 16 ходит просто. Так, 190-120. Ну, сортов и больше намного, я не знаю. Тут у Ниба вроде как бы он жив, но у него нет экономики, чтобы 200 хотя построить. У него мейн вторая уже фактически закончилась, да и третья иссякает уже все. То есть, только четвертая база есть. В центр выходить очень близко к зергу. Тут и крипа, такой островок оставался. Сейчас сортов соединился с ним. Ну, а три часа тоже хозы не было ходить. Сиджонг дальше. Тяжело брать базы. Попытался сортов забежать на натурал. Ну, тут два архона, да? Ну, две пробки все равно погибло. На газе. Беллингов морфит около натурала. Сейчас собирается закатываться. Самое интересное, что лимит боевой только что был практически одинаковый. Закатываются беллинги, беллинги. Так, да, беллинги заходят. Десять пробок минус. В этот раз Ниб не реагирует. Вот там три раза среагировал, два нет там, или четыре среагировал, три нет. Чего мешает поставить фотонку-то одну, чтобы вот эти разы, которые не реагируешь, лучше было. Так, девять грелок есть. Караптер летят вперед. Грелки караптеров разваливают. Лимит боевой вообще одинаковый. Сортов-то отдается в хлам здесь. Просто в мясо сливается. Как этих караптеров. Хотя вот прирост караптеров подходит. Но грелки-то живые. Хотя нет, две всего осталось. Все-таки не хватает. Не будет здесь. Все-таки не хватает. Ну, вот если бы Ниб, мне кажется, в куче, то есть не раздрозненно подрался сейчас, а землей поддержал грелочек, который одновременно, разогрев, нажали со сплитом от вот этой вайперовского каста, то он мог бы и разобрать. Экономика зарешала, получается, здесь. Макроигры хорошие идут. 2-2 счет. Нифига себе. Как так? Да, заходим в следующую игру. Ну что, Сирок, мы с тобой не угадали? Что-то да, что-то да, тут прямо на пряк. Ну, Ниб как бы лучше играет, чем я предполагал, в принципе. Всех привет, либо надо. Передай братку, привет, пацану Сирала. Передаю. Но еще раз говорю, как и в прошлый раз, пацаны, заходите с моего канала на Пашин, с Пашин на мой, поднимайте наш средний онлайн, вот, и поддерживайте наши каналы, премиумы подписывайте по реквизитам, в этом месяце премиум суммируются. С твича, с скарвативи тоже ггплеер открывать, хотя бы на маленьком качестве, чтобы там человеки-часы шли. Вот. Ребята с Урала там, всем вообще привет. Ну да, привет всем вообще, где бы вы ни смотрели. Я знаю, что география просмотров очень большая, как бы и не только в России смотрят, и даже не только в ближнем зарубежье. Мне даже чувак писал, что из Новой Зеландии смотрят человек. Круто. Один там, ну, не знаю, как гудгейм там работает, но это, мягко говоря, далековато. У нас интрига, решающая игра. Да, ребят, пятая. А когда в серии нужны все матчи, то последняя вот игра, она всегда такой особенной становится, потому что это момент истины просто. И на этих респах я, наверное, думаю, что в Протасу удобнее играть против Зерга, или все-таки неважно, то есть то, что близкие. Сложно сказать, ну, с какой-то стороны удобнее, но с другой стороны, если Зерг крипом заплатит, тут как-то удачно на него сложится это все. То есть он может, может, королев очень быстро подтягивать, там, вот этих юнитов своих всех, то наоборот получается минус. Жестко, да, понятно. Кстати, не едь пока на разведку, даже после ГИТа. Привет из Астаны. Сказ привет в Астану. Скоро играть начну в Казахстан, поднимать. Это правильно. Раньше как-то были вроде, там лавали белорусские флаги. В Казахстане сейчас что-то вообще мало видно. Только Россия и Украина в основном. Здорово, Феррум. Угадывается направлениями розетки НИП сразу. Да, первая пробка идет, ничего не видел, правда. Ну, Зерга, Зерга с этим похуже, Овер никуда летит. Смотри, ребят, спасибо всем за приветы. Если перечислять все города вас, то придется до конца стрима это делать. Всех, всех, всех мы рады видеть. Да, ребят, всем привет. Пока его бы игрока играть стандартно, здесь не видно. Ксихат, пропсигейтов, что-то другого такого нет. Да, но все-таки решающая игра. У меня вообще такая, вот на этой карте НИП обычно Глеб играл. Ну, раньше. Посмотрим, что сейчас будет, конечно. Так, тут пробочку с уртов отгоняет, третий у хата пошел в центр ставить. Делается две королевы, третий пока не делается. А, ну, сначала хат, получается, ресурсы нужны, потом королева будет, видимо. Да, Твайлайт пошел у НИПа, но это непонятно, пока еще Глеб или Дарк, Харас получается. Адепс стоит, разведку делает, побежал атаковать, но нет, его встречают сразу, моментально. Мавашиб Корр полетел харасить, похоже, да, или просто контролировать карту. Ну, видимо, Ксил Нагу, да, хочет, или, а, он третью, или, погоди, просто до Ксил Наги долетел, странно, что он на Ксил Наге хотел увидеть, в виде выходов никаких нету, чтобы там юнитов прогонять оттуда. Архоны? Архоны, Просто что-то проверить, да, Архончики. Ну, заметил я, да, как-то Зерги против Глеб, против Адеп, уже очень круто научились играть. А Архон Харас, крутые, в хороших, ну, руках, у кого контроль хороший, он, даже если ты тупо летаешь, там, минимум юнитов подрезаешь, Зерга держишь дома, как бы дома свободно развиваешься. Плюс, как бы, лингами вырываться тяжело, если там третью занимать, можно там пару Дархо курпануть, Архончика слить. Адепт пару, плюс оверчаж. Призму полетела, здесь два Адепта выходит, Сортоп их видит, понятно, что Нексус собирается о них занимать. Здесь плюс три Спорки пошло. Причем, это прикол в чем, что Дарк Харас, Архона Харас, то есть, обязан Зерк и Спорки запилить везде, как против Феникс, получит, потому что, непонятно, Дарки это будут, или Архоны, например. Могут нарезать, потом под шумок. Да, то есть, как бы, подлетает Троц, видит, что спорок нет, можно и Дарками подхарасить, ведь неплохо. Зерк тоже решает дропать, как обычно у них ответки такие, любезные. Да, призма, 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 призма. Опять призма слит, а Ниб, что ты творишь в решающей игре, Ниб сливает призму, это просто жесть какая-то, ребята. Но тут с форку свой шоу, с фортопничка подгрызг. А в это время еще дроплингов на Нибу, к мейн, на мейн прилетает, но пока одна только пробка уничтожена, это мало, мягко говоря. Здесь один собакен кусает, третий Нексус. Ну, призма слит, это кэшфейл вообще сейчас был со стороны Ниба. Вторую игру подряд уже, получается, предыдущий же, да, он тоже призму слил. Да, там прям с архонами даже вообще. Ну да, надеюсь, хоть дропнуть, успел, ну толку-то, что успел дропнуть. Ну да. Хотя рабов у Ниба больше, блин, то есть, если бы он призму не слил, у него вообще сейчас просто было все. Супер. Да и пока тоже он не проиграл, с другой стороны. Сейчас намечаются сложные времена для Ниба, когда у Роучи будут скорость, и похоже, Заргут собирается пушить. Опять дроп, движен натурал. Точнее, вы следите неполно на Мэйн, перелетели, или прибежали вообще как-то. Так, да, тут садептики, погоди-ка, почему 49, блядь, что-то, заходи не чаряр больше рабочих, что-то тут какой-то получается. А, сортов вообще, смотрите-ка, сортова, ой, это улын от сортова, Роучеры, Эваджеры, королевы в дропе. Хорошие, кстати, интересно, прям, вот обычно королевы полгода идут, а тут они получается просто прилетают в овере и начинают выпиливать этот мазеркорб просто в мясо как бы. Заходят сортов, королевы дропаются, правда, куда они дропаются так нагло. Трансфюзы от королев идут, от Нибы до варпы, второй оверчаж выставляется. Так, сортов прислуют, конечно, но непонятно, что оверчаж очень много демэж наносит. Второй иммортал сверху вышел. 122,88, пока сортов вроде бы давят, ну королевы слиты, новый, короче, мазеркорб восстанавливает. Сейчас опять еще один оверчаж будет к тему, кученьк к тему для обороны. Дарк один варпится, ой, и Дарк проблевать будет сейчас, оверчаж ставится. Короче, здесь проблема у сортова, то есть он и не убил Ниба, и демэж экономики ему какой-то жесткий слишком не нанес. Так, здесь два оверсира доделываются против дарка. Смотрите-ка, сортов продолжает давить, иммортал Нибу сверху принимает, роучи все новое-новое подходят, дарки отдаются, против роучи огневой мощи может сейчас не хватить просто. Ой-ой. 114 на 80, похоже, 3-2 сортов, ребят, ой, да-да-да, сортов, все правильно я говорю. О, шеренги все ведут, при этом при всем при том, что, мягко говоря, не очень-то зашел первый в рыбу. то есть вроде там Нибу нормально отбивался. Даже сложно, надо репку пересматривать, что там Нибу не хватило, я даже ТЗ. Наверное, надо пару архонов было добавлять еще потом, получается. То есть адепты есть, глифы есть, но они-то бесполезны против вот этого роучи, дотекания получается практически. Ну что, вот вам и Надежда Протсов, и не корейская Нибу, отправляется отдыхать, он, в общем-то, на последнее место в группе. Вот, а Птидрога будет сортов, он без, ну, с другой стороны, не зеркалка в этой группе дальше будет. У Птидрога будет преимущество, то, что он видел, как играет сортов. Жарко, конечно, чтобы Нибу не прошел все-таки. Магия не сработала, но ладно. Ну да. Так, идет там группа, конечно, хорошая, там матчи тоже, Малин Гордс, но там, кстати, можем успеть еще на окончании группы демо, там Кадисайдеры, все эти будут пока там ЗВЗ, я думаю, имеет смысл, да, здесь пока остаться, в этой группе. А, так, подожди, то есть, идут, что-то я не понял, я думал, что здесь группа А, знаешь, там очередность какая-то, здесь ЦД. тут смотри, в предыдущие дни две группы одновременно пускали, вот, и потом еще две, а в этот день запустили, как бы, одну группу на час, где-то раньше, чем вторую, то есть, получается, мы сейчас Б посмотрим, и на Д, на Д, на Д, на Д, можем успеть куда-нибудь туда еще, а потом уже А и Ц запустятся, и уже, наверное, там тоже, как бы, какая-то чуть раньше, чуть позже кончится, ночью имеется в виду. тут, я не знаю, тут, честно говоря, круто было бы, если все это подряд шло, но, тогда пришлось бы не там 12-13 часов сидеть, а 20 просто подряд, то есть, это уже нереально, как бы, матча здесь все реально очень крутые. Я думаю, приоритет группы С будет, надо группа А. Так, да, да, потому что, там, во-первых, Ютерман против этих, ну, а тоже, кстати, там интересно, потому что, на Лейзер крутое показывал, ЗВП, да, с другой стороны, да, тут Ютерман все-таки, во-первых, здесь ТВА и Пэйшнс, три корейца, как бы, там, зарубок будет жесткая, я думаю, С будем, да, скорее смотреть потом уже, но это позже будет, сейчас сначала засмотрим, Десайдер здесь, потом, может, на Д, что-то там успеем, там, Марин Лорд со Снутом бьет, сказать, не знаю, какой там счет. Показывает, что 1-2 Снут тут ведет. Да, ну, там поздно, они кто-то обновляют, обычно. окей. Вот, ребят, дайте, сортов, чуть глянем на главном стриме. Сортов-то большой, ну, швед, чё-то было. Скалецин контрол, он тут комментирует, смотрю. Короче, игре в зортов, что Дрога очень крут, против его стиля, он готов, они вместе тренились, значит, будет интересно. Так, 3-1 Снут выиграл, да? Так, то есть, Снут Солар за ВЗ, там будет матч венеров, но это можно упустить, а дальше там получается, на что? Марин Лорд Рокут, это, кстати, это все было бы интересно, очень даже. Теоретически, там, есть Марин Лорд со Снутом крутые пацаны, Снут может выбить Солара, а Марин Лорд их двоих тепленьких там принять, Рока и Солара, но это уже, фантастика какая-то. Ну, то, что Снут за ВЗ может обыграть, это 100%. Ну, что, ребят, все там, хорошая, я меньше сегодня буду включать стримы, потому что вчерашнюю запись, вторую часть, нахер, выпилили, все забанили, и ее не залить теперь будет, из-за музыки какой-то там, я не знаю. Но там, я помню, ставили музыку, вот эти там, пацаны, я забыл, как называется, там, техно такое еще играют, французики там такое, наверное, из-за него тоже еще, еще из-за чего-то там. Кси Горчик, сактивировал премиум на ваш канал. А, а, вот они называются, точно. Спасибо, Кси Горчик, ребят, напоминаю пока паузу, что мы с Пашей братком сегодня комментируем, вот, вдвоем как-то попроще, реально и веселее, потому что я в предыдущие дни уже под конец просто молчал, как бы вчера, особенно, реально тяжко. там целый день это запаришься один. Да, Ренат, там тут и высидеть-то просто, еще там говори все. Профессиональные комментаторы же, поэтому там вдвоем, втроем комментируют, даже просто говорить тяжело. Получается, на крупных турнирах, там, как обычно, ну, как типа, как и в Старкрафте, так и в Доте, весь делается, там, аналитики, там, как бы, отдельно, и, ну, в Доте-то там, отдельные комментаторы, отдельно аналитики, а здесь в Старкрафте обычно, ну, они меняются, просто часть в аналитику садится, часть комментирует, как бы, то есть там меняются места. Потому что, да, то есть, как бы, чтобы на, постоянно комментировать, что-то говорить на высшем уровне 12 часов, это, ну, нет, это можно выдержать, но, учителей, например, да, там, профессиональные болезни со связками голосовыми, и не только, как бы, есть, это по-любому, очень жесткий напряг на связки, можно, как бы, и со здоровьем проблемы получить. Выложили, кстати, последние обновления, которые, вроде, будут уже в патче, там, на Team Liquid. Тут уже, походу, там их еще будет миллион этих обновлений. Ишь, так сразу сложно, да, перекоску это найти. Да, да. Не понял. Ну, в первые дни будет прикольно участвовать на турнирах, когда люди еще только все пробуют, там. Ну, да, это, ну, это всегда прикольно, на самом деле. Я не понял другой, почему ты не ставишь музыку из ВК, музыка для Ютуба без авторских прав. Не понял, про что ты, ну, пишешь, как бы, если честно, смысл. Музыка-то там, ну, играет, ее как-то автоматом Ютуб отслеживает, какая разница ее, откуда ставить вообще. Она просто, ну, на фоне, как бы, играет, получается, и блочится из-за этого. Причем, блочится именно не один отрезок, мать, а весь, весь. это вообще жесть. Как бы, ну, там, семь часов, то есть, можно было просто там, не запекали бы этот, ну, получается, нормальная запись, как бы, я не знаю, в комсторе, сами-то они выкладывают же тоже, наверное, на эти воды, по итогу, как они с этим борются. Потому что они обрезают. Ну, да. Ну, хоза, я не знаю, может, у них как-то они пишут, там, договариваются, не знаю, хотя, как там договоришься. типа, это все, я так понимаю, монетизацию этого упирается. Почему, как бы, не сделать, чтобы там, шли там, деньги им, как бы, за эту музыку, там, да, не знаю, или часть, были вообще, как бы, просто отключалось, это, не знаю. не продумано, к сожалению. Понятно, что авторские врова, так как система-то отслеживает эти авторские врова. Типа, если ты уже песню врубишь из контакта, то она, ну, не отследить, что ли, какая бы. Это ж тюш какая-то тоже получается. Ладно, короче, не суть вопроса, суть в том, что пока недоступна вторая часть, где была, играл вчерашнего года, вот и все, как бы. Так, ну, а мы ждем Дрога против Сортопа, короче. Решающий матч. За кого будешь болеть в этом матче? Сложно сказать. В данном случае, как бы, получается, надо поболеть, чтобы побаланснее было по расам в поле, да, как бы, и... Хотя еще пока не понятно, сколько там чего. Мы все-таки, это не кореец, надо болеть за того, кто может кореец. Да хотя, хрен знает, они одинаковые, в принципе, Дрога Сортопа. Даже не знаю, как-то, на Ниба надежда, что он там, типа, будет разваливать, как бы, но все, Ниб уже отдыхать только будет теперь. Развалил. Надежда. Ну да. Тут просто проццев столько корейский еще, да, Ниба мог бы там по ПВП нормализовать, но если Дрога его в ПВП забрит, значит, и ПВП у него такое уж идеальное у него стало, получается. Ну, это спад у него пошел, да, выстрелил, плейот. Ну, может быть, как раз новый патч будет, там, какие-то изменения, и не подохнет, пересмотрит свою игру. Главное, чтобы на пользу, да, ему это все пошло. Уж так-то, безусловно, игрок очень талантовый, но он не всегда может показать свой максимум, собраться, может быть, нервы, лишать другое, но играет он, играет он очень круто. Угу. Хорош, спасибо за премиум. Да, ребят, подписывайтесь на все каналы. Поддерживайте, конечно, ноябрь, конкурс стримеров, пока, конечно, еще он идет, там поджимают, в любом случае, как бы, даже без всяких конкурсов, это необходимо. Да, открывайте Серегин стрим. Декабрь, Девит Пашин, тоже, конечно, открывает, чтобы больше было. Да, у меня, получается, это не так важно, просто у вас с Абвером, получается, это борьба будет за топ-2, с топ-3, с этими двумя чуваками левыми. Ну да, ну нет, там они, я думаю, что он огонит жестко, как бы, ну, потому что что-то месяц еще многовато времени до конца, как бы, времени в месяц. Ну да. Почему? Ну, посмотрим, что там будет, так-то, как бы, пофиг. как бы, просто еще, если был бы онлайн, как вот эти дни, хотя бы, каждый день, но потом-то Home Story не будет, как бы, уже меньше людей будет в любом случае, там и днем, как бы, турниры все меньше смотрят. 2 на 2 с Абвером, или 3 на 3, что-нибудь такое, представляешь, Абвер и StarCraft. Ты не знаешь, что из канала после 1 StarCraft еще играл? Ну, как-то я видел, там он что-то ФП по приколу играл, там разочек. Зашел, поплевался, такой, не, все не то. Ну да, не, ну, StarCraft, да, это такое дело, как бы, с него, ну, я понимаю. Ну, долго не играть, то тяжело, да. И тяжело, да, и напрягаться, там что-то. Так, именно, турнир ВЦС, который, отбор, который скоро пройдет на корейском сервере, будут ли аквессии американцев сейчас такой смысл, если они и будут участвовать, если корейцы и так, как бы, в среднем, посильнее, как бы, да, только самую топовую с ними биться могут, а там еще и пинка его, ну, если даже будут участвовать, толку-то от этого. Да. Бывает, поигрывает, бывает, там и лайфхенги всякие, и даже плетками каких-нибудь корейцев не кто-то застраивает, бывает, там, одну-две стадии, а дальше, там, ну, что, пинг-400. Да, это нереально. тады, да, да, которые, что они долго создают как-то вообще что-то пока видимо то может раньше хотя еще не знаю раньше игры вроде прям максимум игр не должно раньше плана там все проходить смотря стрим когда 2000 рублей по 1000 будет доната на миллионы поме выиграет конкурс если сейчас кажется донать подписи будет донат на миллионы по выигры из конкурса спасибо тебе next to большой хороший вариант я не против но навряд ли у всех есть давайте тогда может китайцев прием чтобы нам с пашей по рублю на двоих напилили тогда тоже тоже неплохо было спасибо большое всем пацаны за поддержку да нет тут просто а вот хост производит аж прыгает по мне короче тут просто дело в онлайне что люди как бы ну на конкурсе решает аудитория старкрафта кабнут не ну стабильная смотрю даже вчера там было играют реально сегодня как бы я видел вместе с твичом 1300 у меня максимум людей было вчера играют играл бла и было 1600 хотя он играл не удачно не очень удачно к то есть упирается все реально в ну в снг каручка наши играет приятнее смотреть прядь не поболеть как вода то есть просто если бы это было еще стабильно то реально выросла бы как бы ну вот это все дело коров до зрителей все больше и больше согласен так что видишь как раз таки спонсоры команды все если игроки начнут тащить ну да получается что так но ну тоже туда как бы хз прочь не хочу загадывать тема ну да благодарна да 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 согласен будем надеяться что будет нормально да продолжим тенденцию в чатике большинство проголосовало за небо не проиграл соответственно также смотрим если большинство проголосует за пти друга значит проиграть если за сортов а так у первым смотрю на спасибо на сбер три семерочки фирм спасибо большое остались рублей а ты что на кипре теперь точно киприот ну там тоже около тебя много россии плавает там флот нормально сейчас не будем об этом а то сейчас экспертов слишком много станет в чате как же я хочу чтобы кто-то из этих игроков победил просто 30 в одну калитку чтобы мы перешли на другую группу какую а любую на самом деле ну кроме кроме а вообще-то ты хочешь или кто-то там хочет и и они именно я да 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 а что и стиранами там замес и все-таки не на самом деле я не против просто 30 ну 30 тоже может быть на самом деле 30 крутым как бы то есть не обязательно не обязательно матч и долгим как бы ну то есть интересно просто мне наш нет таких особых симпатий не никогда мы за этих игроков то есть если бы не был играл мне было бы интересно просто посмотреть ну то есть за него поболеть попереживать ну ладно здесь тоже конечно безусловно сильные игроки они раз победили не бы значит они лучше играют у друга краб между прочим на аватар если вы внимание обратили посмотрим насколько друга краб я думаю да не надо на самом деле там же по очереди все идет пока там снуд с олваром отыграю можно marine лорда против рога будет глянуть а потом уже на c переходить ждаться еще два часа только до старта плюс их пауза там я уверен что дольше как бы будет для старта времени больше войны база британии я не думаю что я бы беспокоился больше даже ну ладно не будем об этом через военные хотела просто вкратце ну ну феррум на кипре живет 1 1 процент территории кипра занимает военные базы британии так-то кипра есть еще северный кипр где он турецкий и вообще как бы ну спорные территории и т.д. но короче так такое дело еще там денюжки наших жирных лежат пока оба игрока играют в экспанда здесь нет никаких прокси-хат кстати вот ты заметил что там за и скаблят используют как раз и прокси-хата другие какие-то вену а другие церковь я такое редко вижу но в револьвер еще тоже используют ну понятно ну доллар пару раз использовал а видимо бывает там с левой научили его причем я не помню что за матч вот пацаны вспомнил чатики наверняка как бы был какой-то то ли гсл корейский турнир и солдар реально начал это делать мы все угорели что походу а там блайн научил вот кстати на этой карте у него он в районе девяти часов чуть выше ставил ко второй базе просто здесь было вот и у него просто провалился в хлам эта хата в этом хлам отбил короче просто но он в итоге забрел его все равно как-то там ковырялся ковырялся как знал что неделя экспертов сейчас не поняли мидас но закроем эту тему а то сейчас будет мало старкрафта много всего остального пока обоих игроку выйдет стандарт через виллайт решает играть дрога делает развивку адептом как это у дрога случилось прикольно как шооб сумка на паузу нажимают можно двигать камеру ну да первым стоправьте этого нем кстати в какой-то момент мне кажется и во втором такого не было что можно двигать или всегда так было а вот насчет этого но я знаю что у игроков нельзя то есть ты все а точно все я получу я этого игроков нельзя я а я что-то думаю блин когда-то я что-то двигать не мог напрягающая тема там так что зрители как раз все можно оценить там посмотреть более-менее ну другу вроде разведал мы нормально с помощью адепта ну да разведал здесь у нас так робот вайлайт но это даршайн явный как бы будет очевидно да ну так и пошел даршайн вот опять же опять же то есть муховером то есть ну скорее всего точно таких контр-дропа мы увидим там лингов со стороны сортов когда как другу справиться а ну хотя софта уговорил что они с друга много тренинг другу должен готовы по крайней мере ожидать все стандартно абсолютно пока опять линга бэринги да ну на королевах интересно как будет воевать призма ну да них что-то два раза потерял двух последних играх и проиграл в итоге хотя там в армаду да так как бы софтуку разбил вообще у меня по красоте ошибки ошибки все опять проиграно лингу убила идеально телепорт вообще прикольно получилось для мувика дроп на мэн опять ну да то есть размена такими один дроп друг друг другу так до варпу адептиков ой каких адептиков дарков конечно три с ножичком один с косой всегда интересно что на рандоме дроп варперс они опа прилетает смотрите сортов он видит что спорка еще пока не готова хотя лэйр то есть есть лэйр но дарки на халяву врезают сейчас можно хату фокуснуть по моему спорка не достает до вижена нету зерга че сортова че друга я не понимаю боится стоим сейчас быстро хату выпилит эту а он видит оверсира реально у четырех по моему дарков такой дпс что можно было и выпилить одного потерял итоге не знаю мне кажется можно может мог попытаться друга это сделать но нет у ставится все нормально кстати вот эта команда сортова ты видел кого-нибудь еще из этой команды где-то чит одного игрока кого-то встречал но я тоже понял короче какой то там на глухой скачал я видел тоже забыл как он вообще слабенький ну не то что слабенький ну не короче но стрельщик типа старграфта отошел уже чисто команду создал все дела чисто зерга но это походу шведская как команда пусть насколько помню это ну там 2 тоже какой-то скандинавии игрок не помню там но опыта дурка мы там аркона парайси хорошо ли люкс эти арку наш парень левого на одном хп сейчас у кого-то что размен вообще шикар вообще в росту жесткий разменки потери один дар погиб и после дарка вообще ничего не погибало то есть 6 дронов 30 лингов и королева не ну часть дарки выпилили да не все это аркона 2 эти убили мархону 1 у каждого по 15 ровно 30 юнитов они сейчас на двоих выпилили просто и озера еще который дорогой для дропа как же жестко дроба здесь напрягает 77 пробок на 62 ксм и дрога что-то вообще перестроил по моему рабов ему на 4 срочно занимать причем 27 на 3 базе при этом все хотя бы надо на 3 поровну плетонуть да что приборщил немного 7 гейтов пошло прикол еще вот этот блин вот когда лотов начинался да так не делать с уровень растет жестко вот это тут хора с архонами получается вообще как бы тему то есть вот они он полетал поубивал они живы у них только поля и какому пушу они будут двумя идеально целенькими просто юнитами еще при этом всем пытается мой скилованная скилованная то есть тоже контролить постоянно то есть прикольно такие темы чем больше тем лучше каждого дроп но это конечно в этом плане вот это новая призма для процессов это вообще реально просто находка как бы прикольно что такую сделали может в каком-то моменте и халявная достаточно за тема ну то что она странжа теперь забирает а распроста механика другую когда совсем стал эти выход делает сразу залет еще зилотами но суртов и что-то как-то по армии вот визуально кажется что офиге 7-ти штурмовиков 8 4 архуна варпича зальет 4 архуна а ну все любимая его арханизация началась короче говоря а вы все помните как снуд проиграл я думаю ну не все нам большинство помните как снуд проиграл дрога на вцс то есть ну просто вел жестко он там массы лингов бэллингов строил их сотни там бегали а потом просто дрога настроил штук 16 архонов пошел короче сплетанул их они все убили как будто оверлорд затесался между мэйным просто сын и правом штормя рингами куда вообще три овера висят близости друг от друга так прилетает вот прилетает вот муталиски здесь кстати вот в отличие от неба да как бы и фатонки тут есть и все тут есть к его и друга пошел вперед сейчас призму призму одну один хп остался один хп но на мэне есть королева да есть но призму залетать сейчас варпануть успеет друга у королева узелки расковырять смогут королева идет убивать эту призму друга за контролем улетел все короче варпить спокойно можно сюда и все так пришли бэйна отвлекли и все отдаются часть села правда краснющие там все но можно заново размениваться и друга одновременно выход делает сейчас него плюс 2 как раз доделался прямо в момент прихода дзергу архоны сплетятся с эморклами вообще хорошо расплечено все вещи бэйлинги идут вперед реводжеры сзади архонов часть живет очень хорошо гвардиан против реводжеров сейчас работал еще получается и дрога просто в хлам раскрою и призма это с одним хп просто мэйн там раз развалилась с этой призмой вообще весь по потерям 6 200 на 12 600 я смотрю я смотрю да похоже это не похоже это стопудово конец он там пришел прирост такой гигантский я смотрю и просто ну ничем ничем не хуже друга вообще там небо отыгрывает даже в каких-то моментах получше не кажется фигауна архонов просто просто 6 архонов плюс и просто их стало сколько девять штук ну нормально ну кстати вот в современ старкрафте раньше то есть в первом старкрафте там юнитов то больше было гораздо архоны там секрилюра контролить тяжелее было то есть архоны как-то там темная стая да там у зергов это все там работало жестко а здесь получается в среднем то юнита и лимита больше боевого занимают то есть просто ты построил 16 архонов и они в принципе в среднем зерга им эффективно размениваются там ультры какой нет или воздуха против линга бэйлингов и у всяких реводжеров это идеальное оружие получается архончики еще в дрога м если поля бы делала вообще убийство было бы хотя и так работает ну да такое количество так заходит но и контроль это он очень очень неплохо то есть там на последних и по постоянно призму выживает серега тебе передают что су-33 с адмирала кузнецова передаете привет ну-ка ну-ка сейчас зайдем в чатик она ума от green до 33 не видел я ну как-нибудь как-нибудь ну что вторую игру ждем что-то аква там первую игру как-то вообще от друга слишком уверенно отыграл то есть как-то все контролировал везде там дропа не прокатили у сортов а при этом самую самого друга очень хорошо призма зашла там столько на убивала потом вторая еще тоже прикольно прикольно так да слушаю но получится ли три подряд так игры мод играть сюда просто 33 и вот паша в чатике привет он не придает и сам 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 борт по ходу какой-то скутиться французы там верят в друга друг год с этим поаккуратнее надо поехали хотел другой написать ради написал есть промахнулся на клавиш пару квн квн как у нас пишут ну да 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 там раскладка когда вообще если предыдущие зашли архоны то и в этой игре могут архонах а с другой стороны здесь же и авиация хорошо работает получается большинство будет здесь зависеть как будет происходить игра именно от друга ну да но как играл нет я ни разу не видел что в друга играл поэтому я думаю что ну такого отлично он авиацию никогда не делает вообще не делать него до такого стиля не но он добавляет но именно как ниб чтоб вообще там полностью и грелки и темпсты и грейды и мазаши как бы такого не наблюдал просто вот если бруды там друга темпестов добавляет все он больше землей как вот такой вот играет хотя может быть сейчас уже грейданулся друга и как бы не знаю как на этом турнире он заметно ну и пвп и пвз как бы хорошо катает видимо реально какая-то ну плюс мораль у него после того как на близко не поучаствовал под тренился видим уже там с кем-то остаться десайдер играл точнее на близко нет она самому не участвовал смута выбил и но вот сестом не последнее место группе а 3 занял что в принципе на таком турнире уже результат как и попадание туда обычно после турниров сразу с этими с кем-то кастомки как-то бывать перед турниром как-то там желание играть 50 на 50 а после турнира прямо такое как нахлынуло ну да еще рубишь 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 есть такое у меня всегда было еще старые времена к молодой был 2005 помню шестом году в цг то есть лето там знаешь как бы молодые раздолбайствовали все там пивком и так далее на в цг короче просто насос а потом 2006 просто пг тур пг тур помню там драка там 3-0 выигрывал так ну просто крутой был польский там а плюс набрал приставку когда это ну как бы по сути дела когда нужно было то есть неправильный короче подход нужно было до этого как бы а потом уже когда они на турнире а так вот уже тренинг сейчас получается сейчас тоже другое как бы время сейчас все время турниру идут я смотрю как вода тут всякие вот реально то есть нужно дойти до такого уровня и все как бы тогда уже по-любому ну и денег тебе будет starcraft приносить как бы порядочные все дела то есть как вот будешь как термал играть там или даже тут дрога тот же к ну да то есть как бы весь во все турниры инвайтинг команду по-любому найдешь сюда смотрел там сейчас там по новому патчу этот топ докс французский турнир там вот эти термал участвует он уже в понедельник начинается получается отыграл home story и даже но некогда там течет и делать все на следующий день опять турнирка то есть и ты постоянно там я знаю мало перерывов реально особенно если еще какие-то играть сну другие там онлайн турниры а там нерчью термал и гуфу из к частенько играть все время все время просто играешь все это тоже ну как я уже всем много раз объяснял то есть даже тоже гуфу из к этому совершенно другая практика и опыт как вы просто ладов катаетесь на турнире ты уже как учета там уже показываешь не отрабатываешь в любом случае максимум максимум то есть там и нервы все 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 вместе игроки тоже приготавливать ты проверяешь себя то есть ты зну на лазере ты можешь просто пофиг как солью не солью а в итоге ты играешь без нервов у тебя хорошо получается нам будешь как бы ходировать турнир неважно но уже как бы нервничать уже исполнение там хромать будет или что-то еще закаляет на самом деле сильно я думаю поэтому многие такие игроки играют ну такие турниры где в принципе но они могли пособа там и не играть что их вынвайтят более жесткие вопрос чтоб так не чтобы не расслабляться грубо говоря правильная привычка хорошая просто турнирах там же еще можно самому какие-то тем по отрабатывать есть каш main games когда специально какую-то стратегию показываешь типа как будешь играть а сам меняешь потом на более крупным но это уже такие совсем ну да это уже так все это присутствует главное что уже такая турнирная психология то есть не просто там механика вовремя вылетает в ядре я очень грелка очень хорошо друга во время заметил время разогрев пробил линги там на вторую побежали сверхчашка нормально только стал ты ко мне кто еще не стрелял бы было бы хорошо и дали это есть как-то у друга юниты везде стоят тут адепт здесь адепт как ну зато камни убил не заметил заметил дрога здесь оракул прилетая два пара еще вся 49 вот как смотрю и реально как тут пруд сейчас зергами играют это нормально что да как бы рабочий больше бас одинаково прям ну так вот потом уже зерги уже как-то стабилизируют от всего этого хараса массам заказывают дронов выходит вперед и уже как бы тащат там на бэрингов на этих лингов раньше такой представитель вообще как зерк чтобы такой пример равное количество бас рабочих столько же до него что удар их даже в лодки входят получается я просто думал вчера об этом ну то есть здесь развитие быстрее идет и зерк ну как бы очень много дронов здания на ранней стадии тратят с него постоянно как бы они выходят да не выходят здания как бы поэтому баланс рабочих такой держится раньше чё там как бы сначала то дронов построил потом здание а потом уже там как сливка и за зажал кому как он страту роско моя страта типа там 6 58 или на 7 58 68 дронов вот тело это это моя страта тип над на двух лингов короче ну начали на четырех а потом заказываем уже чего-то там другое до стеночка на 3 базе и везде ну да чтоб и закатывались папилонов правда маловато на гитар смотрю может могут и отключить так а сколько у дрога здесь 9 гитов уже у дрога сейчас будет это много говорится есть чаш глеф нет на менее разводе да да один на менее 2 на вторую на 2 там легко отбился так и четырех королев далее для оракула один минус топ занял четвертую базу как бы здесь рабочих больше все больше добычи больше инфестейш сейчас как пойдет видимо что друга у нас друга сидит пока мотку строит с архонами опять пойдет видимо даком хотя у 4 не 4 ближе к центру может быть и выход будет одновременно может с признаку-то развод опять нам и здесь спорки правда но можно пролететь мимо тот слив который спать любит положиться рано пошли ему на работу да именно тот там типа какой-то клавар был до на иначе в вас и что-то я не помню что там все равно там без шансов вылечит рано и не помню и в итоге его заменить нельзя было дали теплос право полный пытается ли не будет пробежать друга если дождется брусбордов он сможет вообще пробить ты их потому что что там взорты копится чем-то уже прилично хотя караптеров вообще пока нет значит а тут дрога растянулся в армию боленге есть как гону силки архонов уже ее марку на 6 штук где признала 7 уже 7 сейчас еще подойдут призма пошел до вар чего там зелки вар 2 есть время как так уже лежал на самом деле не помогли силкам плюс 2 ничего не помогло если вы уехал взять жизнь на острова говальски на деньги фраера ну да я никуда не уехал фраеру пока вроде там еще не отдал так 191 192 54 бэйна 66 и 54 бэйна это жесть кэш думаю когтями 7 архонов походу здесь даже не спасут если сплетануться нормально плюс зелки тут смотрю собираются врываться правда тут есть бэйна и бэйна идут вперед и дрога не контролят нормально сверху тоже зелки пытаются зайти одновременно дрога в центр врывается везде сортов что-то принимает все грелка правда принимает овера здесь летел около мэйна разогретая 5 лингов все-таки доходят собак много так сортов с мазеркором ходит простите сортов конечно дрога с мазеркором ходит если он заметит что здесь больно ему может быть он телепорт нет в эллинге зелков сняли архоны только выжили есть бруды на телепорт домой получается делать плюс 300 гейта флит бекон так не спешит телепорт что делать друга хочет отвлечь кстати хорошо отвлекает пушеча и горло нет помогает обрезать не подрезал она потерял дрога лети уже пора теряешь же юнита в это время андреа мучка 5 зелки забежали собаками 11 пока другие собаками подрезки спаливая и режет и всех срезалась и 6 еще плюс 4 прибегайтесь плетка есть но кстати спасла конец он не спасает добро сделки чудо зная валюшу накидывается что первые увидели то и начали ковырять 400 гейта у друга то есть по 4 темп стоит грудам готов по идее ну нежелательно совсем друга этот не скажешь терять первый темп уже прилетел еще на подходе 2 типа если по ходу маловато хотя там пти шторм сейчас будет шторм пошел мы тут как бы королева 4 у 3 и 3 из них полная энергия то есть грудов то так просто не сбреешь вообще постоянная трансфюза идет нет придется отдать на пробку увести было бы другу наверно тоже не спешит уводить он сверху линги на халяву отменили друга escape не нажал nexus новенький пошел до заказа все ресурсы то все друга свои потратил да у него такой лимит очень банк да еще караптеры есть просто так в рудовку не покусишь темп караптеры полетят в атаку взрывать будет караптеров один штук пошел вперед уже сортов да идет вперед получает штормы по бейлингам но бейлинга большая часть выживает но другого что притонулся немножко архонами попытался караптеров помочь брить да надо пытаться архонами именно караптеров выпилить что-то темписты брудов могут разобрать 128 на 180 как-то все не ахтитесь ситуация что реводжер начинает фаерболы кидать по темпистам хорошо дрогу тут грудок попокусил но что-то земли уже походу недостаточно 104 на 170 лимита давать идет караптеры летят вперед а рапу прилетает но тут он ревелейшна от ревелейшна толку особо нету караптеры слились все вроде как слилось ну так 1000 газа архончиков бы сюда вот три штучки на этот газ но кончилась 2 кончается 3 кучу у друга просто экономики не осталось очень прикол был бы это подс например это еще была нормальная ситуация но так как вот ресурсы кончили все вот так архонов не успел слить 11 похоже как-то тут не 30 игры какие-то не совсем быстро и ну да какие-то пути напряженные то есть но вроде 1 бармен такая была под контролем друга но все равно без вы были тут то совсем близко мне кажется ну такое качание качание есть такое дело так прыгать про его на хвост ребят всем еще раз привет смотрим решающий матч во второй групповой стадии в группе b и life уже вышла с первого места не к сожалению занял четвертое и вот сейчас победитель соответственно выйдет со второго а ты за что здесь автомате группы между собой пересекаются или все рандомно ну то есть например группа а будет группы b играть или это без понятия честно говоря не знаю наверно как-то известно заранее да ну рандомить то они не будут просто не могут знаешь там сделать типа какие-то интригующие матчи и мама против игры что не в таком духе ну из такого же разряда значит кто-то с кем-то хейтит там или у кого противостояние постоянные типы что больше людей при привлечь хоза 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 посмотрим что на dreamhacky живут тут постоянно какие-то такие матчи делали специально то есть там заранее вообще не знали там помню еще постоянно что админы выходили потом называли и все удивлялись у кого какая группа иногда туда на подправить что пара сам там баланс было как-то еще но тут вроде хоза как главное чтобы было из кого выбирать карта мороз вертикальная респ и тогда просто карта у нас поехали ребята так погоди сейчас как сказать ваш секундочку этот микрофон выключать не буду вкручу тут лампочку одну чем-то темно жестко перегорела угадывает с разведкой сортов сразу лиц это правильное направление а вот друга скорее всего поедет в левую часть через зелнагу и соответственно идет поздно хотя дал ей через зелнагу соответственно не угадывает пока все идет стандартно каких-то таких неожиданностей нет вообще конечно и сортов показал в играх против неба что он такой стандартный игрок и мощные хотя вот в некоторых играх конечно не посмотрелся вроде бы на голову выше но в других наоборот сортов было сильнее потому что бывает когда какой-то игрок больше располагает чизом и соответственно к этому начинает подготавливаться то есть даже на турнирах там игроки которые например играют всегда как-то без разведки против чизовых игроков начинают делать разведку потому что все таки ну подстройка нужно то есть нет такого что чисто играем только против раз и кофиг против кого кто нас оппонента то что корейцы в этом плане даже лучше всех готовятся то есть они там replay и так далее просматривать то есть если им дать побольше времени ниже даже разница была когда вот например таеджи и innovation то есть таеджи выиграла турниры которые были за один день там за два дня то есть приходилось сразу с большим количеством людей играть а innovation выигрывал турниры как только на которых он подготавливался за неделю то есть это совершенно разные типы игроков получается то есть один может сразу быстро там перечень стратегии выдать а другой может найти слабости своего оппонента просчитать и соответственно их использовать то есть вот mvp был наверное лучшим таким игроком который мог вот он не брал механика его не брал на каким-то таким и супер исполнением а вот просто main games на подготовка под игрока и стратегия вот здесь оба игрока такие вроде бы макро игра через стрелает про тос то есть повторяет билд и по крайней мере пока начало так все вернулся вайлай труба говорит о том что по-любому архоны будут здесь скорее всего и скорее всего а точно или глефы потому что или такая тема сортов опять с муфом кстати сортов всегда муфоером смотрю играет любит разведку любит разведку да ну да получается полезная на самом деле штука такая всегда то есть аверсиры быстрее летают так в целом использовать круто круто вот эти дропы потому что где по не оппонент не ждет те же самые были если что можно там на центре дрёпнуть как-то в каком-то замесили королев те же самых тоже добавляет арсенал стратегии усиливает да абсолютно архоны призма соответственно сейчас в ближайшее время значит вылетает у друга призма а у зерга морфица свой вернул зеркальное такое развитие может быть у игроков друга с одним одем тут здесь вышел сразу на третью базу до морфица дропу сортов а также 8 лингов никаких бэрингов и уже начинает строить спорки спорки начинаем строить сортов но он стоит не минеральная линия за минералами то есть это больше получается от этих от дропа от фонов именно ну да шелки уже вар тарков они бегут арки бегут просто несколько лингов всего то есть можно было еще сюда дропать спокойно лингов выпиливать то есть получается между базами можно как-то ну на переводе юнитов этих мударками там как-то ловить сортов очень не видел друга наверное где там спорка точно стоит или видел а видел примерно 10 мне кажется и валюшин можно тот же выпилить бы было бы спорт не достает до него причем домики быстро ну полетели архон и хотя и валюшин за 75 там драйда не делалось когда не особо так искать из-за него так пытается дорогу спорку выбили выпили перед спорку здесь висит можно сразу забирать правда он сможет улететь наверху морфи цб линги собирается на мои видимо дропить сортов всегда забирает почти наверно весь друга вся твой пара вам ровно да тут сейчас бэйнов дроп пойдет но бэйна дропа вот учитывая что сейчас лопе вот как что не играл просто даже нормально что рабочих больше на такой стадии или вровень то есть один дроп бэйнов может вообще переворачивать все как бы но у друга очень четко пилоны по самому края мэна наставлено то есть у него хороший vision и у мазер пор висит то 180 у него энергии суверчаржи есть правда здесь нет пилону в тылу за минеральной линии так сталкеров до варков ничего ими не делает пока в это время архонов контроли вдруг все погибнет достал крови сит медленно выпиливает его дропчик получается оба контроля архонов пошел еще один друг на натурал ничего себе но все добавил немного ручей уже сейчас за но что-то ситуация такая непонятно то есть тут уже будет зависеть от того сможет ли там кита бэйнов дропа зайти от битвы получается тут у зерга два кукти по грейдам но это стандарт сейчас практически хотя некоторые просто старают вот стараются как бы играет пораньше заказывать плюс один залетает на тропу да бэйлинг дропается ну тут сука большого рабочих 3 погибло вот линги видят что здесь пробки очень демажные сорт опыт выпиливать старается да 7 пробок минус нормально и линги хорошо сработали в команде с бэйлингами сейчас а здесь все вот на вторую кстати архоны все дропаются и дропаются именно в этом направлении королевый дата перехват призму сортов выпиливает сортов призму дрогова это ошибка была но он не ожидал там их увидеть вообще учить это сортов такой мастер что он убивает этих призмы с архонами ну да мастер противовоздушная оборона после 3 3 архончик ащик свису получается вот с направлении 9 часов полная стенка как бы у дрога то есть он только через центр пойти может он сюда даже юнитами выйти не может на эту сторону тут все застроено у него наглухо причем 4 пилона ставят вот сюда бэйлинги идеально могут в центральной вкатываться и просто больно пилоном станет здесь так и сталкер уже флингов контролируется такое ощущение что код друга выйти хочет и ресурсов прям много так призма есть а призма не видно плюс еще там 6 торков вот друга понял что мы туда не выйти срубил пилон дарками себе здесь сверху хорошее забегание откуда линга-беллингами идет на видел ли друга плюс два друга делает архонов все больше больше там руды уже скоро у сортов а пойдут опять закрыл стенку похожи друга только пилон уже они разворачиваются через шут был отправлен на четвертый минус пробки все вообще кроме одной друга идет вперед у него архонов 6 выходить что 3 dark of 4 даже dark они заморфлены пищу то есть 8 потенциально архонов здорово зимган спасибо что здесь всем спасибо кто с нами смотрит story 18 еще пробок уничтожено где-то а это плюс теме наверно плюс теме да наверно на 3 еще плюс выпилил в принципе четырех них 150 пробок есть там быстро друга восстановят но тут уж такой идет просто на 8 архонов сталкеров много а у сортов а еще до грудов там реально дофига времени вот дрога дает наставил филдов архонами сам раздавил надо ли было стараться пошел замес и принимает решение друга идти вот туда где плеток дофига и туда где тяжело архонов при этом всем сплетануть а че мешало на 4 ты ему идти почему именно сюда пошел 145 162 но даже сюда дрога очень жестко давит и архончики замечательно танкуют правда их все меньше и меньше внутри еще живых сортов не знает как даже ему все-таки бэллингами это ворваться сейчас врывается сталкеры максимально далеко от блинкиваются вот одни сталкеры остались тюмдэмэджены и линги налетают кажется кажется сортов здесь отбивается да и призму уничтожен очень похоже вообще на 2-1 пользу сортов провалил что-то другу пуш а тут бруды уже сейчас пойдут вовсю 4 шатает почувствовал силу да тут еще смотри тут сразу бруды прилетят они сразу убьют базу третью вот эту которая начнут минеральную линию бомбить как бы а у друга никакого вообще воздуха нету ну и пушить он уже с чем ему пушить такого чем что мне вот интересно что кстати с его стилем это получается и логично то есть друга всегда сливает архонов из дарков хотя получается как много газа выгоднее их из пищевиков делать но тогда тогда короче архонов будет меньше азилки и особо нафиг ему не нужно что на ними архонами кушат что другу надо отступать как-то старгейт ставит успеть вообще или контратаку сюда нет здесь токовый размин если просто играть но зерк тоже не дурак старгейта нету и уже и не построить как бы я не знаю что что здесь просто чтобы играть делать сейчас как-то по заставить зерга размениваться видимо невыгодно всем просто просто вот вот этот микс дроба не но если сталкеров добавить можно в рудов убивать но для этого нужно много юнитов чтобы землю как бы архон и затанчили всю погубили остался это допустим только брудов бы убивали а вот нет 300 гейта дроба строят в это ему время минусуются 4 не просто один пробок уже минус дроба на третий и на третью дату дробщик прилетел 35 пробок осталось короче нет здесь понятно гроба поэтому вперед и идет здесь масс груды делать нечего это есть но заказать даже даже грелку-то одну всего друга заказывать не гря уже от литбика не темп на запас ресурсов какой-то нормальный а сурток уже тут идет по земле добивать друга там загулял и телепорт назад сделал что сортов убийцы протасов ждем и Продолжение следует... 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 Следующая вопрос, кто у нас легче? Ти-брогу или Мана? Я был... Ох... Я был более опасен, я был более комфортен с Мана. Но я чувствовал, что контролирует... Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Нет, нет. Ти-брогу. Ты был второй игрок, чтобы было в Р8-8, а вы ожидали, что это будет? У всех хороших игроков, которые там есть? Я не знаю. Это зависит от моего группы. Если у меня были Зеркс, это было гораздо сложнее, я думаю. Я был немного нарушен, что я был довольно плохим. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что это зависит от моего группы. Но я не знаю, что это было больше. Если вы посмотрите на остальные игроки, СОС, ТАТС, ЗЕСТ, Ти-Патент, УТЭРМА, СОЛАР, РОГ, СНУТ, все остальные игроки, все остальные игроки, вы чувствуете, что вы можете идти гораздо более чем-то? Это зависит от матч-у. Это зависит от матч-у. Я не думаю, что это будет СОЛАР. Я думаю, что это будет очень тяжело. Я думаю, что это будет очень тяжело. Даже если ты у вас есть? Да. Я думаю, что это будет очень тяжело. Я думаю, что это будет очень тяжело. После того, чтобы вы улетели на этой стороне, это будет очень тяжело. Я думаю, что я бы получил возможность увидеть его на этой стороне. Я помню, что ты много раз говорил, что ты хотел бы тренировать в Коре. А, секунду. Есть ли у вас проблемы? Я надеюсь. Ты все равно очень мотивированный? Да. Я думаю, что это будет очень тяжело. Мы увидим. Мы увидим. Мы увидим. Локу, какие-то вопросы? Нет. Я просто очень впечатляю, что вы играете. Я не видел его название в так много турнинах, как я играл. Я не знал, насколько это хорошо сейчас. Я думаю, что это просто меня улетает. Вот он вроде восстанавливает игру сейчас как раз. Я думаю, что это не так много. Что ты говоришь, Паш? Там как будто бы игру сейчас будет восстанавливать. Рекавери Гейм. Сейчас посмотрим. Так, Мариен Лорд в игре? Снут, угодите. А Снут что-то я не вижу. Снут в игре тоже. Как еще не понятно. Там получается играть 3-1. Все, Снут выиграл уже? Мариен Лорд, да. Ну, вот у меня сейчас показывают. Тейк ТВ Блэк. Там как раз Снут против Мариен Лорда на карте Мороз. Счет 2-1 в пользу Снута. Но еще только 10-ая минута идет. То есть они вот именно как-то восстановили. Да, да. Похоже, все-таки не кончилось там. Ничего, какая-то мошна, походу, была. Давай откроем. Тут посмотрим пока, что здесь происходит. Все равно делать-то нечего, как бы. Да. Ну вот. У меня хороший лимит. Здесь. По лимиту большое преимущество. Но все зависит от одного. Может зависит от одного боя. Сражение. Потому что Мариен Лорд начинает разводить там сверху. И похоже, сейчас четвертую локацию отменят. Че-то у меня фризит. Да, у меня нормально. У тебя сколько показалось? У меня вот 11, 12, 13. У меня 10. Ну там 2 секунды разница фигня. Просто что-то сейчас как-то подвисло жестко все. И вот Мариен Лорд начинает давить здесь. То есть лимит-то есть преимущество. Я правда не понимаю, какие там апгрейды. У Зерб уже есть 2 грейда на броню. Пишет человек. Часики. Мне бабло за победу Снута уже перечислили. Ставки походу ставил. Ну, даже никогда назад заберут. Эти ребята бабла лишнего не дают никогда. Букмекеры. С процентами сейчас не будут. Ну да. Причем у них как обычно. Даже если сейчас Снут с Ро выиграет, с Ро как бы отменят все нахрен. Когда ты выиграл. А когда ты проиграл, ну нормально было бы. Очень часто так бывает. Я в этом плане выиграю. Так, мы четвертую хату отменил. И в целом на самом деле у Марин Лорда ситуация неплохая. То есть он не дает добывать иппоненту. При этом сейчас у него есть дропы, которые скорее всего полетят. Возможно хотя бы один из них в левую часть наверху на 12 часах. И если Снут не займет четвертую локацию, то он просто будет проигрывать по количеству армии. То есть там даже не очень хороший размер для Марин Лорда. И все будет отлично. Хотя Снут делает экстра лимит. Да. 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 Снут видит, что к нему идут брудлорды в большом количестве. Он просто берет и идет каким-то другим путем к Снуту. Ну да. И у Снута будет проблема. То есть надо вроде бы и возвращаться, и вроде бы идти вперед. Потому что если он возвращается, то у Терна лучше экономика. Если он идет вперед, то просто Терна со своей армией, он идет быстрее убивает. И вот это постоянно такая проблема. Вот четвертую базу, похоже, Снут здесь вообще не займет. Потому что здесь позиция очень неудачная. Хотя вот Микоз пробегает, не попадает Микозом. Точнее, погоди, это по одному виду вакууму. Что-то ты меня, походу, обакуумишь. У меня вообще адово фризит здесь, короче, ребята. Да, 13-35, 36, 37. Боже, 30 секунд разница, ни хрена себе. Давай, подожди, давай одновременно. Да, у меня что-то вообще этот стрим не идет. Ну, ребят, кто там стримит еще этот матч? Может другой откроет что-то? Да, давай. Может Наруто? Да. Не, Наруто бы был в нашем матче вроде. Так, Кранк Тиви тоже с нами вроде был. Может быть Эмиль. Блин, я больше... А, ноу-гейминг еще такой есть. Ноу-гейминг, наверняка, да. Ноу-гейминг там только на высоком идет как его. Да, да. Там подписка нужна. Тут получше стало. У меня на лом пошел жесткий. Снут на Марин Лорда и так. Что-то как-то здесь я ничего не понял. Где армия Марин Лорда-то? Что случилось? Сначала с Марин Лорда было много. Вроде как он дрался. Потом Микоза, Бруды, Фаербола и стало как-то мало. Очень жесть. Ну, снут еще 20 ручь, 40 просто лимитов в заказе. Да, да. Я чувствую много, потому что они встали. Да, да. Вы можете получить 8 мародеров, которые встали. Да, да. Хотя здесь всего 4 Бруды Лорда. Это на самом деле не такая страшная сила. Ну, проблема, что столько земли, а по воздуху вообще ничего не бьет у Марин Лорда. По 130-200. Не, похоже, все-таки здесь будет все как и было. Да. Да. И Марин Лорд проиграет. Как-то обновился, прям идеально заработало все. Еще такая была, вообще невозможно смотреть. Это странно, как точно. Ох, подпланетарка сейчас дерется Марин Лорд, хорошо принимает сражения. Ну да, тут что-то смог. И бруды что-то падает. А, там викинги застреляют по брудам. Хорошо разменивается Марин Лорд, очень хорошо. Потому что если он сейчас убивает здесь ревенжеров в Роучи, и не будет Бруд Лордов, хотя хоть подлетают Караптеры, конечно. Да, Брудов прикрыли Караптеры вовремя, очень вовремя. 97-170, похоже, все-таки. Все-таки похоже, все-таки, да-да-да. У Марин Лорда не хватает. Хотя снут отступает. Так, а что у нас там, кстати? А, ну еще час до той группы, до С, получается у нас. Ну, Марин Лорд сейчас будет делать дробь на четвертую базу. То есть здесь ему надо терпеть, терпеть как-то. Вот просто там вытягивать время. Ну, 100 в 200 как-то тяжеловато будет ему терпеть. Как-то, да. Неприятная тема. Ну, заставляет оттянуться снута. Да, тут даже не заставляет. Просто снут и сам рад, мне кажется, оттянуться. Тут у него есть такая вот. У него во всех матчапах, вот, его просто 200. И он, блин, бегает за вперед. И проигрывает потом. У него частенько такое бывает, блин. Уснуто. Что, Дроган МЦС, что тоже там недавно было. Пошли Байло, но Планетарка похоже. Хотя там рабочие могут вычинять? Не, они вычинят рабочие. Да, Марин Лорд пишет ГГА. Тут слишком много реводжеров. Да, ГГА, ребят, 3-1. Не знаю, как там с вашими ставками будет. Наверное, все-таки оставят их так же, короче. А кто из первых будет играть? Победителя или... Венера, Венера. Ну, я в любом случае больше нечего как бы смотреть пока. Надо смотреть ЗВЗ, потом Рин Лорд против Рога получается. Смотреть нам надо. Хотя сейчас что-нибудь может напишут. Если группа новая стартовать будет, они напишут по-любому. Я думаю, что пока они будут стартовать. Через час это будет досматриваться. Потом уже... Сколько у нас времени? 20 часов. Хотя уже... Все нормально. Уже нормально, да. Не, но если две одновременно стартуют, то все равно рано будет. Хоумсторий быстро кончится не может. Как бы это точно. В Плоев уже два ЗРГа. Некорейских. Сорт-Ов, Снут. Ну, Снут. Посмотрим. Сорт-Ов, Снут. А я вот что-то не верю, потому что тут он салай. Мы видели, как отыграл. Он как-то, ну, не знаю. Он, мне кажется, выше головы не прыгнет, что называется. А, ну, то есть, что в первом Плоеве... А, так, может, повезет, знаешь, например, если ЗВТ у него не идет сейчас, то ЗВП или ЗВЗ. Тяжело, конечно, будет все равно. Но, с другой стороны, тут в Плоеве, я думаю, вряд ли у кого-то будет халява с таким составом игроков. Ну, да, халявы тут мало будет. Какие турниры будут в ближайшем сервере после Home Story Cup? М-м-м, здесь крупно сложно сказать. Ну, каждый день практически вот эти китайские SGL и лайфхинги. Я буду стримить точно, как бы, вот. Они по вечерам или днем, как они? Нет, ну, лайфхинг в 2 часа дня начинается, SGL в 4 обычно начинается. Также там топ-докс вечером, но я в игру не могу там попасть, короче, по новому патчу. Ну, можно перестримить будет. Вот. Ну, когда-то, когда определяться там со Starline, с плей-оффом, то сейчас решается вопрос в новом патче проводить или спешить тут в один день проводить в старом, как бы. Ну, большинство сходится уже в то, что в новом надо проводить, как бы, пофиг. Вот. И проводить, видимо, в конце, как бы, уже там месяца, типа, 29-30-го где-то, чтоб неделька хотя бы на подготовку была. Ну, это правильно, да. И что еще-то, я не знаю, да вроде больше ничего не видно особо. А, какие-то там, какого-то IEM-а там отборочные будут в 20-х числах, писали там в конфе ESL-овской я видел. Ну, какой-то в Китае, в Китае какой-то там IEM будет, вот. Офигеть, сколько турниров. Ну, да, ну, вообще, тут еще вот СА вот этот, ВЕСК там, короче, будет тоже там какое-то время там. ВЕСК вообще финальный там в начале декабря будет, вот. Короче, ну, много там всего, много. Мне, кстати, говорят, что группа СА уже готовится? Может быть, и да. А, кстати, да, пишешь на главном стриме, типа группе, up next. Ну, значит, недолго тянуть не будет, по ходу дела. Так что, Серега, радуйся, сегодня, для же раньше четырех ночи. По ходу дела, да. Ну, тут, знаешь, как бы С, а потом Б последнюю позже запустят и ляжешь пять, в итоге, например. Тоже такое может быть вполне. Вчера тоже там все, казалось, что уже прям все так прям быстренько идет, и матчи быстрые. Сейчас в 12-ти к часу прям хопа, все. Вот. А потом все хорош. ВЕСК в декабре, не ВЕСК не в декабре ни фига. ВЕСК. Вообще 2017 финальный стоит там дата. ВЕСК. 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 будет и куда будем прыгать ребят всем здрасте помните про поддержку каналов наших а блоки отключить на премиум подписывайтесь на реквизит описание через player поддерживайте мы будем стримить стой сегодня естественно сейчас будет самая эпичная группа но это получается группа смерти вообще на холм старикапе потому что такой состав участников это это круто термал посмотрим как будет с этими монстрами смотреться на это вдвойне поэтому интереснее то есть если было 4 корейца просто чисто топовых это было бы одно ну то есть круто конечно но вот когда есть не кореец добавляет интриги и термал конечно у него твп это самый слабый матч-ап но все равно может зажечь но он да я просто казалось 3 мы смотрел постоянно говоря что типа вот ему сложнее всего этот матч-ап играть то есть ты ваза он уверен на сто процентов хоть и проигрывает но все равно вере в твт тоже уверен а вот в твп горит что бывают сложности то есть для него это самое сложное но в целом все равно конечно его уровень такой что он играет на хорошем уровне и то есть это не значит что он там про то сопротив него поставила сразу победил нет на самом деле марину лорда рога бы посмотрел например но я вижу упал я вижу чего здесь на канале то есть если эта группа начнется то уже в нее будем вырываться мы тогда полностью я думал что ну прыгать туда-сюда как бы это него да да тем более там же еще может быть противостояние ти ай против зеста напомна последнем же турнире на киспо копия тяжи выиграл 3-0 у зеста ну да еще же сглась но не термал зест начало будет посмотрим может удивит здесь и горы в кавычках да 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 бин-бин это приятно рево уже играл да как он там финале уже ждет потом там начали кто-то писать типа ну димага финале ждет я что-то не понимал прикола потом мне рассказали что тебе там все постоянно задавали вопрос ну да да где дима где браток все венера короче ждут теперь уже все знают на самом деле раньше задавали а теперь все знают теперь все так и ждут вот этого финала венеров там но и термо кстати такой он копирует build order и бьяна то есть он очень любит вообще стиль бьяна и соответственно бьян на каком-то турнире тоже вот вроде бы на квалификации квест победил у зеста 2-0 я про не знаю какие там билды по что вроде бы не было записи но в целом значит билды бьяна работают нормально против зеста потому что на киспо копия когда там 4-1 выиграл зеста это было конечно очень жестко такие почти в одну калитку игры ну по крайней мере там последний 2 серия вот но среди корейцев конечно очень много зависит от везения причем такие мелочи 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 то есть совсем чуть-чуть может ввести все победил еще не повезло проиграл потому что уровень игроков уже настолько высокий с другой стороны тут как тоже если уровня не будет вот и везение не будет такого да потому что европейцам что-то все не везет ну понятно потому что нету идеального такого да ну то есть может быть ему конечно в чем-то везет но чтобы этим воспользоваться им не хватает уровня то есть килограмма так и есть а корейцы они как было такие что чуть-чуть им не повезло они там все равно борется 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 в раз там повезло и пошло поехало все в этом плане они каши молодцы интересно не нам на ледере то тут играют но раскрытируются же наверно о вон тяй в алмазе ну да конечно как потом должны раскрепиваться нормально 5 2 поляк спрашивать marine world тоже время как снут играть на на нет так ну завтра будет проще завтра наверно завтра в четыре часа начинается и все матчи булев короче вообще ну подряд в очередь пойдут это же в ростом еще много стартов хотели получите мой quaker grid играют на лады соц с репчиком катал одесса с минато сегодня прикольно стриме у них здесь поражение то есть такие то что смотрю игроки то есть европейские выигрывают ну понятное дело что они надели просто там может и выигрывают так сейчас я приду пару минут не у меня на твиче нет ребят стрима я не рестри мне комментаторы вчера говорили что тивай свою клаву и мышь посеял нифигасе но это тогда тяжело конечно хим привет собираюсь тебя что-то выигрывать конечно он марафон на год гейме пока что-то непонятно какие будут следующие игры кто начинает снуд спрашивает что будет ли кто-то их вообще стриме завоза solar против снута но видимо из-за того что здесь начинаются параллельно игры вот marine лорда кто не хочет на у группе там marine лорд marine лорд а marine лорд срок будут играть и соответственно начинает еще группа c где вот здесь всю термалом поэтому многие стримеры видимо решили забить на матч solar против снута то есть топовые игроки сообщить одни сильнейших зареги в мире стримить большинство будет видимо не их так ну ладно пока еще идет решение там какие-то поехавший фанат украл да вся какая же может быть но solar и снуд уже начинают marine лорд marine лорд marine лорд тоже в игре то ходить и термал а и термала не видно и здесь был но его тоже не видно странно кто-то говорит что нет никаких кастеров но сейчас я не знаю как и куда общись присоединяться пока серёги нет как создан до квейкер и запишет создан на походу уже попробуем зайти куда-нибудь давай давай там там просто какой solar со сутом начинали marine лорд трог смотрите хорош хорош квейкер 3d написал что вот у тебя я же там ну типа он написал что потерял клавиатуру и мышку ну там ребята в части уже отписываются что-то мы отжали вот квейкер написал что ее термал украл так я смотрю на стриме уже сидит чуть там разминается может что-то мы успеем посмотреть конечно давай посмотрим пока да здесь тоже очень интересный матч конечно genera rock сильный zr плюс marine лорд он чем интересен он играет не только bio но еще и механику то есть такой гибкий теран и в этом плане конечно это ему очень большой плюс механику да и любят late самый такой прям играть вообще газами там со всеми делами поехали вообще карта каш располагает для масс риперов но здесь также можно играть и через гиллионов можно играть и через большей через какие-то халявные 3 командных центра но вообще конечно 3 3 командный центр здесь ставить например через один барак очень сложно потому что так посмотрим дальше как здесь будет стоять и бараки то есть это возможно через быстрый газ 3 барака но скорее всего я думаю будет играть marine лорд через рипера в гиллионов хотя тут всяко может быть ладно просто 30 30 цешка здесь не так эффективно потому что зарги очень часто здесь ставят первый пул и периодически ставят слепую роуч варен и пытаются пропушить потому что очень часто против них играют риперами риперов и вот они это контра и marine лорд будет играть именно через рипера в экспант факту а вот дальше там вариации тоже идут может поставить вторую факту хотя для этой карты каш 2 факта не очень удобно так как есть на натурале вторая рампа которую придется подсвечивать постоянно чем-то то есть подниматься не очень удобно вот поэтому скорее все будет старпорт возможно больше может быть конечно там алибератор может быть и мидивак друг перед рук ну да ну смотрю marine лорд решил масс риперов не играть здесь на такой может быть просто типа урок кореец или оставил например на козырь на карту храм во льдах есть этих риперов играют что-то все карты обычно на там могут даже отыгрывать да то есть блин вообще на карте мороз даже очень часто кстати да там делают указать что зависит выбор стратегии у таких игроков но в этот раз marine лорд просто бил да получается они как-то а тут 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 а тут непонятно скорее всего погоди-ка реактор да странно наверное сейчас получается хотя чхз мне показалось что так то обычно лабу да делают для циклона первого а тут тут варианты то есть получает ну да если лабу бы если ты клуба делать это было бы циклона так вот здесь вопрос а но это получается дроп минки дроп минки с переходом в танк и проскладка по третью базу скорее всего с двумя танками ну там танки будут по очереди на этой карте частенько отыгрывают такая хорошая стратегия но здесь конечно вот эта стратегия на уязвима очень сильно к линг к ранним лингом забеганием но мы видим что рок заказывает дронов не будет какого-то харасса ух минус дрон кстати уже минус 2 да кстати знаешь что рок случайно королевой своего дронов руку фокуснул смотрю как бы потерю сотка потерь да просто я подумал сначала гранаткой взорвал на степ гранаткой то потери были бы два записано кого а потом я отсмотрел как-то он необычно сейчас ну то есть рок случайно королева и дронов своего убил это факт тебе он не достанется это значит он может дота переиграл там забрал фраг так ладно или на варграфт собрался переходить экспо тебе не достанется как две спорочки строит рок сейчас marine lord летит вперед и с этим можно просто отменить сейчас по ну не отменить а шестью маленькими третьего атаковать с рипером и минкой там контролить моряки разгружаются хороший контроль от марин лоду загрузил марика которого дэмоджил там роб сейчас просто закапывая выкапывая минку можно зерга разводить на зал какой-то там да допустим и потом начали подсвечивать напрягает дэр 3 до 1000 если даже хату не отменит marine lord то получается что будучи полегче будет купить ну да то есть танки прилетят из лоу граунда там нафиг он они смотри как три марика выжили мне кажется можно было пораньше как-то улететь 400 хп всего хата осталось да все танчик полетел кстати странное решение обычный штанг везут с мариками просто не сиженной как бы а здесь сначала он просто танком будет видимо теперь мариков очень много если сейчас тут marine lord всеми этими вперед пошел юнитами я думаю что очень неплохо получилось урок уже два овера да смотри-ка висят жесть и они просто как бы это хорошо чем встретить то есть еще не встретит а напрягует терна потому что сейчас только продакшен встает у marine lord у нее вся армия далеко у ее это печаль беда ну да и третья цеха тут еще кстати третья может ценой отмена как бы удаст marine lord у шанс получше отбиться да потому что мы все равно делают перед рот сорок также четыре королевы просто можно сбить их было бы на халяву получилось моряки дробуют пять королев странно что marine lord именно из-за камней напрягают слоу граунда камни ведь тоже не пробита хотя в принципе там я не хочу сказать здесь территорию как бы лучше контролируется что типа лингом далеко чем бежать если они будут отбегать здесь но кстати повезло что рок немного замедлил повесить на мейн там наверно повесили с лингами но здесь сейчас рок на соплях вроде но отбивается хотя очень близко а ну вот все дробь и на мейне здесь включали если у marine lord а сейчас нормально мы не подгрызли да ну как бы крит демаджа не получил сварька здесь опять просто паровозе клингов бежит для дропа это видят и чё делать избирали пытается жить порвана игра какая-то вообще да тут реально быдва мультитаска просто идет жесткая такая борьба везде везде да в разных местах а микро постоянно еще одна королева полетела кстати она сразу час танк один заберет странно до 2 выстрела получил демона короля урок при этом отдавали лорд куда-то улетел просто сейчас спас королеву со мной бывает хочется как лучше получается плохо если девах на халяву шестью пп улетать здесь опять дропчиком весь маленький есть с тем пока конечно еще нет но уже подальше утрой до marine lord устаёт на самом деле так то урона получше конечно да ситуация у него очень очень даже неплохая то есть х такая же 3 побитый в будущем какой-то шарный дроп можно исправить но все равно уже 4 локация встает сейчас выход делать тяжело marine lord такой массовый надо опять же каким-то дропами летать производить но зарпище по-прежнему за оверлота с дропами живы то есть это могут быть и бейлинги потом будущем и линги щиты поздние marine lord ну армари вовремя 22 закажет вовремя но уроку блин 21 как у него вторая журана очень будет такой очень ранее хотя там сейчас смотрю урок не делать инфестейшн пид так что пока то есть 2 играет на броню заделаться думаю тент и тригры или сделать гораздо раньше чем за такое может быть давление средней стадии зайдет какой-то marine lord что там да пока что они ничего не планируется тройную друг код полетел прям через сил нагу летит что ли marine lord ну да палец немного к нему это время взлетает на main похоже нет на третью все прикольные стенки замарина шарли не линги то высадили что ничего сделать сейчас не смогут на бэль очень много смотрелось военков marine lord еще без щитов летает что самое интересное ой как бэйлингов 13 бэйнов минус ребят просто 13 надо фокуснуть этого единственного marine lord хочет его фокуснуть не зафокусить так просто бэйлинга фокусы фокуснул читы доделались очень вовремя но лингов слишком много ну этот конечно минка просто я не знаю 13 бэйнов это сколько вообще ресурсов то вообще не мере на просто так круто и тупо куда-то этого пыли берут я уроку сейчас что-то банк но минки еще раз выстреливают 162 от марин лорда тут хорош тут прирост мариков идет но у него вообще как бы марики без чего-либо там вообще миксер в этом менее печаль полная ксм коми marine lord отбивается один марик прибегает его разваливают каши собаки вот один единственный танк марин лорда прилетает час 22 грейдов нет пока другой стороны крипа немного у зерга бэйлинги на 3 4 штуки ой-ой-ой на 3 проблема marine lord не успевать и законтролить ничего и здесь ну боевого marine lord да больше но что-то ой-ой-ой зерналом вы цебарить лорд пошел на вам окружен marine lord разгром какой-то происходит 120 на 150 тут цикл блин если в этот армия вовремя подошла бы сейчас вообще бы было совершенно ой как помутки минки жахнули жестко marine lord да сплетанутся кстати нормально еще пока более-менее до шанс какие то есть но какая же парабам не очень хорошо парабам да этот но из marine lord здесь не додавит тут все плохо конечно у него вот как ты сейчас зерк на халяву его окружил не хватило минок были только одни марики там один танк контр-зе еще забегание лингов бежит у меня стенки нету вот эти вот такие вот всегда у него огрызки блин доделайте стенку нормально marine lord пытается на ходу ее доделать но не успевает доделать проб забежал залп делали но этого явно недостаточно marine lord пытается ступить но здесь мародеры падают падает короче не знаю смысл кое скупать развел урок marine lord а жестко на самом деле дропа да там если залетание и теперь кэш очень сложную ситуацию на 3 базе мута кэш есть либераторы неплохо раздают забегание ринга бэллинга фунта рау опять пошел сбегание это марин лорд сплит еще все вместе в куче водит еще одна волна бэллинга марин лорда жесткая макро ну как тут по контролю и термал гораздо круче сейчас тиран в этом плане тут уже конечно доживал он последние минуты потому что так чего этом в игре кстати чудо там где там кто в игре а все там сорта стартанула игра так а через кого я заходил к марин лорда пишу может что-то просто был и мил здесь вроде как прыгаю куда-то я прыгаю во мне до сюда оба игрока выбрали такой агрессивный стиль и вот ну там видно было что в двух местах конечно одновременно и там там везде контролить очень сложно я надеюсь что марин лорда сейчас изменит свой билд сыграет либо как-то более стандартно либо более агрессивно ну да может может через гелико циклонов я не знаю в таком духе вообще-то карта еще сейчас просто удобно что здесь можно атаковать не только вот между 2 3 то что еще есть камни через них долбить как раз и к зерку то есть тайминга в атаке можно делать улына с двух бас там тайминга в атаке этими же самым танками и так далее удобно проводить ну на детстве пищевая пищевая там началось но успеем к детству этому и термалу термалу да лорд любит двойные дропы мариков систем паком он уверен в этом билд ордера исполняет его думки хорошо просто вот именно танки в предыдущей игре он использовал именно под карту так как там вот под третью можно раскладывать вот если бы этот ник не дроп оверлорд of на мэй да точно сначала на третью потом на мэй то так то у marine лорд там все было нормально миминку из кап танки подводил но вот так ответный удар он не ожидал получить и поэтому все пошло в кривь немного пока оба игрока играют стандартно здесь соответственно терминка от барак газ в экспант через рипера а а зерк через хату газ пул никаких часов стандартно да то есть это даже получается ну если спайлорд и собрались ли циклона геликов играть это газ первое цешечка там там вообще даже на второй газ еще ставьте до второго сопла и получается совсем газовый лимит а здесь наоборот потому что то срок один трог маленького да получается 16 как бы да до второго что прошел хотя тут есть майн гейм с этим билдом когда можно играть то есть показываешь два барака зерку это работает против зерков которые играют с оверлордами без скорости залетают видит два барака думают что будут в это дроп а ты делаешь третью цешку то есть не ставишь второй газ ставишь третью цешку ставишься позже но экономика гораздо лучше а зерк то подстраивает армию пятой минуте типа ну сейчас вот буду встречать двойной медивах там все дела а армия стоит атеры не летит а у терна оказывается такие но здесь стал доверил я такой там игры еды пораньше до немножечко да 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 халява такая но она на самом деле часы очень часто работает потому что привыкли уже дорогие к пятой минуте более-менее вот ну ладно сейчас здесь идет микро риттеры на пока ребенка не подрезал да и ничего и не подрежет надо паре гениться немножечко на репер законтролирует выход зерга смотришь их не бежали какие-то ленге может быть им психованные роучи либо очень наглый дрон который выходит ставить третью локацию до того как у линдов будет скорость да и куб ищет играю на ладере с ветерманом давай на багаже ему чтоб он детство наказал надо затренить его так маленький стоит факта есть что-то starport не спешит пока строить он получается как бьян то есть у бьяна есть такой стиль он первые 100 газа копят и сразу заказывать факту там а там такой прикол что не хватает на starport одновременно и на steam pack ну кто-то заказывать позже просто как хорошо все делает табака четко очень четко дема джина никто не погиб рипер вообще 0 подрезал юнитов да по красоте конечно не то что минус морально это рипер 1 обувь всего линга в за каком чисто приятного ну хоть отменил спорок по отменял там 17 потери минералов да и используя сразу 2 эволюшина такого что дальше интересно нас будет играть кстати делает гиллиона у нас marine лорд и похоже он будет делать вторую волну атаки с батл гиллионами то есть он не будет ставить очень раннюю 3 командный центр он будет делать батл гиллион то есть начало гиллионов арморе и первые два меди ваку не вообще должны лететь вот в правую часть карты как раз где разбили камни хотя может общаться и по центру ну то есть он очень будет этими первыми дропами подготовлю себе плацдарм для будущей основной атаки с батл гиллионами но этот билд он опасен тем что по грейдам терран сильно отстает то есть 3 командный центр позже и апгрейды если вообще не заходит здесь перебил то вообще плохо очень это вообще самом деле срок еще все палят да сейчас то есть если руб понимает что происходит почему надо готовиться будет 2 на двойной друг только нельзя терять сейчас да 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 ты сейчас вот получается марин ворс не надо надо этого делать ой опасно потому что у хорош рот в общем так как краева находится в правой части карты то желательно конечно с этим 2 меди вакуум переходить в левую часть карты и там защищать крип ну то есть королева они все-таки более медленные и этим пользоваться но marine лорг решает просто объединить армию уже делать массированный выход сразу вот краски под камни ну да у рога вот болинт нас идеальный тайминг получается пока всего 2 бэйна вот уже 8 блин 8 метр реально много без покатушек умереть а где не все есть кстати да и не дам в атаке только я всего а вот еще двое и там кутра там разобегания жестко надо успеть закрыть депошечки мари вот вообще нифига не видит пока в линге идут вперед уходи куда чувак при ужасный такой ё-моё так сечку 3 отменяет полилок убивает нажать escape это хорошо так есть два гелика приехали они не клуба так сейчас и в это фигуру конечно короче провалил за marine лордис весь этот пушку и получается его на литву возили заставляет этот энергии как-то у королевка немерено спорка есть про не дает залететь нормально это еще не убиваем и все дать фокусами деваки ну это когда получается общаться вина раньше что марину только creep marine лорд вывела все ну да как и говорилось инженерки вот только-только 11 3 цешки нет она строится только еще до зерга получать есть крипту мара есть контроль карты и при этом зерк у зерк уже есть армия которая отбивает следующий выход терна то есть дальше сможет в это время спокойно стать и четвертую и макрица как при этом кстати рог он не рискует он не заказывает грейда 22 он все равно боится что сейчас к нему придет армия он заказывает больше армию то есть именно грейды откладывает что вкладывает это именно в армию хотя при этом заказывать 2 хэчери нормально ничего не переживает заменка на 3 можно фокуснуть хорошо сколько могло быть и лучше 606 рабочий приятно подрезать таки смарик не стимпатчится на мэйне королеву не убил в итоге странно моего контролю особо он это дробь пытается улететь сразу минка на 3 на тело и пришлось уже 10 хорош хорош да она у нас тут погодите кстати а здесь там по очереди будут и игры то вообще там нету инфы никакой а ну да по времени стоит хотя одновременно стоять детстве у термала я надеюсь что не одновременно на самом деле они играть начинают помните за так как с либераторами казалось бы прикрывают они на королев столько что два бесполезно да мало мало не хватает вот уже когда x4 бы допустим было там уже бы такой дпс был что тяжело бы было трансвизица да ну сейчас вот как раз вторым пытается разводить на версту упущены но зеркал везде грамотно встречает ну да и посмотри в итоге marine lord 2 2 раньше чем рогу закал 4 вообще забыл про 2 2 а сейчас так на 3 часах у дробщика здесь есть несколько муталисков сырок играет на самом деле вот эту ускульная мутка сейчас мало кто ее играет в чем опасность опасность в либераторах минках как 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 и раньше минках либератор ищет либератор они понятны есть гонус по легким в этом плане ну вот только сейчас заказал кредит во дворок это конечно для marine lord а хорошо потому что даже в этом раскладе на самом деле он отстает это видно кого здесь уже 4 добывается 5 стоит не добывается но 83 дрона боевого больше в целом больше на 40 лимиток и крип уже переходит на половину marine lord разве что покатушек нет пока и крип дата моего пособа не отконтролил такой от marine lord у видимо сейчас как-то не знаю учитывая что мутка ему и дропов то наверное особо ну не надо там летать или как-то по краешку двойными летащие что мутку убивать да как бы попытаться видимо четвертую в центре занять планета ручку и там уже грейды грейдики либераторов подстроить штуку 68 чтобы с муткой они дрались если нужно будет да и потом гостов добавлять и уже как-то так ну потому что другие варианты это очень сложно потому что сейчас хорошо распространен крип и у зерга преимущество по армии то есть зарпу сейчас будет выгодно если marine lord соберется всей армии и пойдет на зерга зерга только этого и ждет просто самом деле зерга сам мог навалиться но рок это отчасти риск потому что мы увидели как там минки могут долбануть сразу минус 13 бэйлингов в таком духе дорогу очень хочется сильно камни порабить чтобы разводить в перспективе marine lord здесь пожестче калибератор внутри есть еще по 3 ё-моё 2 старпорта уже у вас реакторами по 4 уже можно это либератор там полетел отдался часа не знаю проект и вы 6 хотя будет там плюс один уже можно что-то будет ими делать сколько бэйлингов морфиса четыре штуки вот и имеет 60 будет бэйлингов 61 утрог собирается драться это очевидно он не хочет маленько что-то так просто отдавать богу и не как раньше заделать играет 223 секунды для 1 кобиу вообще нету не менее их ничего нет либератор где-то сзади там или рад быть муткий бой принимает моего татьяга липы сбить вообще не надо вообще просто скосил и либераторов было всего да даже если в 6 штук даже если сейчас всю мутку с двух залпов сбрил вы все равно как бы меняли четвертая да там и на пару его они зашли они все там разгрызли бы короче линга бэллингете дорог жесткий такой так балрок чего гугл мужик молчит как поддержки то я чуть не вижу 5 баги что да нет в чате тоже ничего не пишется не отображается обновлю может что-то там ездит конечно так прыгай пашу отлично я обновлю так поддерживайте ребят наши канала подписывайтесь на премиум по реквизит в сани через плеер отчета вообще гг меня я обновляю а он лежит короче ребят поэтому опять не жмите лучше здесь надо барин лорда тогда включать секретное оружие потому что как-то но не заходится в начало там не получается по стандарту более-менее а рипера это такой юнит где больше зависит мне кажется все таки от тирана чем от зерка поэтому если marine лорд уверен своих риперов он должен их здесь применять последнее такое оружие на аргумент хотя конечно игроков может быть свои мысли там безусловно свои доводы и так далее стать быстрый газ но все равно похоже что это будет масса рипера то есть это просто три барака через рипера вы через быстрый газ так ребят всех рад видеть вас соло равнаглел не уснул впилил какой-то мой счет лучше сообщать про нинус на пошел второй барак хотя конечно marine лорд может сыграть два барака то есть это такая обманка когда показывается зерку что типа масс рипера зерк ну большинство зергов они пи начинают переходить в ручек а в это время террин занимает экспант выходит в танки в дропы и чувствуете себя очень комфортно то есть и в обороне и в атаке то есть и причем еще хара с этими танками может но marine лорд ставится и 3 еще барак и это будет вот масс масс рипера да да три барака рипера но не знаю marine лорда видел их ну конечно никак не термал уровень исполнения у него риперов этих пониже немножечко я думаю не термо конечно жестких посмотрим что ну жаль да что ютки термалов в эту группу бы конечно строгом и ссорами со смутами со всеми неповезда ему с группой интервала другой страны все матча по играть да ну тубьяна с этим проблем нету все как-то жестко чересчур и вот мы видим что через быстрый пул начинал играть рок побежали два линга с таким расчетом что если там нет риперов то они прибегают и против стандартного рипера начинают напрягать цешку там рабочих но так как есть застройка внизу у себя в marine лорда что marine лорда же не беспокоится об этих лингов то есть он видел что сначала здесь была поставлен пул а потом только хата потому что прилетел рипера хата даже еще не достроилась вот ну соответственно не переживает там всяких забегающих и постоянно строит сейчас масс рипера здесь контроль микроварс пока ждет пока нет скорости но здесь вот опасный момент потому что был сначала поставлен пул а потом хата то скорость как раз когда делать где-то на третьей минуте там 30 5 небольшая вот стандарту 323 25 и здесь пока нет масса рипера вот эти линги могут это опасно но надо marine лорда до верху летай контроль этапа все выжили как чудо красоте вообще только на крип влезать надо аккуратнее рок сплитит лингов сейчас это очень опасно то что marine лорд делает и вообще по почему вниз сюда да вы или его бегать из это катастрофа короче же гранаты неплохо заходят но риперы тоже падают час мари лорд хочет терять много риперов но много-много 4 репера вовсе люди потели на ну ты а я вообще не понял и он мне кажется во первых мне кажется он видел что там часть лингов с той стороны бегают смысле снизу а во вторых почему он не прыгал наверх ведь даже если линги прям вплотную сверху здесь устоят на краешке рядом с третьей базы ты как бы запрыгиваешь и спрыгиваешь назад просто и гранат кидаешь вниз зачем рисковать и лезть на крипу лидерами всеми вообще он вечно видимо привык такой что стандартных зерков достаточно уже риперов маслинга выдержать вот на рампе то есть нон-стопом кидать как бы гранатки а здесь ранний пул и сложнее в этом плане получается раньше раньше выход линги и нет крит массы ну хочу смотреть заметить такой момент интересный что так-то solar ой сурок здесь бомжует по сути дела тут 3 . уже достраиваются а здесь одни линги и все короче а тут же урок получать сейчас скорее всего будет даже улыния за у вас ну да ручь ворон все таро и ваджера линги получит балл рога стриме уже на youtube чуть фризис г.г. есть твич если что просто г.г. врубаешь на мобильном чтобы было польза г.г. и твич смотришь там например марин лорд сейчас неплохо разменивается то есть повреждает лингов самое главное вот этими риперами конечно разведать узнать ручей 3 хату сейчас ставить урок все-таки видимо решил для обороны поставить ручь валят делать эволюшен а таро и уже моды творишь marine лорд там все прыгает развею и все движение прыгать никуда у ее же отдал всех риперов marine лорд успешно блин я срок и реверс райвозер да пошли вперед короче но вот я не знаю странно короче все вот это заходит стал направление можно пошатать то есть в этом плане конечно надо через третью хату через 12 часов летать если что ты хоть на мэйн ему уйдешь папа сразу же г.г. пишет marine лорд нечем отбиваться короче ну в этом плане marine лорда какой-то он ну тоже тут не может ничего сделать сегодня свою хотя чему тут сопротивляться с другой стороны прочего этой группе одни зерги остались надо нам врываться к детству группу общем упаде стивай пейшнс 11 кстати говоря и только-только началась игра там давай посмотрим пока потом давай какой стрим открываем какой-то тэкти стандартный обычный главный от спасибо за поддержку суббота кстати что-то людей не так уж много и поддержки не дико много все отдыхают как еще у нас тут хумстори до турнир турнир крупный очень крутой турнир поехать и дать что основной даст им откроешь да да уже открыл этом там и в обочке есть там они сидят кого-то минуты 40 минуты 42 43 вообще идеально вообще идеально и вот-вот так что тут стандартно гейт газ снег с кивер на чека у тела репер факта туди газ 1 получается и вот чай конечно в этом плане тоже такой непредсказуемый ах сидим прячется пробка возможно будет поставлен фотон верчаж от протаса и вообще похоже на это очень потом потому что репер пролетает реактор только строится хотя пробка рано что-то приезжает хотя ставить все равно пилон это походу фейкушный как пилон такое ощущение что-то как-то маша коржи только 6 вылетел нет стоит еще не пилон все-таки решает заранее так лицо такой сделал что блин блин ребята короче провал ну это же вообще да это фил пилон от меня еще он не отменяет его проваливается же фото аверчаж да вот ну там соответственно появится марики так еще и репер летит сейчас за спину там будет атаковать хотя есть конечно адептика мазерка приходит но там до 50 15 энергии до из бункера убьют короче маленький успеет пилон точно мне кажется типа торопился много с пилонами ну и с фото на верчажем тоже пришел с у рипер кстати живу он еще в будущем может под напрягать про тостах здесь залетает на ваших кордил от разведку приколится до энергии вообще не будет в эту ветру циклончик с эти вот его я какой-то интересный делается да без апгрейда просто для контроля что-то погодите айна пуш циклонами получается будет что это еще может быть странно что не делать это дано так ну да странно на захват циклоном почему не делает агрей ну бывает с риперами такая тема частенько у меня тоже вроде кажется что ну ставишь оверчаж то есть забираешь а получается он как бы тиран подлетал и он ну то есть не то что специально чтобы развалить на оверчаж а просто как бы пугается улетает и в итоге один только выстрел успевает сделать плюс еще к сам сомневаешься знаешь то есть как бы вставить или нет огранили а из там долю секунды потерял выставил только второй не успел сделать там тоже бывает получается титя как-то вообще про прочитал очень большинство потому что летит в вар призма и ну как раз таки летит и контр-дроп и при этом два циклона есть то есть два циклона если если захватит призму призму же быстро погибнет здесь есть stalker но сейчас как раз таки будет скорее захвачена именно призму то но там контроль кэш пэшенс ну да даршань пошел там уже ну призму уже нет счетов ухт адепты зачем-то появляются она хотя как отвлекающий маневр и конечно но мне кажется не так эффективно просто эти два циклона они конечно напрягают процесса то есть не дает спокойно полетать вар призме хоть про то сознает что там нет стимпака нет счетов но вот такие вот циклоны кстати друг же вроде бы еще выживал да и что-то час по миникарте не вижу эти тирановский дроп и мы тебя делает выход выход с танками а там даркшайн сейчас настраивается ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой alarm из призма 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 но ушла призму все нормально да я учусь будет вардар кафа как это бивать-то инженерка только в продакшене здесь танк кэш начинает обстрелять отстреливаться но вопрос как дарки зайдут инженерки то там нет смотри смотри вообще пока еще да то есть что-то с дарками то не спешит это шанс для него просто он вообще не делает и не уже у призмы до долго долго-долго теряет очень много времени но дарча забегут и будут нарезать конечно пораньше если бы сбежали было бы гораздо жестче блин только сейчас забегает еще и не синхронно с тем которые на мэй не блин а ну тут мулов накидал это похоже на 21 в пользу пейшнс я сейчас буду контроле хост в игре кажется погодите не пока что-то нету здесь никого еще тела не сдается дали рано еще сдаваться конечно чутка к тунту редко окружила дар тут не может на нее пробраться никак ну ё-моё где контроль толпу пациента еще не понимаю то есть нам сложно выцелить под этим подать на диван там можно ну можно например учитывая ты знаешь что нету точно скана верпа не еще дарка давай он там режут быстрее еще и не знаю как бы 3 цички нет слышу им контрол говорит там и это важно кстати очень сканов мало да можно с призмой на скана разводить очень жестко вообще нет сканов что ли не есть один почте в это время встает спокойно третий командный центр и решает от и club заказать нет еще один реактор все-таки реактор допили здесь ловим пейшнс то что скана нет тут как и него вот там реактор строящийся есть которого можно очень опа циклончиками но мы маленькими счетов вот мари очень приятно маленьками мариков руби дарком пока щитов у них нету когда появляются уже они ночи за два удара это значит никого не зарубишь а когда нет счетов с одного так вообще хорошо фокусить и очень грамотно выходит масса адептов то есть как раз он понимает что вы сейчас будут давить скорее все станками какими-то ну то есть масс массированный выход но вот масс масса адепты а здесь еще и stalker с блинком ой 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 только сейчас конечно блинковаться почему ни в коем случае нельзя просто не знаю как это пацаны стоят за гаражами с дубинами просто целая бригада и пашин сам идет это такой не ждет до грамотно грамотно здесь время работает на него поэтому у тебя сложная ситуация конечно но вот и основное генеральное сражение хотя я смотрите-ка делаю дробь час прям не чел киры сталкеры 6 но пейшинс да 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 я напрёкся если бы 3 но пейшин был расслаблен слишком дать этого и выдохнул с облегчением еще еще сталкеров давайте зажмет этим другом как футболе не забивает и отзывая тебе одного сталкера в итоге за пейшинс тут хотя еще он тут выживет судя по всему остался все уходит stalker отлично 154 133 колоссов нету сплэш ничего нету шторма нет на 4 иммортала зато 5 центрей там кручу много внутри базового пейшинса ведь патчевая получается это 2 базовый прессинг исполняется он понимаешь ему тяжело в третью выйти у третий цисточки нет насколько я вижу на карте да у нее третий цисточки нет то есть у нее вообще сложности будет с просветками хорошо тут пейшинс 2 медива косы на 3 звьем его как он гонит татьевая жестко тело идет ну ты если дать его даже при таком раскладе занять позицию на авто около второй базы это шанс для него на трех часах там так здесь адепта заходит плюс 1 у адептов нету было плюс один рабочий сейчас вы просто начали падать жестко без плюс 1 5 уже погибло но не так быстро конечно потому что колосса делаются то есть пока тебя дойдет колосс как минимум один сделается не скорее все даже двое 10 лет еще до варпнуть а заходит призму ну значит все здесь накроется любая контратака протаса данную печь интересный ход делаете просто переводит смена цешку то есть так как на третью локацию хитро 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 все правильно как бы и production сохранится то есть лимит будет наращивать понемножечку если бы они отдавать безошибочно сейчас будет там к 200 200 стремится это все дело и третью займет как бы получается сам третью сейчас ставил был бы тайминг такую пышница когда тут 200 в 150 бы было бы просто так менять тупой шанс творить ё-моё это же просто это очень больно было и главное stalker и вообще без юнитов и плена но это лунтик я называю просто блинкается по третью базу короче просто стал кроме армии нет и ну видно же что дропов нет ничего нет поэтому там тела и там стоит где-то рядом все в итоге лимита равно и там конечно мог тебя и знаешь сбить а псов то есть как бы просветить и возможно то есть пышность решил на обум то есть пришел что к нему полетят дропа и вот вслепую типа блин кануться но прогадал прогадал совсем о в центре завес начинается гвардия включается только что об сервер там погиб он над прям надо армии тела я летал все отдал так это агрессивные блинки опять идут как-то пышным суще тут реально всего прикольно контролит знаю что об станет мимо вокруг минок там бегает хитрец хитрец ну сейчас как-то тивая ушел от минок с агрессивными блинками пришел всего будет ловить просто жестко на самом деле или не будет не не будет решил пришел что может много сталкеров отдать видимо на этих действиях доделываются 22 22 как бы по и шансу будет уже попроще потому что чего это только вторая атака делает свой либератор сталкеров крошит блин ну экономика не погибла еще ребят как эта игра кончится ворвемся сразу в игру будет и качество получше и поудобнее конечно да смотрим будет стримить до смотреть комментировать те же добавляет 2 star ford вот такая вот полуолы новая ситуация для тирана потому что все две орбиталки он же постоянно еще должен как бы сканить свою армию там от опсов от возможных дарков то есть очень конечно некомфортно у тебя борется держится здесь собирается занимать четвертую локацию будет то есть новую цешку скорее там строить но готов ли он сражаться вот с этой армии протаса раненого через этот проход если пейшнс будет заходить как агрессивно со стороны пейшнса филды конечно пошли но нет либераторов вообще но зато есть викинг и роколосов прогоняют и все три остается при какой пейшнс агрессивник а просто куда он так прет то прямо тут хочет куда-то заблинкнуться потери просто там уже три с половиной тысячи не в его пользу ну да еще либератор так раскладывается да здесь либератор бесячий прилетает что какой бы не чем-то его отбить особо решил пойти через камни пейшнс но это уже такое назвал вот не то что от безысходности от непонимания куда тут это наломиться хочет пейшнс наломиться ноут не знаю и кажется не мешало ему было бы неплохо через ксил ногу тазать хотя сейчас мари на халяву тут заходят и прям час армор 2 можно халявно отменить просто на начат в это то пейшнс наоборот рискует очень сильно тонн в других местах наоборот пост перестраховывается ох сейчас минус цикла у кого зовут страница кумер здесь стоит доз походу пейшнс ну хз хз кто тут кому еще гумир таких элегантных блинков агрессивных как у вердоса поверь ни у кого нету потому что иногда вердос блинканет так блинканет так здесь в центре на четвертую наламывается пейш сколько викингов то много у тивая уже викингов всех не успел убить но 4 иммортала там наваливают очень серьезный дэмэдж в это время либератор посмотри тирану просто 12 ксм их убил просто а либератор 18 как бы прилетел здесь из 21 июня же 20 йома он он же просто хищник какой-то этот левящий колоссы теперь зарезает жесть колоссы падают ну все как бы у пейшнс и рабочих больше и лимита боевого чуть больше пока ну блин уже нету никакого преимущества у него что никакие пилон не ставят призму больше не летает даже не пытается хорость опять через атака через центральный проход но когда планетарка есть не знаю тяжело будет так вот теперь пейшнс пытается зайти вот а тоже такой момент спорные на самом деле вот во первых два колосса в тылу неприкрытые ничем вообще он сейчас тивай невнимательно пейшнс вернулся сталкерами но вот сколько раз видел за заход вот в этом направлении без призмы тоже чревато вообще как бы а призмы нету и мазеркора нету и уйти не на чем как бы да и до варпа нету то есть надо рассчитывать на то что ты убьешь все в мясо этой армии как бы без до варпа без все так адепты там на третью зашли тут чуть пейшн пытается разводить нервничать что ли пейшнс не понимаю еще происходит вообще как бы то что пейшнс не просто на равных а еще и шатает тела я тут я немножко даже удивлен лишь пейшнс всегда неплохо отыгрывал последнее время ну сможет ли ютермал такие зестом игрой такой похвастаться это вопрос ой дестабилизатор как вообще вы видели что там сколько в 40 лимита где-то примерно взорвало сейчас просто 40 вообще у юнитов там 20 гг надо в игру прорываться нам пацаны просто пришел дестабилизатор и дестабилизировал пойми у я прыгаю видимо это то что нам нужно или это не то что нам нужно нет это не то что нам нужно не заходи ваш туда это смут и а вот то что нам нужно отлично да вот это то в ронг мэп говорят неправильная карта сейчас пересоздадут значит зомби катастроф эдишн вот там все за хрень ваще я сам не знаю так и чё это а чё случилось а тут походу выходите гадика все выходят что ли да вы ходите новый хост будет короче с вами видишь прыгай по мне говорит говорят на табаверыч 24 лимита погибло видимо перемотали посмотрели ну да не 40 но это сколько 12 до хрена там а почему 12 там же марика мучу марика даже короче там такое просто мать прореха образовалась в армии просто на ровно на сплэш дестабилизатора ну тут реально тива не ожидал что вот этого выстрела он просто думал что не будет пришлось их подстраивать как бы дестабилизаторов значит 21 в пользу пэшнс а офигеть пэшнс ждет ну да сейчас бы еще бою термал бы зеста шатнул бы и пэшн стивая и твп элегантная у нас так ну дайна ли венеров зерак тоже пц.к.т. ну да да было хорошо вообще а то так если пэшнс шатнет тивая и термал не выиграет там зеркалки будут получать ну что ж из игры тебя ребят пошло все давайте смотреть быстрый газ от тяга да сам блин сам вот я хоть немного сейчас играю но на досане реально как его напряжно играть вот но и есть и прикол в таких картах тоже но смотрите игры на нем прикольно на самом деле когда об сервере 6 что уже будет происходить и какие-то всякие необычные чизы там да и макро к здесь лоб то просто так не нападешь через вот это центральный прохлад маленький такой так короче от его я смотри к 2 газ то есть это одна базовая какая-то движуха идет по ходу дело от большинства похоже будет фото на верчат что два гита так ставят с планом наверно такое хотя просто если быструю факту поставить я сделаю это клапту конечно туда вот этот билд ордер большинство сразу провалятся очень сильно но я же об этом не знает на сто процентов хотя по билд ордер вот именно выходит какую-то такую технологию чем тут не знаю на этой карте чё просто же ведь одна базовая что-то может теоретически сыграть как бы ну вот просто что такое что будет у тирана чем мне нравится процессовская одна базовая с нее хрен перейдешь ночи тяжело по крайней мере если экономику не навредишь и поняту перейти во вторую уже там тяжко очень будет а тиран может просто просто посмотреть что она против меня тоже с одной базы и про позднюю ццешку например впилить и копиться по чуть-чуть к его просто уже нагнать тяжело будет даже просто еще в том привозке он может тупо посканить как бы и видеть а в рот сможет не видеть ни хрена посмотрим что пейшнс будет делать а пейшнс вагита вообще вагита сталкеры прям до фотон верчаж кстати интерес то есть во первых два пиона здесь во вторых сталкеры и кстати интересно это получаться то будет единственное что тива сейчас поймет и минку сюда вкопает и видимо будет очень невидимо будет очень тяжко достаточно ли будет одной минуты за вопрос открыли тоже так минка прям копается сюда надо бы адептов а вот роба заказывает пейшнс до пушки 2 минут будет точно нужно ли опилон оба второй достраивать нет не нужно пейшнс как и делает меня марик вечер 20 давай блок причем такой на пол лимита кстати 29 15 просто драмы сильно и циклон из этого не строится даже а кстати да ключевой юнит для обороны получается который здесь необходим тут робот вайлайт пейшнс вообще наглухо короче 1 базовую движуху это делает просто смотри переходит золото здесь сделать как бы агрессию она но типа получается надежно то есть робот робо ops а и не блин вообще даршань прям да прям вообще четко но посмотрим как просто сейчас сделает пуш тяйпи земле и будет у нее скан то он же пробьет ну вот если будет скан даже вот важный момент то что цеха то всего одна из девай заранее копить их не будет эти сканы как-то посмотри он тэк лабу делать на старпорте может быть может быть что он видел к нам и ничего вообще майна не видел кстати пейшнс увидев тэк лабу на старпорте сразу отменил смари дороже то есть короче да смотри-ка и пейшнс то прав абсолютно то есть он видимо играл с тиваем или он просто знает что он именно любит так делать с рэйвена на этой карте если сам мидивак это пропал минус мидивак минус танк это катастрофа для тивай на самом деле куда-то мазеркор правда полетел нельзя отдать мазеркор череда взаимных ошибок сейчас минку может еще пейшнс развалить ну делается в линк и чё тивай без танка без всего ну и постой тут рядом посмотри на пилон а вот танк еще один ей вперед но без медивака да это конечно так прилетает observer видит пейшнс минку конечно стрихой танк нужно пытаться танк зашатать оверчаж выставлен минку надо убить что ли я не знаю танк прикрывается очень хорошо забыл про то из-за чего он отменял даркшайн что может прилететь куда-то адепты идут на мою в тыл заходят чтоб мариков пошатать но здесь танчик с мариком вместе выходит поэтому минус 2 адепта пейшнс уже переселяется короче говоря правильно делает тут лучше отдать второй вот этот нексус золотой и дождаться блинка блинком есть шанс как бы на размен на какой-то на что-то вообще ну на что-то и шансы третьим чем контр-атак терроритика да кстати да да и здесь 0 юнитов пока что у тебя я так танчик выезжает надо сныкать до адептов вообще ему что-то пэшнс непонятное дело сейчас что вот он делает и не понимаем а он просто собирается здесь бой с и станком принятия со всеми всеми всем а тивай вообще возвращается назад отменил нет ну на самом деле одна в одну вагу ничего не ясно пока то есть как бы по дальнейших действий будет многое зависит хотя тивай вот как мне кажется ему сейчас лучше все в тупую встать эту золотую за дефицит и стоять но может пейшнс как-то выйти на призму например похарасить мэйн растянуть армию напополам а потом ударить например в одном направлении каком-то тоже это надо исполнить еще можно хотеть все что угодно но исполнить может не получится так танчик на поляво пейшнс его и забирает эти рейвен дефенс дрона мог поставить и не забрал бы танк что сталкеры основной дэмэш уносили на чуть сотки энергии пожалел пока у тебя получается преимущество что у него цешка встает у протаса nexus продакшене нет и процесс как бы улынет хотя очень пошел микс так что банша тут летает по периметру он залетает мы без инвиза мазеркор что там у верчашки где и реагирует пока больше 2 часа нафиг спешить 2 на мэйне хара сталкерами идет среди жестких раз идет эти на мои не стал прям лимит уже равную пейшнс остеваем при всем при том что рабочих то меньше боевой больше стал кричат туда-сюда ходит увел смотри-ка здесь уже девять их столкеров то еще десятый короче на блинке собирается тут явно пейшнс разводиться тивая но нужно быстрее действовать потому что и кстати здесь нечем и момента отбивать смотри-ка совсем так за на золото отвлекающий маневр активирована одновременно на мэйн заходят прежде разводит вообще так ну танк всего один он есть будет вперед агрессивный блин к временах йома опять как осталось пейшнс что творит его на тива не вычинивает ошибка да варп адептиков идет здесь сталкеры все еще больше золото сзади адепты посылают иллюзии вперед надо подлинку сталкера минус 0 пейшнс это делает рэйвена не срезает рэйвен минус адепт телепортнули сталкерами надо назад отбликнуться да и сталкеры снизу прилетают короче жесткий просто дикий напряг от пейшнс контроль на призму идет до варп адептов не успевает его и просто юнитов потянуть золото сейчас но четко см тыку зарешали ну парабам зато уже преимущество явное у пейшнс есть контроль конечно пейшнс хорошие демонстрирует очень на призму еле-еле тива отбил спрятя у него стим есть вообще не никак а есть стим руби на золоте один либератор сейчас можно прям с мэйна идти на золото причем пейшнс смотрите-ка отвлекая сталкерами до собирается выйти на золото это двойной удар короче опять со стороны пейшнс так два танка есть не надо на эти два танка врываться тива и пытается сталкеров поймать ловит флокеров кстати но пейшнс ждет кд-шечки блинка и уходит вниз сейчас очень неплохо так здесь один всего либератор но тут с н3 только ё-моё в армии ты так заходит пейшнс тива и заметил пейшнс здесь так сталкерами на под либератор зайти филд на рампу на рампу пейшнс ставил но в итоге давит и давит очень жестко танки тива не успевает подвести короче по лимиту пейшнс в хорошем плюс танки вроде как подлетели но так пошли филды агрессивные блинки и мортала пейшнс выводит но тива и хорошо контроль и короче как-то хорошо пейшнс давил до определенного до момента а потом что-то не хватило да ну там такой сумбур там много юнитов танки тива и контролил увозил пытается выбить призму мариками пейшнс куда-то не туда мне кажется улетает немножечко но улетел улетел но парабам 31 19 сейчас и призму живет и можно летать шатать туда пушечки всякие шатать можно дома сталкеры там и морталов продолжает пейшнс строить а мы не прилетел пару кс нет одну ксм-ку минус ну вот пошел в пошел купать щепи хочет пейшнс отменить и щепи отменит это хороший будет момент для него но что-то он не поверил что отменит боялся призму потерять его я вообще всю добычу на золото переместил свою причем она больше чем у пейшнс из двух бас с мулами вместе под танки прям варпануть адепт не очень хорошее решение было сейчас обратно больше вернуться на мейн сферу ну да тут талкерами влочат тивая делает выход лоб ну кстати здесь не пробить здесь 2 эмортал сентря 3 сталкера и 200 энергии у мазеркора то есть тут даже сентря и тремя оверчаржами бы на самом деле пейшнс отбился бы если вовремя пилд поставил и так залетает пейшнс видит что тут мариков сначала не заметил потом увидел ну кстати щиты для тела это просто сейчас будет спасение вообще в ростом а реки намного сильнее становятся пейшнс там третий некс пытается занимать боевого лимита тела я больше намного да да реализовать его пока что у него не получается совсем да глеба должны сейчас быть пейшнс гейтов добавил сейчас побольше третий нексу ставят то это все у пейшнс а вообще к стенам ну практически все детью пейшнс а на призме держится если призма погибнет ему вообще тяжело что-либо сделать будет хорошая такая игра в этом этим досаны прикольные что как бы да здесь частенько такие игры идут на экономике такой интерес так приходит пейшнс камни на золото чуть-чуть ломать будет что-то пейшнс стоит и чем стоит непонятно мог бы пойти туда внизу камни там самой ну да всего и дома много держат юнитов ноут а вот у пейшнс просто один дроп сейчас может гг сделать ему этот два медивака почему не сделать одного викинга и проблема призмы исчезает то что в призме сталкеры сидят для викинга проблем не сделает там сталкеры были может какой-то момент это могло бы подрешать но мог бы могли бы сталкеры выкинга выбить и просто ты бы выкинул бы стоимость викинга и время продакшна его прорываться здесь на золото да тут уже кончились ресурсы фактически на золоте тивай туда-сюда ходить адепты наменивлен и что-то пейшнс их не контролит нифига вообще хорошо тут марика пушатал что-то пейшнс на золото хочет заходить куда ты полетел пейшнс дает сначала к призме хотел полететь потом опять туда полетел так здесь на золоте что у нас на золоте нет минералов тивай всеми вперед вам из 4 кстати говоря либератор здесь есть нужно филдами не давать его зайти и видимо заходить так тут адепты дома упали так золото пейшнс прогнал но ему то мэн тивай тут убивают уже это печально на мэне пейшнс не может отбиться хотя боевой лимит одинаковый практически и ой сколько много зашло армия тивая это жесть вообще дома пейшнс пейшнс тивая шатает тсм кислили все два рабочих у тирана осталось если пейшнс отобьется здесь каким-то образом у него все нормально но лимита боевого больше при этом всем есть либераторов много но здесь четыре иммортала пока кстати надо пейшнс еще продакшнс то есть хвости то есть у него гейтов здесь очень много утевая ема тут целое минное поле просто утевая сейчас образовалась либераторы успели прилететь к этому всему био как либераторов выбивать под прикрытием таким земли вообще непонятно хорошо еще без ранжа так на золото походу будет 2 2 да похоже на 2 2 тут что-то что-то да тут тивай хотя вот пил неплохой такой вошел марик несколько пейшнс подрезал боевое все равно где-то тивая больше даже боевого а самое главное вот эти либераторы которыми ну нечего делать и плюс мины по ним но это вот любимая тивая тема как я не помню на гсл или где-то он говорил типа совет и тиранами стройте минок больше тебе под либераторами везде они решают и действительно тут агрессивный блин вперед отменяется сразу же просто при такой миксе я пейшнс пытается на контроле развести сна тиминку подрезать и пейшнс тут уже неплохо законтроливает один гейт все остался новых четыре добавлять смотри сколько ресурсов у пейшнс а дофига вообще мощь ресурсов пейшнс пилонов правда не хватает немножечко мне кажется пейшн смотрите может и выиграть сейчас хотя тивая тут обнаружил дальний нет залетая на него просто будет очень тяжело ну да лимит что-то слишком большой ну просто ресурсов много то есть как бы у пейшнса есть возможность потерять часть армии все так либератор в тылу там есть плюс минка минку выбивает на халяву пейшнс смотрите либератора тоже одного подрезает еще и марики здесь так тивая вниз улетает пейшнс еле-еле живой но живой и опять гейпи потерял короче только новый отстроил и минус гейпи опять тивая уходит но у тивая сколько у тебя и две ццшки то ему перелетать сейчас надо просто на новую базу получается как бы так пейшнс золото сразу ставит а тивай в тыл на третью летит пейшнс идет вперед филды сейчас хорошие пошли где сталкеры сталкеры где-то сзади но филды решают очень сильно либераторов надо агрессивный блин под либераторов делать пейшнс делать минок здесь нету у него это сливается здесь марить живет пока живет падают сталкер 19 47 у тебя осталось вами девака и одна минка все гг 6 не игра какая-то да такая получилась для сумбурно такая такие игры тоже очень крутые на самом деле типа как не знаю видел ты или нет первый день скалит статс там на досане не не смотрели траж сделала с одной базы с дронами и лингами с пулом первым просто короче осталось рабочих 3 устаться и и 5 у скалит короче в итоге они развились до армат там и 200 лимита короче нефигасе и искали там с чудом втащила в итоге на тени круто да бывают же такие игры да и да да короче и термал здесь мы ждем сейчас будем врываться его супер матч супер матч чего там угорает но песен с которого развалил дрога который развалил тивая а друга в итоге из группы не вышел нифига сегодня но бывает торчу да это турнир кому-то везет сетка кому-то везет со днем там и так далее соло 3 0 кстати с нута минус ну получается ропа и лорда снут снут уже рогу ё-моё проигрывает 0-1 щишь там это же там всех выбьют не корейцев получается что ли по ходу нам так черек я паду там быстренько чайно веду там давай давай конечно я потом тоже попить отойду а вот а 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 и а а а и и это он и а и а х и 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 Ты чувствовал, что TY играл его лучшую игру в последней игре? Ты чувствовал, что TY играл плохо в последней игре, и он подумал, почему он так хреново играет. Я думаю, что Терман играет. Ну что, ребят, короче, ждем продолжения. Детский термал, посмотрели немножечко и хватит. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, здесь-здесь, здесь-здесь. Ютермала пока не видно. Жду башу, пока он там чаек сделает. Я потом отойду, тоже водички попью. Вот. Как тут дела? Все нормально вроде. Пока еще там обычно хоть минут пять впервых есть. Так, ну это первый только играет. То есть, конечно, еще не факт, что выходит из группы. Но уже в венерах. Аликс Элит. Ребят, всем привет. Только подключается. Сейчас смотрим HomeStory Cup вместе с Серегой с помидором. Группа сейчас C, где играют два очень крутых протаса. Это patience, здесь-то два терна. TI и Uthermal. Сейчас ждем начала матча, как раз таки вот здесь против Ютермала. Надеемся, что в ближайшее время они уже начнут. Там как по другим-то группам вообще еще результаты. Какие-нибудь сюрпризы есть? Положи свой губик. Энчелла активировал премиум на ваш канал. Так, что ты, Паш, мне ничего не горел? А да, я спрошу там про эти, про результаты в других группах сюрпризы. Ну, Солар прошел из группы D. Ну, Солар это не сюрприз, там, ну, вроде Рогу проигрывают. Уже надо посмотреть бы, кстати, открыть, что там вообще в следующих играх происходит. Фиговенько. Ты какой-то активи открываешь или активи B? Ну, активи B, Black, вот это. Рог с нул здесь, да, идем. Так, пока на фоне просто посмотреть, хоть что там за ситуация-то в игре. Давай, давай, посмотрим. Так, сейчас я ГАИТ, ребят, тоже перетащу. Так, уроку ли ура? Ну, 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 то больше лимита, как-то, ну, ну, что-то тут Рог прессует. Ну, ты, если Рогу остров, да, ё-моё, что-то происходит. Нихрена себе. Так, ну, тут, ну, такие проблемы прямо, я бы сказал. Ну, Версира, правда, не видно. Если Снут сейчас со всех сторон просто это отбивает, то у него все в порядке. Правда, как лингами или уро отбивать, это просто вопрос. Это жесть вообще. Ну, тут же нас королевы, да, тут все-таки Снут, по-моему, отбился. Отбился, так, да. Чё-то по лагею, нормально. У меня вообще желтый полагал очень. Чё-то 11.05 сейчас висит вообще. 11.08, 0.09. У меня отбредило 11.15, 16. Вот, она 2 секунды впереди. Значит, видимо, из стрима не хлагает. Ну, в целом, по боевому лимиту, там, преимущество сейчас большое. У Снута, просто как он его реализует. Чё-то у меня вообще повисло. Так, Снут, Лерой, у тебя чё-то вперед идет, или чё про это? У меня вообще какие-то перемотки идут туда-сюда, непонятно. Вообще, еще надо обновить сразу, вообще, походу. Больше, чем ты можешь сделать сейчас, это сделать много спортивных. Берегите на 2-ую базу, поймите на Роочборо-могу и пытайтесь убить их. Ну, вообще, Лерой, хотя ничто тоже непонятно. Да, конечно. Вроде, отлагало. Мне тут показывают, что Нидус на Нин уже на острове. Ну, по-моему, Нидус на Нидус, нифига себе. Да, Нидус на Нидус, смотри-ка. Ну, вот тут Ультрал выпрыгивает, прыгай по мне в игру. Ну, там будет, видимо, следующая группа. Так, Вейшенс успел Леру привезти сюда. Ой, и Пейшенс. Сурок, конечно. Ох, Леркера, Леркера. Ну, здесь Линди, конечно, харасит нормально. Ну, да, даже под Лерой что-то сгрызает. Жесть. Ну, что-то по Лемиду смотрел, что-то печально стало. Сто тридцать восемь, сто тридцать восемь, сто тридцать восемь. То, как правда. Сорок, Роуш, ё-моё, тут два Ультрала всего против. Хотя, если они с бесконечными Трансьюзами, эти Ультралы будут с другой стороны, да, как бы, но... Так, вот Ультра бежит. Забегает, Линги плюс Ультралы. Роуш, Мисс, Сурок, тут на ХГ, нормально. Дефицит, где Королева-то, если нет Королев? Трансьюз, надо делать! Ну, Трансьюзит Ультрал, смотри, один всех в ростах, ростах, ё-моё. Танкер. Вообще, ну, это такой бессмертный Ультрал. 160 на 180, но Роуш что-то там разводят. Вообще жесть. Ё-моё, тут Люра, бежит, но жесть вообще. Но Ультралис сейчас Люра и объяснит, на самом деле. Набегает, Лингис, ну, ты еле-еле, но отбивается. Как-то у Рога прям за счет этого устрова все вообще прям замечательно стало. Сейчас уже получается, ультра уже даже не поможет, наверное. Маловато, ультра и... А, нет, хотя еще и перестроятся. Да не, кстати, тут, в принципе, с Трансьюзами это нормально, ультра разберется, я думаю. Так, пошли Реваджер еще. Не, на Крипе тут под Трансьюзами, не, вообще тут без шансовика, Клюра транскует, ультра. Зато без Трансьюзов Снуд куда-то лезет тоже, хотя здесь Королева рядом. Тут уже Рога меньше. Шесть. Еще пять ультралов, походу, сейчас они там штук девять растопчут все просто. Так, что случилось? Что там в игре? Я что-то ведущим стал. Так, погоди-ка, походу, мы не здесь, где нужно. Да, погоди. Сейчас я зайду заново. Да-да, вот тут новый хост. А здесь Снуд, походу, забил, разобревает оппонент своего, ультра плюс Реваджеры пришли. Ни фига себе. Конечно, Рога пытается отбиться, но... Чуть-то там какое-то дотекание громадное. А, это Королевы медленно, но верно, сюда ползут. Подходит. Какое прикольное ЗВЗ получилось. Нестандартное. Необычное от Рога, стиль с острым антистит. Ох, еще там, о-хо-хо. Ой, как ультрал тут. Ну, как он быстро погиб-то, а, тот же. Ну да, но Роучи, хорошие ДПС, броню пробивают они. То есть не ДПС, а дэмэдж за залп, за удар. На что, интересно, рассчитывает, Рог? Ну, не знаю, сука, на 6 муталисков, походу. А, ну и забегание десяти Роучи, ну, короче, здесь все ясно. А вот и здесь стою термал, здесь пора, походу. Да, тут СНУД 1-1. Ну, будем, надеюсь, у 100. СНУД выйдет все-таки дальше там. Да. Больше не корейцев, это хорошо. Хорош. Новый Детисбург. Нифига себе, не начеркались. Ну да. Так, сейчас, Паш, я водички налю просто на минуту. Давай. Ребят, всем еще раз привет, кто только подключился и кто подключается. Сейчас смотрим Home Story Cup. Группа С, группа Смерти. Это вторая групповая стадия. И после этого уже, соответственно, победители выходят в плей-офф. Плей-офф будет завтра. Ну, а сейчас, наверное, один из лучших терминов Европы. Один из лучших терминов вне Кореи. Против одного из лучших протасов Кореи. Ну, и, соответственно, тоже мира. Ну, у Ютермала, конечно, это не лучший матчап. А вот у Зеста, я считаю, что ПВТ очень-очень хорош. Сейчас на деле мы, соответственно, увидим. Так, если первая карта у них новый Гетисбург, значит, скорее всего, Ютермал вычурнал Апофеосис. То есть, он не хочет такую длинную карту. Либо же какой-то Экстрим выбрал Ютермал. То есть, в таком расчете, что там какие-то прокси играть. Ну, в общем, может быть, он вычурнал стандартные карты, типа, например, как Мороз. И вот оставил дуэльные, пускай и большие. Играет они было пять. Так что мы увидим скорее всего. Ну, я надеюсь, что мы увидим все пять карт этого отборного ТВП. Так, все, я здесь, Паш. Все, отлично. Там корейцы что-то в чате переписываются, общаются на корейском. Что, понеслась? Так, Серега, значит, ты из-за Ютермала болеешь? Ну да, ну да. Надо как-то, чтобы у нас и не зеркалки были, а допустим, европейцы. А, да, да, здесь вдвойне, да-да-да. Поэтому посмотрим. Вообще тут, конечно, редко кто из Стернов играет просто стандарт. Тут либо очень сильно халявят, либо пытаются какую-то агрессию там сыграть. Ну, например, 1-1-1, просто all-in с одной базы, с двух баз. Либо в каких-то три командных центра, потому что они в таком духе. Очень ранее розетка, кстати, едет от Зеста. От Ютермала стандартный барак и после этого газ сразу. Он будет играть, скорее всего, по Бьяновскому билду с одним мариком. Выход в командный центр, потом добавление в Фэкторе. И дальше там уже идут разные вариации. Но опенинг будет именно как у Бьянов, без разведки. Ну, да, что Ютермал, смотрю, не идет вперед. Пока ничем. Точно халяву тут без Зест пилит вообще. Ой-ой-ой-ой. Давайте сейчас щукаю, чинку запишем. Ага, шучка, ну там не термал. Ты что? Ну, паника тут такая. Надо чинить, Зест рядом едет, но не атакует. Да. Хитрый Зест. Так, цеху Ютермала Рипер. Рипер. Ого, нифига себе. Для этой карты это большая редкость. Потому что не особо удобно прыгать, но при этом им удобно развивать третью базу постоянно. То есть можно, конечно, еще Рипер рассмотреть газилки на натурале. И второй барак пошел. Ого. Это мне напоминает билд двойной дропмариков со стимпаком, как в ТВЗ. Похоже, что так. Да, и термал на самом деле так отыгрывает иногда. Похоже, похоже на дропмариков. Так, Рипер летает. Пилон здесь. Надо на мэн запрыгивать. Сейчас Мазаркур увидит. Я не стал что-то рисковать. Боялся, что пилон может стоять здесь тоже. Хотя второй здесь, как бы. Не знаю. Пристройка завершена. Так, Робу у Зеста. Ранее достаточно. Видите, а, адепт готов. Оказалось, что отменил Зеста. Нет, достроил адепт. Все в порядке. Роба Твайлайт. У термал очень хорошее микро, поэтому двойным медивакуумом он может очень сильно поднапрячь. И, зная Зеста, зная, что Зест не очень любит Старгейт. То есть, не часто его используют. Против него можно не оставить инженерку. То есть, получается, халявить. Потому что, если идет стандартное развитие в ТВЗ против Протаса. То есть, по билдорду из ТВЗ против Протаса. То термал вынужден как раз-таки выставить инженерку. И там не хватает минералов. Но если вы знаете, что ваш оппонент не играет в Старгейт. А играет более-менее стандарт. То как раз-таки на этом халявите. И получается у вас более четкий тайминг. Более чистый. И вот к пятой минуте. Два медивака с масс-морпехами. С микробьяно. Ну, почти с микробьяно. Ну, да. Ну, посмотрим. А куда лететь-то? На Мэнь через эти острова? Или куда-нибудь? Нет, он скорее всего произойдет. Видишь, у него сейчас рипер стоит. Он где-то там начнет высаживаться. Он там чуть правее выше. Если будет третью пытаться сделать. Дептика подлез. Можно пилон там подразвести. Пытаться. Летит тут обсервер. Разбить бы его, как бы, неплохо. Да, вот заметят ли, заметят ли U-Termal. Потому что важный, конечно, обс. Замечает, замечает. Хорош. Ну, здесь тоже, судя по всему, понимает, да, что происходит. Ну, конечно, он слабо увидел. Да. Но он точно не будет видеть, куда медиваки полетят. Вот именно прямо точно. То есть, будет гадать все-таки отчасти. Хотя, у него там сейчас обс летит по тропинке. Такой вот по этой. Просекает. И, возможно, пересечение будет между. Вот прям, прям. Ну, кстати, да. Ну, вот поэтому я удивляюсь, что вот игроки ведь реплеи смотрят. Ну, вот всегда здесь сяпсы летать все. Приведите через вот эти острова. Как бы там хитрее пролетит все очень даже. Так, тут я стою. Ух-ху-ху, сталкер. Опасно, опасно, опасно. Ну, и сталкерам тоже опасно, потому что с ним погреться, Марик. Ну, да. Ну, термал не знает, есть ли блин. Блин, да, да. Так, здесь плюс 6 гейток и робо-бейт. Не спрягайте. Непонятно, армор пошел, кстати. Что-то это не по стратегии, ну, ладно. Ну, себя как, наверное, как шоу-тайм против Бьяна, получается через колоссов третий нектус стабильно. Так, выход такой стабильный. Так, а термал тут будет с танками прессовать еще. Ну, да, кстати, и щиты. Сколько до щитов получается? 40 секунд у нас. Даже 30 уже. А, нет, 40. Ну, короче, скоро будут щиты, а тут рейтится цешечка. Ну, если сейчас термал отдастся, то, конечно, это не очень хорошо. А если наоборот все нормально сделает, то, может, и круто получится. Прилетают танки, сканит ютермал. Где вся армия здесь вообще? Да ее и нету, как бы он в колоссов выходит. Оп, пилон раз, минус. Второй минусовать надо. Сразу же уминусует ютермал два. Хороший, смотрите, мазеркор минус. Четко давит ютермал. Под танки надо отойти. Один бы поближе подвести, чтобы он как-то там атаковал, что ли. Адептам там третью ютермалу отменил здесь. Ну, что-то встал ютермал и не продолжает прессинг. Это не очень хорошо. Танчик бы поближе, чтобы пагрил бы он там немножечко. Ну да, по зданиям атаковал. По тем же самым юнитам надо. Да, ранжа, что-то у кого тут нет пока, поэтому... Так, и третий Нексус там можно сместиться было бы сейчас, выбить, например. Но два Либератора пролетают. Кстати, осложняет процесс выбивания. Это очень-очень сильно. Герчаш выманивает ютермал. Танчиком начинает законтроливать, ближе подводить. Пилон сейчас упадет. По обробкам будет доставать. Стопудовый ютермал. Так, видит третий Нексус ютермал. Видишь, что сталкеры в тыл зашли. Здесь хочет с двух сторон драться. Надо мариков держать так, чтобы они... Так, пошел ютермал туда. Видишь, что сталкеры ушли. Прирост бы сейчас вперед подвести. Прирост подходит вперед. Мазеркор ютермал сбревает сразу. 93-110. Пока вообще просто, ну, очень четко ютермал действует. Нужно отметить-ка его. Все хочет сталкеров сзади найти. Но они тут не спешат. Куда-то ломиться. Адепты в тыл пытаются зайти. Да, заходит адепт в тыл. Еще один Либератор сразу же прилетает. Не может выбить. Здесь Либераторов-то сейчас быстро всех этих... Маленькие что-то тут тоже наотдавались. Колоссы под Либератор зашли. Сталкеры тоже огребают. Пришел еще один танк. 106-86. Ситуация по лимиту ютермала замечательная. Здесь-то, конечно, тоже контролит, как дьявол сейчас просто старается контролить. Но тут и Либератор атакует, и танк атакует. Здесь сбоку обошел. Надо фокусить колосса. Именно ютермал фокусит колосса. Но до конца что-то не до... Ой. Да. Но посмотри на экономику. Это 67-41 просто. Я не знаю. Чуть ютермалу держаться, как бы... Все будет круто. То есть у него сейчас уже все круто на самом деле. Ну да. Ну тут, по сути дела, чуть-чуть еще и термальчику не хватило. Ну, раскладки Либератора, чтобы вообще Зеста здесь увидеть. Если бы они перекрывали там, да, всю как бы вот эту рамку. Зест там по краешку на халяву спустился, как бы колоссами своими. Ну тут уж как бы такое-то тяжело предусмотреть очень. Точнее, невозможно. Просто это уже Зест смотрит, какая позиция и выбивает с той стороны, с которой нужно. Блин, ну если Зест вытащит эту игру, конечно, то это вообще будет просто что-то. Экономика ее термал закрепляет. Ему в туреточек бы парочку, чтобы мейн защитить там не летало. Все вот это дело. По грейдам сейчас 1-1 будет. Зеста, Зеста одна атака только. Плюс инженерка сармали вторая. То есть 2-2, 2-1 точнее, скоро закажут 3 термала. Четвертая локация. Ну да, значит, все как бы логично. Опа, Fusion Core, Рейндж Либератором намечается. Тут старый порт еще один. Задал бы ее термал, да, сейчас ситуацию в игре, просто бы собрал всю армию, пришел, и бомбку было бы. Но, наверное, здесь-то мало. Хотя при этом здесь стоит четвертая. Да, хороший такой дроп вот от Ютермала. Блин, Observer там, правда, рядом есть. К его, то есть, скорее всего, увидит. В детстве термал что-то... Странный дроп на вкроющийся билон сейчас просто. Ну, не знаю, нужен ли он был. Дроп на мейн. Мазеркору где вообще у Деста? Он есть вообще в наличии? Нету Мазеркора. Ну, тут, кстати, сталкеры, да, варпились. Здесь залетает Ютермал, сканет. Мазеркора не видит он. Ну, тут сталкеры сразу один медивак собьют. То есть, это минус 10 лимита просто будет. Минус 8 лимита боевых юнитов, которые в нем сидят в этом медиваке. Сталкеров еще больше стал. Ютермал хитро дропнуться хочет. Но здесь-то уже хитрость эту пресекает здесь. Ну, лимиты 177-132 там получается. То есть, по лимитам жесть вообще. Так, видит Ютермал, что здесь вперед идет. Ну, видишь, что Зест просто оборзел. Тут два колосса всего смешных. Ты вообще каждый тварь по паре взял, пошел. Ну, да. Ну, и, кстати, Ютермал, смотри. Блин, ну, Зест все время адептов пошлет, все пошлет. То есть, позицию понимает. Здесь Ютермал сканет уже, вывести бы, вывести бы эти медивайки куда-то куда дальше. Ну, здесь нечем Либераторов разобрать. Все колосса просто отгоняет Ютермал. И четвертый нет, вот Зесту уничтожает. 250, ну, надо точку ставить как-то, блин. А как ее поставить, если пока не поставить никакой? Или поставить? Так, здесь Дарка, два ветерей, Термал. Дальше идет 4 минки плюс Либераторы. Вообще все перекрывают. Нам нужен скан еще. Термал видит Дарков. Да, видит Дарков, скан пошел. Под блинг сталкерами под 4 минки. Колоссы подходят, больно, больно, очень больно. Минка еще залп делает. И вообще под Либераторов Зест залез. Как-то и дропнулся на Мэнь Ютермал Зест не заметил. Скан бы еще хинул, сколько. Не получается. Вообще, что-то Ютермал в первую игру Зеста вообще в хлам разгромил, конечно. Ну, благодаря выходу, правда, если бы не выход такого преимущества не было по лимиту по боевому, ДГ, пишет Дест. Но если и Термал в таком ключе продолжит, то он молодец тогда, что тут говорить. Да, я, знаешь, если думал, что будет какая-то победа у Термал, то она будет там, пот, там, ну, вообще, очень сложно. А тут как-то, блин, ну, прям вообще круто. Ну, да, уничтожает просто Деста. Просто уничтожает. Так, захожу в игру. Ютермал побеждает, чтобы нам было интереснее смотреть, чтобы не было зеркала. Конечно, конечно. Так, что там, пацаны, уснуто там? Я по неконтролю сейчас, сейчас скажу, люблю стрим, попробую проверить, что там происходит. Кто там ведет? Рок 2.1 ведет. Ё-моё, блин. Не знаю, как он выиграл, но как-то выиграл. Семь, что ММР не зря наиграно, но это на Европе, и я думаю, что Дест не особо-то в курсе там про Семь, что ММР Ютермала, как бы. Семь, что ММР Ютермала, как бы. Потому что у нас, как он мы живет, и я думаю, что Деста. Это на Европе, и я думаю, что Деста. Он мне главный, он мне главный, который он chilliет. Он мне главный, он не знает, что я ребенок у меня. Он мне до Европы, и я днем. Он мне главный, он мне главный. и тормоз если можно это кажется играть прокси потому что хотя по shift-клику рабочего скорее всего будет барак дома поэтому от тест идет сразу розетка после пилона и ранее да ну и термала очень любит прокси рипера на прораннего сыграть вот я про него как раз и подумал что будет парад но не термал нет пока верно бараку не будет прокси стоит ну и сейчас увидеть кэш и пробку то уже здесь и фактор вряд ли будет прокси ставит пока стандартный барак может быть повторить эти тот же самый билдор не термал у раз зашло почему нет так димган по поводу кибетика кстати да на кибетик и пацаны кому интересно ставочки все есть досылка которая кнопка кнопка которая у меня в описании канала есть она работает но надо фрегей ставить только так короче приедет это расширение там браузер вот кто-нибудь скинет вот ну и всех я приветствую суммарно народу нас много вот заходите на все стримы к паше спашенного на мой и поддерживайте наши каналы естественно реквизитовое описание через player там премиум они суммируются кто на твиче находится на моем просьба на мой гг-канал открывать в отдельной ссылке в низком качестве чтоб на конкур стримером пользовала хватит хвалить но про что вот у нас 4 готов если ты убрался что простой алиот ходит поверье уже штука я похвалю то все короче гг-канал сразу зачастую так и бывает его уже предлагают за деньги мне кого-нибудь хвалить ругать но я объясняю что только искренняя похвала или ругание работают на заказ не получится пока тут да да тот же самый билд катает и терминал вообще ну да ну да наверно он пошел как бы логика какая типа зест разведал не буду делать прокси думаем гейм что типа ну не поверят он что может второй разбил такой будет делать ну да 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 я просто считаю сверх надежными не знаю пути все это вполне может быть ну то что здесь не любит stargate то это нормальная тема это очень даже нормально плюс еще то что здесь не чизу но не любит такие парами чизы там с одной базы куда-то прийти на ломиться макро игрок хотя ставится даршай но если даршай может зажечь все равно все равно то есть этого может просветить вообще main ох рипер пропалил все вообще я даршай спалил я сразу отменяет блин заказывает были на вот как как это подтвердить я не понимаю почему здесь поставил справа правом нижнем углу рабочего чего там не поставил пилон и даршай ну странно да странно странно но термал сейчас будет даркам готовится туретки пошли ну а как чё там типа алиэк поддерживаю рипером проверил а потом станет спасибо братку и поме что с тремя жигра полных не слышно здесь яндекс спасибо за поддержку спасибо яндекс я там тоже яндекс синхронизировался что ли спасибо яндекс и за три тройки да 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 есть такая тема продать 1 км и андек он такой спасибо тебе ух-опс пролетает прямо как раз опять через два медивака видит это но прошлый раз вот здесь как раз и начал играть 6 нету в там в такой таком русле это это мог грамотно отступил под копьёс и потом пуш с танками к 5 то же самое делать опять танки опять этот пуш 1 2 не в итоге знаете здесь у мертвая зона узи с нами нет а нет чуть-чуть краем vision а сейчас видит тест нормально смотрите да блин когда блин к еще нет и термал заходят мазер пор может пить нет на 2 никсу смещаться здесь у верчащи с еще один будет уходить на 2 блин готов повезло что медивак с мариком ну летел реально очень повезло и термал да очень близко было сейчас надо ему меньше эти изъезд абсолютно то же самое катаешь самое интересное я тебя вот этой стратегии стратегии уделаю сейчас увидишь ну да я ошибся сейчас но сейчас я покажу тебе правильную конку до 3 цеха ты термала но все так же все так же выход бой должен быть как кстати в этот раз что-то со счетами мне кажется нею термал завтыкал потому что стим-то у него уже давний как из ваших и он только сколько 25 секунд делаю свой так меня показа было не слышно а ты случайно ты на меня за счет этот стоит ход кей как раз если отключаю микрофон у меня получается очень рассинхрон расинхрон 6 а тут тоже у меня сцена забинджена на умок и вот эти единички короче вот переключать я как-то тут покупал премиум вводил в киви пароль этими на блоками и просто оставлял потом а задержка две минуты было в игре и ну не пишут а там просто меня сцена где я тупо сижу а игры не видно как бы все смотрят как я камень чего роста надо помнить да вот либертин активировал премиум на ваш канал и опять уж очень мощный пуш на идет уж ну все снуд вылетел горит спать ну печально что говорить главное есть другие здесь сильные игроки на них сейчас опять если либератор разложится так и опять сразу шатает пилон пытается термала в этот раз два колосса и да в этот раз как-то гораздо лучше принимает бой такое ощущение здесь не такое ощущение а так и есть как бы ютермал разваливается здесь 3 медивака улетает но чудес еще в контр-пуш сразу поломится что ли поторопился минус медивак это минус не один это минус все походу ну да минус 3 медивак это катастрофа это похоже на 11 очень сильно но тут как не кажется ютермал поспешил все танки прямо наверх так завести почему-то да да то есть у нее не устроились либератора подожди их не было проще но во первых либератора во вторых на этой карте ведь есть возможности третью базу шатать до слов раунда танками либератор встречает здесь идеально действует конечно просто контрит ютермала жестко есть камни пробита заходит все ютермала нечем это дело отбирается печально конечно да парабам конечно совсем печально 130 короче здесь пытается уйти и уйдет он отсюда через камни при этом всем еще дотекание кто-то подходит уже нападает вот это 11 ну да тут что-то вообще развалил я тут я четко сыграл ну а первый врыв вот этот очень сильно решает на самом деле вот играть самыми жесткими корейцами одно и тоже вообще ну то есть я билд можно один сыграть но как-то именно действовать надо чуть по-другому получить а ютермал не то и билд один и тот же играет еще и врывается точно туда же как мне кажется зарешал 11 но сам билд нормально то есть чуть-чуть чуть-чуть попозже бы и все было бы окей мы по крайней мере было бы гораздо лучше то есть из 2 либератора долетала прикрывала там может был то есть сначала он когда занял около второй рампы позицию когда под рампой высадил танки то есть надо было дождаться либераторов наверное там уже после этого только перевозить дальше то есть танки продвигаться как-то на секунд 40 позже всего прилетели на самом деле как того как отдался как-то можно было видимо просто по 3 осадить танки контролить их если их пытался бы здесь выбить править перспективе камни там и с либераторами уже что-то пытаться сделать да да тут тяжело так а так тут уже все но у нас интрига интрига не в одну калитку побеждает это как бы сейчас просто ну вот после первой впечатляющей не получилось бы три не очень таких а вот храм в альдах здесь как раз таки может быть всякий прокси хотя опять же от и термала наверное здесь ждет поэтому так идиотра постоянно ради разведку посмотрим то есть может здесь напугал пару раз ранее разведка сейчас не будет разведывать но хотя наверно здесь будут не рисковать он не хочет так ребята кто то ли а понял еще группа по ходу не началась еще да даже до соуса лейзер у нас они одновременно играть получается соуса лейзер и стас там шар сразу едет по сапилону не хочет рисковать здесь может быть когда уже будет что набра 21 там интерес к нет а так все стабильно ну да . пока равная ситуация ну прокси да просто ну наверняка зесту сказали что ну и термал там прокси любит играть там еще чего не может он сам смотрел а ведь термал действительно не против иногда и спросом прокси рибера поставить там есть пробочка зажалось но зест не мертвый настолько чтобы не нажать меня лук домой короче охранять вынужден к самку здесь термал свою интересно рипер здесь будет на рипер да вообще побил дурдурным по крови начало идет то же самое как во всех предыдущих играх сейчас ее термала хотя тут можно и марика сыграть нет на играет рипер да опять скорее все будет двойной дробь мариков стимпак ронатива тип получается здесь там законтрила и термал не согласен все таки не очень идти по третью я тебя развалю короче все равно цеху здесь увидел и домой поехал будет ли здесь повторять то же самое то есть вам понятны и термал если здесь тоже сделать 6 гейтов то есть робот xb и потом только перейдет третий на это конечно будет epic это такое зеркало подряд ну да так мазер фор готов термал почти фокусную пробку но не стал терять рипер почему потерял был сюда не погнался проба запиливает сейчас пилон тут хорошо в детстве стоит вот этот мазер форту снипером сливок который то да 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 ну то есть рипер либо через адепта получается либо через мазер корлип еще что-то еще будет рваться такой хотел до гранатку в тайминг поставить у термал но надо не попал на нее но в любом случае рипер ушел как ворваться то им через через кое направлении вообще рипером а вот через тут мазер кор понял расположение юнитов и термалов а вот смотрите да и ворвался в итоге спалят все и все увидит нужно уйти рипер минус когда он там прыганул так я забываю такой это данный момент особо как-то они прыгают так вот так чуть ли не на пол экрана то есть длину факторки как ли полетит вообще и прикольные моменты так в этот раз тоже самое абсолютно тоже самое пока идет на получите араба бои сейчас ровая плюс 3 это как такое возможно может быть все таки третий нексус здесь вот и ты измени билдер немного ну тут вообще все прямо один в один так стал ты пошли ночью работает куда observer летит не знаю термал запалят его выйдет виде зараза и здесь емая блин рано раньше времени но молодец и термал внимателен как бы но здесь тоже тоже внимателен да 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 спалил что ю термал спалил встретить было пса здесь все равно что он на мейн полетит очевидный момент так загружается ю термал детс конечно прям вылета не видит но он поймет сразу же куда там это все летит здесь везде есть пилоны куда лучше дропнуться то здесь я даже не понимаю кстати здесь что контур врыв будет делать похоже на то смотрите ка интересный момент адептиков развел сталкеры окул рампы стоят как 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 и термал полетит через адепт прямо посмотреть что что у зеста на базе строится дорогу как и было в предыдущей игре делает так вылетает термал не стал вообще ничего давать решил как бы лучше я сейчас буду в танками просто по ходу дела играть на броню ох жесть хотя если его обык игроков если очень хорошие билды ордеры хорошо отработаны и тогда это очень круто также морглазе способности предыдущих играх мамам и морглазе с не подстраивал метку ощущения почему-то мне кажется мне кажется как он один вроде бы был потому что он как раз танки вот когда на вон на галактике заходил там именно и можно как неплохо давал справа в правой части хорош контроля детства нужно как-то зайти с минимальными потерями симпатч с ютермал танки бустят ледет вперед танки дропают под оверчаж подошел но не надо на пилон здесь ломиться хотя здесь ютермал смотрите что-то агрится на пилон так адепт 45 секунд до щитов или три стал дистанетами врываться либератора сейчас будет здесь так ютермал прям сверх агрессивен колосс опять выходит но тут по танковой по сталкером хорошо танки дали опять либераторов не хватает несколько секунд чтобы прилететь что такое-то блин термал ютермал что что сотворил то опять такое и опять такие же глупые ошибки просто там 3 cc в этот раз кыш на ютермала все получше кончилось то есть парабам он в плюсе даже получается какой-то сверх агрессивный что ему мешало отступить ты чуть назад хотя там композицию получается потерял но можно было вот на рампе здесь занять в центре даже бы и по чуть-чуть да да двигаться ну видимо зашли все что то есть если бы продавца не было гейтов и был бы третий nexus он бы мог продавить но он просветил но с другой стороны он не знал потому что 3 3 смогли еще выше поставить вот лишь либератор пролетает справа сверху ну да да то есть такой хитрый маневр пилон увидит либераторов там в космосе с краю уже проект до построиться и увидит точно теперь хорошо здесь пилоны стоят как бы конечно это все отработано очень жестко все все в пилонах тут в этих завис либераторами термал в этот раз у детства как-то плюс один пораньше метку ощущения great и здесь либераторы рядом с мэном кстати и там с 3 либератор рядом есть есть чуть центрями вперед пошел что сантрита должны будут делать смотри-ка нашел термал позицию где либератор спокойно выбиться это минус 2 работа точно а то и 4 сморез навода по это не будет 4 и пробки вообще жесть какая творится пробки масле и это супер выгодно или просто либератор это реально куда-то медиваки на мою правда летят и термал заметил улетает назад поздравить и поздравить либератора с успехом 65-53 барабам здесь один либератор на 12 хп в районе мэйна он не то что бесполезно вы улетали улетает до полетел и термал видимо f2 нажал часа не знаю ну или там всю армию законтролив такой спокойно пролетел в невизион надо мне вижу на детских юнитов как-то на халявку просто пролетел ну тут ошибка вот в том плане либератора была ошибка если если уж пилон оверчарш не достает до либератора двумя ни в коем случае сталкерами нельзя подблинкиваться то есть если вы по очереди их блинкаете там по два выстрела либератора там сталкеров я не знаю выбил выбить очень много нужно блинкнуться сразу так что-то максимально быстро и убить четырьмя минимум так короче чудом живут они больше тоже здесь здесь об минка на вторую детство прилетает здесь реагировал на третью минка прилетая да на третью минка 3 термала прилетает а сервер то есть здесь нету а все же еще при термал переконтролил бы если было хорошо в детстве у сталкера по-моему сейчас случайно выбил еще он специально чтобы найти поминка да походу да а пса нету не хочет об состроить колоссов колосса хотя у вас построился на натурале смотри какой то по лимиту хорошая для ютермала он идет вперед танки только не взял пачу уже к новому привык что-либо здесь твой на дроп на мэйн не демодженом меди вакуум куда ты сразу повлетел ну крамотно все сделал но потом поспешил чуть-чуть и даршайн кстати палит ютермал здесь на халяву даршайн он видит сканет деста 171 155 грейды 11 доделывают час раньше либератором видимо ждет и термал сейчас уже по ходу дела я не знаю что он еще может здесь ждать полетели дропа по всем напрямку там либераторы полетели что происходит случайно не скрип видимо армали есть так сармали завтыкал ветермалка что пораньше грейды бы делать вообще замечательно было бы так идет дарк вперед спалит хотят и термал как он внимателен туда смотри не сразу заметил дроп там прям в контроле то вот именно так именно корейский тиран летит опс мару раньше сразу скан минус от европейцев я это такого прям замечал внимание жесткого и позицию успевает ютермал занять минки либераторы прям под блинк под минки пошел по сталкерам жахнула еще одна минка жахает короче здесь что-то у детства проблем и термал заходит уже фокусит колосса раз укусить колосс пытается 2 2 запокусил может сталкеров лучше было убить бы я даже хз кого там лучше было убивать где-то же группу 166 132 размениваются ветермал зестом вроде как неплохо но пока что да пока что преимущество по лимитам нет особо так сталкеры под блинкиваются нужно складывать либератор улетать минки ой как хорошо минки бомбят еще да да минки жестко бомбят плюс еще выход идет от ветермала еще здесь три минки зест идет вообще нечем либераторов убивать минки вообще просто жесть какая-то творится похоже на 21 уже здесь вообще нечем драться зесту от сервера нет а здесь шесть минок просто за пол 55 по три раза похоже что да так либератор улетел минки закадыш или сейчас но здесь понимаешь что там опасная очень зона минное поле и по почему ветер мало не хочет просто прикрыть либераторами минки эти и дропу это уже мудрит просто убить и в лоб его блин тут пять минок просто идеальная позиция вообще а либератор это страна мужик сказать подлинку ли сталкеры получили демоджа от либераторов так здесь выход будет там dark dark на четвертый нарезать 79 129 ну вот пожалуйста на халяву убивает минки зест ну не знаю мне кажется если бы термал при прикрыл бы эти минки просто полетел убивать бы да как бы не убивать точнее не дропаться на мэйн а вот здесь у меня это продолжал бы приводить он просто убил бы да ну хотя здесь тоже с выхода уже то редкий ветер мало строит сбоку так заходить dark пробегает ветер мало пытается не кто-то хокусить или нет а дэп когда варку с дэпом бабах делает ветер мало дает био в это время дропается вниз короче как-то и термал сам сядут на разводил у меня такое ощущение складывать хотя неудачно на третьей базе дропчик и четвертого не к сузе станет с другой стороны 150 8 106 да ну несмотря на ошибки ветер мало как бы у него все нормально еще очень жесткая ошибка что на 1 1 а так только делать вторую то есть он какой-то а он все в сканах дарков короче тратит у него еще немножко минералов не хватает заходим термал последний выход 2 1 2 и смотрите-ка наказал все-таки этим билдом его место опять в очередной раз еще здесь такой нет я щас обоих наczyć этим же белдом ну да короче делаем ставки гаска господа четвертый раз тоже самое или нет хахахаха у придач 4 единички людей на стриме красиво принц крим罷 я Bell's кринот принц крим спасибо всем зрителям которые смотрят ребят заходите на все стримы на фашен на мой кто Отвече на gg-плеер, открывать их в плохом качестве, чтобы человек часы шли для конкурса полезно. Ну и поддерживайте наши каналы, естественно, ждем продолжения мы. Так, что-то я не захожу. А, вот хост только сделан, все, отлично, запрыгиваем. У меня в чатике вот... Кату Найн написал, говорит, я накажу тебя этим билдом с третьего раза. А я тебя со второго, наказывай. М-м-м-м. М-м-м. Вообще для этой карты здесь у обоих билды подходят. Как бы это странно не изучало. Ну да. Ну да. Ну как-то прямо вот Ютермал, я не знаю. У Ютермала есть такая тема, что он любит один билд катать и катает его. Но к минкам, я думаю, Ютермал, может быть, и готов Ютермаловским этим всем. Даже если Ютермал сейчас Ютермал сейчас Ютермал выиграет, такой процесс тоже опасный очень. Как бы расслабляться. Рано будет ему Ютермалу. Ну зато самое главное, не будет зеркалок. Ну да. Ну это да, это очень важно, конечно. Не, ну и в связи с тобой пробрейте, не выйдите потом, это обидно, конечно. Что делать, всякое бывает. Да, да. Пока что из не корейцев вышел сортов. Все, как бы. Есть вероятность, что он будет один, как бы, просто. Из первой группы со статс. Нам Шар, Лейзер, ХЗ, смогут ли они там выбить таких зверей. Вот. Ну а здесь Ютермал в окружении трех аж целых корейцев. Посмотрим, посмотрим. Я из будущего. Сейчас Ютермал закажет риперы. Марик, Марик. Я уже не из будущего. Да, да, да. Неужели, неужели изменения пошли? Что КСМ-кай-то там катается, не боя? Ютермал. Так, хитро обманул тут. Сочи-ка, Марик. Блин, все спалил, а? Да. СОС-1.0 с Лейзером уже началось. Ну, спасибо за информацию. Похоже на дроп Мариков с Минкой. Или сначала Марики, потом дроп Минок. СОС-1.0.0.0.9. СОС-1.0.0.0.0.0.0.0.0. Минка сразу будет закапываться на натурале, причем закапываться над СЦ-шкой от возможного залета Мавершипкора. Да, но это скорее всего, извини, перебить оплашут этот Марик и а потом три Минки друг. Да, 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 скорее всего, то есть, да, то есть, друг Мариков. Он может просто видеть, что же, если он уверен, что Зест не играет в Старгейт, то сразу в первом дропе взять пинку. То есть, и, знаешь, один дроп пролетает, например, высаживает Минку с Мариками на мейн, а второй летит, предположим, на натурал. Или сразу первый летит на третью базу, а второй на натурал. Ну, то есть, развод такой получается с Мариками, что выманивает на Мариков кого-то там байтит какого-то юнита и пытается, чтобы Минка дороже окупилась. Ну, либо, соответственно, да, одновременно сразу три Минки там дропнуть. Не, ну, может быть, но что-то я в Ютермале такой гибкости обычно не замечал, что он делает, то он обычно и делает. Ну, сейчас посмотрим. Ну, да, вот, все Морики садятся, короче. Один еще тут. Почему-то он всегда при этом всем, вот был восьмой, а он семью всегда летит, почему-то. Я сколько видел, то есть он даже берет себе. Блин, и как опс вообще в тему чертов пролетает? Это... Ром Кайо 96 активировал премиум на ваш канал. Тут дропчик со стороны третьей, да, на мейн зайдет сейчас. Там уже сталкеры встречают. Так, две Минки, третья там тоже есть, видите, три. И еще вот этот... Какой опс, просто я поражаюсь. И второй дроп прилетел идеально, и Тайминг спалил еще и Минки, по-моему. Вообще халява, просто халява. Так, здесь три Марика заходят прямо на вторую базу сталкеры. На мейнесть нужно ли... Тут надо развести, наверное, и на юверчажи, здесь-то просто отступить Ютермалу. Куда Минки полетят? На мейн, получается. Ну, тут вот здесь-то и опс сервер сталкеры. Здесь опс сервер есть, короче. Можешь сейчас дождаться, это значит, и рвануть им на натурал. Ну, типа обманка какая. А, ну смотри, кстати, Ютермал хочет на мейн Марике, и Минки тоже на мейн, кстати, грамотно. Да-да-да-да-да, получается. А ты какая-то залетаю, а ты не видишь? Нет, замечаю здесь. Я заметил все здесь. Талкером в тыл, зато Минки заходят. Апс сервер надо зафокусить, хороший Ютермал фокусил. Ну, немножечко тут выиграет время, конечно, но... Так, Минки загрузил, улетел. Вообще, только две Минки. Ага, здесь видел. Здесь видел. Так, там жахнула Минка. Ну, там, да, если бы та, конечно, в стэк попала бы, сразу ГГБ было. Здесь-то, очевидно. Повезло очень Мидиваку сейчас. Один выставил осталось, но он ушел. Так, а блинки... А, есть, да, блинк. Только что здесь блинканулся. Ромку Бинус 6. Спасибо за время. Спасибо всем, пацаны. Пока игра стабилизировалась. В поздний Steam по этому году, конечно. Одесса, кстати, такой же билд абсолютно делаешь, самое интересное. Ага, вообще. То есть, Ютермал... У Ютермала первым сдали нервы, получается. Он изменил свой билд. Одесса, нет. Либератор. На Мейтплит, кстати, видел его сейчас в кибернетке. Раскладывает Ютермал. Либератор, Одесса не видит его. Одна пробка, но все равно реагирует быстро очень. Улетает Ютермал туда в хвост, чтобы сталкали не достали. Все правильно делает. Ну, грамотно, вообще, вот этим Либератором, получается, частично держит армию Протаса на базе. То есть, здесь бы хотел выйти всеми, но вот этот Либератор же, он может и на третью пролететь, и на вторую. То есть, здесь еще и дроп рядом летает, какой-то бешеный медивак справа по карте тоже. Хотя, в целом, игра равна. То есть, у обоих, примерно, в одно и то же время встанет третья от базы. Ну, получается, вот так, вот где пробки-то падают. А, у Минка прилетела на вторую. Две пробочки подрезал Ютермал. Там нам еще, ох, сталкер какой-то подрезал. Ну, и Либератор, да, одного сталкера подрезал, но еще и улетел Ютермал, при этом всем ход там. Хитрый. Так, цеха третья летит, сто восемь, сто шесть. Рабочую больше Ютермала даже. Продакшн есть. Уграйдам один-один, кстати, Ютермала сейчас будет против детских нулей. И арморий с инженеркой вовремя добавляются. Ну, вот единственное, что всегда, когда вот так вот здания строят перед этими камнями или где-то с краю, как бы мне вот это все как-то аж становится дурно. Как дурно, да, что как бы сейчас придут просто и выбьют все это нафиг. Да, согласен. Всякое бывает, но... Может, это значит специальная замануха? Ну, да. Ну, термал пока, ну, тут все нормально, в принципе, делает, он не расчитывает. Угромных, сколько? Ну, да, здесь что-то прям всю карту перекрыл пилонами своими. Пробка на... А, вот пробитый камень на девяти, получается, четвертый он брать собирается. Так, термал заходит на ХГ. А, тут тоже он пилон видел. Ну, два пилона, что тоже как бы на минус 200, минус лимит. Так, зеста 1-1, у термала 2-2 пошли. Ну, по грейдам, все хорошо. Главное, сейчас как-то нелепо не наотдаваться. Рейндж-либератор и мьютер-мал собирается делать. На третий базе? На третий, да, либератор. С мэна, а как он вообще? А, сталкеров увел зеста. Вот он и прилетел в итоге на халяву сюда. И улетает еще... Нет, не улетает. Улетает. Ну, тут... Тут марики бегают. Да, тут марики бегают. Но... Годите, а где-то медивак один забыл, у термала. Вот он сверху почему-то стоит. С 200 энергии, кстати говоря. И тройной дроп заходит. Куда он заходит-то, кстати? Не... А, 9 отменяется. Кстати, такой вариант. Блин, ну, у термала найдите-то медивак, инжете. Пригодите. Сканет у термал, видит там колодки. Пилоны здесь отменяет. Агрессивный подлинг. Сторон, а где-то пару-трое... Нет, пару. Пару, не тройку сталкеров забирает у термала. Отступает район Ксилнаги сейчас. В это время тут адепта мариками нашел, убрал. Еще-то вот медивак как-то, да, странно. Он забыл здесь. Сейчас еще один пилон найдет у термал зесту. Зест агрессивный подлинг делает. Надо разгружаться. Сейчас минус будет юниты. У термал разгружается. Зест, кстати, не видит медиваки здесь. Не попустит. И хорошо тут разменялись. Морить, что тут говорить. Хоть несколько подрезал. Здесь тоже попытка подшатать. Но здесь грамотно два направления. Просто армию держит сейчас. Попотерим. Что у нас? 2.800 у термала. 2.300 у термала. 2.300 у термала. Но... Как бы грейды лучше. Рейндж либератором это вообще очень-очень прям важный грейд. Для тирана я пока включу. Опа, медивак нашел ютермал все-таки. Молодец. Приятные сердца есть. Так, выход пошел уже. До ранжа либераторов, кстати, 20 секунд. Еще как-то спешит ютермал. У меня такое ощущение. Так, симпак. Он прям тут с разных сторон собирается налететь. Не, как-то налетел так, что у термала ему подрезал. Просто либератор одного и все. Кстати, ютермал странное направление выбрал. Очень дальнее. 9 часов просто. Ну, заходи, не хочу. Как бы прирост идеально подходит по этому направлению. Танка почему-то 2 не взял еще. Как бы странного. Еще в последнее время заметил часто ли ютермал что-то ленится танки в медиваке взять. И в ТВЗ помню. А, хотя вру. Там патч был. Новый там танк. Ютермал так водил. Может так готовится просто и в других уже тоже. Так, грузчик на мейн. Смотри, залетает. 190-165 по лимиту. Ютермал присутствует. Шатает. Да, шатает. Шатает. Так, два колосса пришли. Ну, так. Пришли и маленький. Здесь ютермал еле-еле на улетел. Здесь меняет направление. И колоссы под либераторов пошли. Больно колоссом сейчас было. А ютермал идет, смотрите, всеми на халяву просто на вторую базу куда-то туда к Зесту. Сканит, видит колоссов две штучки. А они без прикрытия сейчас. Стимпатчица заводит часть юнитов. Ну, как Филды Зест поставят. Ё-моё. Блин, ну это Зест, что вы хотели, ребят? Так, здесь отдаётся всё. Медивайки куда-то в наглую. Прям вообще просто в минус 20 лимита, короче. И ютермала меньше, чем здесь становится полимет. Но это вот ё-моё типичное вот это вот. Так, здесь либератор хорошо заходит. 170-150. Пошли штормы. Гастов у ютермала нет. Но рейндж либератора в принципе контрить как бы штормы неплохо. Но Зест заводит группу с тыла. Блин, какую игру ютермал сейчас отдаёт? Это просто жесть вообще. А он реально её отдаёт. Так, либератора назад две штучки разложили. Но био красное всё просто жёстко как бы. Всё тут как бы. Зест в тыл заходит, ютермал не приводит прирост. Либераторы минус, био минус. Вообще не понятно. Зачем держать вот эти четыре либератора? Три полудохлых юнита как бы здесь. Ну, просто может с тыла зайти. Короче, ютермал как-то перемудрил. Сам себя перехитрил в этой игре. По-моему. В итоге отбиться, ну, просто нереально тяжело становится. Ну, хотя, если он будет жить, 3-3 у него делаются. Либераторы с рейнджом в контроврывы минками идут, в принципе, да. На вторую или куда? Да, куда-то там. Ко второй летит медивак. Минка жахнула. Здесь что-то пытается обходить с разных сторон. Здесь два танка есть. Блин, какую ютермал агрессивную? У кого он летит-то под... Прямо за псом. Блин, скопи ты побольше. Лимит-то уже в лоб, надо драться там. Крутые грейды и вообще все. Круто ютермал. Он куда-то прет вообще не... Так, блин, под минки идет. Минка, кстати, хорошо тут жахнула. Но вторая вообще не копается. Пока что и так... Хотя нет, парень закопалась, но... Дэмэдж нанес. Как-то пустые медиваки полетели у ютермала. Не понять куда. ЗЕСТ другого направления пытается зайти на... СЦ-шку пятую ютермала. Пошли филды. Штармы по КСМку, чтоб не вычинивали нормально. Минки скопались. Все, СЦ-шка падает. Это очень плохо. Там Либератор прилетел, но ЗЕСТ увидел пробок, отвел. 45-120 они, кстати, лимиты-то близкие очень такие сейчас. Не дела, как только ютермала не хватает. Вот два возвращаются. Здесь добыча заблочена. Либератор еще ближе подлетает. ЗЕСТ видит. Блочит. Хотя бы блочит добычу пока. СЦ-шка с мейна вылетает на эту четвертую. Здесь у ютермала третья атака доделалась. У ЗЕСТа 3-3 доделается. Ютермал летит прямо через... Ой-ой-ой, тут армия ЗЕСТа. Он не заметил, походу. Причем между пролетел вообще. Кому навешать? По красоте. Ужись! Так, ну да. Ох, сейчас моваршип корни? Я решил не убивать. Так, говорите, где там пробки-то погибают? На центральном экспанде. Сейчас на натурале. Пробка адепт. Тут еще одна аминка красненькая летит. Крапается. Этимал достанет она вообще до куда-нибудь. Мне кажется, только до газа если... Он с другого уступа достал бы вот этого. Да, да. Он с другого уступа должен достать. Так, если так вот в центре... Пытается дропнуть, но видно же вообще все. Ну да. Не, просто 140 лимита как бы. Здесь тебя пытается... Да, вот все куда-то летит, летит. Многие тираны, они как-то на автомате дропами летят, летят. Итоги только слизь трубу происходит. Так, здесь вроде как сталкеров нормально дропнулся. Товар дарка одного идет. Не знаю, заметливый термал. Все, здесь нашел уязвимое направление. Как бы минус... Так, короче, минус Старфорд и минус ТС-щика. И что он там нечем особо. Там, где здесь Дарк выпиливает. Ну, даже после того, как Ютермал-то ослился вот в центре, у него шансы были. Но вот это стремление куда-то лететь дропаться постоянно не давало ему скопить лимит и в лоб нормально отбиться. Вот, смотри, он в натурале шатает. В натурале, да, шатает. Лимита боевого достаточно много нужно отметить с Ютермалом. Он центральный экспант этим дропом убил. Ну да, кстати. Минимальные шансы еще сохраняются какие-то у него, судя по всему. Так, ну Дес заходит на центральный экспант уже. В СЦ, а если минус будет, то все. Печаль достойно. Так, Штормы подлетают, Штормы пошли на бил. Либераторы подальше. Разрожились, отгонят, отгонят ветермал Дес. Нормально. Так, и здесь, кстати, адептов шатает. Смотрите-ка. Контролит дропа там ветермал. Да, контролит. Так, мародеров поставляет четко сейчас сфунктовать. Не знаю, где тут. Медлят с обороной прям. Пилоны выбивает. Ютермальчик. Подходит Талтер. Все, сейчас дропы последние секунды отживают эти. Улететь может куда-нибудь. Один улетает, друг. Удали на третью базу. Ну, кстати, био подкопилось, но медиваков ноль вообще. И вот эти танки, что меня просто бесят. Как с начала игры здесь стояли, так и стоят. Не хочет с ними возиться. Да, то есть они, ну, сейчас уже от них толку и немного, но как-то пораньше немного они могли помочь на самом деле. Так, видит Ютермал, что здесь в тыл заходит. А здесь по размены идет, насколько я понимаю сейчас. Блин, и медиваков для лечения просто нету. Это вообще печально. Укладываться, идти, отбиваться. Печально, конечно. Цельчика падает. Ну, были по Ютермалам медиваки хотя бы с точки 4. Он мог бы вот этой армией выбить 9 и идти там где с тумейн убивать и с данными какими своими лететь. Но медиваков не было. 2-2. 2-2-2. 2-2. Да, как-то про танки что-то забыл, теперь мальчик-то. Как-то они могли там помочь, на самом деле, в первых выходах? Да, они вообще как бы манут. Вот когда вот он-то одавил и отдался, вот где там танки могли вообще сильно зарешать. Ну что, ребят, всех приветствую. Продолжается битва. Сегодня у нас что, получается? Две группы кончились уже. Ну, еще здесь две и тут очень много всего. Пейшнс Тивай пробрил Ютермал с Дестом 2-2. Ну вот. Победителя Пейшнс ждет проигравшего Тивай. Ну и статс нам Шарлайзер группа стартанула там уже, я так понимаю. Что ты, Паша, хотел сказать? Не, я... Что эти... Любой матч, я думаю, будет вообще интересен. Ну да, да. Пускай даже и зеркалки все равно. Учитывая, какие имена у игроков. Ну да, тут очень жестко все было, очень жестко. А давай делаем ставки. На Билдм то же самое. Не, ну здесь там... С Деста походу да. А вот Ютермал. Так, соус 2-0 лейзера уже тут идет, смотри. Сильно. Да, ИСС хорош. Ну пока все идет, да. Тот же самый барак. Ютермал просто думает, ага, я вот в прошлой игре просто изменил Билдортер, поэтому я проиграл. Ну, может быть, да. Ну, как-то не, ну блин, так вообще это же было как-то... Все вхожу. Как-то резко, да, там, 190-150 пользую термал, потом копа, вышел раз и наоборот, 200-150 как бы там. Деста отбился по нескольким направлениям и все. 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 Вот, значит, ставлю на Деста, а я ни на кого не ставлю. Я болею за ветермала, чтобы зеркалок не было. Ну, тут, на самом деле, 50-50 по предыдущим играм, судя. Да, 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 смотрите-ка, термалку же самое. Билд в стимпак билд. Залетает рипер на мейн. Так, есть там пилон, и термал видит. Молодец, что туда не полетел. Хитрец. Хочет отвести, да. На аверчаж. Да, да, да. Так, Серега, сейчас немного отлучить, опять я тебя поставлю. Ну, давай, давай, конечно. Если угадаю... Я, короче, за ветермала считаю, что... Считаю, что это он. Хотя здесь в последней игре, я думаю, очень четко отыграет. Ну, не суть вопроса. Я за ветермала. Болею до конца. Короче. По лимиту. Ровно. Болею. Блин. Пошел опять плюс три гейта. Привет, Алин. Привет всем. Ну, если Паша сможет, мы и завтра с ним постримим тогда. Слот в игру есть, как бы все в порядке. Я здесь, среди теней. Так, залетает. Ну, а Серег будет, Улнет, Чизабей. Забей, Улнет. Так, у нас 1400 человек на всех стримах. Кто на твиче, ребят, открывайте gg-плеер в кладке какой-нибудь там на минимальном качестве. Мне от этого польза будет очень-очень серьезно. За это всем громадное спасибо. Ну что, а то почти готов стим у Ютермала. Летит вне вижена обсервера вот этого. Это очень важно сейчас. Что он скрытно выдвигается на позицию. Здесь сталкер-адепт рядом, без блинка. Сталкер еще 10 секунд можно подрезать будет. Ютермал видит сталкеров. Тем паче пока блинка нет, надо пытаться нарезать. Но блинк через секунду будет. Все, готов блинку, Зестер. Все, заметил Ютерман блинка, сразу же улетает. Вот это мне очень нравится в Ютермале этот момент. Я уже не раз говорил. Вот. Какой? Тот, что Ютермал, видя угрозу, он сразу разворачивается. Либо, как бы, если видит, что может законтролить, он законтроливает. Как бы, это очень важный момент. Так, здесь Марики возвращаются домой с задания. Надо их вылечить. Чего он встал-то, Ютермал? А вот он встал. Сейчас, Зест, Зест собирается контр-урыв какой-то. Наглейший просто сделать. Так, видит Марика здесь. Очень четко Зест играет, ничего не скажет. Ну, заяц-сталкер, ему Ютермал забирает. Одного, второго чуть не забрал. Да вапсервер же висит. А нету энергии, да? Да хрена энергии. Чего Ютермал наглеет-то? Проскань ты, ё-моё, этого Зеста. Кстати, кстати. В этот раз есть Робо Бэй. Робо Бэй. Ой-ой-ой, ошибки от Ютермала. Провал просто. Ну, это катастрофа для него. Какое ну-то... Я сейчас вот реально думал. Эти европейцы любят всегда сыграть 2-2, а потом третью игру по бичовому отдать. Это сейчас и происходит. Я не озвучил это, блин, но как подумал, так и работает. Чего? Чего? А чё-то в танки отдал? Что случилось? На муве полетел вперёд. Под блинг агрессивное одессе. Всё. Ещё пока не конец, но провал у нас с Эмликова для Ютермала. Так, нужно сталкеров как-то отбить этих. Как их отбить-то? Ну, надо либератором прикрыть Мариков просто и всё. Тест разменивается по чуть-чуть. Ну, это минус ССФ, походу, не достроить будет Ютермала. Блин, вроде же достраивал. Чё-то отменил в итоге. Ну, кстати, Зест, смотри, он в этот раз робо-бей строил, но он имморталов настроил. Но дело-то не в имморталах, а в том, как провальный Ютермал просто сконтролил сейчас. Танки ты имеешь? Да-да, просто если бы он всё нормально сделал, он бы мариками пробрил бы хлам вообще. Вот то, что там у Зеста есть, было вообще. То есть, получается, там два иммортала, третий выходил. И просто, просто эти сталкеры без центреи вообще. Ну, это минус два либератора. То есть, гвардии она не было, и марики бы нормально там разваливали бы. Так, фиговенькие дела, конечно, у Ютермала. 115, 125. Ну, не надо ему просто спешить, улынить тут тоже, как бы, на самом деле. У Зеста колол с тренджом. Один или два уже. Опять Ютермал идёт на муми. Ё-моё, что творится, а? Что творится вообще? Куда прёт Ютермал? Так, танки неплохой дэмэш, но тут есть имморт. Сзади фризмов тыл залетает. Короче, три-два Зеста. Это очевидно. Вот это любимое занятие европейцев. Просто играть собрано две игры, четыре игры там, и потом просто отдаться вообще в миссину полную. Да, обидно, конечно, Ютермалу. Ну, в целом это первые игры вообще отличные были. Ну да. Интересные. Ну, может быть, ещё усталость тоже, что всё-таки не дома играть там несколько дней подряд. Конечно, это не так, что прям совсем далеко от дома, jet lag там и так далее. Ну, всяко может быть. Ну, здесь просто игроки тоже, напряжение большое очень. То, что группа смерти и у Зеста выигрывает 2-1. Ну, как бы это, я считаю, очень круто. Ну да, но всё равно до конца надо доводить, конечно, что-то не получается тут. Да. Ну что, надо ждать с матч следующих получается. Сос там, кстати, лейзеру карпу у Соса взял сейчас даже. Круто. Значит, сейчас будет пвп, потом твт. Блин. Угу. Угу. Ага. Чуточек не хватило. Угу. Финал, финал завтра. Ну, завтра. Финал завтра. Ну, завтра. Или подожди. Завтра плей-офф, да. Не до конца когда. Ну да. ты будешь завтра то там да 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 будем вместе завтра пацаны чё завтра самое интересное плей-офф финалы не но ветерман молодец как бы он на уровне играл как раз говорят нам комментатор что у зеста две карты взять это очень круто ну с другой стороны термо еще не вылетел ночи я им конечно твт играть тем более учитывая что я выиграл корейскую квалификацию на вес где учись участвовал я идем в финале обыграл мару 30 это круто но и термо может на самом деле чем показал против зеста ланшин и поплыл там а то может быть он устал если устал то конечно гол будет так я сейчас по что отойду ненадолго давай нам уж такие перекуснуть надо что-то придумать да давай а как если что куда джонится там или ладно здесь ребят всем привет кто только присоединился кто смотрит уже давно сейчас мы ожидаем матч винеров в группе c 2 групповая стадия турнира home story cup будет у нас играть два протаса оба из кореи пейшенс и зест а потом у нас следующий матч будет как раз уже твт я против фью термала такие зеркалки но в этом есть свой плюс значит десадер матче у нас не будет зеркало тоже такой вот интересный момент так сейчас здесь в чатике кита общение идет 20 45 веке аурелио привет про геймер ли я или комментатор по результатам по ходу комментатор почему я туда не поехал потому что не прошел квалификацию с димага мишей будем ли еще играть да я думаю да надо будет хорошо порубиться и серега и то есть вообще чем больше всяких таких тела движений два на два три на три четыре на четыре они мне кажется интереснее для зрителей потому что один на один если вот например когда я серьезно игра мне тяжело комментировать и получается таки знаете сухая игра а когда идет игра два на два там пускай тяжелые игры как мы там сегодня с димага играли против американцев но все равно есть какие-то комментарии есть какое-то обсуждение и соответственно это интересно и играть и смотреть нет то надежды снг и тирана не комментатор что мне мешает показывать топ уровень сейчас мультитаск с возрастом слабеет ну вообще конечно с возрастом наверное все чуть-чуть сложнее но если я знал стопроцентный ответ я постарался это исправить но у меня нет такого ответа но там нет сейчас секунду кто лучший зерк в мире или в снг ну вот папа по последнему турниру который у нас проводился беск лучший зерк россия это револьвер лучший зерк европы это сейчас считается либо нерчо либо снут в мире это как раз таки ведет конкуренция там дарк солар снут нерчо то есть у них на самом деле такой уровень то так что-то какой-то хост похода поехали сейчас я лягушу быстренько да 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 конечно зайти короче сюда давай давай хорош так так брат спасибо за спасибо за поддержку так сейчас я напишу это вот как раз таки насчет зергов получилось ли у нас на импернуте мерикосов кстати получилось мы наконец-то это смогли сделать потому что то есть давайте расскажу предысторию просто не все знают мы с димага вот играли два на два и в мире получается мы сейчас по рейтингу и по ммр и по очкам топ-1 мира и вот мы когда смотрели рейтинг увидели что есть американцы которые топ-2 и топ-3 в мире соответственно мы как бы ну захотели с ними сыграть и я написал на твиче они правда не ответили и поэтому и тогда мы начали их искать на америке то есть пытаться просто играть ледер и попасться на них и вот сколько-то мы на родня три играли то есть в разное время там днем да ну для нас днем потом в другой день вечером потом поздно ночью а сегодня у нас димага получилось так что мы играли так как мы как марафон можно сказать потому что вот где-то в 5 или в 6 может быть 7 утра ну в общем попались на топовых американцев только правда жалко было что американцы были без своих тиммейтов то есть они знаете вот есть два предположим пара она топ-3 топ-2 человека но мы с каждым из них играли по отдельности то есть у них почему-то тиммейты были другие в целом конечно там было интересно и мы там и на проигрывали и на выигрывали но я думаю мы еще с ними сыграем обязательно потому что уровень у нас растет и 2 на 2 мы будем потом зажигать все лучше 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 и лучше но зато мы теперь уже примерно знаю во сколько они играют то есть если поставить цель сыграть с американцами то это надо делать с утра вот так так что то здесь какой-то зазорах спасибо большое за поддержку в европе мы топ-1 то есть европе там и топ-1 ну то есть мы играя на ледерин и в европе заняли первое место просто и так сильно ушли вперед что в мире как бы стали топ-1 в 2 на 2 ну вот мы в 3 в 3 на 3 там вот серега и там с димой получается тоже вроде бы топ-1 мира вот такие приколы прикольно по фанте поиграть играть ли в корее другие режимы кроме один на один конечно играю то есть один на один это же не вообще старкрафте есть другие карты вот там кооператив там и вот с димага там тоже зажигаем иногда какие-то юмс ки это же все по-своему интересно потому что один на один это хардкор все-таки это напряжение максимально ну потому что здесь все-таки чем выше уровень тем сложнее играть старкрафт а когда вы играете в юмс как там можно расслабиться там нет такого прям запредельного уровня тренитом тренировок прогресса и так далее и вот то есть если зайти в игротеку там же в игротеке вот тоже все эти карты там же есть свои фанаты кто там играет кто улучшает и соответственно просто это видите знаете как для на для меня это получается как другая игра совершенно другая игра которую я ни разу не играл для меня это такая неизвестность вот такие только как конечно я знаю карты как микро турнамент там что-то в таком духе конечно вот моему монобаттл может быть как-нибудь даже сделан конь шоу матч такой знаете соберем каких-то снг-шных стримеров игроков и зарубимся там какие-нибудь монобаттл четыре на четыре потому что там очень прикольно когда каждому игроку дается всего лишь один юнит и вот так что-то у меня все окей здесь ждем в игре нормально то есть там смешные ситуации когда у одной команды юниты стреляют только по земле а у другой команды есть воздушные юниты и и вот соответственно первая команда должна убивать убить вторую до того как они смогут развиться потому что техно в технологии воздушные ну там в общем много таких разных ситуаций интересно потому что не в каждой игре можно увидеть например масс-центре или масс-гасты там масс-караптеры которые летают просто здание вырубают ну такие свои приколы в общем и вот то есть это тоже изучать получается можно просто главное было бы желание и время конечно батлнет с ты смотришь на спрятавшихся детей а зачем ты прячешься так сейчас мы ждем пока начало игры давайте наверное зайду еще в чат и к серёге пока серёгей нет так все я и ауна здесь есть окей окей все как раз к тем мы не начинали специально потому что ждали тебя я вижу тут корейцы пишут тут кстати такая вот тема тема я поднял ты серёг в эти в игротеку в какие карты играл ну в какие-нибудь эмэски там вот микро торнамент моно батл может быть что-то еще микро только играл как бы что-то там говорили там баланс ну тестовые балансы всякие там вообще кстати миллион все там всякие бродилки есть с уровнями какие-то там типа знаешь там идти куда-то там вообще ну да рпгшки да да понял там много-много всего так то есть но в marine арену не играл название чуть я давно туда не заходил вообще она такая да это получается своеобразная кишка то ну в моно батл я просто как раз все думал собрать знаешь вот там команда какой-нибудь из известных игроков и сын гешники вы просто по фанец немного четыре на четыре порубиться такой шоу-матч маленький устроить я помню что мы как-то не на bootcamp или где-то не замуж что помощь там бежали там зомбари какие-то чудо нам как-то кота бежать далеко там карта супер гигантская интересно прокачиваться или ну да там прокатом уровни какие-то давали там я уж не помню там такого много всего не может что-то интересное найти просто но это надо надо искать про и выиграть то есть это смотреть ю термал или тивай но я проголосую конечно за ю термала понятно да не я даже как бы там не говорят там там здесь не зест я реально как бы понимал что ну здесь финальный может тут именно так как произошло и произойти но вот но по итогу все за ю термала надо болеть как бы переживать чуть до корейцев и так уже миллион там в плей-оффе просто сейчас еще в этой группе точно один будет абсолютно реально и даже очень и очень прям вероятная ситуация что будет только сортов один кого из не корейцев и и почему потому что один только корейцев группы б немножечко не хватает ослабились что европейцы дезерстрайк кто кого были расчетом дезерстрайк я думал это это когда за страйк на сеге там типа как бы просто на движке справка сделан в 10 страйк вроде бы даже играли там что-то закупаешь и юнитов что-то в общем конечно я так мере кому сейчас уже помню то что было тоже когда со зрителями играл там во всякие вот эти и мске они вот как раз кито многие советовали именно дезерстрайк ну то есть какой-то еще на эксус там nexus wars а ты может быть помнишь еще был в буртваре такая мск когда-то тебе дается при тоже два или три пилота и ты на этих пилотов можешь покупать юнитов и такой микро варс идет ты должен свой на эксус защитить и убить на эксус противника чем больше убиваешь тем больше у тебя пилотов потом становится и соответственно можешь более крутых винтов брать и так далее там повзрастающая такая тема прикольная то есть его там кооперироваться тогда помню помню мы кажется не в одессе или мы в такое что-то играли а слушай может быть может быть я уже просто не помню уже да там все эти игры так привет финал 1 почему не рчо бьян не участвует ну для меня тоже вопрос но бьян как бы уже выиграл 200 рублей поэтому он наверно в корею решил отдохнуть поехать фанатам своим да и так к семье а учу нерча нет не знаем и близко да странно потому что все таки топовый зерк то есть раньше как-то не знаю хейтил как-то нерчу да за его бм там за нитье и так далее но все-таки надо отдать ему должное что уровень игры то у него очень хороший и он как-то и меньше стало да конечно иногда горнет у него тоже там выиграют выйдет пара без гг но он он кстати постоянно без гг выходит то есть в этом плане я на турнирах талетку а ну на турнирах до турнирах это бывает и изредка и на турнире на самых крупных нет ну да зато как бы зерк его хорошие действительно что что-то он тоже немножко прав не хватает постоянно на турнирах я награла лима лига гранд финал проиграл су-1-3 ну да было что-то там недавно такое видел да там вроде су вообще что-то поубивал многих что какой-то вообще жесткий зерк он стал что-то вот если например полгода нового лана пять месяцев назад бы спросили как про су то я бы сказал что он такой средний зерк потому что спад у него был получается кстати алима лига там не новая ли патч случайно было не наверное старый все-таки но я знаю что просто вот раньше он пас постоянно улынил и все к нему готовились и соответственно просто отбивали улыны то есть но и изи победы такие были а сейчас видимо он изменил то есть может быть уверенность в игре появилась и начал шпилить может быть его вдох вдохновила знаешь будущий патч там типа вот эти бейлинги что станут сильнее там hydra станет рейндж он такой ага ну все ребята сейчас я вам покажу и бейна это вообще чисто бьяна законтрить фокус реально как-то как обидно вот тут обидно было как бы бьян должен этому сказать как там его который баланс то делает кимута да 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 ссылку на youtube чего можно дать меня стрима нету на ю тубе есть там только записи эйзен сыграй дозер страйк лист ну сейчас короче бросим турнир пойдем играть приходи на стримы как-нибудь поиграем я думаю там на неделе возможно нетрокс и ген активировал премиум на ваш канал ростов-дон мы вообще-то ждем игру тут как бы игроки на часто буду начинать о кстати как раз они ради пишут все начинают понеслась я надеюсь мы увидим сейчас дестабилизаторы плюс сталкеры противостояние микро варс спасибо за премиум пацаны за все погнали короче дальше надо будет еще потому серёга знаешь что что замутить например мы втроем вот что-то смог двоем еще один мага нам положим против вторых четверых например зрителей ну или против пятерых не 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 обычная карта например и соответственно за домом хотя можно и монобаттл да можно можно пробовали играть там троем против пяти вроде бы нас там так прокатили надо попробовать не ну знаешь там сразу желающих много будет набегут тут всякие хитрецы там знаешь такой только выходишь к тебе прибегают линги потом раз прилетает оракл потом раз банша там столько всего блин думаешь крутишься как так то а еще карту это хантерс как раз хочу беги им хантер создавали прикольно так покатать интересно порубиться как зрители рубают посмотрим короче пвп у нас здесь пейшенс здесь кстати не делают разведку это наглеет он или это нормально кто то что здесь не делает разведку ну ну вообще как бы хз ну вот играют и без разведки то есть ну два гитая стандартных в принципе не знаю там где стаде будут начинать или что ну ну да не бывают играют пвп как бы без разведки что там может напрягать в принципе там зафотон если идет там или что то такое ну да так туда непонятно не ну может быть например ну может что без разведки там вот такой билд просто как бы как сейчас два гитаты в них ничего не заказываешь заказываешь варп токон заказываешь не мазеркор корпус корпусного сталкера два сталкера там роба быстро ну как бы ранее нет ну да там это желательно видеть как ну так редко играть халяву ну и тоже не знаешь пойдет там разведка оппонент или нет тоже того вот вот понятно рисовое дело да так пошли мазеркор проверяет прокси нету прокси это что салкер встречает адептов моментально реагирует здесь сразу одна находит назад пробочка ныкается вообще прикольная разведка сразу сейчас еще может пробку подрезать какую-нибудь одну вторую нет по красоте но здесь stalker сейчас же stalker могут убить да 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 и подрежут его 1 у точно подрежут вот эти папа я сейчас смотрю сейчас адептов меньше стали играть все бывает просто ну или по ручку подрежут да тут просто что бывает их просто отдают ничего не убив при этом не затеет не сильно как-то и на исход и влияет добивает есть пейшнс точнее и пробка потерял там два адепта сильнее конечно ну с другой стороны две пробки это экономика получается ни то ни сё как было так и осталось да кстати больше у них поровну пока детства blink кстати вот это вот очень необычно без роба во первых но он за счет адептов то есть он понял дачу тут хотя нихрена он не понял как он не видел ничего тут два гейта видел то есть просто это подстройка такая были какие-нибудь дарки там могли бы напрягать там здесь понял что пейшнс стандартно будет действовать как бы и вот с этим блинком то есть можно контрить во-первых старгиты контрить во-вторых можно агрессию какую-то делать я не знаю здесь тоже блин кстати пошел а в дестабилизаторов обычно в пвп выходят с двух бас или уже после третий там или все таки обычно бывает по-разному бывает там этот смуем призма играют тоже но вот это вот похоже как бы есть такие выходы в дестабилизаторов просто ну blink а потом постепенно у него выход ну как бы от ситуации игровой будет зависеть все обычно ну не так играл пвп он делал блинк ранее чтобы достаточно ранее чтобы там астрогитов всяких отбиваться как будут из феникс кита моракула и потом просто добавлял там роба бэй и делали стабилизатор ну или то по такой версии можно еще там не знаю 46 гитов уж там делать кого то есть тоже вариант есть такой место больше там сейчас на блинке может на халяву разменяться пока здесь нету нифига есть там чуть 40 секунд за ух нормально вот два сталкера без выбивает 3-го не смог тут все такой желтый желтый как бы поля от вегенинца у есть еще сталкера за это ему забирает просто и да у друг бы пошел фаржа то есть ну плюс 3 и тогда как раз и стабилизаторы видимо 3 это еще хотя странно что вообще вот было бы логичнее если он третий нексу ставил как бы фаржу там роба бэй сделал а здесь еще смотри 4 гита то есть это как будто пуш какой-то намечается но нахрена то руб б непонятно при пуш и дестабилизатор тоже хотя тоже как бы может зарешать да ну польшин же будет проигрывать то есть если сталкера на сталкера плюс дестабилизаторы там же это вообще очень сильно решает сколько количество это площадь и на части как танки даже более важный юнит чем танки в твт например может перевернуть игру есть такой стиль туда получается мы поищем смотрю там пара маму но пишется позже то есть как бы прикол чем есть дестабилизатором раньше пвп как было там тайку то вот если сейчас допустим да раньше пвп там колосс уже первый готов там да раньше делаются и вторую жить а тут только роба б это там просто там нереально почти отбиваться было от выхода раньше уровень был ниже при мне прямолиней не получается играли а здесь дестабилизаторов то что там у пейшнса позже это все это ну как бы ну будет там 3 дестабилизатора здесь 11 как бы это угроза будет и одни можно три подрезать просто и все на защита будет круто у меня есть агрессия поиск прям да так зашел подлинг пилды пошли вроде поводы стабилизатор приходит у нарушая агрессивный блин минус дестабилизаторов пейшнс нагло спускается его филдами и морфорде стателил просто и все надо сваливать короче наверх ну разменивается так что смотри сто три восемьдесят семь же пейшнса больше лимит чет намного 4 еще как-то прямо здесь призму лить пейшнс видел что ликом как как он так спалил то упа прямо через видеть минус призма как раз мув доделался по-моему тут буквально как она пролетала халява халява пейшнс молодец и здесь пойдет пытаясь так раппейшнсу нарезать пишут под там блинкается и может помочь не могут но пейшнс еще здесь халяву еще а вот у него в свете вот она на призму видел вот этот обсказанный тут буквально выхода в центр точно все очень агрессивно играть и неплохо уже дестабилизатор отдельно так мимо стреляете стабилизатор будет пейшнс на ламда смотри к нам он пошел минус дестабилизатор похоже вообще на 10 учетом в детстве может сделать вообще давать нам в тыл идет еще вообще нагло точно просто идет и пилон издревает наглую место много оверчаржи сейчас нужно отметить выстрел идет пил так стабилизатора это только не сбил чем у верчашь вовремя не сбил фритму правда пейшнс выбивать и здесь стабилизатор еще выйдет 13 пробок подрезал юнитов тут на подрезал не просто в плюс а очень хороший плюс пейшнс подрался это факт при всем при том что извиняюсь что перебил у него не было дестабилизаторов в отличие от детства а разменяться с ними в плюс еще как бы получается закон 3 то есть да и сравняться по их количеству это вообще хорошо то пейшнс молодец не про больше сейчас очень много ну хотя сейчас отставание уже сокращается но все равно то есть было там 65 на 52 такое на самом деле тут как бы если здесь 4 пейшнс на ошибается пвп это сейчас пвп переворотов постоянно там дестабилизатор стрельнул там по разбил там сразу там по юнитам восьми попал сразу по минус 15-16 лимита там все как место плюс тут у него плюс great на один больше атаку вот и нету смотри пейшнс ставят здесь спускать дестабилизатор отдельно 2 подрезал там сзади выстрелы идут вообще не достают да пейшнс как-то ломанулся сразу к детству детства камни не пробиты ема сейчас пейшнс на халяву тут детства 3 унесет просто по моему зал видит пейшнс что ничего нет здесь да видишь что ничего нет агрессивный блин под сталкера пейлоны можно выбить на халяву просто странно что то есть но он понял что походу здесь скоро подойдет уже спешить не стоит вижена нет но это обычно сейчас торги добавляются оракулы как бы на этой стадии чтобы ревелэйшны кидать ну с ревелэйшнами это осознанная уже такая война идет а здесь надо бояться ходить аккуратно чтобы там патрончик не залетел хоть на халяву так там адептинг сумма не смоюсь пришли с вами убил всеми или в одну созвезд бежит такой да я свой я свой не трогайте пацанами мимо по камням попал в эту пейшнс вот сейчас начнется микроконтроль эти блинки вот эти и стабилизаторов каста везд пытается центральную базу взять пейшнс заходит так сталк распалил на чуть на ксилнаги видимо оставить и как пейшнс сейчас стревает так он прет то так жестко минус сталкер сразу минус еще один надо уходить отсюда нафиг напловато пейшнс так дерется он со сталкерами чуть разменялся он понимает здесь у него четвертый нексус и так это разведывательный сталкер только что был так выстрелы молоко идут пейшнс в это время четвертый нексус заходит сбривать а что будет делать здесь на возвращаться или атаковать возвращаться мой зест нет упадет это стопудово ну главная большинство здесь не получить бы выстрелов каких-то метких со стороны зеста сверх деспанику по как неплохо зашло да но проблема в том что когда дестабилизаторов прикрывает мало стоперов то можно просто подлинку с агрессивно там сплитану туда с потерями но выбить вот этот стейк дестабилизаторов ценнейший как собственно здесь сейчас изделил и это проблематично потом в общем-то хотя пейшнс смотри как прям на 40 лимита больше стабильно тоже да и вот очень важно понимание позиции в этом пвп то есть это как постоянный размен зест потерял позицию пейшнс сразу на второй нексус заходит прям четко он сюда приходит и он знал что зест не успеет вернуться сюда как бы до того как он начнет с демош наносить да и нексус сейчас выбит скорее всего пейшнс вы сколько там сзади дестабилизаторов в тылу надо убивать чё похоже на 1-0 пейшнс вот вся 90 тут даже сверх удачный выстрел вот я тут не помогу сейчас пейшнс сможет просто дестабилизаторов на на фокусе выбить вот побольше побольше только первый играющего у пейшнса 420 пм Ну да, чё-то прям понервничал. Хаттаб, привет, ребята, всем привет, ты такой включался. Да, привет, Хаттаб. Правда ли, что на каком-то ВЦГ команда наших игроков от микроэлла диван из отеля в шахту лифта? Ну я только слышал это по рассказам, я этого не видел. Ну да, это очень старое, типа 2003-го, что ли, года там, да, какого-то такого. Сити, привет, тоже. Так, да, шахта там, ну потом, это просто рассказывалось с таким уклоном, что после этого организация стала хуже турниров. Конечно, там и спонсор, там всё урезали вообще. Да, да, да. Не знаю, мне X там и сро рассказывали, что там они что-то все на перекрылись, просто диваны начали скидывать, а потом там они ссорили в кактусы какие-то в гостиницах, там, и, короче, полная жесть вообще была. Да. Я представляю, там, пару соток пьяных геймеров вообще там перекрытых. Гостиница там нормальная была вообще. Какая-то в России там или какая-нибудь. Да, ну, в общем, что-то такое с диваном было. Да, с диваном в лифт скинули там, короче. А в PvP вообще часто фотонят? В PvP? Ну, вот на этой карте бывает, но на жёстком самом уровне я редко видел, на самом деле. Да ну, бывает и фотонят. Причём они так здания стоят специально, чтобы, если что, перекрыть, а то да. А, там... Да, 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 чтобы с иллюзией залетая. Ну сейчас как-то так, сейчас кто делает, кто не делает, так. Вообще, да, пилон ставишь, там адепты не заходят. Стандартные два гейта на два гейта. Получается у нас. Опять пашет сделать разведку и здесь нет. В предыдущем в прошлой игре как-то вот адепты только получается неэффективно посражались. Так-то они разведку все вообще шикарное сделали. Ну, про почти, почти шикарно. До того момента, когда уже появились технологичные здания. Так, если обратка открыла вкладки на паузе, держу имбуль, засчитан просмотр. Он говорит, нет, надо, чтобы плеер шел, ты можешь просто в мобильном качестве открывать. Как бы, и будет тогда точно просмотр. Чтоб не напрягал, как бы, интернет и все там. И также просьба делать на Твиче с моим каналом, ребят, чтобы шли при просмотрике. Ну и к Паше заходите там, от меня с Пашей. Просто люди бывают смотрят, как бы там, мы вдвоем стримим, вот, а смотрят, например, одного. А одного, да, как бы, а если бы зашли все оттуда сюда, оттуда туда, то вообще было бы, ну, жесткое увеличение. Конечно же. Не, ну, с другой стороны, кому-то там и нет комп не позволяет. Понятно. Ну да, да. Кого-то может какой-нибудь мобильный, там, трафик, я не знаю, конечный, там, ЕХЗ всякое. Люди же из разных мест смотрят там. А вот у них же там планшеты, телефоны, я тоже вообще ХЗ как там все это делаю. Так, MotherCord тут гоняет пациентик, но он улетает. Твайлайт, пейшнс, где старакул, Нексус. Ну, пилды разнятся, ну, тут, как бы, Твайлайт, а что в Твайлайте-то? Пока ничего. И пробочка так выехала, как будто Балеркшанчик хочет пейшнсу тут впилить. Так и есть. Так, Лих, ТВ тут на плече, как подсыпающий будет ТВТ выглядеть. Давно просто пошел, как во времена вола. Да непонятно, как будет выглядеть. Ну, наверное, почаще МЕХ будут играть, да, учитывая, что танки, да, как бы, теперь не перевозятся. Оно, как бы, не знаю, как бы, мне кажется, что это даже для ТВТ лучше будет. Сейчас, как бы, ну, вот, в ТВТ позиция тоже есть, ну, как бы, именно пробивается она жестко. Да, то есть, наваливается. Да, да, то есть, таких переворотов, вот, в брудваре было, как там, ТВТ можно было, там, 90-150 лимита вытащить, если у тебя, как-то, танки грамотно, там, на тебя поломились, они грамотно стоят и развалили, например. Сейчас, как бы, такого нету воли, потому что их привез, просто дропнул, они, ну, стрельнули, мариками прикрыл. Вот, если, когда они не могут этого делать, то есть, они подсидженных танков просто так ворваться, ну, не могут, это точно. Ну, там, кстати, уже сильно поменяется, в общем, матчап, но, потому что, то, что с реактора можно встроить. Ну, конечно, еще с кассом там тестировали, то есть, еще будем, когда мы тестировать, но начало уже совершенно другое. То есть, там есть апгрейды, когда делаешь быстрый грейд на атаку, когда контришь циклона, сделаешь грейд на броню, например. Там, играть через танки, через банши, вот такие разные варианты, там, можно играть вообще без старпорта долгое время. То есть, если сейчас, например, механику в ТВТ, да и в других матчапах надо играть все-таки в приоритете со старпортом чаще всего, то вот с новым циклоном можно вообще без старпорта долгое время играть и чувствовать себя вполне комфортно. То есть, очень-очень хорошо. Так, что-то тут как-то... Погоди-ка. А, ну, пять пробок тест подрезал, но вот с аракулой я как-то к-опунинг уверенный. В целом, тест в плюсе в серьезном. Пейшимся блинг. Роба бэйн. Походу, да, где стабилизатор выходить будет. Даркшайн отменил, понял, что не зайдет. Знаете, по поводу патча хотел добавить, что когда вот такие патчи выходят, это всегда плюс, как бы, для того, кто хочет наверстать, догнать, там, как бы, что-то там. Ну, кто много тренется, как бы, это повод что-то новое придумать, да, как бы. И к игре интерес привлекает, то есть, всем интересно, что же там такое будет, прямо. То есть, отставание сразу там уменьшается? Да. Да. Да, потому что есть наработанные какие-то вещи, вот там и термавлика, вот еще, а тут, бух, они и работать перестают, надо что-то новое придумать. Да. Да. И уже могут появиться совершенно новые игроки, то есть топовые. Ну, да. То есть, короче, пацаны, если вы решили всех нагнуть, самое время. Самое время. Самое время. Так, ты людьми разведка идет. Семь гидов у пейшенса. И зеста диод свой дрейми с иммортовами, нифига себе. У зеста, тоже, у зеста восемь гидов вообще, нифига себе. Вот так. Будет наламываться. Пейшенса выходит первый дестабилизатор, но хватит ли ему сейчас урона? Ну, тут еще попасть надо. Тут грелки основной дэмэдж дилера, получается, у зеста. То есть, он, блин, сейчас выстрел молоко прошел. Пошли оверчажи. Две штучки. Еще два будет оверчажа. Ну, так, пока пейшенс будет держаться, как бы. У зест поджим делает, чтобы пейшенс третий нексус не занял. Он никак его не займет. У сталкера с блинком, я, кстати, как пейшенс идет вперед куда-то там. У него два сталкера, видит три сталкера. Там три грелки, он прет прям его вообще. И как он хочет принять там все с грелки. Уйдет-тут! Своего адеппа подрезал и чужого одного тоже. Агрессивный пейшенс какой. Ох, ораклы. Выживает. Оракул залетел 109-109. Ну, пейшенс у нормальный, кстати, боевой лимит. Я думаю, что сейчас, может быть, он третий нексус-то и будет ставить, но по-любому он вперед пойдет. Он будет пытаться как-то разменяться сейчас. Здесь, понимая этот момент, начиная строить фениксов. Для чего? Для того, чтобы контрить дестабилизатор поднятиями. Ну, если как бы дестабилизатор, это важный элемент у пейшенса здесь. То есть, если не будет выстрелов вообще, то тогда дест просто на оклик. Изи как бы. Ему нужно будет что? Ему нужно грелком Е нажать. Желательно сталкеров. Нежелательно выкусить именно сталкеров. Ну, и гвардианы врубить там. И мортаны стараться стрелять. Пейшенса плюс два тут раньше. Не знаю. Парабам. Парабам более-менее ровно. То есть, сейчас, в принципе, пейшенс третий нексус состроит и у него нормально более-менее будет. То есть, ценность, ценность грелок, не раз объяснял вот такой все темы, она снижается как бы при выходе в лейт. То есть, на них грейды не делаются. Ничего не делаются, тут архоны всякие появляться будут, которые там пряты к вам. Но уже так решать они не будут. Плюс, учитывая, что пейшенс через пайлайт ранее играл, и благодаря этому, то он грейд раньше и заказал второй. Зеста понимает все это, я думаю, что он будет его поддавливать, пытаться. То есть, Зест вообще будет играть без дестабилизаторов? Вполне возможно, что, судя по всему, да. Потому что, ну, он чисто контрит дестабилизатор просто воздухом своим. Ну, опасность вот как раз в таком лимите против. Ну, у Зеста есть все, чтоб развалить, как бы, вот этих хрупеньких сталкеров, да, как бы, и все, что прикрывает дестабилизаторов. То есть, в теории, нужно поднять всех, чтобы ни один патрон не залетел, и тогда просто там получается окликом вот это все выпиливается. Вот, если примерно при равных грейдах, как бы. Ну, что-то, и Морталов масс, там, грелки вот эти все. Ну, в принципе, учитывая современное ПВП, что не суперлейт, как бы, арморы тоже никто не делает. То есть, по идее, три грелочки, они, ну, в самом уже в ИТК до Марклона, там, не будут решать в таком... Ну, в средней стадии они еще нормально будут жарить, как бы, если еще сталкеров. То есть, только Гвардиан, фактически, их будут здесь контрить, а так-то они нормально будут. Бьют. Ну, вот, понимаю, здесь, что невыгодно ждать 200 лимита, куда дестабилизатора будет тяжелее выловить. Ну, да, их будет много, очень. Да, выстрелы от дестабилизатора будут более эффективными. Ну, да и тут, вот, Архоны уже сейчас пойдут, а это тоже очень важный момент. Так, Архончики сливаются. Фу, здесь Гвардиан дестабилизаторов, я сказал, помогает. Гвардиан по открылоку помогает. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Если даже Гвардиан снимал демо с дестабилизаторов, это не сильно бы помогало бы. Так, здесь 5 Архонов все добавляют. Ну, так, как бы здесь-то больше лимита боевого. Плюс 2, то есть, плюс 2 в плюс 2 будет сейчас через 15 секунд. Ну, то есть, при данном раскладе Пейшнсу желательно, хотя бы там, чтоб хотя бы одна пулька дестабилизатора попала. Но, учитывая слух Фениксов, я боюсь, что здесь ни одной пульки не попадет. Почему? Да, они, конечно, залетят там и Хархоны начнут сразу ущелкивать там и Сталкера, но их задача просто поднять дестабилизаторов, чтобы он успоко будет бить этот каст. А по новой они уже не стреляют, там перезарядка идет, соответственно. Здесь адепт, где завел, Пейшнс выбил. Здесь третью атаку раньше Пейшнса заказывает. Чарж там делается. Четвертый нитус уже готов, кстати. Короче, идет пока движуха. Начинает давить уже Пейшнс. Ох, встречает здесь Дест. Пошел замес, пошли здесь стабилизатор, непонятно. Ох, один выстрел. Да, один пошел по центрам неплохо. Ну, походе, это все тут у Пейшнса и Морталов у Деста дофига там очень осталось. Так, хорошо, зашел еще один выстрел. Кстати, Пейшнс-то смотри-ка переварпил и... Вообще-то не понял, как это. Вроде как бы... Ну, хотя, хотя дестабилизаторы попадали. Попадали, это важно очень было сейчас для Пейшнса. Это минут Деста до 2-0, ребята. Адепты разваливают. В ДГ пишет Дест. Хорош. Ну, тут надо репки в таких повторах смотреть. Как? То есть, Грелки там не понять, по кому били. Они, если Грелки не бьют по Сталкерам, по Гвардианам, по каким-то Архонам, Архонов, это вообще как вот мультики в этом с интрии. Там Реведжеры щекотали, тоже их щекочет этот дэмэш, им пофиг вообще. Вот. И Феникса, и все, не смогли поднять. То есть, как бы получается. И у Пейшнса самого там Архоны были и Морталов. Так, ссори здесь заходили. Отвлекся. Ну, ничего страшного. Так. Так. Вдвоем удобнее в этом плане стремить. Плот постоянно есть к его. Ну что, здесь 0-2, что-то Пэшнс, прямо это, жестит. Еще сейчас Ютермал ТВТ втащил, что приваншик, посмотрите. Опять эти билды как бы полетят. Ну ладно, посмотрим Ютермал. Конечно, ТВТ Ютермал умеет играть, но... Про СТА будет очень сложно. ТВ даун, все-таки как бы. ТВ. 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 нету того помимо бьяна кто всех прям новая наваливает сейчас и по шансу вот он реально блай был прав он что он такой игрок как бы с головой он умеет построиться как бы исполнение у него хорошая получается я хорошо большинство ты говори ошибок мало топовый корейский протас хороший вам спасибо за поддержку что-то здесь первый раз первый греба пытался выйти быстро дестабилизаторов не получилась поднять подняли а кто убивать будет пока происходил перезарядка шторы в воздухе поднятые фениксами по сути их спасли поле боя нет тут не прав потому что до дестабилизатор ровно столько же лимитов сколько феникска но его один выстрел может сделать больше чем все там 8 фениксов заметьте просто другой вопрос туда у зеста было там в трех грелках лимит еще в чем-то не ухватила ему ударный получает силы и не всех он из дестабилизаторов поднял и у зеста там было где-то 8 имморталов считаю тоже с перебором ему важнее там было иметь побольше архонов адептов там зелков в конце концов которые вы хотя бы покупать шанса адепт много было не зелков получается архонов именно того жира который бы затанковал то есть иммортал они из-за спины дамы жесткий раздают как только перед ними никого не остается во первых их очень быстро уносит вторых они могут там по адептам бонуса не выдавать нифига как бы все там их убирают быстро а из-за спины они там быстро архоны снимают адептов имморталов помогать потом добираются там до сталкеров до кого-то еще там я не знаю так поэшен старгейт делая проб торги есть разведают будет проверять там не здесь не проверяют а сюда полетит куда мазеркор мне не летит походу 30 поешься короче вот он эти что-то там все это все жесть свое не задевает разве старгейт полетит полетел не а сейчас задевает походу просто он туда не летел сразу до задевает судя по всему хотя тут на грани будет задний длин такой миллиметров расшире милик реально просто задел как заходит адепт телепортирует сувер чаш нужно ставить пейшен ставит нормально минус адепты здесь он забыл адепт ничего не убьет никого ну здесь спалил старгейт как бы нет ставит будет ли пейшенс нажимать вопрос хороший короче я за пейшенса пацаны пусть будет вероятность реванша зеста с ютермалом ты хочешь опять посмотреть на новые билдор дары ну да привет этот креатив на искать и всем привет два два у нас там крутая рыбалка в руку рыбалку говорить про реальную рыбалку туда у нас рыбалка есть в области потому что его озер 4000 области и вообще кого-то много кто ездит на это как бы не фанат рыбалки жесткий поездил дедушку да тут ему с такими темпами стрима вообще вы ешь куда из дома то не выйти так что поехали вот он это еще окей я грю по решенс не знаю что ты там говоришь так товар пойдут медленно и слетит грелка у папа чё мазеркор ой много энергии прямо мазеркора 150 ну-ка блин доделал это здесь сто процентов отбивается пока нет блинков все нормально у пэйшенса заходит пэйшенс воду верчажем для пилон не покусил как мне кажется теперь по кд будет просто здесь у верчаж очень долго висеть на самом деле грелку больше не строит тоже как бы не очень раскладку пришлось нужно заходить и пилон сбривать как можно быстрее заходит пэйшенс сбривает пилон нормально и здесь понимаешь что с линком можно будет как-то в общем-то там в итоге отбиваться или разводить он отдает просто нет так здесь оракул кстати здесь ныкаться то особо негде сейчас его убьют оракул здесь поход вау пэйшенс на халяву на хг заходит пилон выбивай конечно полезно оракула выбивай зеста оракул важный тут юнит очень был он бы хорошо бы на самом деле зеста сдерживал но блин доделался так у пэйшенс там 4 сталкай плюсом варпится у нас лучший верчаж заметил пэйшенс блинк как с блинком теперь боролся просто контролем получается плюс грелкой здесь грелку не фокусит так еще сталкеров до варп так и адепта от зеста со стороны получается адепт сейчас затанковывает грелка пытается вкусить да сейчас грелка жарила короче зеста отбивается это один-два зеста одну игру отыгрываю в итоге не дожал пэйшенс не дожал черная магия работает ну да тут как бы я не знаю что пэйшенс вообще да нечего ему здесь делать в этой ситуации со сталкерами просто зест король как бы и оракулу не построил если бы если бы тот оракулу пэйшенса выжил который сзади был он в бою бы что-то мог бы делать там но верчажа зеста разводить может быть что-нибудь не вышло как бы атак да и видимо нужно было да как бы восстановить оракулу пэйшенсу и и попытаться попытаться отступить нету занять внизу робу построить дома хоть бы может вровень игра вышла более-менее 3 1 сосед с лейзером что ли что долго и последнюю игру так бились так а нам шарс остаться мы еще не начали что ли даже там нам шаржа это это последняя группа там или нет да да последняя вот это вот не фигать уже 12 часов офигеть а все нам шар состав 1 0 против стации почему-то статсов сыграем уже статс уже нам шара отправил очевидно поэтому но результаты видимо еще не обновлены ребят для наки ботики кому интересно ставки есть можете пилить на все матчи девай там просто супер фаворит с ютермалом кстати а здесь там как было где-то 1 10 бумаги термала 4 39 ну кстати так и произошло но близок был даю термал заведет подсадим гена походу если не и термал то тогда мы останемся с сортов флой или с одним и на смотри что же нам шарта может пройти ну как нам шары лейзер да ну что ты там отправили они как бы всех быстро причем достать даже на шар уже проиграл от соусом играет начать естественно да как еще по-другому на наши зомби напали поход полностью пашин застраивается да кстати интересный момент раньше так делали но а что в итоге будет он делать смотри так пилон ставят как будто справа вниз то может варкнуть на ту сторону который справа находится варкнут он может но у него один гей то есть это уже необычно кстати то есть получается после гейтапы и шанс тут что-то stargate будет у него по ходу либо а робот рация ранняя роба прям необычное что делает сталкер мазеркор за кого за пейшнс я люблю роба роба опенинги правда для чего как бы что это роба будет производить интересно плюс 2 гита и зест прям сюда идти к мазеркорам кстати любитель зест ну зест зест всегда любит мазеркором разведывать он роба спалил кстати и не показал что спалил самое главное хитрый и мортал пошел так сос проверять мазеркор спалил вот так здесь контр-роба ваш но есть все понимает сейчас с одной базы робот техническую силу я себе и стабилизаторы какие-то получается нас тут уже может призма как детство заставит мортал видишь куда идет до слева лифт лэнд поддержал наш канал на сумму 500 рублей сообща махнатому пузу на вкусняшки память спасибо за стримы с чувством с толком с расстановкой о ее яху чего все интересно смотреть как держать спасибо лефт лэнд на кресле ну золото здесь пейшнс блочит 2 сен 3 так погодите а вот дестабилизатор при пакет мух призме делается пейшнс опасно тут так встал рассчитывает на филды исключительно два филда пошло надо сваливать отсюда нафиг уже пейшнсу причем как можно быстрее как филды кончатся тут здесь может ломануться вперед лимита пейшнс меньше но сейчас дестабилизатор харасс начнется уже вот она идет кстати первый вперед дестабилизатор но так и мордл дестабилизатор пейшнс летит вперед ой-ой-ой-ой видит пейшнс сейчас можно подловить детство сбоку 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 хару в центре центре полин мимо 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 били мимо и по и призмы встал что-то чё встал-то лети отбивай а он хочет еще походу выстрел сделать или я не хочу больше хочет сделать идет дестабилизатор короче я имел ввиду пейшнс а просто только я за него начал болеть короче как он такую хренью начал заниматься ну то что за торможение это просто такое так 2 амортала полетел харасс кстати здесь тоже призму построил и здесь тоже 2 амортала харасс жестко конечно но пейшнс меньше юнитов для обороны по-моему там от имморталов чем у зеста такое смотрю выщелкивает я тоже выщелкивает и неслабо причем ой-ой-ой-ой иммортал на лоу граунд летят иммортал сейчас пилон он просто отключат дробу и двумя гейтами это время пейшнс на мейне у деста хорошо и морку развел тут кстати убил не понимаю пока но деста больше рабочих вроде как дест напрягает пейшнс сейчас дробу убьет это совсем неприятный момент и феникс пошел один то есть это сейчас законтрит харасс призмой из камбэштов опа какой выстрел столько юнитов за зал вы видели чё сделал сейчас просто пейшнс там где там где-то 303 2 stalker и один и в итоге просрал призму просто засел все и ну ладно и так хорошо стрельнул пацаны отдаю хоть бы на муви ушел я не знаю здесь снимать да без призму так просто не отдаст как пейшнс блин купишь не но пока какого-то критического преимущества нету ни у кого так то есть вот плавился к нему феникса были так да он поперся сейчас а ну он здесь понятно что он где-то на золото пошел но зачем так лев и заказано при этом все при всем у пейшнс а нету ни пилу но блин и роба у него убита то есть как бы как он там на разваливать все хочет я не понимаю это похоже на 22 очень-очень сильно пейшнс на золото сейчас здесь два эморкла есть сентрю пейшнс отжимает адепты падают кстати можно полностью заблочить добычу получается на золотой базе этой детской хорошие филды против рабочих залетают феникску они залетают они залетают поднимать сентрей и поднимать ключевые юниты пейшнс они поднимают еще и морфлот у сталкера и деск отбивается изи просто здесь а там и морфлот убивают короче 2-2 гг решающая ну что блин такой камбэк прямо дескта или пейшнс все-таки соберется сейчас вопрос хороший тут после такой уверенной игры дескта кажется что прям сейчас дескт развалит опять интрига да надо заходить короче что-то я не захожу участка и и Продолжение следует... 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 Адепта на натурал залетает, в большинстве. Так, ну вот адептики, мне даже здесь пытаются шатать. Филт интересный такой, ну пробки как-то все подъезжают, да подъезжают. Короче, призму не сбейте, три пробки убивает здесь. В большинстве все равно больше наших. А, смотрите, знаете, что сейчас происходит? Дест понимает, что Нексус-то криво стоит, и он понимает, что лучше как-то вопрос в этой игре побыстрее решить. То есть заулынить? Ну да, да, потому что, ну, это тупая ошибка, которая может просто привести к поражению, и все. Так, заходит адепт опять, Дест варпит. Ну видит Дест, видит Пэйшнс все подходящее, то есть он выход видел, и у Пэйшнс сейчас блин будет готов. Все, он готов, мазеркор надо, кстати, как-то мазеркор Пэйшнс в наглую сверху. Так, вот с эмором, all-in, с одной базы, с эморклом это стандартный такой all-in. Мазеркор прилетает, у верчажа где раз пошел, два пошел. Пилды хорошие от Пэйшнса, третий у верчажа не видно, а можно третий уже ставить, там пилон-то есть дальше. Так, из садовар под Пэйшнс, еще 4-6-8, битва равная пока идет. Дест на призму контролят Пэйшнс блинком, который у него уже есть. Пэйшнс, если и будет отбиваться, то он это должен делать благодаря у верчажа. Еще один у верчаж пошел, Дест пытается давить, ну... Деста там и Моркл, конечно, ключ в победе, то есть он дпс-ер основной по зданиям, по всем вообще юнитам. Опа, хорош подлинка, под призму, отменяет варп Пэйшнс, нужно может отступить, мучка назад, с Иммортал сбивает поля, сейчас Пэйшнс, Деста, отступает мучка назад, но Иммортал, кстати, не, не потерял своего Мортала, что самое интересное. 15 осталось у него хп, Пэйшнс 3-2, судя по всему. Не зря болели. Сейчас Глеб по адептам доделался, да, там Пэйшнс контр-атаки убьет, если что. Но это я точно говорю, что это следствие того, я думаю, что это следствие того, что Нексус Криво здесь поставил. Он решил, что он будет отставания ему давать в перспективе, как бы решил выйти. С одной стороны, как бы, логично кажется, но с другой, то если третью поставить, это уже, ну, как бы, нивелирует, получается, отчасти этот фейл с кривостью. Блюзка ты выходишь, ты же меньше ресурсов получаешь, тоже, как бы, на вот эти до варпусе. Ну, ХЗ, как бы, не знаю. Ну, что, ребят, в любом случае, кто бы сейчас не победил, но тут Пэйшнс, очевидно, ведет, да, в этой игре. У него есть Глефы там, у него плюс гиты пошли, а у него и Блинк, и Глефы, у Зеста ни того, ни того нет. Зест 3-й Нексус, и Дестабилизатор пытается выйти, 3 Иммортала есть. Ну, кстати, сейчас здесь Дестабилизатора построят, один выстрел по адептам, а адептов они просто там разрывают. Может зарешать всю игру. Да, пришел. Боевой лимит на 10 больше у Пэйшнса. Да, сейчас еще больше станет разница. Ушел завар в 4 адептов. Заходит Пэйшнс на ХГ, Дестабилизатор что? Дестабилизатор сейчас выйдет, Пэйшнс идет, окружает вот Эммортала. Вашли уверчаржи с Транзеста, адепты врываются, Дестабилизатор залп делает, я с муком одного адепта подрезал, все стабилизатором, сейчас где стоят? Да, там Пэйшнс, ух, сколько уверчаржи это прям, а? Стабилизатор забрал, 80-56, нет, нет, Пэйшнс, все-таки, все-таки, втаскивает Пэйшнс. Это очевидный момент абсолютно. И он полный уверчарж отстрелял, ух, он демон там внес, и еще жил до сих пор, только сейчас упадает. Гиганчик, ребята. Гиганчик, Пэйшнс выиграл. Пэйшнс выиграл, 3-2. Теперь надо топить за U-Thermol. Да, ребят, U-Thermol T-White TVT у нас будет сейчас, хоть, хоть Паши будет, что, профессионально посмотреть, а то все, протосеков смотрим. ПВП новых сегодня, да, кстати, было. Пока у нас получается, по разам все расы вышли практически. Тиран, правда, лайф, пока только. Если U-Thermol T-IA не выйдут, это, конечно, будет грустно. Да, бывает очень много ПВП, ПВЗ. Да, то есть, марафоны, марафоны, я тоже чуть немного залипаю. Я сегодня специально не ложился спать, типа, хотел продержаться, чтобы сегодня пораньше лечь, но что-то как-то группы идут, походу, пораньше не получится. Старт против Намшара, да, сыграл уже, там они сосаны. Уже в серии, у вас есть планировый план, или где вы просто возьмете на мою банку, сфокусствуясь на ваших билдерах, или в этом матче, вы думаете, что играть в определенный способ, как, например, очень агрессивный, или более пассивный? Так нет, Давид Ким же собирается частично бафы тернов, по крайней мере, вроде как циклонов против земли. Может быть, серег, когда патч выйдет, знаешь, кастомки покатать, просто посмотреть, первоначально, там как, что пойдет. Ну да, можно попробовать, по идее. Какие там вообще, что там изменилось, все это. Хотя в процессе уже там случается мало, что изменилось. Только это вот на теранов. Но те же самые сталкеры будут себе погибать от циклонов, ого-го. Там же такой ДПСБ. Ты вообще, видео как стреляют на циклон? А, ну ты же стрим на турнире, да, все окей. Тирана соблазнили жену Дельда Кима? Конечно. Поэтому он нам мстит. Поздравляю. Сегодня, в квадратфинале, вы будете играть против either Rogue, или Sort of, или второго места, из группы A. У вас есть преференция? У вас не важно? У вас боится Rogue? Какой пвз? Очень много. Ну и, да, здесь здесь. Поверь мне, здесь где-то сейчас. Я не могу Wingard Nakреard? Блин, я не стараюсь, яemenmer qué они покупают Jetzt. Я кг? Да. Я примерно? Прикольно так из игры смотреть, что реплеи сохраняются, это вообще кайф, сразу. Ну да, полезно, но сейчас уже конечно патчик выйдет, что тут. Ну да, но я пацаны обещал, я думаю сейчас вот кончится тогда, а завтра я в понедельник выкачу там такой пак, у меня с 20 какого-то октября, короче, был залит, и я вот с 25 октября, да, вот этих дат со всех серверов возьму, тогда сделаю там в контакте, выложу тогда по ходу группе. Всё-всё-всё, ну сортировать конечно не буду. Так, ребят, ну что можно сказать, остается у нас два матча в этой группе, CY против FUTERMALA, победитель против ZESTA. Ну и нагоняет нас группа А, там со статсом 1-1 уже, элезер с нам шаром, ну короче, везде как бы не корейцам крайне сложно выйти. Ну и термал очень достойный игрок, конечно, с детства показал. Вот, надеемся на то, что и ТВТ будет от него крутое. Фу, короче. А там не пишут никакой инфы, через сколько примерно начнут, или это всё так? Ну там примерно как бы, ну вот, ну я думаю минут 10 то есть у нас как хотя бы. Хотя в HZ тут как бы уже время позднее наверное. Ну до начала точно минут 10 есть, только до хоста сколько HZ как бы. Ну а так обычно на HomeStory размеренно всё, не спешит никто никуда. Ну а так обычно. А вот Invite пошел. Вот уныточек, кто там что не хочет, не понимаю. Все хотят StarCraft больше, ребят, но что-то уже людей уменьшается количество, все спать по ходу ложатся. А тут впереди еще очень-очень много интересного такта, я вам скажу честно. И впереди не зеркалки как раз такие, может быть еще и в группе А будем как бы смотреть, что там мы. Если успеем, конечно, посмотрим, тут от скорости матча этих зависит. Тут же сейчас вот единственная зеркалка, потом все, ТВП. Сейчас Верди будет играть, да, с револьвером. Самое смешное будет, если TI выиграет у U-Thermal и будет играть Zest точно так же, как и U-Thermal. По тому же самому билдатору. Угу. Спасибо, Slay69. Спасибо, пацаны, кто на Twitch открывает EGG Player, как я говорил, чтобы рейтинг пер у меня в самом качестве, там, как-нибудь мобильном. Вот. Здесь на посту. Спасибо, Slay69. Вот он нач. Объясните Павлу, что не все кончено. Он сам в курсе. Это 100%. Свод 2.1 стас. Там, по ходу, 3.2, возможно, счет. Свод 2.1 стас. 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 Свод 2.2 стас. Так, ну и теперь мальчика ждём. Спасибо, славишься 9, но одного фанатизма мало StarCraft, ну посмотрим, молодые игроки есть, к его патчи выходят, значит кто-нибудь тащить начал. Утяжка, сейчас я окно проведусь, поставлю, микрофон не буду, вот включать так глаза, чтобы отдохнули, встану, пройдусь пару минуток, Паш. Да, давай, давай, хорошо. Дима, да, привет. Да, не спал, я выдержал, нормально. У меня, конечно, где-то часа, наверное, полтора назад что-то начало вообще вырубать, но нормально, нормально. Браток, придумайте кемп стримеров по мечте, Дима, Гавайтра, хотел стримить марафон от любимых стримеров, зайдёт тема, я думаю, ого-го. Ну, хотап, возможно, просто, ну всякие такие приколы, конечно, с играми можно делать. Ну, я и говорю, это тимплейтам и так далее. То есть такие фановые. Потому что если, например, собрать даже много игроков на один стрим и комментировать, ну это будет какой-то, знаете, небольшой хаос. А вот если играть вместе, там, и общаться периодически, то есть какие-то там, то есть чтобы зрители слышали не только, ну только и общение, но и переговоры там всякие между игроками, то это, конечно, свой такой шарм будет в игре. Так. Дима всё заспамил, ну как обычно. А ты, Дим, сейчас что, только проснулся? Если только проснулся, ну у тебя и режим вообще. Так, что-то у меня Гуд Дим не открывает, а, а, вот открыл. Всё, я вернулся сюда, ребят. Короче, ждём продолжения мы. Да, ТВТ, ТВТ. Это же Эпик. Да, ТВТ в последнее время неплохо заходит. Интересные матчи. И оно зачастую недолгое совсем бывает. Было бы ещё прикольно, если бы один из терминов играл в механизацию, а другой в био. То есть такое противостояние очень крутое. Но я думаю, оба игрока и U-Termal, и ETI будут играть именно в био. То есть они механизацию, что-то я от них обоих вообще не видел. Ну да, U-Termal-то вообще как бы мех. Я в любом матчапе не видел, чтобы он играл. Но ТВТ, кстати, он разная тема играл вообще. Ну он, да. Хотя, кстати, U-Termal тоже как-то против процесса мне говорили, что типа этими циклонами кого-то там разваливал. ДНС или кого-то из этих ребят. А, ну чизовое такое, да, но не мехко, как бы там жёсткие чисто. Такое было, да, помню. Так, костей на Яндексе 100 рублей. Я вижу спасибо костей. Сергей, спасибо за стрим. Паша, тоже спасибо. Спасибо тебе. Вот. Спасибо всем ребятам за поддержку в каналах наших. Да, ребят. Большое спасибо. Так. Террористы Союз тыкуют с МКС. А, это те, которые стартовали тогда в первый день. Пацаны, ну да, как раз двое суток прошло получается. Потом, посмотрю в записи. Чайник. Ну что ты, полионел. Террористы Союз. 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 Так, 2-3 минута. Так, 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 так. Все, наверное, сейчас в течение пары минут начнется. Может, голосование тогда запилить? За кого голосовать? Кто победит? Давайте, давайте, запилим, да, сейчас я запилю. Забыл про голосовалки. Голосуйте, пацаны, кто победит. Бутлнет как я? Нормально, а что? Да, ребят, тоже голосуйте, в общем, потом посмотрим. В каком состоянии, в нормальном, ну, в немного сонном, но это нормально, я считаю. Какова вероятность, что не кореец возьмет первое место в плей-оффе? На самом деле, отражение небольшое. Ну, да. Если посмотреть просто на тех, кто прошел, конечно же, 99% сортов всех развалят просто плавно. Этих нелепых всех игроков. Да тут вообще чудо, да, если кто-то к нему присоединиться будет, что-то. Ветермал достойно играл, но жестко тут, жестко, конечно, отыгрывают все. Был бит. Пошло. Все, поехали, да, наконец-то. Остаться нам шара 3-0 бреванул. Ну, ясно. Как там, кстати, в другой группе-то кто-нибудь следит там? Это про какую группу? Ну, про та, которая сейчас тоже идет. А, как там, пацаны, СОС? Тивай, ой, этот, Статс. А, 2-1, СОС идет, но он решающий еще. Точнее, не в решающий, а в этой. В этой Статсу как-то... А, Статс прессовать пытается. Игра приостановлена. Что такое? Что случилось? Кого-то забыли, что ли? Хайдфон, наушники, что ли там, или что? Ну, да, видимо, эти заглушки, может быть, специально. Игра возобновлена. Оба играют через быстрый газ, при этом Тиан не застраивает свою рампу, то есть он не боится, что к нему могут заехать там гелионы с реперами. А вот, ну, и термал, получается, защищается от этого. То есть у него будет стенка. Стенка вообще помогает вот именно в таких ситуациях, когда, например, у вас репер и гелионов меньше, чем у оппонента. То есть оппонент, получается, может к вам заврыгнуть только реперами, а гелионы, соответственно, не могут. Вот. Но Тиан решает, типа, сделать немного лучше экономику, чуть быстрее билд. И при этом играет Тиан через один газ, а Ютермал играет через два газа. И Ютермал, скорее всего, будет играть через фектори, то есть два репера плюс гелион в экспант. Он будет снимать после заказа фектори и заказа первого репера по два рабочих с газилок. И там это хороший билд с выходом, получается, такой небольшой пуш вот этими двумя реперами и гелионами. А потом продолжение идет танк и четыре марика дроп. А вот Тиан играет, можно так сказать, небольшую халяву, то есть он играет через быстрый газ в экспант. У него будет в фектори и на бараке реактор. А дальше там уже, конечно, варианты. Можно делать гелионов, можно делать мариков с реактора, а с факторки, например, строить либо гелионы, либо сразу делать теклап и переходить к циклону. Вот такие, это примерные. Ютермал будет сейчас с реактора или репера? А, вот репера, да? Репера или гелики. Да, то есть он здесь будет строить сейчас еще одного репера, вот этого заказа, гелиона. Сейчас рабочий сразу поедет, ставит СЦ-шку на натурале. И вот дальше у него будет попозже Старпорт, то есть у него второй гелион, скорее всего, будет заказан на бараке реактор после второго репера, Старпорт и вот потом пуш с танком. А вот Тиан в этом плане немного рискует, играет без разведки, но по билдортуру у него, конечно, все лучше. То есть он просто должен будет с натурала рабочего увести, чтобы не потерять на реперах и гелионе. А так у него с реактора выходят гелионы, поэтому их будет, станет больше. То есть там будет даже такое соотношение, что когда у Тиан выйдут два гелиона, у него будет два гелиона и репер, а у оппонента два репера и гелион. То есть вот такая мелочь. Хотя нет, смотрите, вот это реактор, маленький строит. Так можно и маленько это поднапрячь. Сейчас посмотрите, как будет от микро. Зависит, оп. Да, там гранатка попадает. Жесть. Слил, блин, репера и термал. Нет, дальше бы его отвезти. Да, это... Плохо, плохо, конечно, да. Ой-ой-ой, сейчас здесь... Это не плохо, и термал. Блин, да. Вот сейчас гелика, да, мог не отдавать, получается, но отдал. Ну, Тиан отбивается здесь, в общем, это очевидный момент. Делается викинг. Так, уж танкам, конечно, очень интересно, а куда дропаться-то на вторую, прямо получается, надо, да? Под рампу будет, скорее всего. Вот где сейчас Ти, получается, стоит пехотой, с гелёным, там вот прилетит немного ближе, там высадится, то есть марики с танком, танк разложится, пехота будет идти своим ходом, а танк будет с помощью медивака перетаскиваться. То есть, вот такая стратегия. Но она, я думаю, сильная. Дальше, кстати, он может пойти баньша с инвизием. Посмотрим, что выберет вообще Ти. Он также там может, конечно, попытаться, возможно, Ревина заказать, если захочет. Я как-то, смотрю, много юнитов стоит очень тут, прямо для ворона. Да, он готов, кстати, вот к этой атаке, вот, Ю-Термо. Все видел, как бы, получается, что делал. Угу, прочитал вообще. Сос рассказал статс 3.1, спасибо за информацию, но для меня это говорит о том, что из той группы ни корейцев не ждите, потому что Соса, мне кажется, был минимальный шанс пробрить статс, он и ТВЗ вообще раскладывает хлам. А здесь Ю-Термо пока отдается, он тоже какой-то хлам. Собто и медивак что-то не увел, вообще непонятно чего, и всех юнитов отдал. Получается, сейчас по билдордур очень сильно выигрывает Тиай, грамотно контрит, и... Да, вот Термала Банша с инвизом, ну, кстати, что она может сделать в Баншае даже ТВ? Ну, конечно, что сейчас может быть такая ситуация, когда Банша полетит от Юдитермала, а Тиай уйдет всей своей армии в атаку. То есть, у него не останется дома циклонов, и Банша может зажечь. А, соответственно, свои... Такой-то жесткий выход, да, получается? Сильный, очень сильный. То есть, потом вот у Ю-Термала сейчас будет проблема, то есть, ему желательно вторую Баншу оставить дома. Будет. Но первый Банша сейчас может попасть еще в Викинг. Циклон, ой-й, ну, пролетает, пролетает, улетает, улетает. Да, улетает. Он, по-моему, больше половинах ЭП с Литой уже, как бы, ну, да, Ю-Термалу такой выход тяжело отбить, как бы, здесь и воздуха контролировали на Викинге, ну, и вообще все, все, все до хрена. Так, здесь танк неплохо подрешал. Так, Чиклон, Ю-Термал проводит. Надо без Си-Джа, может, вперед идти, я даже не знаю, что тут делать, у Ю-Термала. Тут сложная ситуация, конечно, что он, то есть, Медивак собьет, но Медивак не сбил. Если разбил, то просто можно было бы, да, попытаться, стационарно этот танк убивать. В это время Банша, кстати, у Ю-Термала хорошо заходит. У тебя есть скан? Нету скан? А, не. Блин. Если бы она сейчас пожелала, что-нибудь, да. А зато вот на НУ-Тролюсе. А, здесь тоже был скан. Да, и улетел на зону видимости. Термал идет отбиваться, 80, ну, 80, 63, да, тут печаль. Живой здесь, ну, конечно, он должен. Но ситуация, конечно, печальная. Ситуация печальная. 14 СМ, здесь 3 СС. Да, у тебя, ну, как бы, получается, Ю-Термал отбивается, но Ти-Вай на шаг впереди просто постоянно. То есть, там заметил пуш, тогда, да, вот, как бы, отбил его идеально, и все, как бы, с этого момента он был в плюсе уже. Потом сам еще немного нормально пропушил, там, то есть, и Баншу продамажил, потом там, повезло, кстати, Ю-Термал, что там Банша вообще выжила, там, на миллиметрах пролетела от викингов. Но, в целом, сейчас, конечно, преимущества по грейдам никакого нет. То есть, стимпак немного раньше даже у Ти-Аи делается, и, в общем, сложно, сложно будет, конечно, Ю-Термал из такой ситуации затащить против Ти-Аи. Ну, да, сложновато, мягко говоря, мягко говоря. Ну, Бьян, например, очень часто замечал ТВТ, что из таких ситуаций тащит. То есть, как бы, в принципе, по грейдам отставания главное нет, и вот какой-то один бой грамотно провести, и уже можно выравнивать, ситуацию. Насколько готов ветермал равные бои с Ти-Аи импроводить, просто здесь еще стим получается, да, как бы, у Ти-Аи есть потенциал, там сейчас армия строит 2-2, закажет точно в тайминг, щиты тут раньше будут, то есть, как бы, очень-очень много таких моментов. Production раньше, то есть, тут реакторы уже работают все, у ветермала еще нет, как бы, ну, вот. Ну, хозе, хозе, как бы, если Ти-Аи словит, тайминг какой-нибудь на щитах, там вот это все, Ю-Термал не сможет отбиться, еще дэмэдж получит, то так, все, если Ю-Термал как-то выведет уже в стадию, где все грейды вот эти будут, под юнитов там уникальные, 1-1, там 2-2 будут делаться, то парабам-то уже, ведь, они выравниваются, более-менее, как бы, да, там потихоньку сокращается. То есть, в этом плане, сейчас для Ю-Термала, конечно, он просто отсидеться, защититься, но Ти-Аи просто еще такой игрок тоже, он хорошо контролит танки, пехоту, позиционно, грамотно нападает, и, соответственно, здесь будет разводить, то есть, он будет пользоваться преимуществом, он не оставит в покое, и, соответственно, здесь сейчас вот, интернет. он прекрасно понимает, что зачем давать, как раз-таки, отсидеться ему, если можно пользоваться, вот этими всеми преимуществами, по таймингу, как бы, стараться дожать, там, да, в танчике приходит, минус 6 мариков просто, блин, даже 7. Термала Викини, кстати, более здоровая, еще мотивай, заходит его в наглую, просто, ну, у него щиты готовы, мариков сплетанул, минимально, здесь марики без щитов, 100 на 120, Ютермал пытался, конечно, отбиться, но, что-то у него, ничего не выходит, по-моему, он, кстати, марика, как-то, повел вперед, уже, данную атаку, нужно было, видимо, танки прикрыть, как-то рядом встать, пытаться, там, да, оттереться, ну, тут до щитов, еще просто, причем, Ютермал, и 2-2, и атаку на технику, все делают, да, как-то, то есть, скидевая, даже этого не делается, но щитов не было, были в час щиты, Ютермал, наверное, бы по-другому было, но их не было, да, ну, ждем вторую, прочитал, TI, очень хорошо, Ютермала, и, поэтому, конечно, было тяжело, тяжело играть, надеюсь, что здесь, Ютермал изменит, билд ордер, не будет одно и то же катать, все 5 игр, ух ты, вот это вообще, как-то нереально, мне кажется, да всяко, может быть, ну, так-то, да, не будет, но это всё, да, ну, как-то, ну, с ним не будет, блин я не работал нет вообще не понимаю вот он по ходу там уже с вьетнамцами бахнул в вьетнамской горящей воды я тоже иногда не понимаю но уже почти понимаю ждем старта так оба игрока готова вроде сейчас ну в храме уже точно что-то кого-то у игроков в игре лагала но по крайней мере и тормала пишут чтоб он пауза нажималась лагает ну да что-то там были проблемы какой-то день король си джон поехали через три часа еще сл тем лига а ну да корейский финал спасибо за информацию но я пас я вам так перстока 3 2 2 2 но вот этот вместо пролиги то там замутили такую тему а при этом где новый патч да вроде по линии нет там старый просто а ну иди команды между собой граждан в трейн тут могла все дина вышли он до интересная тема так но оба игрока у нас развиваются вообще зеркально только те ай ставит стенку для такого вот где выступ для запрыгивания репера перекрывает а и термал закрывает рампу и термал опять добавлять второй газ и похоже что на 5 будет играть вот билдор драгелиона плюс риперы а тяй будет играть фаст экспан через быстрого рипера такая вот тема то есть если сейчас все повторится но у тебя я будет преимущество уже начальной стадии потому что прошла мы видели как он легко довольно-таки отбился от первого прессинга там реперф гиллионов потом от танка ну да то есть и термал то же самое получился да сейчас то же самое хотя нет подожди он изменился да 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 он собирается похоже играть в агрессию полную то есть возможно даже с быстрый большой то здесь будет старпорт здесь не будет быстро вот это быстрец и цешки возможно сначала ее термал сыграет через перед роб здесь разные варианты есть что можно как раз таки вот продолжает строить рипер и гиллионов нон-стоп но потом как бы там три рипера да 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 три рипера три гиллиона в таком духе и если противник халявит то можно это вот понапрягать ну как варианту стилу бьян учу бьян постоянно вот я заметил большую часть сигарта в это он именно вот рипера геликов строят 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 как бы и находит момент какой-то приходит и напрягает имени слабо он вообще робот у него он и поднимается на рампу у него меньше юнитов он все равно убеждает в бою то есть я не знаю как он это делает такое тоже замечала сейчас вроде кажется и позиция там хоп как-то рипер разошел бам кинул гранату да 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 это круто в общем так ну вот и термал два вибратора гелика здесь два марика рипергей ну кстати вот как-то термал вроде прилетел нужно ли до второго гелика вообще туда заходить он лишь начался он играл в слепую получается он хочет разведать что делать в оппонент то есть но если там идет одна игра с одной базы то ему надо дофантис там какой-то паншин сейчас он знает что технология оппонента позже поэтому может не переживать термата у термата у термала либератор в общем троицы кстати ники не панши тут прям надо рипера подавать хорошо не отдают рипера уху хорош 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 влево есть нифига себе термал разуме прям хорошо да ну гелики в мясо все конечно да починить надо вот он уводит одного целого привел смотрите-ка и 2 эти ксм может вперед вывести то там штучку кстати так наутевая циклон викинг а здесь есть и для чем так на викинг на оборону поэтому либератора возможно какую-то демокс может нанести вполне возможно так заходите малскан хороший гранаточка заходят неплохо все прошло прессует и термал смотри все еще очень красиво гелики выгиби рада вот они вычиниваются либератор в это время залетел викинг надо поднимать ее и тут циклон как в тему выехал чертов циклон ветерман заходит вот здесь всего один викинг один марик викинга тивай успевает как он успел поднять и судей хп термал прессует на самом деле цехи то у него нету до сих пор получается да 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 у него очень хорошо как олл-ин получается идет так вот приехали те два гелика долго как-то они возвращались в бой конечно но вообще с большим может попытаться прям в лоб навалиться убить циклона и навалиться гелионами реперами то есть это такое наверное самый оптимальный вариант для и термала потому что вот для него хотите же 20 клонам блин это очень плохо это конечно очень плохо и есть энергия у тебя тебя не тратит энергии находит баньшу так термал заходит циклон пытается зашатать мариков там убьет щас конечно это вот хороший хороший минус один циклончик второй циклон выживает вот здесь викинг сел блин да ну тут как-то на соплях на мотивая как-то на халяву получается да тут халяву это нормально дарить большая приезжает термал ставит кажется замука его всего ту же сейчас все плохо и термала стала получать до диски же больше еще прилетает может на харассе там есть да вылетает 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 четко до сложная ситуация для термала на тут она даже не просто сложная уже провальная когда зибанша еще с инвизом залетая походу сейчас напишет термал здесь циклона нет вообще ничего противовоздушного у него нет получается да вообще ничего по воздуху не стреляет термал ну как-то был момент да как бы надо было термал долгие паузы как по мне брал я ну там постоянно как назойливая муха там летает что-то ездит ездит как бы какой-то момент наносит удар получается ну-то и термал что-то ждал 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 в итоге дождался что ну еще везло чего там да там на чудом вот эти циклона выживали викинг ручил на халяву там на последний хп на последних об этом рабочие да да такие вот мелочи мелочи но в сумме молодец я и молодец что-то пока не получается и термал навязать борьбу к сожалению а тива это что мару выиграл 30 ну в этом-то плане кажется очень сильно понятное дело но и бьян же тоже он очень силен но проигрывал там и гумиху и рьянгу там свои тусовки получается практически так что это твт здесь нет такого что носила и просто с ними не играл так бы он тоже меньше играл чем бьян бьян просто на виду как бы ну да поставила вот эти лайфенги не играет я думаю в то что там развали вообще да 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 то есть и поэтому хотя вот коллега вот на этом на близко не бьян на выдал у тебя и получается с каким счетом 31 вроде на 1 то есть там тоже были как бы ноты частично отвезение ну конечно скилл скилл здесь я очень грамотно отбивается хоть там и на последний хп но это это уровень так на надеющие термом будет играть все-таки в экономику и в макро против тебя просто на предыдущих картах там были дуэльные респа респ и и можно было понимать где находится оппонент то есть как он будет примерно играть ну то есть можно проводить против него агрессию здесь же непонятно какие респы поэтому скорее всего либо будет какие-то два барака но это маловероятно от кого-то из игроков либо же вот просто fast expand fast expand через за репер и с реактором среди тела и вот через заметил он же как бы особо он разве ходил предыдущие игры нет вообще нет прикол лазер входил вот эти войне то и термал ведь три барака рипера не ну не раз сыграл в то вот и чем не отыграл то здесь не рада она лишь просто вот то есть вообще есть будут в первой второй игре я бы сыграл очень и термал сыграл батареи прокси барака то утром бы скорее победил ну там по штукам build order win получился бы то есть не готовился к этому тяну здесь тоже психология же помнишь как flash первом старкрафте тоже там вроде бы знаешь вот этот авторитет он давит против таких да сложно сложно конечно и термал делает разведку в этот раз у них обоих будет одно и то же то есть он по крайней мере начала до факты ибо на бараке реактора вот дальше будет ли кто-то перелетать на гиллионов или нет это вопрос риперной термал он пришел видит все от отвечая если даже сейчас утюгер мал выиграет например в этой игре и будет играть следующую как бы попытается за то что разведки нефть его и наказать он пойдет черт побери в разведку разведка надо будет эпично но еще надо выиграть пока тивая поэтому рано говорить на термал отца цешка здесь тоже слишком факт а чуть раньше утивая получается ну там чуть дизель вообще термо сейчас но просто и термо благодаря вот этим респам мог попытаться заказать второго рипера и ну похарасить но вот тебя играет очень сейфово никуда реперам своим не летит здесь просто стоит в обороне сразу заказывает реактор и соответственно верху здесь сложно его выцепить то есть если он видит что там много риперов по оппоненту то он просто своим рипером отлетают к рабам и вместе с рабами же отбивать здесь подрезает рабочего который я ради зашел тут за панковал ксм чего и на минку хочу ксм стоит нет не помогает тема понял что тут ничего не получится на и улетает да здесь уже строится гиллионы точнее гиллион моряки а вот и термала гиллиона с реактора это хорошая тема то есть он сможет контролировать лучшую карту орбитал пошла в флэнд неплохо ссылка вот на турниры заходишь в описание канала там видишь корабль жмется на него мышкой левой кнопкой получаешь сетку турнира сейчас все на блудними картинки запомните они кликабельные то есть туда ссылочку вставляется и термо выпускает репера ну да можно было 10 принять его получил гадика сам потерял что не не потерял где 4 марика гелики баншат наизм и оттутка это погодите это друг не на что лишь тут такое сейчас где там а да кстати получается то есть это такой push марики гиллионы с минками то есть он будет роботе на main и термалу мариков заезжать на натурал гиллионами тут сейчас пытается заехать и термал но видит что кстати там марики и дивана понятно что здесь милой как минка больно сейчас делает и термалу и хорула слышно развелся потерял еще регионами но здесь что тут а два гелика полетела женщине дема жена и конечно но шуспалил короче йома видишь же все и термал как-то палится стыдно устудиться ничего как бы не всем понятно на новом сайте работа ох чувствует большую письмо пишем гг выходим по ходу дела ребята до получения виза за 10 секунд но я нет но это называется он просто блин летит по первых видел медивак летит прямо как бы ну вообще бесхитростно плюс подлетает к оппоненту и вообще ну то есть до готовности инвиза вот так вот наглую но это слишком нагло со стороны термала нет это еще не ггну терять так баншу это ваш провал на тяжело будет из такой ситуации тащить прилетела банша здесь два викинга ну кстати ветерман вылетел да 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 вылетел два и два скана потратил тивай то есть он благодаря тому что туна халяву сбил получается в среднем по одному скану потратил да так что из пуш еще идет 68 85 как-то да есть секундчик и сканет термал делак сбить не получилось хорошо тут танк заставал вроде как ю термал отгонен здесь 3 цеха да тут короче по всем параметрам тела его опять начинает опережать эти утилла нету выхода сбилась они хотят в инженерке бил все таки почему не такой стиль что ну да сверх поздний steam какой получает может это сработать я не знаю видимо ну блиновать его и вот мне ну он просто нагло обычно играет но сверх четко прям играет всегда термал решил играть стандартно риперов своих любимых не делал в итоге когда на 0 2 то теперь как бы ну ошибок стока в общем печаль короче ну так стим делается щиты двух базовый прессинг получается от термала но как бы стим утилая будет попозже то есть и термал будет давить и со стимом и со щитами получается здесь но кстати вот этот дробь тоже много не тоже за и может с ним подым оттуда тут steam прям рядом с вероятным местом квадропница термал и как бы star force реактор ну да тут как бы steam отменят получается ну ну и термал черт побери дропается вниз и находится рядом просто танка митивая идет на них отдаваться сейчас до порчика еще про сканет термальчик и термальчик прям на танки пришел хорошо пути а ничего не отдал улетает к его это хорошо нас а стоило всего лишь в тупую залететь на мои до получаем да и можно было бы разваливать но 8158 по боевому то есть у термала все хорошо тебя исканет блин основную армию не увидел мы увидел мариков подходящих очевидно становятся сюда это как бы пушат и термала будет чем мариков надо вылечить и термальчик вылечишь их куда ты их повел то так красные все ё-моё что-то и термал здесь наглеет по моему слишком жестко танки дропаются зал такой термал стим патчется кстати утевая танк термалов много так откуда там снизу два танка тевая очень жестко стреляют термал танк свои не перевозят марики бьются отдельно от всего получается короче провал от термала еще на халяву там танки с ренджом снизу там проатаковали жестко тевая термал идет вперед ногу как его и не значит много ошибок у термала признаться честно слишком много ошибок приходит рост что там гигантских сайте сзади лимит это все еще и термала больше самое интересное так надо танк есть щиты у термала надо идти позицию занимать пытаться так танк сижится марики на щитах врывается пока утевая их нету хорошо и термал кстати зашел даже до сих пор есть шанс как бы неплохой но там где-то сзади цеху надо забирать это получается но у печального термала часто факт что он не пытается сделать никаких грейдов вообще вытевая там уже 2 атака заказано заходить получается нужно здесь убивать его полностью убивать полностью не очень получается у термала мани постоянно отдаются люди у термала щитов пока нету скоро щиты доделаются танк откуда-то я не знаю откуда-то тевая танк выбил короче и щиты доделались нет все как бы и термала ну то ли нервно что ли он как-то пушит я не знаю как это назвать но ну да он спешит спешит очень сильно видно что авторитет тевая на него давит его то есть вот он мариками когда первый раз заходил даже не вылечил их после того как дроп неудачно зашел то есть можно было вылечить мариков и нормально ворваться ведь термал ничего не вылечил и развалился ну тут у термала замечает шутевая там база дальняя добывает соответственно шутевая 2-2 заказано у термала кстати инженерка то была что мешало за 100-100 хотя бы атаку сделать такого дикого вставания бы не было сейчас получается у термала есть опять лезет вперед марики на 0-0 грейда там хоть зафокусил и то хорошо но этого недостаточно оказывает 80-180 да как-то полностью заулынил люктермал и 0-0 тевай побежи к этому идет победи зеста победи зеста как бы могло быть ну это всегда так как бы понятное дело его я слишком уверен в твт отыгрывает черт побери даже сейчас смотрю да как бы вроде как тевая понапрягал почему не делал хотя бы с одной инженерки грейды сейчас хотя по 11 как бы там на ну на 22 это что-то можно было там повоевать а так вообще как бы 00 на 22 но это вообще права получается марки оппонентам будет носить два раза больше урон чем твои ну да получается здесь 4 дэмэджа там 8 как бы потому что тут два армора как бы там мощи жесть просто то есть если брать остальные факторы как танки там они почти без потерь будут с медиваками разваливать как раз таких моментов марики просто дико на таких краядах будут решать очевидно ждут вот гигантки стоят аюберона机 разваливай о темфон колбасе на этих но и fut вперед Ну, Ти Вай здесь в ПВТ будет, конечно, адское сейчас, ну, посмотрим, покажет ли Ти Вай, как с Дес нам бороться. Ну, Терман, в принципе, неплохо с ним отыграл, в отличие от Ти Вая, да? Ну, тут зарешал это, что с 0-2 начал проигрывать Терман. Билды не подошли, ничего не подошло, что и говорит. Ай не да кебаб, что это термал. Да просто ай не баб, ай не баб. Ну, тут этот, ему надо там кебабы делать просто на HomeStory. Ну, хотя не, ему и термал урана. Вот Леха когда не тащил всех, делал шашлык. Купил пивко, спокойно стоял на раздаче там, на каких-то HomeStory я помню. И все было нормально. Я тоже помню, как эти всякие там в центре HomeStory этого у Тейка, когда в это раз зажигал, всем готовил там угощал. Ну, я и говорю, что он постоянно там, это все запомнили там прямо Леха, рулил процесс реально там, в очереди строились. Так, давайте главный стрим чуть-чуть глянем, что там происходит. Так, я включу тоже стрим, пойду, что-нибудь перекушу, сейчас быстренько пока как раз матч начнется. Крой охот, да. Ну, тут быстрее охот будет, ну так. Я постараюсь побыстрее. Ну, то да, просто тут иногда заходи там что-то. А Зест будет расти next year на HomeStory Club 14, этой maisом. А... А... ... Продолжение следует... Ну что, ребят, всего Азеста ждем, матч будет серьезный очень такой. Продолжение следует... Ну что, ребят, а как там у нас бьются-то... А, ну там и нам шар с вейзером это завоза неинтересно. Вот там интересен будет десайдер, конечно. Статс против победителя, но я думаю, там изи статс. Лучше-то с одним сортом мы в плей-оффе остаемся. Почему? Потому что это был один корей из группы Б. А остальных всех ушатали к чертям. Ну, процессов много будет, поэтому лучше, чтобы тивай, конечно, выходил здесь. Продолжение следует... Так, ну короче, батлнет я перевожу, сейчас музыки поменьше было, а то опять забанят видео и все. Хорошо. Так. Хорошо. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поставлю запись этого дня, ребят. Просьба еще большая. Оставлять компы на ночь, чтобы запись смотрела. Пусть там человек и часы идут. Вернусь завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то тут хост какой-то есть. Сейчас ждем Паша, пока придет, зайдет. А, Паша здесь уже. Отлично. Тогда я тоже сейчас на минуточку отойду, ребят, и вернусь. Главное, что хост не профукал. Продолжение следует... 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 с дарком то есть там такая на гетисберге игра была там в армаду жестко там очень отыграл пусть типа как нет ну там пошел замес он у него как бы воздух был разменялись он землю землю на варку там вообще сбрил датка в том дарке его два раза просто чезами убил кого да жестко меня очень удивлюсь если как бы даже там две карты там лазер и нам шар с ним возьмет ну у нас тут интересная игра намечается прокси нас торги 4 торги это обычно ставят за камнем кишну видимо тела и против места против тела и точнее здесь так делает а может и не stargate ну да здесь вообще конечно может быть у нас торги может вивает у робота и что же может быть ну а нифига типа быстрые эти дестабилизатор или иммортала но но похоже на дестабилизатор увидела такие билды да тип прокси роба летаешь вообще сверх рано то есть там никого ни воздуха ничего нету и потом нету переходит стреляешь там понемногу и вниз ригер крылу сразу в стенке бункер инженерка гиллион заказывается 1 ничего себе не минка потом отменил слабо черного так 11 фио дэо этот уже маленький ма рекоменда не выбить удачу точку точно вывел получается без вторую ведь не получится да смотрите к призма робобей на мэне и это точно дестабилизаторы так 2 адепта извест не постеснялся на мэн зайти ими смку забирает вторую да нет стороне по всем пострелял или как когда хотят что-то циклон кэш не прощает ну да пришлось потратить энергию телепортнуться ну кстати циклон это такой два юнита против вот этого характери стабилизаторами опасны потому что придется детству именно стараться в циклона попасть не всегда получится может так 2 адепта тут репер летит вперед просто нет проверить у нас спалил все из 4 это это вообще улыбка с этими из железаторами такая крутая разведка на чем бункера надо ставить получается детству надо и стабилизатором выбить циклона и адептами получать с маленькими что ли драться ну или просто метко стрелять очень хороший сплит вообще замечательная на у марика но это вообще это вообще ну тут понятно сила все понял нет суреста как летит вперед призма да хорошего как надо бы может быть хотя нет тут может викинг убить сталкеров надо пару видимо на прикрытие в у чда что и делает детстве не ну тут он еще долго может напрягать по сути и дело да кому при призма без мой единственный минут до кого а так то армия на кисель наши супруга но здесь конечно тоже зависит того как викинг угадает направление метод пошли два дисциплизатор на утро 7 ну парабам только только уровень пока с другой стороны узи оу третий нет уже пошел другой стороны получается литьевая steam то поздний побил бы поэтому будет из 3 нет средства особой грозы ему нет никакой и дестабилизатора жилы до сих пор да еще будет хорости хоросять охлых охл 10 сторона же вот один не спасся да ну все равно лучше размениваться даже как бы при таком распаде пойлать тому детство пошел пробочки гусица тут детство просто плюс мальчить 4 это получается есть как бы не ксу стрессе пусть это вполне достаточно на вар просто им пробок строить 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 сейчас как бы все тела и выход еще ну то есть может танками каш полетает похарасит но мариком еще прилетела это в колосса выходит есть так ну да кстати колосс без ранжа без всего не знаю странно кстати уж лучше было бы актива им на бытку пуш идет прямо убивает минка важный юнит поэтому не жалко патрон дестабилизатора потратить на нее 4 адепта вар не все нормально здесь здесь точно кого тела свернул удочки пошел назад до понял что сюда здесь не светит нифига третьего нектуса и 3 цехи получается нет стим щиты наверно дачи ты заканусь утевая утеваю остаются и пушить сейчас детстве передумал блин делать он блин заказывал он делает сейчас глефа то есть он понимает он понимает это цешка утевая пошла 3 то есть не будет он ничего кушать значит здесь сам получается будет кушать так после колосса и мортал сразу заказом рабов что-то здесь не добавляет особо новых это детка кладетку тоже у нас адепта да причем гейта все четыре штуки 4 гитата где газетки все пиво здесь цеху точно отменит получается глефа не готова к так залпу танк вашу куда танчик на сбивать фокус где-то уже его прилетел бегая пишет его и ну да тут как-то четко здесь тайминг словил от он понял что blink долго будет делаться так он и без глеф в принципе пришел еще ну да пробел так ну как я уже говорил на самом-то деле лучше такая чтоб тивай проходил шпроцов что-то если здесь пройдет скорее всего их 4 будет на это если не давать шансов там нам шару и лейзеру прогнозах как бы то 4 протаса 3 зарга один тиран так баланс не было бы 332 ну да ну еще не вечер черт его иран хранить из такой необычный очень билд конечно от зеста говорят что вот стата у зеста в алмазе 65 61 5 ну в алмазе на самом деле когда новый аккаунт вообще там можно хороший сад сделать а он он Так, вторая, Сиджонг, погнали. 1-0 зест. Опять быстрый газ идёт, хотя, ну да, ну, кстати, здесь такая распространённая тема через Галионов и дробь. Минки с Мариками, такая интересная тема, но, может быть, и через Рипера сыграет опять. Но здесь показал, что он может чистить, ну, конечно, это такой чист, получается, технологичный. То есть, вроде, сначала ничего особо сильно не убил, там, особенно, первый выстрел, вообще, только одного Марика. Но потом вот два Нексуса, армия. Ну да, то есть, как бы, это сдерживает жёстко. А как ты призму закантришь? Да, нечем. А с другой стороны здесь даже мува не делал, как бы, то есть, с мувом там вообще тяжело закантрить её. Да, с мувом там вообще, только если угадаешь, куда минки закопать. Какие, на самом деле, контур-дропы, минки можно делать, да, там, как бы, автоп-то нету, получается. Нет, нужно построить на он-он-майнк, уже откуда, а если он нет, допустим, робо-профси, там пока залетит. Да, долго. В этом плане, да, то есть, контур-дропы какие-то, по-любому. Ну так, конечно, в идеале ещё либераторов добавлять пораньше, то есть, чтобы и зону территорию контролировать, и можно было контратаковать, ну и против дестабилизаторов хорошая тема. Да. Поехала, сейчас будет инженерку, похоже, ставить тебя или нет, или возвращается. Не, не, не хочет ничего. Блин, так, знаешь, иногда как это смотришь, после реплеев, особенно такие игры, хочется ускорения, не нажать. Промотай. Ну да. Ну, тут пока уже просто усталость сказывается, да, как вот что тут. Сейчас уже начнётся экшон, сейчас маленькие полетят с минкой, с гелиончики поедут. Несколько там, один гелик, один гелик будет. Я думаю, он второго дождётся и поесть не наверно. Ну, как раз гелик-то побыстрее медивак остроится, вот. Пока он облетает, там этот медивак на мейн, куда он там полетит. Как-то гелик выйдет. Да, вот два гелика сразу едут, кстати. Да, ну весь пилон, получается, есть. А мейн нету, отсюда вот, со стороны шести часов пилона. Угу. А дробь как раз туда летит. Ну да, хорошо залетая, может, всего я даже знает, если пилон ставит, да. Ох, усаживается минка. Шесть пробок, семь минус. Ну, это провал, бля, зест вообще полный. Гелен изъезжает, ещё убивает. Ой, гелики тут вообще, от мазеркор улетел, мазеркор нам они сейчас ещё и мазеркор собьёт. Но это один-один, ребят, стопудовый один-один. Тут вообще даже видео обсуждается это. Гелики жестят вообще, тут просто убивает. Всё, я думаю, зест не будет, тянут резину здесь. Ну да. Чё, в линию пробок давай поведём. Ну, а чё делать? Двадцать три пробки минус. Два минус. Жесть. Чё, тевайки тут учудил? Что-то едет прям как-то даже… Я даже не думал, что так прям всё жестоко получится. Да, совсем всё плохо и надо идти сразу в контратаку. А то сейчас танки, бункера и всё окей. Ну да. Ну то есть тут улынить только, да, выйти с блинком. А тебя ещё грамотно отправлять Либератора. То есть сейчас как раз зест будет выходить, а Либератор… Да, Либератор, блять. И писец, экономики нет, то есть надо рабочих строить, а тут Либератор, который заставляет сталкеров варкать. Я вот не понимаю, как зест хочет типа шестью сталкерами всё убить без Доварта, ну… Конечно, зест хороший контроль, но даже шестью сталкерами… Даже шестью сталкерами зест не убьёт, надо сказать. Сейчас, видимо, как раз появятся сталкеры на мэне, от них это бьётся, и залетит Либератор, наверное, ГГ напишет. Здесь… Так, три КСМочки минус, ребят. Начинаем расстреливать, ребят. И Баромариков, да, до Либерок прилетел. Четыре-пять пробок минус, ну тут вообще печаль полная. Да, у Процесса в два раза меньше рабочих, чем у Тера. Это… Катастрофа. Так, зест находит в лазейке-то у тебя всякие. Бля, это что-то где харассик. Пытается выйти, нет, куда там минка есть. Ну, зест, короче, у него вселился боксер, короче. По заветам боксера, в общем, до конца гейминг, как бы. Надо, типа, вороться до конца. Так, минус обс. Опять сталкеры подходят. Глефа делался где-то там адепты. А, вот адепты на мэн вороутся сейчас. Тут я не знаю. Вот вид такую игру стащить. Что-то должно случиться, какого-то. Даже просто, ну, это не просто должен ТВ, как Таскин ошибаться. Я даже не знаю, как тут на ошибаться-то можно так. Тут просто должно быть с течением ставить такое, я не знаю. Ох, сейчас поймает там. Нет, не поймает. Или поймает. Нет, не поймает. Полетела сразу призма на мэн. Вон там есть дотикание. Часичен мародёры мареки. Да, 4 дэк залетает. 7 из 16 полиамир. Вар пошёл. ТВ со стороны камней заходит. При этом всём. Хе-хе-хе. Лучше себе вердос увидеть минку. Чтобы выходить сразу. Ну так, понятно дело. Лучше. Так, АД-фатива отбил. 111-50. Так, камни пробивает. Что-то там сзади сталкер какие-то. Ну тут просто... Ну я не знаю как попробовать. То есть суть в чём. Тебе убили всю нахрен экономику твою. Ты просто в полной заднице. Понятно, что шестью сталкерами тяжело будет вытащить. Нереально фактически. Но пошёл шестью. Попробовал. Ну надо тормозить уже. Там уже просто не нагнать в макро. Только первым самым врывом можно попытаться что-то сделать. В расчёте на то, что кого-то юнитов мало что-ли. Я не знаю. Ну да, что я отдал тирану в атаку типа. То есть просто ну ты если бы тиран там из трёх бараков из миниваков стим делал ещё там контратаковать. Здесь просто ну то есть этот дроп у него и нету цели это так развалить как бы вообще. Если там есть факта старпорта, это значит, что на обороне будет танк если нужно там и т.д. ну что пока какие-то две игры. То есть зест убил и тивай убил. Будет у нас такое звучит. Более макро стеда. Интересно. Ну вот парни в чатике пишут. Хорошо он маста играет у нас в Европе, а? Четыреста АПМ там. Взмет просто ну кнопки все ну так. Хочет выглядеть круто. Ха-ха-ха-ха. Я помню что в брудваре так можно было АПМ делать полторы тысячи вроде чё-то такое. Может быть и больше. Что тупо зажав одну клавишу. Здесь активировал премию. Сейчас во втором старкрасе тоже вроде как. А работает тогда тема? Ну да. Да. Ну у зергов то у нее ТЛО там 700 бывает из-за того, что он ну там СЗ зажал как бы заказ там. Так. Спасибо Вась за премиум. Спасибо всем пацаны за поддержку по всем параметрам наших каналов. Да, ребят, молодцы. Продолжение завтра естественно. Вот. Пашей будем. Ну по сетке короче написано что 15-15 CEST это вообще как бы я не знаю сейчас разница 2 часа по моему причем с европейским временем. Да, 2 часа. Так. Ну сейчас кстати тут бывает иногда как бы неправильная система их мерить. Приневит пробкой КСМК. Ох. Да, КСМК выжила пробкой. Тоже выжила. Так. Годину допустим сейчас 2 часа. Ночь, да как бы. Угу. До 12. До 12. До 12. Соединяет получается 10 часов. Да как бы. Да. Плюс 5 часов. Ну да. Что? В 17.00. Судя по литвипедии. Судя по литвипедии. В 5 часов завтра что-то пункт. Что они так ем там матчи-то много. Завтра мы вообще вас закончили. Понятно. Вообще не будем ложиться. Да. В 17.00. В 17.00. В 17.00. В 17.00. Здесь дичь какая-то еще. Можно глотать точно. Здесь можно колбасить участников. Это же они. Стой тема не держатся. Огромки из которой мы схватили пункт. Очимой корпус из karşиленности. может я скажу к этому моменту же код поедет этот стандарт на место с эти депрог много я сам люблю здесь 5 штук как бы получается не с краю но тива это вот чувствует где что-то что сразу так ладно факторе интересно что это такое закон или может с танками какая-то тема у по 3 . пошла у тела я прям читать скорее все циклон должен быть а вот дальше варианты все может продолжать строить икону либо же начать использовать фактор для каких-то пристроек там для реактора там это клавов может община реактор перелететь от барака поменяться местами минки кин заказать гиллионов ну если если здесь сыграет улы со сталкерами то конечно тогда у тебя будут большие проблемы но это карта не такая удобная здесь чаще всего процесса играет в банка поэтому в общем риск чая оправдан да как бы негде на main то есть в блинком только в лоб получается давить здесь надо поэтому редко здесь такую стратегию используют процессы заметь ли ты сейчас опса заметим через три энергии будет скан я думаю должен сбивать его и хотя стим плюс 2 барак все стандартно короче реакторы под них пошли инженерка третий сэшечка который не знает с детства общение чего третий нексу ставит так и сибирский стоит сталкера не так далеко от него получается сам к ним прилетел из идут атаковать сталкерами скорее просто как харасс убивать работе одежда и теперь Продолжение следует... 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 Протас мог заказать Nexus для быстрого варпа. Ну, кстати, да, там как вариант вообще. Странно, что этим не пользуется, там гейт пытался построить. Если уж так срочно нужно, на такой стадии, там что, как бы настроивающийся Nexus, быстрый варп, да, идет. Так, то есть, получается, у Викинга с тремя грейдами, каждая ракетка 17. То есть, 34. Ну, как бы по 6 с каждой ракетки демиджа минус, это минус 12 просто. То есть, это не 34, это 22. Это жестко как будто. Получится, что против Фениксов, что против Викингов, он очень важен, грейд на броню. Ну да. Кстати, такой прикол, маленький нюанс, представляешь, вот если, например, делаешь Викингу грейд на атаку против Феникса, он проигрывает Фениксу, Викинг. Если же делаешь грейд на броню, то Викинг выигрывает у Феникса. Я понял. Прикольно, не знаю, не проверял, так, в первом Старкрафте все, по-моему, проверено было здесь, не знаю даже как. Да здесь еще меняется часто, тоже, вон там, Викинги другие апгрейды и так далее. Один, точный счет? Так, здесь 2-1, по идее, как бы, что там, пацаны, какой счет-то? Ну, Ти Вай, что там, дропом развалил, здесь первую игру развалил этим, в Роксе больше игр не было, вроде как, это 3-я была. Да, 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 да. Да, все правильно. Так, Джиладан, от чего быстрая варп зависит? От гейтов-ф. Если на пилоне гейт, да, быстрый варп идет на пилон, на котором стоит гейт, пилон, который в рейнже нехтуса, ну и на призму, короче говоря. Все больше никуда Белон, который далеко от Некстуса Или на нем нет гейтана На нем медленно варпается Опять через быстрый газ Играет TI То есть у него вроде бы все вообще Открытие в ТВ Через быстрый газ, только там с разницей Марики, либо риперы Но при этом он все постоянно делает разведку Хотя нет, не всегда, но в большинстве случаев А здесь вообще Он играл же тоже в предыдущей игре Против термала Он делает сразу разведку после пилона Сейчас он едет против TI После Нексуса То есть тоже подстройки, видимо, какие-то Ну да Вообще не знает, как TI Играет просто, не знаю Стянут что-то мне даже Ну как и у термала Играл против Деста Даже пока что больше нравится TI, да? Там где ютермал пробревал Так он вообще тесто разваливал Единственное Потом неуверенно отыгрывал Вот эти две победы были очень жесткие Ну да, получается Сразу в агрессивный дроп будет играть TI Ну да, он вообще как бы А, ну то есть как второй развалил Так и сейчас решил Опять у Деста нет пилона С одной стороны на Мэй Не получается С этой-то и залетать, наверное, TI будет Опять же Да, КД вперед идет Можно минку закопать Ну здесь не дурачок Идти на рампу Не иллюзией Ну, кстати Ну, это патча адептов, наверное, кстати Опенинга снизится Вообще, вроде всех раз Что из-за вижена-то? Ну да, вижена нету Коего чего, разведать им никак То есть только получается для обороны И если его делать Там будет флинга Так, ребят Кто там стримы какие-нибудь палят Еще дополнительные Там Как там и лейзер нам шанс Ага, сейчас Полякова рублю Сам проверю Что-то нет Походу закончили Они уже и лейзер нам шар Так что, ребят Если кто видел Хотелось бы знать Прыжет Канал на сумму 122 рубля И сообщает Коми чатику Привет Замочная стенка Да Все вроде как Кто там на упропку убил Все, ничего не сделать больше Тут марики прилетели Стоп пилон снизу получается Выбить Может у нас сила И то не факт что может Угу Ну да Тут чуть-чуть 5 сталкеров 2-2 А еще не было решающей Там игры 2-2 Блин На ликвиде Я сам 2-2 вижу Я говорю Кто стрим смотрел И тридцать И тридцать Блин, а Калтурим Калтурим А вот вермуль шары И лейзер 0-2 Уилл 2-2 Но решающую Все равно проиграл А статс нам шара Уже 3-0 Бриву Ну и лейзер как-то Ну да Хотелось бы Наверное Смены Смена Зерга Против Статса Но Не получилось Посмотрим Может нам Шарчу Придумывает Так Спасибо Сельфхолк Видно 122 Через Плеер Спасибо Стан И всем За поддержку Столь Поздний Час Здесь вообще Решает играть От обороны Просто везде Расставляет войска Ждет Возможное Залетание Дропов Даже по периметру Своей базы Здесь вот Расставляет Пилоны Видит Ксеснера Патрон Слетит На 6 Часах Сразу Перетаскивает Армию Переводит А тут С двух сторон Будет Атака То есть Высадка Причем Везет Танки В медиваке Чтобы Не видел Это Здесь Опа Ну на мэйне Провал С минками Просто Все операции Ну кстати Обе успели Закопаться При этом Ух Ничего Грязь Наш По центру До споркиров Ешь Еще две пробки Выбивает То есть Медивак Сбил Мы в итоге Так Танки Прилетели Ой Птич Прям Под сталкеров Был бы Здесь внимательнее Чуть Это минус Танк Первый Сразу Был бы Ну тут Оттевая Провал полный Идет Обратите Внимание Пробок Очень вовремя Здесь Вперед Вперед И Короче Тут Блинка Жен Ну погодите Где-то 16 пробок А 16 Это Здесь И погибло Здесь Еще один Раз Минка Жахнет Парабам Минус Еще Оу Минус Еще Две 18 34 37 44 Но Путевая Треть Сэшки Даже И не Планируется Пока Да Только Сейчас Оказывает Либератор Похоже Пролетит На Мейн За Минеральную Линию Разложится Или На Третью И там И там Нет Пилона Придется Сталкерами Возвращаться А Либератор То Уже Полетит Когда Сталкеры Будут На Базе Ну Или По крайней мере На Половине Тирана Слушай Она Может Возвращаться Он Убьет Лизест Вообще Лоб Тивая Но Если Прошел Прям Через Центр Танк Фокус Просто Можно Убить Ну Мне кажется Ну Да Здесь Танк Газин Протер Че Правда Стимпак Доделается Уже Здесь Поднимается Секунд Есть Еще Танчик Уходит Кравда Поднимается Танчик Приехал Держи Амеджин Кстати Утутивая Утутивая Оставят Грамма Устания Там Стим Где-то Вдали Делается Он Сейчас Был Ближе Просто Зат Минус Стим Сейчас И Либератор Прилетел Да Ничем Убивать Вообще Ристал Кер Варпиться Здесь Блинка Тинаю На Мейн Опять Дальше Хорошо Тут Стим Есть Все Есть И Вай На Стим Возвращается Медивай Шатает Шатает И Вай Делит Армию На Две Группы Чтобы Деста Не Выпустил Блин Еще Дроп Сюда Пошел Деста При этом Блин Контролит На Мейне Блинком И Даже Не Дает Возможность Сталкерам Нут Сути Минус Сталкера Это Катастрофа Ребята Она Очень Похожа На 2 2 Очень Похожа Пробов У Деста Меньше Там 10 Пробок Еще Либератор На Мейне У Шатал Только 1 1 У Деста Есть Тут Атака 103 75 Как Куда Пришел Тивай Провалил Все В итоге Короче Непонятное Действие Деста И 2 2 И Уже Все Нормально Теперь У тебя Прикол Что Бывшие Тиммейты Друг друга Знают Я Честно Ко Поэтому На Корейских Особенно Турнирах Не Очень Любил Май Всегда Влюбил Что Матчап Там Такой Определенный Но Стоп Не Тиммейты Были Что Потом Друг Друг Готовились Как Тут Принципиально Разные Подходы Команды Не Знаю Интереснее Получается Хотя Не Всегда С Друг На Треть Сейчас К Протос Это Две Минки Летит Но Две Минки Не Убьют Но Экономику Напрягут Это Естественно Так Адептами Пытает Зайти Не Уже Лимит Уже Равный Что Творить Боевой Так Что Здесь Собирается Убивать Пациент Точно Собирается Убивать Но Не Убьет По Ходу Дел С Тетевая Не Танк Ничего Нет Номерная Сумма 300 Рублей Изращает Первый Раз Урегая На Стрим Понравилось Спасибо Вэй 2013 Первый Раз На Стриме Приходи Еще Спасибо Что Понравилось Завтра Опять Вашей Бродозу Да Приходите Ребята Завтра Плей Офф Ну да Завтра Завтра Самый Высший Уровень Жаль Конечно Что Корейцев Там Сортов Только Поганя Ну Может Сейчас Конечно Нам Шар Статься Просто После 03 Венера Сейчас Возьмет Как Соберется Как Завреет Всякое Может быть Но Сомнения По этому Поводу Есть И Спасибо Всем За Поддержку Ты Кстати Во сколько Завтра Ориентировочно Встанешь Я пока Не знаю Сначала Позже Чем На 2 Часа В 17 Как Это Можно Часа В 4 Может Час 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 Поиграть В Банда Что Я думаю Как Спать Не буду Часам Запись Поставлю Часам Двух Придум Что Немного Дороговато Здесь Бил Адепты Мариков Не Могут Ворваться Не Дай Вязку Именно Адепты Либо В центр Обычно Врываются Сами В хлам Убивают Либо Когда Уже Мародеров Много Там Они Медленно Вот Погибнут Все Пытается Тест Разводить Здесь Ну Что Мне кажется Особо Здесь Ничего Не Разводит 4 Забрал Бладер Нифига Сем Довар Еще Довар Совсем Отморозился Он Понимает Что Ему Не Слезть Походу С Этого Война И Пытается Прессовать До Конца Но Одновременно Сталкер Не Раз А Все Он На Третью Заходит Возу Видит Что Здесь Камни Пробивает Завести Апсервер Вперед Зашел Ксм Ку Минус Ну Здесь Минкес Здесь Можно Контролить Сталкерами Здесь Тут На Третью Пойдет Минкес Конечно Здесь Все Что Мог Здесь Забрал Четвертый Иксус 3 2 Грейды 2 1 На 1 2 Конечно У Тирана Грейды Вроде Как Ровные Более Менее Но У Тирана Атака Во-первых Вторая Во-вторых Как Я Тысячу Раз Объяснял У Протсов Тополя Еще Есть Тирановские 2 1 Всегда Лучше Чем Протсов 2 1 Похоже Собирается Делать Врыв Сразу На Третью На Натурал Похоже Что Так Адепты Ставят Ждут Рядом Тоже Есть Юниты Убивают Интересно Ну Разводы Разводами Как Здесь Лоб Тут Граться Собирается Вроде Как Никого Стабилизаторов Ни Ничего Нет У него Вообще Сейчас Так Адептики На Второй Заход Тивай Хорошая Реакция Тивай Здесь Марик Только Правда Подбежали Марик Адептики Хорошо Наваливали Минки В своих Ксмах Просто Там Смотрите Смотрелось 18 То есть Это Там Они Штук 10 Наверное Сейчас Зазалк Накрыли Ксмах Но Да Узи 100 На 20 Рабочих Больше Но По Боевому Просто 1266 Это У Позар Как Припёрся Саш Призма Справа Кстати Это Скана Ни Одного Цц Три Скана Ни Одного И Только Что Мулов Выкинул Новейших Жест Не Видит Эду Ну Призму Призму Не Видно Призму О Экономика Узи Лучше Но Все равно Тут Как бы Она Не Настолько Жестая Чтоб Качественный Лимит Боевой Изменит И За счет Чего Узи Тут Тащить Тут Просто Непонятно Пока Может За счет Врыва В лоб Не знаю Какого Думаю Чем Ворваться Тут Тевая Хорошее Количество Бил Еще Минок Много И Грейбин Тридряда Здесь Тоже Три Тва Даже Здесь Тоже Тваду А Три Тваду Только Наоборот Понял Да Тоже Закарал Твай Тов Твай Твай Тридравлю Лечением Со Всеми Делами Учитывая Что У Дес Твай Никакого Ничего Нет Да, минок много, поэтому здесь адептами как-то тяжело, мне кажется, бывает. Ой, 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 все деть. Принимает двойку, ой, сталкеры. Жесть, все там 7-морта, да. Адепты отдельно, сталкеры отдельно, минки минусуют, там все, полей нет, короче, ничего нету. 2-2, ребята. 2-2. Ну, интрига, что тут говорить. Тиран может прибавиться один флейф. Дальше. Рукатка. Дальше. Ещё по-менее. непонятно так все, заходим в игру все, заходим в игру офигеть, карты, конечно, для решающей игры ну да, ну да ну в этом, кстати прикол тоже есть что, тоже увидим с одной базы может быть какой-то прокси посмотрим может быть Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, хотя вот Стас что-то заказал, там и больше. Ой, ребят, тут что-то адаптация идёт, вообще, голимая. Вот, значит, ты ещё жив, оказывается. Рад тебя слышать. 120-112, надо посмотреть, когда там игра-то кончится вообще. Ну, ещё пока не кончилось. Здесь очевидно минус нам шар, тут ещё грелка жжёт. Ему, как она жжёт, она уже 8 юнитов заковыряла просто. 11, наказывает, просто грелка, просто наказывает. Адепты на все базы заходят, нам шар чёт ГГ не пишет, чё он ГГ не пишет, я не знаю. Где GGG? Ещё никто не пишет GGG пока. Окей. Д-надо сом. Ну, если hombre варит. Ну, что там Маска... Ну, вот ГГ. Ещё я прыгаю варут, пацаны. Сейчас я прыгаю варусь варусь, пацаны. Чуть ваше бабло не слил, какое ваше? Не надо сливать бабло. Опен 41 активировал премиум на ваш канал. Опен 41 активировал премиум на ваш канал. Опен 40 активировал премиум на��. Опен 41 активировал премиум на ваш джин. Артем 40 активировал премиум на ваша рама. Ну, сухо, да, возможно, здесь сухо будет, да, возможно, возможно, ребят Для тех, кто живой, просьба, пацаны, оставляйте компы, короче, вкладочки все там открытыми на ночь Пусть идут стримы и человека часы Вот, это я уже говорю на будущее, когда закончится этот матч, я сделаю стоп-старт и будет запись поставленную Кто-то, наверное, начало не видел сегодняшнее Как-то так Так, сетку уже, кстати, дали, да, кстати, ребят Элайф, нет, не будет, соцзест, какой соцзест? Элайф зест, соц, а, из полуфиналов Не-не, какие-то, ну еще ничего не понятно, какие Сос на тиммейтс попадает на рога, кстати Элайф зест, твп, пейшнс сортов Кстати, пейшнс для сортов Так, а солар, блин, солар статс это будет крутой, наверное, четвертьфинал, реально Так, а какой еще? А, 1, 0, статс хочет нам шар обмануть встаться обманет ли что здесь вот хатка у него ставится посмотрим как нам шар сольет за арниса cls приходи на г.г. не понял не помогается ты онлайн что-то имеешь ввиду помогает из и стрим рублен короче нам шар пытался обмануть статсу штипа у него штипа у него хата здесь короче статсу вообще насрать он просто никто поставил стандартно вообще даже не парился короче да вот да вэйв 2013 ладно сейчас ночь можно поугарать короче нам шар умеет за вазы катать короче эксперт пишут в чате на других матчах он ни о чем и лезет хоть карту отжал усосов со статсом было бы интересно нам шар 0 отхватил и сейчас отхватит давай если 03 нам шар устаться не отхватит то ты пидор короче например вот так куда резко предложение моё как тебе готов ли ты вписаться в такую тему черт побери вырежи майкер это все со стрима ведь меня увидят днем записи короче ладно на самом деле в записи меня не могут не увидеть потому что запись возможно в это время уже все обрублю и мы будем с пашей играть и без обид конечно потому что ну почему бы нам шару карту хотя пустаться не взять а всякое может быть я рискую ничем я рискую быть перед собой нечестным потому что я стараюсь как бы полезному людей учить там физухой заниматься не быть дураками стараться а тут я так общаюсь как бы это не очень ну что дарки прилетает походу минус нам шар спорки нету лэйра нету минус хата это что это к кота строфа с котом вместе короче тут и мортл стат понял что какой-то тут мертвец короче нахер с ним уже поздно пора короче и тусоваться идти зистоном там вот дрочиться на теваем что он слил бичара просто в групповой стадии ну вот и нужно дожимать двух бас короче так да wave это поможет трех машин конечно и на трех машинах поможет чтобы их и 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 Ну что, ребят По IP там разве не вычисляются? Тебя по IP вычислю и размотаю Приеду, ё-моё Вот всё, что здесь будет А там всё схвачено, короче Спасибо, ВФ-13 Короче, нам шар пытается сделать шпиль Пока что даже по лимиту в плюсе Ой-ой-ой Будет нам шар четвёртую Мне, кстати, я был не прав, кстати, решил, что Надо сыграть понадёжнее как-то Нам шар четвёртую собирается ставить Ну я не знаю, свитч мутку мог бы зарешать Если б муток 10 было бы сразу заказано Ну как раз, кстати, примерно столько ресурсов и будет У нам шара Вон тут роучи построят Архонку, а мэнь там летят Пролетает иллюзия Видит стат шпиль И идеальнейший просто Просто идеальный Идеальнейший таймент выхода сейчас Как раз, когда Мутка должна, по идее, выходить Ну статс вышел как бы И не стал, в общем-то, нападать А нам шар А нам шар просто Тичал, струхнул И вместо мутки строит землю просто Псетти лимит достаточно большой Ну апсервер всё видит прекрасно Здесь жёсткий микс с центрями Статс там, нексус на центре идёт Ну не знаю, статс просто ходит Как вот Я вижу, что вот он ходит И он просто развалит сейчас Реально Видно даже по тому, как юниты двигаются И же там нам шар сверху Зато вперёд что-то ходит Туда-сюда Враг познает нашу ярость Я здесь Среди теней Враг познает нашу ярость Место рождения и номералов Искус Так, ну тут нам шар, кстати, залетает резко к статсу Тылу фаерболами пытается сдержать армию заходящую Пользоваться рампой можно пытаться Но статс агрессивный, блин, делает и нет Тут как бы Уже больше нельзя пользоваться рампой нам шару Чуть-чуть слишком много тут статса Короче, по грейдам печально всё По всем параметрам печально А здесь ещё я пропустил вот что Призма тут подвезла пацанов Буйных очень, короче Они прилетели просто И начали всё ломать Как бы А что им тут ещё делать Сидели себе в гейте Сидели Прилетают А тут просто какая-то слизь Какой-то Хлам Кал Беспорядок Начинают просто расковыривать всё в хлам Ждём третью Ну да, походу, что Здесь как-то на 3.0 всё очень похоже Ну как-то в плане конкуренции Кореи с не Кореей Печально, да Всё складывалось Один сортов Ну попал на пациента сортов Ну пациент сегодня великолепно играл Тут чё говорить Сидели себе в гейте Тэмэн линусы Как-блай отыграл Ты чё-то на сутки куда-то выпал из реальности Можешь зайти в описание канала Глянуть сетку И Увидеть всё Своими глазами А сетку ты получишь Когда на корабль нажмёшь Я надеюсь Как бы на картинке Там ну Понятно где корабль Хотя там такая картинка Для тех, кто не понимает Ну плохо соображает Он может не понять Что там корабль, конечно Но я надеюсь На На ваше понимание Короче, ребят Всем привет Просьба поддерживать Меня и мой канал Сегодня с Пашей мы очень долго стримили Но он сегодня не спал Как бы Ну Я-то сегодня выспался К режиму Уже привык К такому дикому Вот Слёзы на глаза Наворачиваются Хорошо, что я не видел Как это происходило Хотя Там Блай боролся Бодался Но Чего-то не получилось Поддерживают меня и мой канал Завтра с Пашей продолжим Мы Легвизиты в описании Через плеер Премиум Подписывайтесь И все дела Вставляйте на ночь Кампы Пока еще Не обогнали Там догоняющие В марафоне Можно Немножечко Порыпаться Пусть Понапрягаются Подмаленько Что же Она говорит Про мои ночные занятия У меня нет ночью занятий Я не учусь в институте На вечернем Я не учусь В вечерней школе Вот Я не занимаюсь Ночью Не передергиваю Затвор Короче Я не Стреляю в тире Не готовлю Государственный переворот Вот Я занимаюсь Своим делом Черт побери Вот Комментирую StarCraft Давайте Смотреть Игру Привет Заббитс Твайлайт На мэне Нам Шарпалит Ну Это Дарки Наверное Хара с архонами Я не знаю Что тут Стас Будет делать Может Адептами Попытается Убить Развитие Завершено Кто их сильнее Хэппи Или бьян Майкер За орков Во фрифороле Вообще Изи Развалят Одним героем Короче Да 4 гейта Призма Даршайн 3-0 3-0 Стат Только не бейте Ну Если не 3-0 Короче То Касунаги Активный Короче А ты Пассивный Будешь Запомни Это Потому Что ты Даже Не первый Короче Здесь Эксперт Эксперта Врубаешь Вот А это У нас Совсем Не приветствуется Короче Заходят Дарки Не планируешь Лично посетить Какой-нибудь Турнильчик Может Вком Сторе Я не планирую В Москве В Варкрафте Был Нормально По гейм Или что Может Еще По гейм Как-нибудь Уровень Игрит Блайн Потягаться Ну Одну Там Игру Бо Один На халяву Мог бы Выиграть Там Одну Игру Как-нибудь Бо Турниль Турниль Ну Тут просто Экспертов Много Я Турниль 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 может отбиться здесь нам шар. 2 Моркла живых до сих пор, ё-моё. Чё-то центрить там, статс, миллионы варпит каких-то. Билды новые пошли, нужно аккуратнее быть. По призме фаерболы упали. Рабочих всех выпиливает, статс, ё-моё. Чё рабочих-то не увёл нам шар? Лучше бы их в бой, пусть на клике хоть подрались бы, а то бесславно же они закончили эту игру, эти рабочие. Фаерболить надо призму фаерболы где... Ой, нам шар... Пошёл он, как бы чё... Просто, блин. Где фаерболы на призму-то? Канада. Тогда кидал фаерболы две штуки, а сейчас даже в этой игре, где нам шар реально мог чё-то сделать, он просто бесславно сливается. Просто бесславно. Призму мог ещё увидеть. Ну, статс молодец, он видит, как ему стащить здесь просто. И бегает туда-сюда. И бегает туда-сюда. Взад-вперёд бегатель. Взад-вперёд бегатель просто, Галимой. Возможно, там, конечно, реджечка была на фаерболчике, но... Думается мне, что нам шарф далековато стоял. Чё, эморку приехал? А, здесь уже четыре эморку. Да ну, пьём он. Да ну, тут, ё-моё, СН-3, 12 штук. Куда тут-то? Поизволом эксперту, что статс крутой чувак. А нам шар мёртвый вообще. Ну, он должен был брать эту игру. Мог, мог взять. Результатс молодец. ГГ, ВП, фудлак. Так, не понял. Вейв 13, ты про что говоришь? Там в новом патче непонятно вообще, любят циклонов, тираны поиграть, а их просто разваливают обычно. Вейв 13, ты про что говоришь? Так, эксперты 1.0 помни. Нет, просто эксперты сохранили свой пирог в целости и санхранности. Не придётся делиться пирогом. Вот. Ну, вы поняли, короче. Ребят, сворачиваю, точнее не сворачиваю, сейчас будет стоп-старт. Для чего? ГГ напишем в чате, как нормальная пацаны. Выхожу из Старкрафта, для чего стоп-старт, чтобы выложить на YouTube запись и её пустить вам, короче, смотреть на ночь. Ждите секундочку.